Центр онлайн-образования «Нетология» представляет Аналитическая программа «Рунетология» Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей Откровенный разговор о бизнесе в сети Голосы и мнения ведущих специалистов «Рунета» «Рунетология» Добрый день, коллеги! Сегодня 18 сентября 2009 года в эфире 21 выпуск эксперт-шоу «Рунетология» У микрофона Максим Спиридонов Последние годы в мире все более слышны голоса тех, кто называет себя антиглобалистами Это люди, которые видят большую опасность развития транснациональных корпораций Компании с огромными ресурсами, такими же возможностями, колоссальной доночной стоимостью И, как часто считают сами антиглобалисты, полным отсутствием принципов Портепоставляются таким компаниям небольшие компании, в том числе те, что принято называть стартапами То есть попросту группы увлеченных единомышленников, занятых реализацией своей идеи В условиях ограниченных средств и часто вообще не проследующих прямые финансовые цели И тема и предмет нашего сегодняшнего обсуждения Фирма, которая сумела за менее чем 10 лет пройти уникальный путь из первого состояния Фактически лабораторной работы двух молодых ученых И превратиться в эффективнейший инструмент по добыванию денег В одной из ведущих корпораций мира Речь, разумеется, идет о Google И наш сегодняшний гость, глава российского представительства, Владимир Долгов Владимир, здравствуйте Добрый день Если кто-то не знаком с профессиональной биографией нашего гостя То сейчас мы восполним этот пробел Владимир Долгов родился в Запорожье В 1982 году окончил факультет проблем физики и энергетики Московского физико-технического института Вскоре начал работать в Троицком филиале Института атомной энергии имени Курчатова Сначала в должности научного сотрудника, а затем инженера В 1991 году получил степень кандидата физико-математических наук С 1992 года работал последовательно в компаниях Compact Book Publishing, AirStyle, LookoInform Позже выступал в должности главного редактора интернет-портала Просто.ру Был главой московского представительства Аксир Интернет Солушен и генеральным директором ЗАО Аксирис С 2000 года занимал руководящие должности в интернет-магазине Азон.ру Где проделал путь от технического до генерального директора В декабре 2005 года Владимир Долгов возглавил российское подразделение компании Google Скажите, когда вы в 2005 году ушли из Азон, какие у вас были планы? Если честно, от Аспаса Нет, на самом деле Азон это серьезный кусок моей биографии Причем такой и интересный, конечно, невероятный Но и тяжелый в плане графика, да, потому что, как я говорил обычно У меня один выходной, это 1 января И, в общем, это было правда То есть 5 лет такого напряженного труда Последние 2 года там еще были сопряжены с тем, что Я учился в бизнес-школе параллельно Там вечерами, это была бизнес-школа американского университета Здесь в Москве, университета штата Калифорния И это, конечно, вымотало так, что там идея была такая Что я вот сейчас сделаю перерыв какой-то деятельности Завершу учебу И вот тогда будем смотреть по сторонам А что сподвигло вас тогда уже взрослого стоявшегося предпринимателя Работника, руководителя крупной компании пойти учиться? Да, это тоже хороший вопрос Значит, на самом деле, это, с одной стороны Ну, во-первых, это было желание Чтобы кто-то, вот тот склад информации Который есть в мозгу Исходя из опыта работы Разложил как-то по полочкам Упорядочил и показал мне, что где находится Заодно привнеся какое-то новое знание Вот И на самом деле это отчасти иллюзия Она более-менее оправдалась То есть там все-таки вот порядок в мозгах смогли навести Ну, а вторая идея была, что как-то меня вот все жгло Что по образованию я физик, так сказать, диссертация У меня по физике занимаюсь, я интернет-коммерцией Надо как-то, ну, получить хотя бы профиль на это Более-менее образование Непорядок? Абсолютно непорядок, ну, как так, да? Делать-то серьезно А когда вы ушли за зону, отоспаться удалось? Отоспаться удалось, но недолго Отоспаться удалось там буквально дня два или три Потому что после этого меня как раз вот начали брать на работу в Google То есть отоспаться вот Ну, потом, слава богу, это случилось не за один день Поэтому в процессе удалось немножко поспать А в какой форме поступило предложение от Google? Это были вербовщики самой компании? Или какое-то сторонное агентство? Нет, это был звонок из кадрового агентства Которое, собственно, занималось подбором персонала И, в частности, подбором персонала для Google Помните, там был какой-то ваш конкурент, так скажем, да? Из американцев? Вы знаете, вот как бы я об этом слышал, да? Но поскольку видеть не видел То ли это слухи Потому что, как бы, на самом деле Знаете, агентство обычно Это такой довольно замкнутый Скажем так, социум Они-то эти данные наружу не выпускают Поэтому вот я говорю, что слышать слышал Не знаю, не видел А насколько было для вас неожиданным это предложение? Ну, если честно Отчасти, конечно, было неожиданным То есть, с одной стороны Была некая уверенность Что, ну, наверное, предыдущего опыта В бизнесе хватит, наверное А вот С другой стороны Это все-таки была несколько Другая сфера деятельности Но поскольку Я думаю, что вот В природе человека есть вот это вот Инстинкт Все время хотеть чего-то нового Неизвестного И увлекательного То Вот это в комбинации с тем опытом Потому что Ну, и еще одно на самом деле Да, вот это Это там То, что Когда я был Там сильно моложе И вот Вся вот IT-индустрия Интернет Только начинался В России Да, там Я смотрел С интересом На компанию Apple Которая Ну, во-первых Всякая хорошая компания Должна иметь хорошую легенду Вокруг себя Там Гараж Двое ребят Которые сделали Собственно Это Компьютер Компьютер достаточно успешный Вот И Но У меня не было тогда Шансов поработать в Apple И посмотреть Насколько это интересно А Google Это была Вот такая же компания С тем же Характером Скажем С той же Харизмой Да И невероятно Интересной В тот момент Ну и до И до Можно сказать Что это было Практически Предложение Мечта Ну да То есть на самом деле Так вот Если бы я там Грубо говоря Пока Когда отоспался Полежал бы На диване Посмотрел бы В потолок Просто Значит Ну чтобы посмотреть Где я хочу Что я хочу делать Да То наверное Я сказал бы Вот хочу попробовать А тут Взял и случилось Так совпало Все Вот называется И не верь Теперь в материальность мыслей Ну Ну да Наверное Наверное Любое А скажите пожалуйста Как долго вы Вели переговоры И с кем Из-за не секрет Ой нет На самом деле Это процедура Все-таки Процедура Приема на работу То у нас Как бы Достаточно Такая Длительная Ну то есть Длительная Не в плане времени Набора Да В плане того Что там Есть интервью Процедура интервью Есть люди Которые Должны Проинтервью 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 Кандидата На ту или иную Позицию Да Поэтому у меня Это были И интервью Личные С людьми Которые прилетали По каким-то делам В Москву И интервью В лондонском офисе Компании Интервью По телефону С калифорнийским офисом То есть Это так было Ну то есть С Брином и Пейджем Вы лично Не встречались Нет С Сергеем Я встретился После того Как уже приехал В Калифорнию Когда я там Был в статусе Сотрудника компании Две недели По-моему Вот когда Принципиальная Договоренность Была достигнута То что последовало Вы сели писать Бизнес-планы Структуру штата Этого представиста В России Или какие-то документы Были спущены вам Нет На самом деле Все-таки Компания Когда Начала посмотреть На Россию Все-таки Смотрели На то Что происходит В стране Какие перспективы Что надо сделать Для того Чтобы нормально Работать В этой стране То есть Были проведены То что Называется Ресерч Исследование Но были какие-то Вещи Которые Конечно Понятно Человеку Который живет Здесь Особенно если У него есть Некоторый опыт Значит В бизнесе Ну например Любые Бизнес Транзакции В России Да Сопровождаются Генерацией Счета Фактуры И например Накладной Или акта Выполнения Работ Это Я думаю Что Россия Да не думаю Наверное Я уверен Что Россия Была Первой страной На карте Гугл В которой Было Такое Несколько Экзотическое Странное Требование Да Ну вот То есть Были детали Которые Нужно было Уточнять Объяснять Что нужно Сделать Вот это Вот это Вот это Да Если говорить О активности Например Никто Не Я думаю Что в тот момент Из тех людей Которые Занимались Россией Никто Не понимал Что Помимо Приема платежей За рекламу От наших Клиентов Нужно Использовать Не только Банковский Перевод Но и Вот Те Чисто Специфические Системы Платежа Которые Есть В России Например Вебмани И Яндекс Дейки Ну то есть Вы пришли И стали Объяснять Людям Которые Имели отношение К открытию Представительства О том Что такое Специфика Да То есть Общая Картина Понятна А вот Детали Надо было Прояснять А вы Были первым Сотрудником Представительства Или уже Были Какие-то Там Разрастаться То есть Я сейчас скажу Это был конец 2005 года Где-то до Весны 2006 Мы так вот Вдвоем Были Ну кстати Я насколько знаю Сейчас похожа Ситуация в России Там один только Представитель В Украине И офиса пока нет В Украине Совершенно верно Похоже Там офис есть У Димы уже Есть офис Все нормально Теперь у Димы Есть офис Я помню Разговаривал Когда Сергей Петренко Который является Представителем Яндекса На Украине То он рассказывал Как раз Что Вот Дмитрий Он долгое время Ходил с ноутбуком По кафе Ну Знаете Как это Ну это Несколько Это преувеличение Да У него был Отличный интернет канал Дома Понятно Первое время Гугл Относился к России Довольно равнодушно На самом деле Ну это некий факт То есть первые годы 2000-х годов Если можно так выразиться Даже известно Высказывание Которое приписывается Сергею Брину Назвавшему Россию Эфиопию в снегах Ну неизвестно Было не было Однако приписывается Имелось в виду И технологическая отсталость И экономическая Неорганизованность Очень малое сравнение США Деньги Вращающиеся на рынке Как вам кажется Насколько приоритетной Для Гугл Тогда была Россия Когда открывалось Представительство И изменилось ли это Сейчас Я на самом деле На самом деле Я пытался выяснить У Сергея Откуда взялась Эта фраза Там похоже Гораздо больше Журналистских Мистификаций Чем истины А если говорить О том Насколько Россия Была важной Тогда и сейчас Знаете Как компания Особенно компания На стадии быстрого роста Какой Гугл Был тогда Да и продолжает Оставаться В общем-то Сейчас Все-таки Важно соизмерять Те усилия Которые ты прилагаешь Для решения Той или иной задачи С теми Результатами Которые ты получаешь Причем Не важно В чем Измерять результаты Да там В деньгах В аудитории То есть Грубо говоря Сильно не хочется Работать зря Да То есть Это вот Такой основной подход Особенно я говорю Когда ты Ты растешь И все-таки Хочется смотреть На то Что ты делаешь С гордостью На результаты Этой деятельности Так вот В тот момент Конечно же Россия была Прямо скажем Не самой интересной Страной То есть Если вернуться К началу Гугл Как компания Это 98-й год Да То есть Нам вот В сентябре Кстати 11 лет В этом году То есть В прошлом году Было 10 Как раз Был такой Юбилей Так вот Конечно В тот момент В России Интернет был На самой-самой Начальной стадии Своего развития Да Он Прямо скажем И сейчас Не очень развит Но сейчас Он конечно Это уже На самом деле Совсем другая ситуация Потому что Если измерять Стадию развития Таким параметром Как Доля Населения От населения Страны Которая Работает В интернет Да Вот у нас Это сейчас Больше 30% И Как бы Это гигантский Результат Это Блестящий результат Достигнутый За это За это Время Но Это В общем-то Опять же Начало По сравнению С теми Результатами Которые Есть в развитых Странах Европы И Штатах Это Поветка Там 70% Да Задал вопрос По-другому 2005 год Его конец Насколько Своевременно Или несовременно Было открыто Русское представительство Вы знаете Я думаю Что это был Правильный момент Да С учетом того Что с одной стороны Кому-то Наверное Бы показалось Что немножко Еще рановато Но с учетом того Что все-таки Должно пройти Время Пока компания Заработает В полный рост Да То в общем А насколько Иначе Иначе мы бы С вами сейчас Не разговаривали Ну разумеется Хотя С другой стороны Несомненно Даже если бы Гугл не открыл Представительство Думаю О позиции В России Были бы все равно Достаточно сильным Ну конечно Не такие как сейчас Я правильно помню Тогда У нас тоже Ведь все-таки Проблема Вот еще одна Возвращаясь К уровню развития И впрочем В России нету К сожалению Надежного Там скажем Даже не то чтобы Надежного А доверительного В том плане Что ему все доверяют Измерители Аудитории интернета Других параметров Которые обычно Меряют То есть там Вот на западе Есть Нильсон Нет рейтинг В России Нету Нильсона Но есть В общем Что-то такое Что Нильсон Ну вот Пытается выполнять Функции Функции Которые выполняет Нильсон Но нету метрики Которой бы доверяли Абсолютно все И говорили Что если Там измерительная Компания XYZ Сказала Что аудитория В России Столько-то миллионов Человек То это правда А тут каждый раз Когда возникают Новые цифры По аудитории Начинается обсуждение Ошибка на порядок На два На три Ну вот это вот Ну все-таки ТНС пытается Такую функцию Выполнить ТНС пытается Да Но ТНС Охватывает Только Самые крупные Площадки ТНС считает Площадки ТНС считает Все-таки Со стороны Площадок Вот Хочется Чего-нибудь Другого Причем Все время Говорится Что вот Еще чуть-чуть Россия выйдет На тот уровень Развития Что Нильсон Сам придет В Россию Или кто-то Придет В Россию Ну вот Пока Пока этого Не получается Так вот Если говорить О том Что было В 2005 Например По данным Того же Life Интернета Доля Гугла В поиске Тогда была Не то 7 Не то 8 Ну да Он конечно Значительно вырос А скажите Вот с тех пор За эти Прошедшие 4 года Фактически Насколько Доволен Головной офис Насколько доволен Калифорния Динамикой развития Хороший вопрос Я вот так вот Прямо в лоб Да Ни разу Его не задавал То есть Ну хорошо Бизнес планы Они выполняются В той форме Которой они были поставлены Да конечно На самом деле Мы же Каждый там Какой-то период Времени Мы приходим С планами Мы говорим Что вот это Те задачи Которые мы хотим В России решить Для того Чтобы добиться Тех или иных целей Что-то мы умеем Делать сами Здесь Где-то нам нужна Поддержка сверху Где-то нам нужна Поддержка ресурсами Там Не важно Разработчиков Финансов В общем Когда Если Говорится что Да Все нормально Ребята Вы смотрите В правильную сторону Через какое-то время Мы приходим Рассказываем Что получилось В общем Пока Вот Вроде бы Да Вроде бы Довольны Если Вопрос Который могли бы задать Паранойки Голоса которых Порой слышны В рунете Какие установки Какие установки И вправки Вносит В план Русского Гугл Головной офис И какая Часть В этих Планах В этих Установках И вправках Может Идти Со стороны Госаппарата США Или вообще Не дай бог ЦРУ Ой Мама Но повторюсь Вопрос конечно Порный Да я понимаю Да Однако Такие вопросы Слышны То есть Это означает Что Госдеп США И ЦРУ Да Они Отчаялись Совершенно Влиять на эту страну Традиционными Методами Которые были Использованы До этого И начали Использовать Гугл Да Лойка такая То что И гугл Тоже как инструмент Может использоваться Да Да нет Как инструмент Можно использовать Наверное вообще Просто все что угодно То есть Я думаю Что это Вечная проблема Что Знаете Как бы Кухонный Нож Может служить Орудием Для приготовления Вкусных блюд И Удовлетворяет Самый прихотливый Вкус А может Использоваться Как То что Потом Является Предметом Рассмотрения Уголовного Кодекса Ну Я думаю Что это Ну Так Паранойя Это Правильно И Скажем так Достаточно Мягко Сказали То есть Вы с этим Не работаете Никак То есть Вы не пытаетесь На это Повлиять Нет У меня Нет У меня Нет удостоверения Агента ЦРУ У меня нет Удостоверения Сотрудника Госдепартамента Нет Нет Еще нет Там Нет Хорошо Такой вопрос Длинный И философский Вот Наверное Говоря о Гугл В целом Компания Прошла Почти Невиданный В истории Путь развития По темпам За 10 небольшим лет Она развелась От гаражного Предприятия Двух молодых ученых До одной из самых известных Самых крупных В мире корпораций Вы знаете Больше чем Простые смертные Вы знаете Внутреннюю механику Компании Кроме того Вы сам предприниматель И понимаете Что такое бизнес Вот если можно Скажите С точки зрения Не политкорректного Сотрудника А с точки зрения Наблюдателя Бизнесмена Как Гугл смог Так вырасти Почему он так вырос Как вы думаете Ведь он мог Как многие другие стартапы Как не знаю Как взять Тот же отрасль Поиска Альтовиста Или АСК Чуть более успешно Чем Альтовиста Закрыться Или влачить Жалкое существование На грани самоокупаемости Ну Понятно На самом деле Да Вопрос Совершенно Наверное Справедливый И главное Вот такой вот Хороший Скажем так Это вопрос Но дело в том Что Наверное Самым правильным Ответом Будет Цитата Когда Сергей Брин Полтора года назад Полтора Это был Май Прошлого года Да Приезжал в Россию Это был Частный его визит Он приезжал С семьей С родителями С бабушкой С братом Вот И Ну Понятно Что он Был у нас в офисе Там И каждый раз Когда приезжает Там Как кто-то Интересный Из Других офисов Мы устраиваем Такие встречи Вот Со всем составом Там Поскольку Офисов У нас Два Один в Москве Другой в Питере То встречи проходят Физически в одном А второй офис Подключается По видеоконференции Слушает Задают вопросы И вот Собственно У Сергея Один из наших Программистов Спросил Сергей Вот как так получилось Вы же Вот у вас с Ларри Google Это первое место работы То есть Вы до этого Нигде не работали Только учились Вот как так получилось Что То что Та компания Которую вы сделали И собственно Первое дело В вашей жизни Оно стало Настолько успешным Настолько Значимым В масштабах Индустрии Мир и прочее Сергей подумал Сказал Вы знаете Наверное У нас Просто потому Что у нас Были хорошие учителя Я думаю Что с одной стороны Это Это одна сторона Ответа Другая сторона Ответа Состоит в том Что все эти годы Google был Вот как это говорят В Америке Там Сфокусирован А по русски Наверное Лучшее слово Сконцентрирован На решении Основных задач Которые Тех целей Которые компания Поставила Компания с самого начала Сказала Что она будет заниматься Поиском Она занималась Только поиском Не отвлекаясь На какие-то Посторонние вещи Тоже наверное Потенциально Могущие Принести Какую-то аудиторию Google Это компания Которая занимается Только поиском И Грубо говоря Сфокусирована Только на нем Но сейчас Google занимается Не только поиском А уже сложно сказать Чем он не занимается В области IT Вот Вы знаете Если вы Посмотрите На то Что Вот Да То есть Внешне Это так А с другой стороны Все это Либо поиск Либо вещи Которые Инфраструктурные Которые должны Поддерживать Основную Основную функцию Компании Да Карты Что такое карты Карты Казалось бы Это Ну Ну Карта На самом деле Картографическая информация Это просто Еще один способ Организации Информации И в этой информации Надо искать Поиск по книгам То же самое Книг В мире То есть Информация Которая содержится В книгах В мире Напечатанных За всю Историю Человечества Я думаю Больше Чем в интернете Просто потому Что книги Печатают Достаточно давно Долго И много Интернет От роду Всего-то На прошлой неделе 40 лет Отмечали То есть Книги Это еще один Пласт информации И тот пласт В котором До сих пор Искать было Невозможно По этому Поиск И если Я говорю Вот так вот Посмотреть То дальше Выясняется Что в общем Во-первых Вся наша жизнь Это поиск Чего-то там Если уж там Философски говорить Но все Что делает Гугл Это поиск Вокруг него И рядом с ним Ну видимо Просто Тут еще Играет роль И Удача колоссальная И Как мне кажется Ну по наблюдению Опять-таки Если вы Почти Плоскость бизнеса Значительный Предпринимательский Гений чей-то То ли это Господа Брин и Пейдж То ли это Все-таки Эрик Шмид Смог так построить Инфраструктуру С точки зрения Бизнеса уже Что этот поиск Который хорошо Работает И накручивает Округ себя Массу Дополнительных Функций И сервисов Настолько Здорово поднялся Как Бизнес Как корпорация Вот я думаю То что Это вот как раз Это то То что Сергей сказал У нас были Хорошие учителя Да То есть Это вот Вот эта часть Ответ на этот вопрос Все остальное Вот я говорю И потом Удача Удача Это хороший Аргумент Да То есть Вот на самом деле Когда ты смотришь На какое-то явление И не понимаешь Причин его То есть Что привело К тому Что получилось Вот так А не иначе Да Ну Самый простой ответ Да повезло Наверное Да На самом деле Не только повезло Опять-таки Вот смотрите Там Уже упоминалось Гугл Ведь когда появился На рынке Он же не был первым Единственным И собственно Поэтому он его Занял На нем вот такие Позиции Которые я сейчас Упоминал И что Была альтовиста Да Что же помешало Альтовист Это собственно Которая к тому моменту Когда Гугл вышел Так сказать Заниматься ровно Тем же самым И почему Вот есть Сегодня Гугл Но нету альтовиста Да А история Это на самом деле Очень простая Есть такая книжка Она По-английски Называется Сёрч По-русски Поиск Есть русский перевод Джона Бэттла И он там Я могу путать Но по-моему Это у Бэттла Было все-таки написано Он встречался С людьми Которые Работали в индустрии Брал у них интервью Тоже докапываясь До истоков Разных Явлений Так вот Альтовиста Не была Бизнес-проектом Альтовиста Была Демонстрацией Возможностей Нового процессора Который Сделала Компания В которой Альтовиста Была Создана У Альтовиста Никогда Не было Задачи Стать Хорошей Поисковой Машиной Делать Осуществлять Поиск Лучше всех Может быть Опять-таки Потому что Поиск Тогда был Не столь Первичным Источником Доступа К информации Интернет Был достаточно Маленький Это же Как раз То же самое Время Когда На Рынке Появился Яху И Яху Это совершенно Другая Бизнес-модель Это попытка Организовать Интернет Отрубрицировать Его И дать доступ По другому принципу Не по поисковому Да То есть Вот Но У альтовиста Никогда Не было Задачи Сделать То есть Сделать Во-первых На этом Бизнес А если Ты делаешь Бизнес То значит Сделать так Чтобы твоя Поисковая машина Была Самой лучшей Когда Альтовисту Продавали Деку Если Сейчас Или Дек Ну вообще Когда Альтовисту Продавали Как Проект Потому что Не был тогда Бизнесом Да Цена альтовиста Равняла стоимости Компьютеров На которых Крутилась Альтовиста То есть Иными словами Вы говорите о том Что молодые ученые Брин и Пейдж Планировали изначально Свой поисковой механизм Как бизнес Они Планет Я думаю что Они планировали Все таки Нет Я думаю что Когда Google Создавался Вот Четкие бизнес модели Или такой Бизнес модель Которая И по моему У Бэттл Об этом Написано Было совершенно Непонятно На чем Компания Сможет зарабатывать Деньги Какие то Потому что В тот момент Когда создавался Google концепцию Поисковой Контекстной рекламы Не существовало В принципе А в какой точке Возник бизнес Все таки Бизнес Возник Ну во первых Компания Начала То есть В какой то момент Потребовались Деньги На дальнейшее Развитие Грубо говоря Цинично Перестало Хватать Компьютеров Да Вот Поэтому Слава богу Америка Имеет Достаточно Хорошую Структуру Инвестирования В проекты Как Институциональные Там есть Венчурные фонды Так и частные Там есть Категория Людей Которые Называются Бизнес Ангелами Да Вот Они Поглядев На этот проект Начали Вкладывать Какие то Деньги Но Понятно Что В какой то момент Начал Вставать Вопрос А как Эти инвестиции Будут возвращаться Там Было Несколько Идей Например Первая Бизнес Идея Составила В том Что Гугл Будет Продавать Свой Поисковый Механизм Лицензировать Механизм Для Сайтов Которые Хотят Предоставлять Поисковый Сервис Своим Клиентам Помнится Яхо Он продал Этот механизм Да Яхо Его Лицензировал Нет Там Даже Идея Была Скорее Не на Пользовательские Не на Вот То Что Называется End User Portals Да Это Это Была Это Идея Была От Того Что Нужно Будет Искать Информацию В Корпоративных Порталах Да Там Информации Много Вот Значит На самом деле Интересно То Что До Сих Пор Это Часть Нашего Бизнеса Она Существует То Есть Такое Направление Которое Называется Google Search Appliance Оно Немножко Поменялось С тех Пор Идея Состоит В том Что Есть Компьютер Ну То Не Компьютер Конечно Это Такой Штука Которая Устанавливается В Серверную Стойку Имеет Форм Фактор Стойки В Которой Находится То Что Можно Жаргоном Назвать Google На камне Эта Штука Индексирует Твой Архив Твоей Информации Причем Она Индексирует Четыре Сотни Если Не Пять Сотен Типов Файлов Это И доки И HTML И PDF Да И соответственно В компании С большим Электронным Архивом Появляется Возможность Находить Документы Да То есть Внутри В Интронете Не В интернете Да Понятно То есть До сих пор Это существует И Google Search Appliance Это Решение Которое Установлено В очень Многих Крупных Корпораций В Боинге Еще Где-то Еще Возвращаясь Рунет Из истории Google Все-таки Вернемся К нашим реалиям Скажите Пожалуйста Какие у вас Отношения С крупными Игроками Рунета Яндексом Мэйлом Рамблером Есть впечатление Что вы Осознанно Или в силу Обстоятельств Стоите немного В сторонке Ну то есть Не вмешиваетесь Вот там Свары возникающие Не дай бог И так далее Нет Ну Свары вмешиваются Во-первых Слава богу В российском интернете Свар не так много Если я правильно понимаю Но Потом Смотрите Отношения Я думаю Что Вполне нормальные Рабочие Понимаете Есть Рынок На котором Мы работаем На котором Мы там С кем-то В той или иной Степени Конкурируем Да А есть индустрия Как целая И Каждая из компаний Игроков Она должна Эту индустрию Как-то развивать Потому что Это тот Мир В котором Мы живем Если Вот когда Создавалась Ассоциация Интернет и бизнес Три года назад По-моему И она создавалась Как раз Крупными игроками Интернет Там был Рамблер Мэйл Яндекс РБК Если я правильно помню То есть Они создали Эту ассоциацию Учредители Первой компанией Которую позвали Учредители туда Это был Гугл Вот Если говорить Там о Каких-то Человеческих Отношениях Знаете Там Аркадия Воложа Я знаю Лично лет Так чтобы не соврать Наверное Пятнадцать Еще по моей Позапрошлой жизни Когда я работал Занимался разработкой Мультимедийных программ А один из Директоров Яндекса Я не помню Точно название Его То есть Его должность Андрей Сибрант Андрей Был в свое время Руководителем Моего диплома И моей диссертации Андрей Сибрант В Яндексе Директор по маркетингу Сервисов Сейчас Ну вот да Вот сейчас по-моему Сервисов там были Какие-то региональные Проекты Да Вот потом я просто Андрея видел там Неделю назад На одной из конференций Вот Ну вот как Да Вот там Давайте говорить Что мы конечно Сибрант Страшные Злые конкуренты Друг другу А с другой стороны А те вот 20 25 лет жизни Да Они куда Да нет конечно У нас нормальные отношения И я говорю что Есть отрасль В которой мы работаем И в общем Это нормальный подход Это грубо говоря Забота об экосистеме В которой ты живешь Да Что мы Каждая из компаний Я думаю Думает Не только о достижении Личных результатов Каких-то Сиюминутных выгод Но и о том Что будет индустрия Представлять собой Через там Год-два-три Если это вообще Возможно планировать На столь долгие периоды Времени Интернет меняется Невероятно быстро Ну да Ваш самый сильный конкурент На сегодня Ну и лидер Рынка поиска Это конечно Яндекс И при самых Прекрасных отношениях Человеческих С его топ-менеджерами Говорить о кооперации На уровне компании Всерьез Разумеется невозможно А вот с мейлом У вас идут переговоры О том Причем С преминым успехом Скольку я знаю И в разной степени Активности О теме поиска На мейле Он был до того Ранее был Поиск Гугла Сейчас стоит поиск Яндекса И на сегодня Знаю, что тоже вопрос Такой еще Если Еще не решенный Да то еще Вполне может быть Еще не решенным Это вам конечно Известнее Как это на самом деле И гипотетически Чисто гипотетически Если с Яндексом Вам объединять нечего То с мейлом Вы могли бы объединиться И суммарно Вы становились бы Сильнее Яндекса Вот Возможно ли Такие движения Опять-таки Можно ли такое себе представить Как вам кажется Да нет Ну бизнес Это бизнес В бизнесе Возможно представить Все Просто Знаете Я вот сейчас Вот Обычно В интервью В процессе ответов Узнаешь много нового А у меня редкий случай Я в процессе вопросов Узнал много нового То есть Вы не ведете Переговоры с мейлом По поводу Поисковой строки Нет Вот Я как бы Не хочу отвечать На этот вопрос Но Ну Всего есть Там есть же все-таки Какие-то правила В каждой компании Но то что Оказывается Мы уже ведем И периодически ведем И уже договариваемся Вот Это Первый раз в моей жизни Когда я очень много Узнал из вопроса Ну прекрасно То что я говорю Это Окрытые источники То что обсуждается В блогах Тем или иными Ну более-менее Посвященными товарищами Либо считающими себя Посвященными Ну а насчет Сейчас Секундочку Максим Давайте это сам По поводу посвященности Да Там сделаем Отмотаем Некоторое время назад В календаре Да И вспомним Совершенно замечательную историю По поводу Мобильного телефона От гугл Да Вы помните С год назад Была такая истерия Вот во всем интернете Даже не только в российском А в запад Фотографии Ведь показывали Да Очень красивые Были фотографии Настоящего Украденного Со склада Телефона Компании Чем все закончилось Где телефон-то Ну появилась Операционная система Андроид Вот понимаете Да Вот какой разрыв Между Между той информацией Которая якобы Сливалась Что будет телефон И тем что получилось То есть Грубо говоря Говорили о харде Получился софт Ну то есть Почти попали Только полушарие Другое Ну да Оставим эту тему Тогда Значит Просто посмотрим Как заведутся события Поскольку Мейл не отрицает Переговоры с вами Вот это Мой последний разговор С госпожей Артамоновой Мы это Кратенько Проходили И опять-таки Не было буквально Сказано никаких вещей Но Анна Не говорила нет Так скажем И действительно Тема просто Почему эта тема Обсуждается Ясное дело Даже как Телефон от гугл Потому что Тема жареная Тема пикантная И если Ваш поиск Действительно Окажется на мейле То Ну Перевес сил Серьезно Качнется в вашу сторону Он может быть Еще не станет Драматическим Но однако Он качнется Последние Комскоровские данные Говорят Что у нас По-моему 34% У мэла Порядка 9-10 Если я правильно Помню Ну вот То есть Будет почти Что паритет С Яндексом Ну Если Если Это случится Если Аня Договорится Да нет Ну в общем Я опять-таки Говорю Действительно Тема такая На которой Андроид Да Ответ Андроид Понятно Появление в Рунете Еще одного Крупного Западного Игрока Как вы думаете Возможно Ну скажем Яху взял И вдруг Отвое представительство В Москве И пошел Вливать деньги Хороший вопрос Знаете На самом деле Вот Что происходит Как раз И даже Не только Российский рынок А с любым рынком Неважно Даже какой И какой индустрии Он относится Это то что Чем Позже Компания На этот рынок Входит Неважно Это она Входит Как новый Игрок Или же Как Это рынок Другой Страны Чем Позже Что это случается Тем дороже Входной Билет Да Вот Сегодня Входной Билет На Рынок В России Достаточно Стоимость Его Достаточно Высока То есть Рынок Уже Другой Рынок Развился Это Не 250 Яху Проблема Яху Он Он Не в России Конечно Он В России Почти не заметен Конференции Ведь Впрямую Яху И Google Сравнивать Очень сложно Это будет Такое Достаточно Степень Натянутое Сравнение По той Простой Причине Что Яху Это все Таки Портал Помните Мы там Вначале Говорили О разных Моделях Развития Компаний Яху Это все Таки Портал Яху Поиск Это всего Лишь Один Из Сервисов Которые У них Есть Google Чисто Поисковая Компания Поэтому Если Сравнивать Например По аудитории Которая Посещает Этот Сайт И тот Сайт Тогда Это Конечно Сравнение Если Сравнивать Но Сравнение Немножко Некорректное Потому что Бизнес У компании Разный Если Сравнивать По Поиску То Если Я правильно Помню Все Таки Там Доля Google В поиске В штатах Если говорить О крупных Рынках Там Достаточно Велика И Яху Не является Столь Количеству Посетителей Да Конечно Ну Хорошо Скажите А С социальным Рунетом Как у вас Несмотря на успех В некоторых странах Социальной сети Оркут В России Она Не пошла И Google С точки зрения Социальной России Вообще Мало заметен Понятно То что Строить новую Социальную сеть Уже поздновато Общего профиля По крайней мере А какие-то Есть деловые отношения У вас С двумя лидерами Социального Рунета Одноклассниками Вконтакте Ну Деловые отношения Они вот Чисто деловые На них Показывается Наша реклама И мы Когда нам Нужно продвигать Какие-то наши продукты Мы покупаем рекламу У них То есть Это вполне себе Нормальные Рабочие То есть Мы Вряд ли Чувствуем себя Что у нас есть Там Некая Почва для конкуренции То есть Это такие Вполне нормальные Деловые отношения Какие-то перспективы Партнерских отношений Есть? Ну Опять же Это вопрос Даже не к нам А к этим компаниям Потому что Мы готовы сотрудничать С любыми Потенциальными Партнерами Если это Сотрудничество Взаимовыгодно И для них И для нас Они предлагали Поставить поиск Вконтакте И одноклассниках Огромная Аудитория Это в чем дело Я вот если честно Я на самом деле Не очень понимаю Бизнес-модель В общем Социальных сетей Да Ну кроме того Что Они Могут И наверняка Зарабатывают Какие-то деньги На рекламе Проблема Социальных сетей Это в общем Проблема Такая Которая До сих пор Не решена Я думаю Что Если кто-то Если какой-то человек Вот эту проблему Решит Да То Вот это будет Такой Ну там Или компания Это будет Следующий прорыв В интернете Как в бизнесе И Как бы Вот то что я знаю О социальных сетях Понимаете Социальная сеть Наверное Основная задача Социальной сети Как бизнес Который В общем В итоге Это бизнес Да Чтобы посетители Вернее Пользователи Аудитории Этой социальной сети Проводил на них Максимальное время Это в общем Идея портальная У порталов Те же самые задачи Вот А поэтому А поиск Который стоит На социальных сетях Он с неизбежностью Уводил бы Людей Куда-то в сторону Вот этого И вообще Если честно По-хорошему Я не знаю Вот примеров Социальных сетей У которых стоят Поиски По внешним ресурсам То есть Не внутри себя А по внешним Ну да Наверное Но ведь Можете поставить И внутренний поиск Теоретически Ну это ладно Это мы ушли в сторону На самом деле Забавно То что вы сказали Начав свой ответ Я не понимаю Модель заработка Социальных сетей Именно так Сказал ваш коллега Андрей Сибран Когда мы обсуждали Нечто подобное В одной А мы с Андреем Как раз говорили На эту тему Неделю назад То есть Знаете На самом деле Это Андреев Была фраза Я говорю Ну слушай Ну нет уже модели Он говорит Нет Я говорю Так Он говорит Слушай А может быть Не надо То есть Может быть Социальная сеть Это не бизнес Это инфраструктура На которой Будет построено Что-то другое Я подумал Что вот эта мысль свежая Что вот А может быть Действительно Не надо То есть Идея простая Вот есть HTTP протокол Да Который является Основой В интернете Сегодня Вот без HTTP протокола Интернета нет Кто-нибудь Пытался заработать Деньги на HTTP протокол Это на стандарты На лицензирование Нет То есть Без него невозможно Многим компаниям Деньги зарабатывать Но сам он Как Изделие Скажем так Денег-то не приносит Ну да Есть такое Хотя с другой стороны Уже на примере Фейсбука О чем мы поговорим Чуть дальше Появляются Определенные Ростки Перерастание Социальной сети Из возможной Действительной Инфраструктуры В бизнес И кстати Там неплохо Зарабатывают По крайней мере Точно Авторы приложений Которые Которые В этом Все 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 Хорошо Сокращений В компании Не было Причем Не было Ни в России Ни в других Офисах Скажем так Что Что произошло Там Вот если кто-то Был бы у нас В офисе В Цюрихе Офисе У которых Просто контракты Каждый год Истекают То есть Это срочный Контракт На один На два Горда Поэтому Но Опять же Это к вопросу Об андроиде И Гуглфоне Который Кто-то Однажды Видел То есть Вещь Которая Происходит Каждый год В период Кризиса Вызвала Ассоциации Которые Выродились В сообщении О том Что Гугл Попал В эти Жернова И сокращает Сотрудников Нет Это не так У нас По-прежнему На Сайте Гугл.ру В смысле На Специальном Разделе Висит Список В Арканце И мы Принимаем Резюме На Емейл Который Там Значится И Все время Которые Хотят Работать В компании А кстати Правильно Понимаю Что Вы Узглавляете Не только Россию Но и Представительство По странам СНГ Нет Нет Дима Дима Как раз А у нас На самом деле Нет ничего В странах СНГ Кроме Как В Украине И Дима Он Самостоятельный Человек У него Есть Руководитель Это не я И На самом деле Понимаете Я же Как там В начале Передачи Было сказано Я родился В Запорожье То есть я родом с Украины Я прожил там Все время пока До поступления На Фестех Но Сегодня Очень сложно Заниматься Странами Которые Сильно Различаются А Россия Украина Это как раз Вот это Тот самый пример Нельзя Заниматься Украиной На 20% И говорить Что ты Делаешь все Для того Чтобы В этой стране Поднялась Компания Нет Невозможно Это другие условия Другие правила Другие То есть Нам надо жить Там и понимать Именно по поводу Украины И Гугла Мы говорили В предыдущей передаче С Юрием Веровцом Главой Группы компании HeadHunter Там была тема такая Что Яндекс Проиграл вам Битву за Украину При том Что в Украине Был всего-навсего Как вы говорите Дима с ноутбуком И интернетом дома А злые языки Говорят Что даже Дома у него Интернета Не было Он в интернет Кафе Ходил На самом деле Это опять-таки Это вот С одной стороны Это Вот сложно сказать Почему это случилось Там надо подробно Знать историю Надо понимать Что происходило А не Не занимаясь Этими проблемами Это практически невозможно На самом деле Надо поговорить С Димой И спросить Почему получилось Именно так Наверное Потому что Google появился Там вовремя Наверное Все-таки Имеет значение И качество Поисковой системы Наверное Есть много Факторов Которые Каждый из которых Там маленький Но Это та самая Капля Которая падает В чашку И вызывает Какой-то эффект Не знаю Надо спросить У Димы Почему Но это правда Там вот Ситуация Она прям Противоположная Российская Хорошо Один из главных Продуктов И собственно говоря Зерно Бизнес-моделей Google Это заработок На контекстной рекламе И с первых дней Работая Сенс С Рунетом Владельцев сайтов Интересует Опрос о том Когда заработанные Деньги Можно будет Уводить Более привычными И удобными способами Переводом На счет Российских Рублях Выводом Вебмани Или Яндекс Деньги Этот опрос Не раз встречается В комментариях С анонсом Этой передачи Меня в блоге Ну во-первых Я бы так сказал Что ситуация Уже кардинально Поменялась Да То есть Год назад Мы все-таки Запустили Форму Платежей Которая В достаточной Степени Она Скажем так Она сильно Удобней Того Что было Раньше То есть Если раньше Народ получал Деньги только Чеками То Сегодня Существует Возможность Помимо чека Получить деньги Почтовым переводом На ближайшем К вам почтовом отделении Через систему Рапида Да Через систему Рапида Если раньше чек Обналичивался Примерно на 3 месяца То Деньги по Рапиде Выпускать Получаются Нашими партнерами За Не знаю 5 рабочих дней Да То есть Следующий шаг То есть Мы Понятно Что мы не собираемся На этом останавливаться Мы будем это делать А вот А когда Не скажу Не потому что злой А знаете Все таки в компании Есть правило Мы очень не любим Рассказывать о наших планах Не потому что Идею украдут А потому что Гораздо приятнее Сначала сделать И потом что-нибудь Рассказывать А не наоборот А сейчас Через систему Рапида Можно вводить деньги На юридические лица Или только на частные Пока нет Пока это только На юридические Ну вернее как На самом деле Я говорю что Есть разные способы На самом деле Если организация Которая выводит Эти деньги Она Умеет Приходовать На личные деньги Да там Есть разработанные Процедуры То тогда Можно получить Деньги Один из сотрудников Компании Получит деньги А потом Их приходят В кассе Пока это Ну в основном Конечно Это пользуется Это форма Получение Денег Это больше Конечно Для Частных лиц Скажем так Да Вот Но опять же Я говорю что Мы Мы знаем Все эти проблемы Мы Надеемся что Ситуация поменяется А другая сторона Баррикады В том что касается Рекламодателей Русскоязычных рекламодателей Или тех Кто дает рекламу На Рунет Запада Как-то меняется ситуация Вот Встречается часто В блогах В том же самом Анонсе О котором я говорил Уже не раз Наши самые Наши самые беседы В моем блоге Так сказать Замечание о том Что часто показывается Заглушка На сайтах В виде социальной рекламы Например Какова динамика Роста Русскоязычных рекламодателей Вообще Вот есть ли какие-то Цифры У нас как-то нет Цифры у нас конечно есть Но Собственно Как бы ситуация меняется Да Но Здесь ведь Понятно Что контент Все-таки российский интернет Он уже большой Да У него есть сайты Самые разные тематики Вполне возможно Что мы Действительно Не всегда Можем Показывать Рекламу Которая Точно попадает В этот самый Точно попадает В контент сайта А показывать рекламу Которая неадекватна Содержание Мы Мы этого не делаем Да Поэтому мы Ставим туда Социальную рекламу То есть это на самом деле Забота еще и о Потребителе Этой рекламы То есть по вашему мнению Вполне себе Достаточно количество Рекламодателей Размещает рекламу Через контекстную Систему Google Да конечно И вот я думаю Что как раз Если говорить о Вот этой стороне Нашего бизнеса Да вот здесь Я думаю Слава богу Уже ни у кого Не будет претензий Потому что у нас Нет той или иной Формы оплаты Рекламных компаний Вот здесь Я надеюсь Что мы уже Просто все сделали На днях А именно Не ошибаюсь Позавчера Вышла третья версия Браузера Chrome Это при том Что ранее Вторая версия Вышла менее Четырех месяцев назад Счетчик версии Крутится необычно быстро Насколько приоритетным Для Google Является развитие Этого браузера И какое будущее Вам кажется Для него Отвели в компанию Да вы знаете На самом деле Вот Chrome Опять же Chrome Это вот как раз Мы уже говорили О том Что есть продукты Которые Являются Непосредственно То есть Лежат В том Что называется Основная Миссия Компании А есть Инфраструктурные Вещи Вот Chrome Как мне кажется Как раз Из вот этих Самых Инфраструктурных По одной Простой причине Что происходило До До Chrome Да Как все это Выглядело Мы Достаточно регулярно Выпускали Какие-то новые Продукты Продукты Которые Использовали Там Возможности Интернет Технологий На там Вот Все там 100-120 Процентов В то же время Отображением Этих продуктов И их Показом Санимались Браузеры Да Браузеры Которые Делались Другими Производителями И В общем-то Браузеры Обновлялись Достаточно Ну Редко Прямо Скажем так То есть В итоге Получалось так Что вот Получить Вот Весь Все Возможности Продуктов Было невозможно В силу Ограниченности Браузеров То есть Браузер Конечно Поддержит Эти функции Однажды Потом Когда-нибудь Да Поэтому Собственно Чтобы Устранить Вот Такую Зависимость Чтобы Пользователь Получил Действительно Максимум От тех Продуктов Которые Мы делаем И появился Хром Ну Помимо Того Что он Еще И Быстрый И Безопасный И Там Обладает Очень Многими Функциями Которые Ну Вот Мне вчера Один из Наших Программистов Мы с ним Сидели Смотрели Там Какие-то Вещи А он Говорит Да ладно Давай Я сейчас Войду Под Своим Умением Вот Сейчас Мы Это Быстренько Посмотрим Ну Как Надо Пойдется Перелогинивать Компьютер Зачем В хроме Есть Возможность Это Сделать Анонимно То есть Он Открыл Новое Окно Хрома Сказал Что Он Совсем Не Тот Человек Который Был И Грубо Говоря Мы Почту Из Своего Ящика Вот Как То есть Нет Это На самом Деле То есть Хром Это Чисто С моей Точки Зрения Такая Инфраструктурная Вещь Которая Просто Делает Жизнь Человека Проще Позволяет Получать Максимум От этих Самых Продуктов Которые Мы Делаем А То Что Он Еще И Хорошо Работает Это Тоже Приятно Перейду К вопросам Слушателей Некоторые Из которых Кажутся Мне Наиболее Интересными Именно В том Виде Котором Они Прозвучали Ну Или Близком К тому Виду Чем Объясняется Фейл Написано Здесь Ошибка По отношению К Street View Для Москвы Пишет Один из Слушателей Почему Вы без Боя Сдали Функционал Карт Яндексу Как известно Яндекс Недавно Запустил Некое Подобие Street View По-моему Называется Это Панорама Да Опять же На самом деле Это Вопрос То есть Мы Очень хотим Чтобы Эта опция Появилась В России Потому что В России Слава Богу Достаточно много Интересных Красивых Городов Городов На которые Хочется Посмотреть Да Там И В общем Мы Делаем Что-то В этом направлении То есть Пять Это просто Процесс Небыстрый Ведь Это же Не Вот это Не чисто Софтерная Разработка Когда могут Программисты Сидеть И чего-то Писать Какой-то Код А потом Появляется Продукт Все-таки Это вещь Связана С организационными Мероприятиями Но тем не менее Я говорю Что это Такая Я Сам мечтаю О том Чтобы это Однажды Появилось В России А вы Мечтаете И делаете Что-то Для того Чтобы это Случилось Мечтать Просто Это Я уже Не в том Возрасте Просто мечтать Еще вопрос Иногда Дико напрягает Цитирую буквально Версии сервисов На английском языке Жалуется Один из пользователей На самом деле Это вот Мы Я думаю Что сейчас Там опять же Ситуация меняется Там например Я считаю Что вот Конечно Это был Совсем Не идеальный Случай Но когда Вот Год Господи Два месяца назад Это было в июле Запустился Новый интерфейс Для рекламодателей То что называется Edwards 3.0 Да Который там На самом деле Очень красивый Очень функциональный Наглядный Такой То вот Edwards 3.0 Наверное Может быть Это был Один из Вообще Первых таких Как бы сказать Первых ситуаций В нашей практике Когда мы Практически На 100% Довольным Переводом Никогда Нельзя быть Но здесь Это была та ситуация Когда мы были Практически На 100% Довольны То есть Хелп был В общем В адекватном Состоянии Да Вот Но продуктов Много Это правда Не всегда Успеваем Не Это приоритет На самом деле Мы Во-первых Это Вещь Которую Там Я помню Еще Когда мы Тогда все это Начиналось Да Вот я сказал Что Google Он должен Говорить по-русски Он должен Говорить по-русски В плане Поиска Потому что Тогда Индексирующая Машинка Google Не работала С русской Морфологией В 2005 Много-много Лет назад Теперь уже Много-много Да И Очень быстро Скать Подчинили Это И С тех пор Скать Очень Очень много Хелпов Было Подчинено Да и Новые А новые Продукты Которые выходят Вот просто Совсем новые Да Или новые Версии Вот они Выпускаются Только в том Случа Если Перевод Адекватен Еще вопрос от слушателя Какие инвестиции Делает Google В Россию Или инвестировать В Россию Спрашивают слушатели Невыгодно А вот Чем будем Мерить инвестиции Да Мы будем Мерить Деньгами Которые Вот Впрямую Куда-то Сложные Дело в том Что на самом деле Конечно же Инвестируют Причем Инвестируют И Это какие-то И финансы Это То что меряется В денежных знаках Это инвестиции И Человеческие Это И люди Которые работают Вот я говорил В наших двух офисах На самом деле В трех Потому что В Москве у нас два Нам в какой-то момент Тесно стало В том офисе Где мы сидели И год Полтора года назад Мы разделили офисы И Это жутко неудобно Жутко напрягает Но Я надеюсь Однажды мы съедемся Два офиса В России И это Очень много людей По всему миру Которые работают На Россию А сколько человек Всего работает В русском представительстве Ну в России Вот у нас Больше сотни человек Это по трем офисам Два Москва Один Петербург Ну да Вот я говорю Москва Два офиса Они только территориальные Потому что Тесно стало в одном То есть когда ты понимаешь Что у тебя Не можешь Найти переговорную комнату Посидеть и поговорить Потому что все они заняты И заняты они там С девяти утра До десяти вечера Потому что Специфика работы Наших программистов Состоит в том Что они работают В командах Которые сидят По всему миру И в частности Самая дальняя точка Получается Калифорния И соответственно Там у них Видеоконференция С их коллегами В одиннадцать часов вечера Это вполне себе Рядовое явление То есть они так Уходишь с работы Они сидят И смотрят В этот самый экран Еще слушательский вопрос Будет ли развиваться Волнуется слушатель Персонифицированный поиск Представляет ли он Угрозу для рынка SEO Есть ли вообще Будущее SEO Ну у SEO Конечно Опять таки SEO Это же не индустрия Это некая Некая составная часть Той индустрии Которая уже Сегодня есть Только SEO Бывает разный Есть Скажем так Белые методы Оптимизации Ведь что Основная задача Поисковой машины Которая является В Гол Это найти Ту информацию Которую нужна пользователю Если эта информация Преподносится Сайтом Которым она На котором она Находится Не так Как надо То конечно Будут трудности В нахождении Поэтому Если говорить о SEO То у Google Есть в общем Такой Достаточно Ну Простой И понятный Единственное Что я вот Когда говорю Понятный Здесь надо делать Поправку Что понятный Конечно Все таки Специалистам Такой вот Свод правил Которым надо следовать Для того Чтобы ваш сайт Легко Просто и правильно Находился С Google А вот Это Можно Расценивать Как то Что Google Понимает Что поисковая Оптимизация Нужна Поисковая Оптимизация Конечно же Белая Когда мы Говорим О том Что делается Для повышения Прозрачности Интернета То есть я предполагаю Что вы поддерживаете Позицию Которую озвучивал Все время Как бывший Специалист по SEO Сергей Петренко Яндекс.Украина Вы поддерживаете Позицию Что SEO Должно Мигрировать В составную часть С маркетинга А дело в том Что понимаете На самом деле Вот на Западе Это давным-давно Считается Интернет-маркетингом Да Вот Говорится Что у него Есть две большие Составные части SEO И SEM Да SEM Это вот Ровно Поисковая Контекстная Реклама В чистом виде А SEO Это вот Грубо говоря Понимаете Там Вот у меня Там была Я делал презентацию На какой-то конференции В которой Говорится Что Если Вот например Вот Причем Эти штуки Они не конкурирующие Они не убивают Друг друга Да То есть Там я показывал Данные По которым Говорил Что если Пользователь Видит на Одной странице Поисковой Выдачи Одновременно И ссылку В выдаче Обычной И рекламное Объявление Вот этой же Компании То кликабельность Повышается На то и на другое В серьезные Разы Там в случае Когда 1 плюс 1 Не равняется 2 Он гораздо больше 2 Да Потому что Люди У них Ориентация Разная Кто-то Больше Верит Исторически Этим Самым Ссылкам Которые Есть В выдаче Натуральной А кто-то Гораздо Более Прагматичный Ищет Сразу Объявление Понятно Вопросов Множество Я не успею Задать Все Но Множество Из них Большая часть Из них Они так или иначе Прозвучали В предыдущих Вопросах Собирательно Так сказать Однако Парочку еще Озвучу И коротко Прошу вас Ответить Вопрос Такой Регулярно Читаю Ваши Статьи В журналах А книгу Не планируете Написать Плохой Вопрос На самом деле Ну вот Пишу Уже Начал Вот Есть Человек Который Будет Савтором По этой Книге Мало того Что он пишет Свои куски Он еще Занимается Организацией Меня Как абсолютно Разболтанного И дергающегося Механизма Который стремится Заняться Вот этим Вот этим Вот этим Делать все Что угодно Чтобы найти Повод Чтобы не писать Когда думаете Выйдет Я думаю Что до конца года Она допишется И выйдет Любопытно И последнее Почему вебинары По AdSense И AdWords Ведут Различные SEO-компании А не сам Google Знаете Сам Google Это тоже делает Просто У нас Есть семинары Которые ведем Мы сами У нас есть Семинары Которые ведут Партнеры Партнеры Которых мы Не только Уполномочили На это Но еще и Сертифицировали В том плане Что мы уверены Что то Что они рассказывают Это та информация Которую донесли бы Мы сами Но у них Просто Больше возможностей Например Те семинары Которые ведут Наши специалисты Как правило Это наши сотрудники В нашем Орландском офисе Да Ну отсюда Все сложности Там Три часа Разницы Ну вот То есть Поэтому Я думаю То есть Это компании Которые делают Очень нужные И важные Делы И там Мы им Благодарны И Но и опять-таки Мы гарантируем Что то Что они говорят Это Это то же самое Что сказали бы мы Ну прекрасно У нас осталось Совсем немного Времени Всего Несколько Минут Однако Совсем Коротко Пройдемся По наиболее Интересным Новостям Рунета Этой Недели Рунетология Актуальные новости И мнение экспертов Медведев утвердил 13 сентября Днем программиста Это событие Наверное Об этом событии Уже наверное Многие знают Более того Сам праздник прошел Более того Сам праздник Был утвержден окончательно И подпись Была поставлена Под указ Чуть ли не за несколько часов До наступления С самого дня программиста Почему это так Бог то его знает Возможно просто забыли Однако Можно просто поздравить С тем что Праздник программиста Стал официальным С чем и вас поздравляю В честь Владимир Потому что Мы с вами имеем К этому отношение Так же прямое Хотя и Ну там Несколько последовательно В то же время Прямое хотя и косвенно Прямое хотя и косвенно Это и наш праздник Однако Больше праздник наших сотрудников В общем Поздравляем вас Коллеги С этим Почему подписали За несколько минут Как всегда Баги отлавливали До последнего момента Забавно Ну я очень хорошо представляю Что Это знаете Курьер в ППХ Забыв шапку в передний Вбегает к господину президенту Ну как же так Забыли А он уже сидит ужин И там семья В общем ждет Ну ладно Подписывай Вступай Бегун заработает полтора миллиона долларов На Яху С таким материалом Вышла веб планет Там несколько дней назад Контекстная реклама Бегуна Стала показываться В русской версии портала Яху Того самого Бегуна Которого к сожалению Не удалось купить Вашей компании Как думаете Какая перспектива Эта история Вы знаете Честно скажу Не знаю Потому что Я не знаю Какие позиции У Яху На российском рынке Сколько людей им пользуются Какое количество Поисковых запросов там Но с другой стороны Если Бегун Знаете Вот бизнес Он отличается тем Что в бизнесе Все сделки Они Обоюдо выгодные То есть Очень сложно Представить себе Сделку Которая была бы выгодна Только одной стороне Поэтому Я думаю Что если Бегун Пошел на это сотрудничество То значит Они же считали Что они делали Ну Будем смотреть Очередная новость Которую опубликовали Ведомости Фейсбук Впервые вышла в плюс А именно Крупнейшая социальная сеть Фейсбук Объявила о том Что число ее пользователей За полгода выросло В полтора раза Достигло 300 миллионов человек И при этом Денежные потоки Компании Впервые оказались положительными Что по мнению аналитика Гартнер Рея Вальдеса Более значительное событие Чем рост числа пользователей Вы уже говорили о том Что Бизнес модель Социальных сетей Вам не очень ясна Фейсбук Так и вышел в плюс Что будет дальше На самом деле Тут как раз Я очень неправильный человек Для того Чтобы говорить о Фейсбуке Потому что С точки зрения Этого самого Как монетизации Социальных сетей Мы уже там Разговаривали Чуть раньше А я еще неправильный Потому что Я вообще просто не понимаю Я понимаю Как человек индустрии На что Расходуют деньги Фейсбук А вот на чем Зарабатывать Не понимаю Я там аккаунт Открыл всю неделю Две Как назад Там он еще Там даже фотографии нет Там только адрес Не разобрался еще Настолько Вам кажется Неинтересным Этот проект Да нет Дела не в этом Просто Времени не хватает Я Может быть Один из немногих Людей в стране У которого нет Аккаунта Ни на одноклассниках Ни на ВКонтакте Потому что Всех своих Одноклассников И Одногруппников По Фистеху Да и не только их И людей Из других групп Все телефоны И емейлы У меня есть Поэтому Мне не нужно Общаться с ними На каких-то других Площадках Там когда Мы каждый год Летом собираемся Группой В которой мы учились На Фистехе В общем для того Чтобы это сделать Это собрать Этих людей Это 10 телефонных звонков Все нормально Понятно Выхлоп Калашникова Задел Медведева С таким заголовком Вышла планета Несколько Пару дней назад уже А суть в том Что Уже упомянутый Пару новостей назад Господин Медведев Поручил правительству РФ рассмотреть Предложение российского Гражданина Максима Калашникова Хотя это кстати Псевдоним А не настоящее имя Автора обращения К президенту Касающийся Технологической модернизации Экономики Которую он прочитал В интернете А суть в том Что если вы вдруг Не знаете Если знаете Напомню Что Некто Максим Калашников Это автор и блогер Предложил Некий футурологический Сценарий развития России Который публиковался У себя И попросил своих Как это принято говорить Френдов Своих друзей Это таким образом Пиарить Что было сделано И эта Информация Дошла таки До президента И президент Таким образом Отреагировал Хотя Странно что он Отреагировал Именно на это сообщение Возможно Из любопытства Поскольку в нем Содержатся достаточно Я бы сказал Смелые предложения По превращению России В нечто Совершенно иное Нежели она есть сейчас То есть там Футурология Как искусство Футурология Как чистый предмет Неотягощенный Привязкой к реальности Ну да Там в этом Открытом письме Там нарисована Картина будущего Что ждет страну Если страна Не будет модернизироваться Там во многих областях То есть Я думаю Что проблема Поднята правильно Мне вообще На самом деле Очень импонирует Сегодняшняя ситуация Когда Президенты Общаются с народом Через интернет И обращение Пишет через интернет И Собственно Получает Какие-то Просьбы И там Темы Для обсуждения Через этот же канал Информации Конечно Есть другая сторона Этого явления Что Публикованная Статья Медведева Такая Программная На газете РУ Ее пришлось Перепечатывать В обычных газетах По одной простой причине Что Чуть больше 30% Населения Сети интернет Да Вот Но Сам подход В общем Вполне разумный Так вот Глядишь Мы скоро Там И Что-то с электронным правительством Сдвинется Которое как-то застыло На мертвой точке И со всеми нашими бумажками Которые мы собираем С неизбежностью По всем Организациям Как только нам Что-то надо Да Там Это же В уму не пустим Почему это не сделать Через Интернет Действительно Правительство Может прислушаться Или сам президент Может прислушаться И таким образом Такие вот Электронные Челобитные Можно отправлять И при определенном Усердии И помощи Страны друзей Это Может дойти До непосредственно Главы государства А с другой стороны Это может вызвать Поток таких вот Поступлений Разной степени Вменяемости С которым Скоро перестанет Справляться Не только сам президент Разумеется Ну, слава Есть помощники Я думаю Что они все-таки Как-то еще Отфильтровывают Те информацию Которую Ну, испанец Что он и сам Что-то Наверняка Читает в сети Но то, что там Обычно Человек же не успевает Это все Ну, скажите Ему все-таки Слава богу Вот Полную уж Ерунду-то Отсеивают Наверное По дороге Ну, слава богу И последняя новость Под самый занавес программы Госдума готовит законопроект Об электронных деньгах Это основа ведомости Комитет по финансам рынка Госдумы Готовит законопроект О электронных деньгах Как сообщил изместитель директора Департамента регулирования расчетов ЦБ Алма Абаева А суть в том, что Возможно Наши расчеты Которые проводятся Ну, большинством из нас В Яндекс.Деньгах И в Мане Скоро Смогут проходить Как белые операции А не Операции Неопределенного свойства И в итоге Это Будет возможность Выдохнуть Хочется верить И для юрлиц Ну, и в том числе Для добросовестных Наволоплательщиков Частных лиц Ну, и в общем Это на самом деле Очень позитивный фактор Ну, да Ну, опять же Электронные деньги Понимаете Это Такое чисто российское решение Да Такая вот Альтернатива Кредитным Пластиковым картам Которые в тот момент Когда электронные деньги Появились Были Относительно неразвитые Я боюсь Что тут Не так все просто Будет зарегулировать Центробанку Да Потому что Это Порой Даже не российские компании Занимаются этими вещами Ну Посмотрим Что получится Я в общем На самом деле Я считаю Что здесь Все и так Достаточно Работает Понимаете Это вот Система Которая Сродни интернету Он На первый взгляд Хаос хаосом А с другой стороны В общем Такая вполне себе Саморегулируемая система Вы имеете ввиду Электронные платежи Да Ну что Да То есть Это же Штука Которая работает Уже там Ну лет 10 То есть В России Она работает прекрасно Разумеется Просто она не имеет Никакого отношения К российскому Законодательству К российской финансовой системе И Они вообще Вдруг от дружки Мало знают даже Ну и что Ну как Нет Понимаете Деньги-то В электронных деньгах Они же берутся Они же не самих Они же не являются Эмитентами этих денег Да Они же не печатают Эти самые керенки Которые раздают на улицах В нем вводятся Нормальные денежные знаки Которые циркулируются В стране Ну да Просто дело в том Что поскольку Оборот растет У электронных денег То Это начинает Интересовать государство Разумным образом Которое хочет Видеть с этого оборота Какие-то налоги Это две несвязанные вещи И налоги не являются Сферы Центробанка Налоги платят люди То есть Ну Окей Это я говорю Мы ушли в сторону Ну конечно Мне понятен интерес И государство Но Тем более что Пора заканчивать Время подошло Я безумно Обязательно вам За то что нашли время В своем Уверен Непростом графике И пообщались Так подробно Развернуто Спасибо огромное Все спасибо большое Максим Да Было очень приятно Всего доброго Вы слушали Эксперт шоу Ронатология Сегодня у нас в гостях Был глава российского Представительства Google Владимир Долгов Редакция выпуска Роман Лихов Юрий Берингов Илона Грошева Вел программу Максим Спиридонов Услышимся Рунатология Рунатология Программа Центра онлайн-образования Натология Послушайте еще один выпуск Центр онлайн-образования Натология Представляет Аналитическая программа Рунатология Интернет-проекты И онлайн-карьеры Их руководителей Откровенный разговор О бизнесе в сети Голосы Мнения ведущих Специалистов Рунета Рунатология Добрый день, коллеги Сегодня 27 сентября 2009 года Вы слушаете 22 выпуск Эксперт-шоу Рунатология У микрофона Максим Спиридонов В то время, как сегодня Молодые стартапы И многие веб-проекты Уже имеющие долгую историю Стремятся найти свои бизнес-модели И заработать хотя бы на то, чтобы окупаться Есть ниши, где с заработком И моделью окупаемости Все понятно уже давно Ниши, куда 10-12 лет назад Самые проницательные инвесторы Несли свои деньги И куда сейчас Вкладываться, по мнению большинства Тех же инвесторов Поздновато Это ниша поиск На русском рынке есть Яндекс, Гугл и Рамблер Эти гиганты давно и прочно Заняли свои места И торгуя, прежде всего Контекстной рекламой Превратились в корпорации Ниша поиска Казалась поделенной И бесперспективной Для новичка Еще в году 2003, наверное Но перспективы Оказаться в числе Ведущих поисковиков Были и остаются Слишком привлекательными И с тех пор Была сделана Не одна попытка Зайти на рынок Почти все Из этих отчаянных Кто штурмовал Эту ледяную горку Съехали вниз И почти не подают Признаков жизни И на сегодня В Рунете осталась Чуть ли не единственная Поисковая система Которая стремится составить Если не конкуренцию То по крайней мере Альтернативу Монстрам Большой Тройки Эта поисковая система Называется Нигма А ее руководитель Виктор Лавренко Сегодня у нас в гостях Виктор, добрый день Всем привет Я Виктор Скажи, не жалеешь Что несколько лет назад Взялся за работу В столь непростой И уже тогда Информационная технология Говорит о том Что всегда Примерно раз в 10 лет Происходит смена цикла Всегда выходят новые продукты Которые Заменяют собой старые И Утверждение о том Что уже поздно Заниматься поиском Оно точно так же Абсурдно Как и утверждение Что поздно Заниматься вообще интернетом Попробуйте сейчас В интернете Вообще запустить Хоть какой-нибудь проект Естественно Окажется, что Та идея Которую вы Так сказать Делаете Уже кто-то делает А если еще никто не делает То Не знаю Тот же Гугл Может сделать Одним словом Ты веришь То, что Ниша поиска Еще далека До освоения Ну В это верят Очень многие люди Как сейчас Выглядит поиск Вы пишете Ключевые слова И вам Вываливается 10, 15, 20 Ссылок На сайты Эти ссылки Это набор Хаотичных слов Мне кажется Давайте заглянем Дальше Через 50 лет Допустим В интернете Что поиск Вот так же Будет выглядеть Мне кажется Что через 50 лет Поиск будет выглядеть Как-то совсем по-другому Нежели Чем то Что мы видим сейчас Ну и наверное Через 10 лет Тоже Будет выглядеть По-другому Более того С точки зрения Пользователя Поиск Мало менялся За последние 10 лет Поиск По ключевым словам Я имею ввиду Вот Google Как вышел Со своим алгоритмом PageRank В 98-97 году Они его сделали Вывели на рынок В 99-2000 То сам поиск По сути таким И оставался Я думаю Что уже Приходит время Когда появятся Новые стартапы Которые предложат Просто кардинально Новый продукт Существенно лучший Для пользователей И Я думаю Что Далеко не все Решено Я думаю Что все решено На рынке Поиска сайтов Но и с этим Я готов поспорить Мы можем это Дальше обсудить Если хотите Я понял Для того Чтобы перейти К главной части программы Послушаем традиционный Эпигов Нашей передачи Это досье гостя И продолжим Виктор Лавренко Родился в городе Истра В 1998 году С отличием Закончил факультет Вычислительной математики И кибернетики Московского государственного Университета Имени Ломоноса Параллельно с учебой Работал программистом В компании МЦСТ Деятельностью Писал публикации На тему генетических алгоритмов С 1999 года Работал ведущим Программистом В компании Нецкейп Вскоре ушел Работать в Мейл.ру Где прошел путь От технического директора До вице-президента Компании По стратегии И финансам С 2003 по 2005 год Занимался инвестициями Был управляющим Портфелем В компании ДСТ В 2005 году Совместно с Владимиром Чернышевым Запустил поисковую систему Нигма И стал руководителем Группы разработчиков Проекта Также Виктор Лавренко Является автором Ряда публикаций В интернете На тему новых технологий Поисковых систем Живет и работает в Москве Несмотря на то Что тебе всего 30 с небольшим лет То есть Человек ты Молодой Вполне еще себе Ты фактически ветеран Фронта интернета Или по крайней мере Ветеран Рунета С конца 90-х Твоя карьера как менеджера Шла вверх И в 2005 Ты находился на посту Вице-президента Мейл.ру Тем не менее Ушел Руководитель некоммерческий Мало кому известный На тот момент Проектом По сути Набрав подающих надежд Студентов Ударился В лабораторные работы Почему Скажи пожалуйста Ну Мне кажется История Подтвердила Моя правоту Ведь Мейл.ру Мог запустить То Чем сейчас Являются Одноклассники Он мог запустить То чем сейчас Являются Вконтакте Вот Но По сути По сути Как бы По сути Развития Мейл.ру С тех пор Так сказать Ну не то чтобы Остановилась Но Не было Как бы Кардинально новых Проектов Вот То есть Ты ушел от того Что показалось Что Мейл.ру Остановился Ну по сути Я был в Мейл.ру С самого Практически Основания Да И Благодаря В том числе Я надеюсь И моим усилиям Эта компания Занимает Лидирующие позиции На рынке Соответственно Ну Работать в проекте Так сказать Целью которого Является удержание Доли рынка Наверное Интересно Но может быть Не больше Не моя Так сказать Не моя стезя То есть Хочется все-таки Делать что-то новое Новое А не Так сказать Делать старое Незабытым Вот сейчас Просматривая Какие-то интервью И заметки Тех времен Можешь Делать вывод Что многие твои коллеги Рассматривали Твой шаг Под стать Знаешь Типа Дауншифтинга То есть Бросил бизнес И ушел в науку Это так было Или нет Ну Смотрите Целенаправленно Мне хотелось Сделать Что-то Поисковое Что Сделать Можно было бы Ну например Попытаться Сделать то же самое Вот вы Так сказать Ты так упомянул Значит проекты Которые пытались Составить конкуренцию И Значит Эту конкуренцию Больше уже не пытаются Составлять Значит их ошибкой Было то что Девизом Было Сделаем Не хуже Чем Яндекс Рамблер И гугл Допустим Ну Делать не хуже Это бессмысленно На самом деле Да То есть Люди посмотрят На этот проект Скажут Прикольно Не хуже Да Не хуже И пойдут дальше Пользоваться Так сказать Тем чем пользовались Вот Более того Значит Поиск Это Ну такая штука Которую Достаточно тяжело Сравнивать Да То есть Какой бы вы Поиск по сайтам Не сделали Какой бы вы Мудрый алгоритм Ранжирования Значит не придумали Всегда найдется Какое-то одно слово По которому Ваш алгоритм Будет хуже Чем Алгоритм Других поисковых систем Вот Ну миллионы слов есть Просто по теории вероятность Что из миллиона слов Не найдется ни одного На котором хуже Значит Ну такого не может быть Соответственно Если ваш продукт Точно такой же То критиковать То естественно Всегда интереснее Вот Вы увидите Очень много критиков Которые будут писать У вас Поиск хуже Несмотря на то Что вы говорите Что не хуже Поэтому Первой целью Было Все-таки Исследовать Исследовать Этот рынок Даже не совсем рынок Да Исследовать Вообще ситуацию С потребностями Пользователей И возможностями Алгоритмическими возможностями Удовлетворения Этих потребностей Собственно говоря Мы этим и занимались В течение нескольких лет Вот И только в последнее время Наконец-таки поняли После всех этих исследований Что же на самом деле Нужно людям Вот Отсматривали запросы Пользователей Значит Изучали массу Научной литературы Вот И теперь Занимаемся Разработкой Информационной Поисковой системы Которая Значит Вместо Горы сайтов Пытается отвечать на вопросы То есть Возвращаясь к вопросу Ты все-таки Ушел в научную работу Из бизнеса На какое-то время Ну Вот В таком Сложном бизнесе Как поиск Без научной работы Ну никак нельзя Вот Я просто считаю Да То есть Просто вложить Кучу денег И так сказать Нанять программистов Может быть даже Очень талантливых И очень профессиональных Но этого совершенно Недостаточно Нужно понимать Чем твой продукт Будет лучше Почему он должен быть Лучше на порядок Продуктов Других Так сказать Конкурентов И сейчас ты знаешь Чем продукт Должен быть лучше Да Сейчас это Стало очевидно Вот Очевидно Что Люди Значит Люди не очень хотят На самом деле Чтобы им вываливались Значит Ссылки на Огромное количество Сайтов Вот Они хотят И текущие Так сказать Мощности Компьютеров Серверов Позволяют Вместо Этих сайтов Вот Выдавать им Ответы на их вопросы Вот Или так сказать Не ответы Да Но некое подобие Той информации Из которых Из которой Пользователи могут В общем-то Получить ответ На свой вопрос Потому что В поисковиках Для того чтобы Значит Что-то найти Нужно Ну потратить Достаточно много усилий Да То есть нужно вести запрос Нужно Из полученных ссылок Выбрать Какую-то правильную Да Она не всегда самая первая А даже если первая То все равно На нее нужно кликнуть Нужно прочитать тот текст Который вам выдался Только после этого Будет ответ на вопрос Я могу вот привести пример Значит Есть Некая западная Крупная компания Которая Ну по крайней мере В Москве Вела Широкую компанию Значит Широкую компанию Где были использованы Всякие вопросы Значит Ну например Вопрос Первый человек на Луне Да Вот если Если вы Зайдете на Какую-нибудь Такую западную Поисковую систему И ведете этот запрос Первый человек на Луне Вот То вы увидите Все что угодно Но не имя Первого человека на Луне Да То есть Странно Да То есть мы видим рекламу Этого западного Поискового проекта Вот Но сам этот Поисковый проект На вопрос Первый человек на Луне Ответ не дает Ты говоришь о рекламе Google Да Которая была в Москве Ну Ты говоришь о рекламе Google Ну да Вот Оно как-то прозвучало Про рекламу Google А вы предлагаете То есть Иными словами Вы хотите сделать Вместо Здорового Огромного Раздатчика Трафика Которого им является Традиционная поисковая система Яндекс Рамблер Гугл Некую универсальную справку Вещь в себе Ну Значит Вещь в себе Это Прямо совсем в себе Наверное Мы не хотим сделать Да Но на Достаточно простые И очевидные вопросы Мы Хотим Давать ответы Ну вот возвращаясь к первому человеку на Луне Вот в ту поисковую систему Да Которую ты назвал Вот я сейчас ввел запрос Запрос первый человек на Луне Значит Я Что я вижу Я вижу Значит Какую-то кучу слов Да Совершенно Так сказать Не структурированную никак Вот И единственную фамилию и имя Вижу Михаил Попов У меня вот в конце страницы Написано Назад будущее Высадка на Луну Михаил Попов Вот Действительно Дальше в этом же сниппете Написан ответ Нила Армстронг Да Ну Благодаря тому Что у меня разрешение ноутбука Так сказать Позволяет Я все-таки этот ответ вижу Но в общем В глаза он мне не бросается Да Ну вот в Нигме мы видим Слева кластер Нила Армстронг Значит На желтым Желтым цветом подсвечен Ответ Вот Почему Так сказать Почему бы не сделать Хотя бы Система Которая умеет отвечать На простые вопросы Ну вот Сделали И так сказать Продолжаем развивать А каким образом Все это работает Вы предлагаете Все ответы на простые вопросы Задать руками Ну У нас Есть несколько подходов Естественно И тот подход Который я сейчас Вам продемонстрировал Это подход Такой Значит С использованием Семантических сетей Здесь Мы пытаемся понять Понять в кавычках Да То есть Я далек от Значит Маркетинговых терминов Типа искусственный интеллект Там и так далее Естественно Естественно Это просто База данных слов Вот Мы извлекаем слова Из запроса Значит Понимаем Что слово первое Это прилагательное И Оно несомненно важно Да Но Так сказать Нужно искать человека Да То есть Мы находим То самое существительное Которое Определяет То что является Ответом на этот вопрос То есть Мы понимаем Что человек Это слово Которое обозначает Ну собственно говоря Человека Да То есть Нужно искать В первую очередь Имя и фамилию Во вторую очередь Должность Там и так далее Соответственно У нас есть База данных Да Всех слов Которые Описывают людей Которые описывают Их должностей Которые описывают Их имена И фамилии Вот И Значит Из Текстов Сайтов Да Из Пытаемся извлекать то Что Возможно Является ответом Да То есть То что находится рядом Со словами Первый человек на Луне И Значит Так оказывается Что это Нил Армстронг А может оказаться Что вы ошибетесь Да Если это автоматически Может оказаться Что вы ошибетесь Но у нас ответы Видите У нас ответы Это Там Кластеры Да Или там Тематики Там Мы вот На русский На русский язык Пытались однажды Перевести слово Кластеры Потому что Так сказать Ну все-таки Слишком заумное слово Можно кликнуть На На слово Нила Армстронг Если Туда кликнуть То высветятся Все сайты На которых Упоминаются Упоминаются Нил Армстронг И кстати Вот если туда Кликнуть Первым И высветится Тот самый сайт У которого написано Что Михаил Попов Да То есть Будущее Выставлено Михаил Попов Это первый сайт В этом кластере Да Но Так сказать Человек Да То есть Если его заинтересовал Дальше тем Он хочет прочитать Вот как раз Теперь уже И очень хорошо Что эта ссылка Выдалась Она оказалась первой Да То есть Человек может Перейти к этой ссылке Которая была пятой И прочитать Подробную информацию Уже про Нила Армстронг Но если ему это не надо Не надо читать Длинный текст Он может Как бы и не считать Вот такая логика Взаимодействия с поисковиком И называется Сематическим поиском Да Сематический поиск Это Когда Слова Не являются Просто ключевыми словами А слова Неким образом Друг другом связаны Да То есть Отделены Существительно От прилагательных Причастий От депричастий То есть Мы даже Причастные Депричастные Обороты Выделяем Из запросов Значит Выделена Синтаксическая Роль слов И Самое главное Определена их Семантика То есть К каким Областям знания Они относятся И соответственно Когда система Пытается дать ответ Она пытается Извлечь из текстов Тех слова Которые Наиболее близки Друг к другу В семантической сети Ну в данном случае У этих слов Близость Максимальная Потому что Фамилия И человек Это так сказать Две максимальных Имеют максимальную близость У нас с сети Я понял Если не возражаешь Сейчас вернемся Чернецкая Вопросов С новой книгой Разумеется Как главной темой Сегодняшней беседы Но еще Пара тем Касаемых Твоей деятельности Дотого Поскольку Также это любопытно Каким образом Ты дошел Как это Принято говорить До жизни Вот ты ушел Из Mail.ru И логика подсказывает Что первое время Ты должен был Довольно часто Получать предложение О том Чтобы занять Какую-нибудь Хорошую должность В крупных компаниях Так ли это было? Ну да Это было так Предлагали что-нибудь Интересное такое Из того что Сейчас бы Ты возвращаясь назад В мыслях Сказал Стоило бы Это предложение принять Ну предлагали Очевидные предложения То есть Предлагались Предложения Значит Работать в компаниях Лидерах рынка Соответственно Речь шла Об удержании Удержании Как бы лидерства Да То есть Ну Не знаю Мне неинтересно Кому-то может быть Это интересно Мне не очень Я почему Эту тему Слово к ней возвращаюсь Мне действительно любопытно Почему ты пришел К такому решению Ведь Ну Некая объективная Есть такая Реальность Которые топ-менеджеры Крупных компаний Они Ну в большей степени На коне Чем люди Занимающиеся Исследованиями Занимающиеся Пускай даже Перспективными Но стартапами Для тебя Это был шаг Простой То есть там В том числе и финансово Ты на это легко шел? Ну Финансово у меня вообще Никаких проблем Не было и нет Я же Так сказать Занимался инвестициями В том числе Занимался ими успешно Да и в общем-то Несмотря на кризис Продолжаю Так сказать В фоновом режиме Этим заниматься Конечно сейчас Основной фокус У меня это Нигма Вот Но В финансах Ну В финансах-то Я ничего не потерял Естественно Зарплата Зарплата как бы Ну Любого топ-менеджера Это все равно зарплата То есть Верно Но статус Вице-президента Mail.ru Это все-таки больше Чем руководство Проектом В стартапе Ну Вы знаете Насчет статусов Вот я вашим Радиослушателям Советую прочитать Книжку Animal Farm Вы знаете Я просто ее на английском Читал Это Орелла Книга Наверное на русском Ферма животных Как-то Да Или звероферма В разных фермерах По-разному это переводит Вот Очень Очень Отрезвляет Значит На тему статуса Да Потому что Там есть сюжет Где Там Этой фермой Руководили Свиньи Вот И под конец Значит Развитие этой фирмы У них Были ленточки Да То есть Например Свиньи Имели право Носить зеленые ленточки А все остальные животные Не имели права Носить зеленые ленточки Там и так далее Вот Статус Вице-президент Ну Это зеленая ленточка Это так же Да Так же смешно Как и зеленая ленточка Да То есть В общем-то Совершенно не важно Что у человека написано На визитке Вице-президент Или генеральный директор И какой компании Да Важно то Человек Так сказать Приносит Приносит какую-то пользу Людям Делает что-то Что нужно им Вот Или он Так сказать Сидит И протирает штаны И так сказать Пытается как-то Задушить Может быть даже Стартапы Да Молодые Чтобы они Так сказать Не вышли на рынок И чтобы Вот та компания В которой Мы работали Значит Продолжала Своё безбедное Существование Ну Мне это неинтересно С точки зрения Чистого искусства Совершенно верно Но вот Реалии показывают Что очень мало Кто способен Эту модель Принять на собственную жизнь И её использовать То есть тебе это удалось Ну мне это удалось Наверное Те у кого не получается Они наверное так Так сказать Остаются Этими топ-менеджерами Ну Вообще Люди Люди всякие нужны И В конце концов Кто-то должен Сантехником работать Зелёной ленточкой носить Да Кто-то сантехником работать А кто-то Зелёной ленточкой носить Ну вот так устроен Да наш мир Ну У меня так сказать Другая Другая стезя Хорошо А как так получилось Что из программирования Ты ушёл в управление Инвестиция Ну Мне всегда нравилось Что-то новое В программировании Ну Как бы достичь Достичь Как бы Ну то есть Карьера программиста Она какая Да То есть Значит Ты Достигаешь Каких-то Больших знаний В каком-то языке Программирования Да Потом появляется Новый язык Программирования Новая платформа Ты изучаешь Этот новый язык Программирования Значит Ты изучил его К тому моменту Когда ты изучил Опять Так сказать Та же ситуация То есть В общем Ну по сути По сути Даже как бы Профессионального развития На самом деле У программиста Не очень может быть Просто потому что Когда ты Профессионально развит В каком-то одном Направлении Языке программирования Или даже Может парадигмой Объектно-ориентированное Программирование Да Потом появляется Какое-нибудь там Аспектно-ориентированное Программирование Ты там уже Не профессионал Вот Значит Я помню Мне почему-то Очень сильно Запомнилась история Когда я учился На ВМК Ехал в лифте ВМКшном Они медленные Были тогда Очень гремящие По-моему Сейчас и такие же И остались Может быть поменяли Вот И двое Старшекурсников Обсуждали друг с другом Перспективы Своей карьеры Вот И один старшекурсник Сказал другому Ну вот Ты пошел работать Программистом В Газпром Ну и что Вот ты будешь Сидеть программировать Ты будешь Значит Заниматься Ну там Была такая Не эфирная фраза Этим самым Значит С компьютером Значит Долгое время Да Потом придет новый Выпускник ВМК Который умеет То же самое С компьютером Делать в два раза Быстрее чем ты И что будешь делать ты Вот Мне почему-то Эта фраза Как бы запомнилась Да То есть С одной стороны Она Вроде как Говорит о том Что программистам Плохо быть С другой стороны Мне кажется Что как раз Наоборот Нужно понимать Что лучше Как бы вовремя Остановиться Вот И продолжать Так сказать Расти в других Направлениях Потому что Вообще Бизнес будущего Он явно Связан с Компьютерами Ну сейчас Практически нет Офисов В которых нет Компьютеров И В будущем Люди У которых есть Какой-то Айтишный Бэкграунд Они Естественно Будут В обществе Если кому-то Важны ленточки Все-таки Из ваших радиослушателей Эти люди Будут Естественно Занимать Ключевые позиции И Тут важно Не остаться Чисто на технической роли Все-таки Нужно Развиваться И Маркетинг Изучать И экономику И все прочее И Так сказать Быть исключительно Программистом Мне кажется Это не очень интересно Ну и ты выбрал Направление Инвестиции Управления Да Инвестиции Да Вот так Так случайно Может быть даже Получилось Может быть не случайно Мой Так сказать Бывший Шеф Юрий Миллер Однажды дал мне Книгу Которую Всем рекомендую Principles of Corporate Finance Автор Билли Майерс Он мне дал ее На английском языке Такой большой Большой кирпич Вот Он когда мне ее дал Ну дал просто почитать Потому что я все время Читал книги Так сказать В обеды Там и так далее Вот он это видел Дал мне почитать эту книжку Говорит Что вот в этой книжке Написано все Чему учат Два года Значит В школах бизнеса Вот Дал мне почитать эту книжку Мне Я сначала так Со скептицизмом Отнесся К этой книге В том смысле Что Ну типа Вот мне Как Человеку Получившему Математическое образование Было бы странно Как бы Смотреть на все эти Примитивные формулы Да Которые Упоминаются В этой книге Вот Но как-то Почему-то затянуло То есть Где-то к десятой главе Я понял Что я все-таки Не все понимаю Вот И мне это понравилось Да Вот эта мысль О том Что все-таки Не все так просто Вот Мне эта мысль Мне понравилась Я уже начал читать Это более Так сказать Вдумчиво Вот И затем Собственно говоря И вместе с ним Как раз И начал заниматься Этими самыми инвестициями Мне кажется Что Вообще Людей У которых Есть Финансовый Бэкграунд И Айтишный Бэкграунд Таких людей Должно быть Больше Вот И Таких людей Так сказать Будут Ну Вальцуками Можно сказать Могу Даже Рассказать Недавний Пример Значит Один Значит У меня Недавно Была встреча Ну Так Относительно Недавно Да С Ну Не то Чтобы Не то Чтобы Представителем Инвестфонда А так сказать Таким Важным Человеком В Области Айти Финансов Вот И Ну Этот человек Так достаточно Скептически Отнесся К Значит К Мысли Что Значит Вот Можно так просто Взять И Сделать Продукт Который Заменит Гугл Ну Я все-таки Спросил Ну Хорошо Ну А Все-таки Что По вашему Мнению Может Заменить Гугл Вот И Значит Человек Долго Долго Думал И потом Сказал Фразу Мол А Да Я привел пример Конкретного Вопроса Например Вот Вам нужно Найти Драйвера Для принтера Вот Как Вот В будущем Люди Будут Находить Драйверы Для принтера Вот И соответственно Этот человек Говорит Что Ну Вот Наверное Я Ну Например Я спрошу Свой принтер Где мне Найти Для него Драйвер То есть В будущем Драйвера Будут Находить Людей А не наоборот Вот Ну То есть Тут Наверное Может Действительно Стоит Пояснить Да В том числе Для радиослушателей Чтобы принтер Что-то Спросить Нужно Сначала Установить Драйвер Подсоединить Его К своему Компьютеру То есть Допустим Через Принтер Можно Будет Узнать Где Находится Драйвер Для этого Принтера Но Чтобы Его Подключить К компьютеру Нужно Установить Драйвер То есть Человеку С техническим Бэкграундом Это совершенно Очевидно Что нельзя С помощью Принтера Найти Драйвер Для этого Принтера Но Тем не менее Сейчас В финансовой Индустрии Достаточно Много Людей Которые Которые Как бы Этого Не понимают С одной С другой С другой С другой Я вижу Особенно Сейчас Кстати Говоря После Кризиса Есть Небольшие Кадровые Перестановки Такие Тихие Достаточно Но Они Происходят И В инвестфондах В том числе И в России Появляется Все больше Людей С Айтишным Бэкграундом Потому Что Те самые Неудачи Которые Имели Место У многих Часто Эти были Неудачи Вот Непонимание Того Что вообще Технически Возможно Что нет По причине Достаточно Грамотности Именно Именно Потому Что Допустим Инвесторы Которые Инвестируют В Ну Допустим В Магазины К примеру Они Примерно На уровне Здравого смысла Хотя бы Понимают Как работает Магазин То есть Грузовики Приезжают Грузчики Разгружают Товары Их Инвентаризуют И так далее Вот Если как бы Инвестор Не понимает Что происходит С Запросом Пользователя То есть Что Делают Компьютеры Чтобы Выдать То Что они Видят На экране Сейчас Когда им Демонстрируют Этот продукт То Люди Могут Иметь Ошибочное Представление О Успехе Или Неуспехе Этого Продукта Одним Словом Для серьезных Предприятий Будущего Нужны Айти Подкованные Инвесторы Иначе Не поймут Собственно В чем Заключается Бизнес Процесс Где Прибыли Где Выбыток Ну Конечно Конечно Несомненно Скажи пожалуйста По поводу инвестиций Ты говоришь Что занимаешься Ими до сих пор И собственно Занимался Ими Я знаю С 2003 года По 2005 год Также Под руководством Юрия Миллера В DST Сейчас Ты В каком роде Инвестор Ты играешь на бирже Или ты поддерживаешь Своими инвестициями Какие-то конкретные Компании Или как еще Ну вот прям В данный момент Я практически На 99% Сфокусирован На Нигме Вообще Кризис Это хороший повод Так сказать Перерасставить Приоритеты Вот И Ну для меня Кризис Я так сказать Произвел Это перерасстановку Приоритетов С банкротством Лемон Бразерса Это было Полтора года назад Да В апреле По-моему 90 О 2008 года Вот С того момента Как только я Перераспредел Свои приоритеты Нигма Стала выдавать Так сказать Практически на гора Массу новых Интересных Поисковых Именно Сервисов Да Поэтому Роль моя Сейчас как инвестор Заключается в том Что у меня есть Некий Некий пакет инвестиций Да Который Естественно Так сказать Вместе с кризисом Падал Да Сейчас он Опять же Естественно Растет Вот Вроде как Получается Что растет Даже быстрее рынка Да Но Значит Я Все-таки По-прежнему Решил Заниматься Нигмой Вот Потому что Ну вот Получается Раз получается Все-таки нам удалось Найти Ту самую модель Да И Значит Появились Те самые конкурентные преимущества Которые можно рекламировать Да Что мы сейчас Как раз Этой осенью начали делать То Нет смысла останавливаться Зачем Пакет инвестиций Ты имеешь ввиду В Нигме Таким образом Сейчас Именно этим пакетом Или как В Нигме Это да Я имею ввиду Другие портфельные инвестиции Которые у меня есть То есть Доход Оттуда Поскольку Нигма Все еще является Пока что Инвестиционным проектом Не приносив Прибыли Нигма Является Инвестиционным проектом Но она Вы понимаете как Она может приносить Прибыли Может не приносить Прибыли Но все-таки У нас 3 миллиона человек Аудитория И все-таки Миллион запросов В день у нас есть И Реклама Так сказать Яндекс Директ У нас висит Вот Сетя по этой рекламе Очень высокий И платежи Так сказать Яндекс Нам перечисляет Вот поэтому А еще раз вопрос Повторю Уже буквально Вы окупаетесь или нет? Ну вот Максим смотри Вот вопрос Окупаемости Это вопрос расчетный Да То есть Вот есть даже Среди финансовых Вот этих всех аудиторов Что Прибыль Это существенно Так сказать Расчетный показатель Значит Вопрос в том Что такое Что такое Окупаемость Да То есть У нас есть Какая-то выручка Да Которую Ну Очень малую ее часть Нужно на поддержание Работы проекта Так То есть Ну Что нужно Чтобы работала Поисковая система Ну потихонечку Докупать сервера Допустим Да Платить за трафик Провайдером Ну за трафик Провайдером Да Мы платим Естественно Меньше Чем зарабатываем Сервера Если нам надо покупать Ну во-первых Это тоже инвестиции Да Ну Даже если амортизацию Считать серверов То Тем не менее Все равно Количество серверов Оно прямо пропорционально Трафику А выручка Тоже прямо пропорционально Трафику Вот именно для поиска Такая Так сказать Пропорция Вот Поэтому С точки зрения Сердца Так сказать Бизнеса Нигма Естественно Окупаемый проект Другое дело Что мы не хотим Не хотим Как бы оставаться На текущих позициях Раз мы нашли Раз мы нашли Ту самую Ту самую Дорожку Да Которая По нашему мнению Может вывести нас В светлое будущее И Которая поможет Так сказать Пользователям Быстрее находить Ту информацию Которую они ищут Сейчас Так сказать В поисковых системах Тщетно Так сказать Перебирая Различные варианты Ключевых слов Вот Раз мы нашли Эту дорожку И можем помочь Им быстрее искать Ну зачем останавливаться Поэтому мы Продолжаем Развивать Развивать Те алгоритмы Которые мы уже создали Создаем новые алгоритмы И так далее Тратите на исследование И это ты как бы Вносишь за Обычные расходы Таким образом Получается Несколько больше Чем доход Правильно понимаю Да Если это считать Если эти инвестиции Считать как бы Расходами То наверное Можешь сказать Что не окупаемся Дорожка Которую ты говоришь Не раз уже Это дорожка Выдачи справки В рамках поисковой системы То есть выдачи Конкретного ответа На конкретный вопрос Да Именно об этом Речь как о зерне Основном Именно это Да Но Я могу привести Пример Я могу привести Пример Что и на самом деле Веб-поиск Так сказать Не Не является То есть Тот веб-поиск Который сейчас есть Не является Финалом Так сказать Эволюции Вот давайте попробуем Опять же В какой-нибудь Очень хорошей Западной поисковой системе Набрать запрос Скачать ICQ Допустим Вот что мы видим Вот я сейчас набрал Этот запрос Я вижу Первый сайт Это www.icqx.ru Предлагает скачать ICQ 6.5 Второй сайт Это ICQ Rambler.ru Третий сайт Это icqishcity.com Дальше идет Софт-архив ICQ VoIP Потом Ну вообще там Совсем какие-то Странные сайты Да То есть Слово скачать Слово скачать Вот как раз То, зачем мы Например запускали Нигму Так давно То есть мы Внимательно-внимательно Анализируем запросы Пользователей Слово скачать Самое популярное слово По крайней мере у нас Да Не то слово Которое все думают Что самое популярное А вот именно Слово скачать Значит Запрос скачать ICQ Очень-очень популярный Вот И то, что Вот эти вот Западные поисковики Которые, так сказать Как бы лидируют На этом рынке И утверждается Что лучше нельзя Вот То, что они Выдают В общем-то Ну довольно-таки Левый сайт И достаточно трудно Конечно называть Rambler ICQ левым сайтом Ну Потому что Rambler вроде как Подоговорился С ICQ С другой стороны Вроде как И Яндекс Тоже Ну вот как бы Странный сайт А нет ни одного Официального сайта На самом деле Да То есть вот Такого Ну почему Есть же ссылка На ICQ Ну вот Я не знаю В каком гугле Вы ищете В том, которым Я ищу Я вот не вижу Вы видите ссылку На ICQ Ну у меня правда Я же нахожусь в Германии У меня другая выдача Нежели у тебя Конечно Я ищу через Google Но это не важно В общем я понимаю Мысль в том Что Несколько Замусорена выдача Да И нет конкретного ответа На конкретный вопрос Да Я извини буду несколько Возможно тебя Прерывать Моментами Так укорачивать Хорошо Если не возражаешь Вопрос Значит смотри Возвращаясь к теме Начала Нигмы На момент ухода Из Mail.ru По твоим же словам В одном из интервью Ты увеличил свой пакет акций В Mail.ru Уже И ушел Лишь Остаться просто инвестором проекта Сейчас эта доля твоя продана Ну в общем да Да Естественно я В тот момент Когда так сказать Мы нашли ту самую Стизю Да Я продал Продал этот пакет И вложил в Нигму А большая она была Если не секрет Ну наверное Не очень большая Но Так сказать Это были проценты Или доли процентов Ну Мне помогло Так сказать То что Мне достаточно Неплохо помогло То что Я так сказать Продал Продал этот пакет Вложил его в Нигму Это помогло профинансировать Помогло профинансировать проект Нигма растет На деньги Mail.ru Фактически Так можно Нигма растет Ну Тяжело сказать Что она растет На деньги Mail.ru Потому что Деньги Mail.ru В том числе То есть та доля Которая у меня была Она наверное тоже Неспроста появилась Наверное Что-то я сделал Для Mail.ru И соответственно Это разумеется Такая Не буквально Фраза Которую не нужно Буквально понимать А скажи Ушел ты из Mail.ru Без конфликта Не было там Каких-то моментов Которые заставили Выйти Конфликт Ну Я думаю Что нет Ну какие могут быть конфликты Может быть Единственное Единственное Как бы Что В каком-то смысле Мы Я ушел Ну так сказать Не то чтобы В конкурирующий проект То есть Mail.ru У Mail.ru У Mail.ru же есть Там Так сказать Амбиции тоже На рынке поиска Но Эти амбиции Они По-прежнему По-прежнему Такие довольно-таки Маркетинговые То есть В том смысле Что Mail.ru Не делает свой поисковик Ни как технологию Фактически То есть По-прежнему По-прежнему Mail.ru Все равно стоит Яндекс В выдаче И хотя были попытки Перевести на свой движок И Так сказать Свой движок По-прежнему Не под брендом Mail.ru Не под собственным брендом Да Под брендом Mail.ru То есть По сути Под брендом Google.ru Дайми сюда Ну Вот он не продвигается То есть Я в том смысле Что Mail.ru не вкладывается В то чтобы делать Отдельный поисковый проект Как технологический Так и маркетинговый Да То есть Мне кажется Что там Все очень просто Они Мне кажется Ведут себя Как в песне Мы Мирные люди Но наш бронепоезд Стоит на запасном пути То есть Они Красиво лавируют Между Google и Яндексом Используя поиск Одного и другого Но в случае чего У них готовый продукт Чтобы Ну может быть Не такого уровня Но в принципе Вменяемого Чтобы поставить Себе на портал Вместо Ну вот видите То есть Это еще одна причина По которой Как-то скучновато То есть Вот с бронепоездом На запасном пути Или на запасном Ну как-то вот Неинтересно Хочется в бой Все-таки рваться Хорошо Скажи пожалуйста Nigma сама не индектирует Рунет Она пользуется Поисковой выдачей Яндекс и Гугла Верно? Ну смотрите Nigma Нigma Индексирует Рунет Но индексирует Другим способом То есть У нас есть Информационный поиск Когда вы Вот если Вернуться к Предыдущему Моему запросу Если В Nigma Набрать Скачать ICQ Сейчас вот я набрал Если в Nigma Набрать Скачать ICQ То можно В данный момент Третьим результатом Увидеть Такой красивый Красивый Сниппет В котором Написано Название Она предлагает Найти сначала ICQ Lite Потом Основной ICQ Красивый Сниппет В котором Описывается Версия И так далее Наш движок Проиндексировал Например В данном случае Это сайт SoftPortal.com Вытащил Информацию Об ICQ В том числе Вытащил ссылку На официальный сайт Если человек Не хочет Скачивать ICQ С неофициальных Сайтов А упорно Ему хочется Пойти на официальный Сайт Боится Например Троянов Или вирусов Он может Нажать на эту ссылку Мы индексируем Интернет У нас есть Свой бронепоезд Может быть На запасном пути Так же Как и у Mail.ru У нас действительно Есть экспериментальный Индекс Просто Сайтов Но Честно говоря Мы не особо Занимаемся Его развитием По той же самой Причине Потому что Хочется сорваться В бой А мы Занимаемся Развитием Движка Который По-другому Индексирует Извлекает название Полей Например Понимает Где название Где название Операционной системы А где размер файла Он это понял И он это выдал В удобном Красивом виде Для пользователей Вы используете Индекс Существующих Поисковиков Или свой Или это какой-то Смешанный Я до конца Это то Что не нашлось Например Вот такого Красивого Структурированного Сниппета То есть Когда нет Красивой Красивой Выдачи То есть Просто нужно Дать ссылку На сайт Иногда Бывают запросы На которые Все-таки Нельзя дать Просто ответ То есть Нужны просто Ссылки на сайты Ну вот Тогда И исключительно Используются Эти движки Этих поисковиков Тогда Когда наш Движок Может что-то Хорошее Ответить Есть выдача От нашего Движка И она Так сказать Более приоритетна Я понял После того Как я понимаю В апреле Ты принял решение Заниматься Нигмой В апреле Прошлого года Заниматься Нигмой вплотную Ну или возможно Заниматься Нигмой вплотную Снова Были проведены Переговоры И в результате Я понимаю Этих переговоров Летом было Получено Финансирование От висущего ДСТ Юрия Миллера Они купили Как вот писалось Там в прессе Пакет больше блокирующего Но меньше контрольного На самом пороге кризиса Очень удачно Получилось Кстати для вас Наверное В том смысле Что чуть позже Это было бы сделать Несколько сложнее Наверное Хотя тут наверное Влияют Играют роль И также ваши личные Отношения С Юрием Миллером А сейчас Они не высказывают Разочарование Как строится Согрудничество С ДСТ Ну во первых Мы никогда Не подтверждали Что ДСТ Я не подтверждала Нашим инвестором Вот И так сказать Вот эта информация Которая была опубликована Ну Я как бы говорил Всего лишь навсего О переговорах Да Которые ведутся Поэтому Я думаю Что Мы Так сказать Вряд ли будем Продолжать Так сказать Вряд ли Вряд ли сейчас Имеет смысл Говорить О наших Взаимоотношениях С ДСТ Если Поскольку тема закрытая Если как бы Да Мы так сказать Не раскрываем Все таки Источники финансирования Которые у нас Имеются Вот Но вообще В целом Я хочу сказать Что Ну Я вроде Ни с кем Не поссорился И отношения у меня Со всеми хорошие Вот И То есть По другому С теми инвесторами Которыми Вы договорились Летом На самом пороге кризиса У вас Все в порядке И вы Одинаково Позитивно смотрите В будущее Смотрите Просто хотя бы Исходя из того Что мы Так сказать Живы Более того Не просто живы А активно развиваемся Запускаем Массу новых вещей Про которые Даже вот Илья Сигалович Так сказать Если вы видели Новости Про Илья Сигалович Говорит Что это В общем Очень Хорошие Интересные вещи Ну значит Как бы у нас И с финансированием Все хорошо А уж От кого От кого От кого Так сказать Пришло это финансирование На самом деле Ну какая разница Нет Совершенно верно Разница никакой Просто любопытно Почему Дести хочется Не хочется вернее А выносится За скобки И Когда возникает фигурант На этом делается акцент Потому что Это действительно люди Которые Сумели войти В огромное количество Значимых проектов Ронета Чуть ли не во все Крупные Поэтому любопытно На этом Ну а с точки зрения Того кто вложился Конкретно в Никму Ну да наверное Не так это принципиально Главное что вложились Да и ты Как руководитель И они как инвесторы Довольно сотрудничествуют Ну получается что да Получается что все хорошо Хотя Перечитывая недавно Ну как недавно Вчера или позавчера Публикации в ведомостях Коммерсанте И других Вполне себе Нежелтых Если не сказать Серьезных газетах Я видел именно Категоричное заявление Что да Информация подтверждена Дести вложился Но сейчас об этом не будем Скажи пожалуйста Вот в 2005-2007 годах Ты часто говорил Что Нигма Проект некоммерческий Сейчас эта установка Все-таки поменялась Или нет Ну вы знаете Прям вот Я говорил совсем Некоммерческий Мне кажется У меня был больше акцент На том что Тогда это был Проект научный Да то есть Тут нужно понимать В русском языке Вообще слово Некоммерческий Оно Может быть не так Четко определено Как в английском языке Есть Скажем For profit Да и Так сказать Non profit Вот тогда Тогда Это все-таки был Проект научный В том смысле Что нужно было Разобраться Так сказать В нише Нужно было понять Потребности Как я говорил Пользователи Технические возможности И так далее Да то есть Тогда Мы просто были Меньше озабочены Тем чтобы Получать доходы Вот Сейчас когда мы Разобрались И так сказать Аудитория наша Растет И так сказать Яндекс Директ Приносит нам Какую-то выручку Ну Можно считать Что мы стали Более коммерческими Да но При всем при этом Дух Дух так сказать Приоритета новизны Да он остался Да то есть Мы не хотим Я говорю Делать то же Что и у других Даже Не хотим так же Хорошо делать Как у других Да у нас Приоритет на то Чтобы сделать гораздо лучше Более того Что-то совсем новое Чего у других Вообще нет Именно На рынке поиска А скажи пожалуйста Ты говоришь О росте аудитории Насколько Можно смотреть По доступным Открытым данным Типа Лайв интернет У вас 0.6% От поискового рынка Рунета Довольно давно Рост Другие Так сказать Поисковые стартапы Но даже тот же Тот же Гоугу Мейл ручный Да то есть В какой-то момент Они нас почти догнали Вот Но Как только они сняли рекламу Экспериментальную рекламу Которую они вешали Да Они стали сразу же Там где-то Примерно 20-15-20 раз Менее популярны Чем мы Вот Поэтому даже то Что у нас Рост аудитории Существует Это Я считаю Не очень плохо И в общем-то Даже хорошо Вот Но самое главное Что У Нигмы Достаточно низкий Пока что еще Бренд Авернесс Да То есть Мало людей Знают вообще Про Нигму А связано это с тем Что Мы всегда считали Что нет смысла Вкладываться в маркетинг До того Как Созданы Серьезные Конкурентные Преимущества Недавно Так сказать Эти конкурентные Преимущества Вот были созданы Да Именно поэтому Мы эту осенью Начали Рекламную кампанию Опять же Рекламную кампанию Кампанию Начали довольно-таки Тестовую Да То есть Ее Видят Пока только Школьники На Некоторых Спутниковых Телеканалах И Также мы На Дециметровых Телеканалах Рекламируемся Но В нескольких Городах России Да Мы сейчас Внимательно изучаем Внимательно изучаем Как работает Реклама Значит На нашу Как она скажется На нашей аудитории Вот И То есть Буквально мы смотрим Изучаем Вплоть до выходов Да То есть Смотрим Например У нас В 17.00 Выходит блок Рекламный И мы смотрим Допустим Сейчас мы рекламируем Наш сервис математики Вот И мы видим Что в тот момент Когда выходит рекламный блок Трафик Математического сервиса Вырастает втрое Вот И Падает достаточно плавно Да Более того То есть Он как бы падает Да Но В целом По дню Он оказывается Вдвое больше Чем тот же день Вот То есть Мы буквально Первую неделю запустили Да То есть Он вдвое больше Чем тот же день Неделю назад Вот Поэтому То что у нас Доля рынка Не увеличилась Да Это исключительно Связано с тем Что мы не очень Активно вкладывались В маркетинг Да Но Я думаю Будем вкладываться Да Но опять же Я думаю Что не этой осенью Да А вот Скорее Следующей весной Потому что Этой осенью Мы хотим провести Несколько тестовых Компаний Вот В интернете Замечательная Есть вещь Да Которую мы еще Поняли С момента изучения Польских запросов Что важно Важно смотреть На свой трафик Да И Значит Мы внимательно Внимательно изучаем Внимательно изучаем Как пользователи Реагируют на эту рекламу Значит Пользователи реагируют Очень хорошо Ну Так сказать Подберем правильные Времена выходов Подберем правильные Телеканалы Потому что я говорю Мы на нескольких Телеканалах Сейчас запустили Тестовую кампанию Вот И Следующей весной Уже будет массированная Может быть мы успеем Этой весной Этой осенью Я Не знаю Но Скорее всего Не успеем Просто потому что у нас Планируется несколько Несколько рекламных роликов То есть мы будем рекламировать Сейчас мы рекламируем Нашу математику Дальше мы будем рекламировать Химию Сервис Мгновенных ответов На вопросы Когда она отвечает На вопрос еще Так сказать До того как вы ввели Запрос Нашу структурированную Выдачу Вот Которую я рассказывал Там Про скачать ICQ И так далее Вот Будет несколько Несколько рекламных роликов Мы посмотрим Какие работают Наиболее эффективно И уже Так сказать Следующей весной Сделаем массированную Рекламную кампанию Которая Так сказать Я надеюсь Уже не только Аудиторию увеличит Но и долю рынка А скажи Почему бы выбран Именно телевизор Как носитель рекламы Почему нет упора на интернет А вот Упор на интернет Был Так сказать Раньше Упор на интернет Был раньше Но мы пришли к выводу Что Он не очень работает Хорошо Да Значит Не очень хорошо работает Потому что Поведение пользователя Интернетовского Типичного пользователя Да То есть Не ваших радиослушателей Которые там Наверное на память Помнят все сайты Вот А простой Так сказать Серинистический пользователь С IQ Меньше 100 Он Даже на одноклассников До сих пор заходит Через набирание Слова одноклассники В поисковой системе Да А не Так сказать В браузере Вот Поэтому Если Мы Если мы Рекламируем Поисковую систему На сайтах Да То Пользователь уже сделал Скорее всего Свой выбор Относительно Поисковой системы Вот Более того Он Уже прошел Некоторую цепочку Да То есть Он сначала Зашел в свою Поисковую систему Потом он набрал Название своего сайта На котором у нас Висит реклама Потом он увидел Так сказать Наш там Баннер Там Или нашу форму поиска Вот И Для него Маршрут остается прежним Да Даже если ему понравилось То что Выдаем мы То Да Если мы снимаем Этот баннер Да То у нас Так сказать Нет достаточного трафика Потому что Ну пользователь запомнил Свой маршрут Он приходит Не видит уже Нашу форму И так сказать Довольно маленькая часть Значит Пытается вспомнить Что же это было за Что же это была За поисковая система Такая здоровская Которая там На их вопросы отвечала Вот поэтому Вы собираетесь Вы собираетесь Просто взять Не тех Кто уже освоился И сделал свой выбор А прихватить неофитов Так сказать Тех кто только приходит Рунет Ну во первых да Прихватить неофитов Более того Если вы посмотрите Внимательно на то Что мы делаем Мы очень большую ставку Делаем на школьников Сейчас ни одна Поисковая система Не занимается Вплотную с школьниками И кризис Кстати говоря Кризис это как Так сказать В песне Кризис это время чудес Да То есть Даже если Какие-то поисковые системы Планировали Заниматься школьниками Да То они все это бросили И они сейчас Активно занимаются тем Чтобы Так сказать Своими доходами Свои доходы повысить А это значит Нужно За платежеспособную Аудиторию бороться За Так сказать Родителей Вот Мы же идем С другой стороны Мы идем С той аудитории Которой никто не занимается Школьники Они причем Не обязательно Не пользовались интернетом Им гораздо проще Воспринимать Воспринимать что-то новое Более того Если им родители говорят Типа там Такой-то бренд Это хорошо Да То Школьники Особенно подростки Они наоборот Так сказать Если им родители сказали Что это хорошо То они наоборот Считают что это плохо Да Если родители скажут Что это плохо То они считают Что это хорошо Вот Поэтому Нам это только помогает Вот Но при этом При этом средний возраст Наших пользователей Остается по-прежнему 28 лет И судя по анализу нашей статистики Видно, что если мы привлекаем одного школьника То он приводит двух родителей своих Потому что он является Опиннин-лидером То есть человеком, который К мнению которого прислушивается в семье Ну или в конце концов Он просто устанавливает домашнюю страницу Нигма И родители уже хочешь не хочешь Они начинают пользоваться Нигмой К мнению которого прислушиваются в семье С точки зрения IT То есть дети традиционно более подкованы Чем родители Это действительно Скажи, пожалуйста, извини, что тему сменю Поскольку действительно у нас время ограничено Буду идти дальше по вопросам Судя по некоторым данным Вы готовите свою систему контекстной рекламы Это так? Ну, смотрите Наша система контекстной рекламы Она, так сказать Имеет право на существование Тогда, когда доля рынка наша Будет существенно больше, чем та доля рынка Которая сейчас Естественно, мы готовим Нашу систему контекстной рекламы Но пока что ее запуск не будет рентабелен Да, то есть А в какой срок предполагается ее запустить? Ее предполагается запустить Вот я говорю не в срок А в тот момент, когда наша доля рынка Превысит какие-то разумные проценты Да, то есть Тогда, когда У нас будет Ну, не знаю, например 5-10 процентов Да, допустим 10 процентов Это точно надо запускать 5 процентов Ну, это скорее всего надо запускать 2 процента А когда это случится примерно Через год, два, три Так, совсем ориентировочно Ну, когда это случится Так сказать Вот прям, когда это случится Знает только тот, кто сотворил Так сказать, этот мир А когда мы надеемся, что это случится Ну, мы надеемся, что через несколько лет Мы займем какую-то существенную Существенную часть рынка Ну, то есть спрашивать сейчас о том Будет ли эта система конкурировать Впрямую с Директом Бегуном и Эдсенсом Рановато, наверное, да? Да, это рановато Более того, я думаю, что мы вряд ли Будем делать систему Систему, которая будет Площадки под себя забирать Другие партнерские, да То есть Мне кажется, что система Так сказать Система, которая Ну, вот типа Когда устанавливаешь на Контентный сайт То есть не поисковый, а контентный сайт Текстовые блоки Которые стояли на поисковой системе Они не так хорошо работают На самом деле И сейчас фактически Ну, вот Я являюсь тайным поклонником Например Сайта Идиот.фм Максима Кононенко Наблюдаю за тем, что происходит С Google AdSense Внизу Но это, конечно, ужасные Мне кажется, ужасные вещи Когда Мне предлагают Выйти замуж Там, не знаю Или узнать дату Своей смерти Вот Или Значит Какие-то там Ну, вот Все эти вопросы Одним словом Другие вещи Которые не очень Имеют отношение к контенту Дело в том, что Ну, это просто Это просто как бы баннерная реклама На самом деле Просто Просто Баннерная реклама И ничего больше На самом деле И Судя по всему Что Ну Ее, конечно, можно сделать Более релевантной Да То есть В том смысле Если отслеживать Вот там Поведенческий трафик Да Смотреть, на какие сайты я хожу И, так сказать Более Более таргетировано Делать рекламу Но, честно говоря Вот лично меня это пугает Да, то есть Лично меня пугает Когда я на сайте Вижу Явно контекстный баннер То есть Как бы явно баннер Не предназначенный Широкой аудитории Явно предназначенный Для меня Вот Меня, честно говоря Это пугает Я не крикаю никогда На такие баннеры Вот Еще вопрос Несколько к другим Переходя Все мы помним Ну, как все Многие из нас помнят От Тита, безусловно Поскольку Был в это время Уже в рынке И занимался нигмой Появление такого Проекта Как Вебальта Они собирались занять Чапаевским наскоком 30% поискового рынка Помню вот эти вот Достаточно яркие заявления Скажи, пожалуйста Почему им это не удалось И как вообще тогда вот Тебе казалось Глядя на То, как развивается Конкурент Агрессивный, яркий Насколько казались тебе Они живыми И потенциально Развивающимися Ну, на самом деле Я к Вебальте Относился всегда С уважением То есть В общем Это нужно иметь Мужество Да, чтобы вот Прийти И сказать, что Мы Захватим 30% рынка Игорь Ашманов Когда-то В Разговоре Со мной На какой-то конференции Сказал Мужчины Может быть С иронией Да Ну, то есть Такой вот подход Мы сейчас всех Забомбим Так сказать Поисковым спамом Ухудшим Типа качество Других поисковых систем А сами Так сказать Так как мы сами Спамеры Да, то мы Сделаем поисковик Который будет без спама И люди Перейдут к нам В общем Такая Ну Интересная модель Вот Ну, не получилось Она, наверное Все-таки Наверное Может быть Просто Так сказать Чуть-чуть Пережали Да, ситуацию Да, то есть Не надо было Все-таки Слишком быстро Не надо было Слишком быстро Выходить на рынок Потому что Они не предложили Ничего нового На самом деле Вот более того Они и заявляли То есть У них слоган был Мы будем не хуже Чем Начали дальше Перечисление Поисковых систем Ну, как я в начале Разговора говорил Что Ну, быть не хуже Этого, с одной стороны, мало С другой стороны Всегда найдется Какое-то слово По которому ты хуже А самое главное Вот Слово Не Оно очень плохо Слышится людьми Да, то есть Если говорить Ну, вот Слово Не Слово Все Вот Просто вот В теории, так сказать Маркетинга Вот Это самое плохое слово Если говоришь слоган Мы не хуже других То люди слышат по-другому Люди слышат Мы хуже других Просто так устроена реклама Да, потому что люди Все-таки склонны не верить рекламе Да, и Значит Склонны Склонны Так сказать Ну, пытаться понять Где тут подвох Да, в рекламе Там Когда Батарейки, допустим Говорит В 10 раз Наши батарейки В 10 раз Работают лучше обычных Да, то люди Склонны искать подвох Они понимают Что, ну Под обычными Наверное, имеется в виду Какие-нибудь там Просто совершенно Левые батарейки Там Которые просто даже Уже не продаются Да, то есть И То есть Если Говорят В 10 раз Лучше Да, то Наверное Значит не в 10 А наоборот Может быть даже В 10 раз хуже Иными словами Вебальта просто Не предложила Ничего такого Что стояло бы Осмысленно за упаковкой А просто упаковки Не хватило И вот этого вот Броска и мужества Было невостаточно Для того, чтобы Взять с боя Те самые 30% рынка Ну, нет На самом деле Все-таки Еще раз Идея 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 Горяшова Была в том Что Они заспамят То есть Ухудшить качество Других поисковых систем А То есть Просто они же С рынка С ее оптимизацией Да, ребята И Типа Идея на самом деле Ну, почему бы и нет Да, то есть У нас У нас типа есть деньги У них позиция вот такая У нас есть деньги Которые мы заработали На этих же поисковых системах Значит, если они такие лопухи Что позволили нам заработать Эти многие миллионы Там Не знаю, сколько они говорили Долларов, да То они Так сказать Мы используем эти же деньги Которые мы на них заработали Против них же самих Ухудшим Еще больше ухудшим Так сказать Их выдачу А сами сделаем поисковик Который, ну Такого качества Который был до ухудшения Вот То есть В принципе И что Не хватило денег В чем проблема Или не смогли заспамить Мне кажется Недооценили Да, недооценили То, что В общем, все-таки Так заспамить Было бы тяжело Хорошо Скажи, пожалуйста Извинь, что Снова несколько прерываю Поскольку время У нас ограничено Как инсайдер рынка Сейчас у нас есть У нас, имею в виду В Рунете в целом Некий Вопросительный знак Связанный с РБК Ты думаешь Что немало В этом смысле Знаешь И как инвестор Наверное Как бы работающий В том числе Возможно С ценными бумагами РБК Ну и повторюсь Как инсайдер Вот РБК Оно выживет Ведь оно было Недавно Такой сильной компанией Четвертой кнопкой А сейчас В совершенно непонятном состоянии Находится Подвисо уже Больше полугода Ну На самом деле Вот вопрос Выживет РБК Он, конечно Вот в таком виде Ответ у него очевиден Естественно РБК Как сайт Выживет Думать о том Как компания Как конгломерация сайтов И как компания РБК Выживет Только единственная Действительно Возможная ситуация Когда Изменится состав Владельца В компании Да То есть Поменяются Немножко Может быть акционеры Вот Но как компания Но бизнес модель Совершенно понятна Я часто захожу На сайт РБК И На другие сайты Этой компании Я понял тебя Такие сайты нужны Хорошо Перейдем к вопросам слушателей Если не возражаешь Предлагаю провести их В рамках Блица Чтобы успеть поговорить Совсем коротко Еще о новостях недели Поскольку времени осталось Повторюсь мало Вот Совсем коротко Некоторые избранные вопросы Задам И ты так же Если несложно Коротко на них ответь Чем Нигма Лучше Яндекса Рамблера и Гугла Спрашивает Виталий Ну вот Совсем коротко Так сказать Те поисковые системы Они выдают ссылки на сайты По которым вы Дальше Так сказать Должны копать Вот Нигма То есть это собственно В той самой вот Своей дороге Да То есть когда она является Ответом А не предложением В рамках Нигма старается Во-первых выдать Если это и ссылка на сайт Да То в структурированном виде Да То есть например Если человек файл Хочет скачать Да То есть там размер Скажет этого файла Операционная система Там Для которой Под которой Так сказать Эта ссылка Там и так далее Да То есть мы стараемся Ответить на вопрос И стараемся не просто Отправить людей Как можно быстрее На другой сайт А дать человеку А дать исчерпывающий ответ Да Дать человеку либо исчерпывающий ответ Либо важные пояснения Которые помогут им Правильно выбрать тот сайт На который уйти Следующий вопрос Готовит ли Нигма Ответный удар конкурентам Читаю как написано Или дальше будет плыть По тихой реке Каковы ваши перспективы Развития в области поиска Спрашивает один из слушателей Ну я бы не назвал Тихой ту реку По которой мы плывем Ну хотя бы То что вот Илья Сиголович Так сказать Позитивно отзывается о нас И то что мы В отличие от других От других Так сказать Сохраняем по крайней мере долю Да Это совсем не тихая река Но вот Значит Удар Удар так сказать На конкурентов Ну мы не очень готовим В том смысле Что мы немножко На другом рынке Да То есть вот Эти ребята Вы будете видимо Отжимать постепенно Да Судя по тому что План есть на 5 5-10% Ну Так сказать Мы будем отжимать Наверное От какого-то обобщенного рынка Да То есть останется рынок Поиска сайтов Да И на этом рынке Ну вряд ли мы там Станем лидерами Да Но скорее всего Появится рынок Рынок поиска информации Ну такая просто Справочная система Да То есть Тебе нужно там Узнать Какую-то там вещь Какой-то вопрос Какую-то программу скачать Не знаю Игру там и так далее Вот И будет рынок Информационно-поисковых систем И вот на этом рынке Мы готовим удар Да Понял тебя Помнится вы собирались Делать редизайн сайта Из сообщения на вашем сайте В скобках Точнее Слушатель Ведутся ли работы И будет ли что-то изменяться Еще сюда же добавлю Вопрос от другого пользователя Который Так излишне прямо Как он сам пишет Формулирует Почему у вас такой ужасный логотип Это вот к вопросу о дизайне И внешнем виде Ну Видимо просто Он такой Потому что Значит автор этот вопрос Заводит Виталий Да Видимо потому что Не Виталий является автором Этого логотипа Поэтому он такой Если бы автором был Виталий Да То очевидно Значит Что там не знаю Дмитрий какой-нибудь Да Задал бы аналогичный вопрос Одним словом Логотип вопрос Вкусно Вам нравится Ну логотип Я думаю что Совершенно не является Определяющим для поисковой системы Для поисковой системы Важно она отвечает На вопрос пользователя Или так сказать Выдает кучу мусорных ссылок А по поводу редизайна Редизайн да Ну мы ведем Но это не будет Это не будет там Не знаю Какое-то супер Супер кардинальное Изменение дизайна В конце концов Ну у гугла В общем-то Так сказать Отсутствие Дизайн гугла Состоит в том Что у него нет дизайна Да То есть это просто Вываливается Так сказать Набор ссылок Дизайн будет Но дизайн будет Больше в направлении того Чтобы красиво Оформить Оформить нашу Структурированную выдачу Да Вот наши ответы на вопросы Ну вот Опять же Возвращаясь Скачать ACQ Посмотрите Ну вроде красиво Красивый блок Бросается в глаза Люди кликают Самое главное Что мы смотрим же На CTR Всех этих ссылок Да То есть первый Приоритет наш Это юзабилити А второй уже Приоритет Это там Красота Сочетание цветов И так далее Чтобы пользователю Было удобно Вопрос от пользователя Влад Вы говорите Что сотрудничаете Со Стэнфордским университетом Чем заключается Это сотрудничество Сотрудничество у нас Достаточно давно Да Потому что В Стэнфорде Есть группа Инфолэб Из которой как раз Вырос Google И мы давно с ними Начали переписываться По электронной почте Потом туда приезжали Общались С Гектором Гарсией Малиной Который научный руководитель Как раз Бриной Пейджи И был руководителем Того проекта Который Потом стал называться Google Вот Если мы Хотим сделать Что-то кардинально новое Мы конечно должны быть В курсе Всех самых новых Значит Алгоритмов Которые разрабатываются Здесь в поиске Естественно Мнение тех людей Которые Как раз таки Руководили Теми работами Из которых Потом вырос Google Да Оно очень ценно Для нас Вот Настолько ценно Что Мы даже послали Одного из Наших аспирантов Послали учиться В Стэнфорд Вот Он Там учился Работал Как раз Над созданием Системы информационного Поиска Нашей структурированной Выдачи Я думаю Что получилось В общем-то Неплохо Мы продолжаем С ними Поддерживать Контакты И возможно Что Мы даже Организуем Группу Группу студентов Которая будет Работать В Стэнфорде Потому что Изначально Нигма Нигма Была группой студентов Которые работали В МГУ Вот Это очень Очень ценное место Так сказать В котором Действительно Действительно Работают Очень Такие Вот Профессора С большой буквы Да То есть Те Кто Не просто Так сказать Получил Там Своё звание Благодаря Благодаря Умению Написать Много похожих Друг на друга Работ в разные Научные журналы А тех Кто Сумели придумать Что-то новое Получил заслуженно Да Понятно Скажи пожалуйста Будет ли Нигма Продвигаться Продвигать свой проект На запад Вопрос связанный Наверное Отчасти с предыдущим Ну Смотрите В тот момент Когда мы Достигаем Некого Proof of Concept То есть Мы Сейчас сделали Продукт У него масса Конкурентных преимуществ Мы эти конкурентные преимущества Будем улучшать Мы сейчас Запустим Тестовую рекламу После того Как мы запустим Тестовую рекламу Мы запустим Уже массированную рекламу Если мы увидим Что доля Начала активно расти А я надеюсь Это будет так И все предпосылки Так сказать Только к этому Да То есть Вот наш анализ Анализ эффекта От рекламы Он так сказать Просто Чего еще ожидать Так сказать Лучше Но тем не менее Значит Если Все это Завершится успехом Естественно Совершенно будет разумно Запустить похожую технологию На Западе Почему нет Потому что На Западе По-прежнему По-прежнему Доминирует Парадигма Поиска Когда вываливаются Опять-таки Все эти ссылки Microsoft На самом деле Все так сказать Плевали и смеялись Над Bing Но Microsoft На самом деле Работает Работает в этом направлении И пытается Пытается давать Какую-то информационную выдачу Не очень К сожалению Удачно Да и сам Google В общем-то Пытается Google Square Запускал Ну там конечно Совсем провальное Когда они убили Дмитрия Медведева Но тем не менее Значит На Западном рынке Все пытаются это сделать И если у нас Получится на российском рынке Ну почему бы не сделать То же самое на Западе Я думаю Что нас много кто поддержит В этом желании Ну да кстати По поводу Bing Действительно Есть некоторое сходство С теми идеями Которые вы несете В NIGME Bing также пытается Отвечать на вопросы сразу По крайней мере На какие-то Базовые Ну и в том числе Коммерческие Поскольку Я думаю Что кстати говоря Это ошибка Bing Вот как раз в этом Что они Значит Первым приоритетом Ставят какие-нибудь там Типа билеты на самолеты Да Ну Это очень клево Да Это очень хороший рынок На этом можно заработать Много денег Да Но на этом нельзя Захватить рынок Потому что людям Все-таки нужны Немножко другие вещи Ну как Bing растет при этом Тем не менее Bing растет Да 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 Bing растет Но просто он бы мог Расти быстрее Если бы они все-таки Подумали о более широкой Аудитории О потребностях Более широкой аудитории Чуть меньше думали бы О коммерции То есть все-таки Вот у нас здесь Большое преимущество в том Что мы можем позволить Себе не очень активно думать О доходах Потому что для нас Главный Главный приоритет Это аудитория Вот Ну тоже видимо Это можно делать Не бесконечно Это не бесконечно Да Но тем не менее Тем не менее Особенно на западном рынке Это можно делать Очень долго Да Ну например Фейсбук Фейсбук фактически Сейчас ничего вообще Не зарабатывает Да То есть через Фейсбук Проходит порядка Там 200 миллионов долларов У них оборот При этом Себе от этих Оборотов С приложений Да То есть Если кто-то не знает На Фейсбуке Так же как и на Вконтакте Можно устанавливать приложение И эти приложения Если собирают деньги Да То они собирают это Через платежную систему То есть через Короче говоря Это идет через Фейсбук Эти деньги Вот И Фейсбук Не берет себе ничего С этих денег Практически вообще Да Потому что у них Первая цель Это захват Мирового рынка Вот знаешь Есть и другие данные Участности ведомости Недавно писали Но не только ведомости И многие англичные издания О том что Фейсбук Как раз недавно Буквально это произошло По неделю Полтора назад Вышли на операционную Окупаемость Впервые Ну они выходят На операционную Окупаемость Но тем не менее Тем не менее Они как бы Собирают с рынка Гораздо меньше Чем они могли бы собирать То есть они бы Ну значит Это означает Что они могли бы Выйти на окупаемость Не знаю Год назад Но просто Любому проекту Который У которого главная цель Захвата рынков Да Ему Ему так сказать Выручка Это все-таки не первый приоритет Я говорю И в этом смысле То что Bing Занимается коммерческими Запросами Тоже очень хорошо Вот Но Мне кажется Что все-таки Нужно заниматься В первую очередь Массовыми запросами А не коммерческими То есть сначала Захватывать аудиторию А потом ее коммерциализировать Думаю да Думаю все-таки Это более правильный подход Хорошо И здесь не сложно Совсем коротко Несколько вопросов Которые не могу не задать Появившиеся в влоге От пользователя Антон Вопросы Которые кажутся Мне интересными Когда Нигма выходила на рынок Делали заявление Что компания будет бороться За лидерство с Яндекс Почему это не получилось Вот внимание Какие были допущены Управленческие Менеджерские И стратегические ошибки Есть таковые были допущены Я думаю что Было бы ошибкой Выходить на рынок С таким заявлением То есть естественно Мы никогда не выходили На рынок с таким заявлением Я думаю просто Антон Нас путает Действительно с каким-то Видимо с Вебальтой кстати Да да Видимо может быть с Вебальтой Но Хорошо Ошибки были Как тебе кажется За время работы Такие серьезные Которые Вот Если бы не было их допущено То Нигма имела бы Сейчас допустим Уже 10% Или Нельзя такого сказать Ну Нигма имела бы Уже 10% Если бы мы Все то что Долго думали А потом так сказать После того как придумали Делали да То есть если бы мы бы взяли бы И за месяц там Не знаю Сразу же как вышли на рынок Сразу же все сделали Да Но так же не бывает То есть То что мы сделали Это не так быстро И так сказать То что мы только сейчас Начинаем Активную рекламу Да Это ну просто реалии жизни Да то есть на поисковый рынок Вот просто так вот С кондачка Вот взяли На коленке что-то сделали Так нельзя Туда нельзя так проникнуть Я понял От какого предложения Другого поисковика Вы не смогли бы отказаться В скобках продажа Слияние аренды движка Я думаю Что бы мы не смогли бы Отказаться от капитуляции Да то есть если бы К нам бы Пришел бы какой-нибудь поисковик Сказал что вы такие Крутые и мы хотим Сказать что бы вы помогли нам Значит Улучшить наши позиции на рынке Вот мы бы Не отказались Более того Так сказать Ну если так чуть-чуть Пофантазировать Можно даже подумать Что на рынке уже есть Такие поисковики Которым бы неплохо было бы Чтобы они так сказать Чтобы мы их купили Чтобы вы их купили Или они вас Чтобы мы их купили Ну конечно Ну Есть Есть Вот я просто не буду Так сказать называть Но предоставлю вашим Радиослушателям Посмотреть Графики Графики так сказать Падение долей Есть поисковики Которым Явно требуется Требуется обновление Да И мы бы могли бы Этим поисковикам В общем-то Очень хорошо помочь Это тоже Не ты сказал Но это Рамблер или нет Ну Например Например То есть Ну вот поисковик Да То есть Явно Явно не может найти Свою нишу Ну почему Почему так сказать Почему бы не Взять так сказать И не Значит Перераспределить Перераспределить Приоритеты Может быть допустим Если Акционеры Рамблера По-прежнему верят В медиакомпанию Ну допустим Можно было бы Так сказать По модели По модели Яху И Майкрософт Развиваться Когда Яху Остается медиакомпания А Майкрософт Занимается Поисковыми технологиями Одним словом Вы не против Строить свой поиск В портал Рамблера Ну например К примеру Это опять же Ваша идея Но она интересная Хорошо Скажи пожалуйста Сколько сотрудников Работает компания Сейчас 30 человек Работает в офисе И достаточно много Работает В удаленном режиме У нас есть Модераторы Тестеры И так далее Понял тебя Тогда Если не возражаешь Коротенько Совсем пройдемся По новостям недели Поскольку мы уже Перешли несколько За грань Однако Их не затронуть нельзя Рунетология Актуальные новости И мнение экспертов Вот первая новость Которую я оглашу Если у тебя будет Чем прокомментировать Возможно прокомментируешь Два хабра юзера Пишет Роемру Обнаружили уязвимость И взломали 3320 сайтов Получив доступ К их файловой структуре И исходникам Причем использовали Давно известный Хак с директорией SVN Или так вернее Slash Среди сайтов Яндекс Внимание Опера Рамблер РБК И прочие гиганты Там не было Особо такой Какой-то совсем критичной Найденной уязвимости Однако Как было сказано Люди получили доступ К исходникам Что само по себе В общем-то Скандально звучит Как ты можешь Прокомментировать Насколько Это говорит О нерасторопности Технических отделов Этих проектов Или может быть Это просто такие Гениальные хакеры Ну я думаю Что Все-таки Масштаб проблемы Был несколько преувеличен В том смысле Что вот прям Взломали 3000 сайтов Ну это конечно же Не так То есть С некоторых сайтов Удалось Некоторые Обрывочные файлы Скачать Допустим Это Более правильная Фраза Можно ли Использовать эти файлы Хоть для чего-либо Но я вот Сильно сомневаюсь То есть Возможно Что были Среди этих Сайтов Те Которые Полностью Выложили Вообще Все свои Исходники Да Ну Вот когда Говорить о том Что был взломан Там Не знаю Яндекс Ну это же Не так Да То есть Я так понял Потому что Что с какого-то Одного Маленького Не очень Приоритетного Проекта Типа Яндекс Календарь Вот Была Была Закачена Часть Исходников Причем Не все Исходники Опять же А только Фронтендная Часть Ну по Средимости Вот здесь Скорее Такое Можно сделать Вывод Что Не вывод А Опасность В том Что если Подобная История Возможна Если Массово Можно вскрывать Сайты Такого уровня Крупности Нет ли Опасности Что в какой-то Момент Особо Талантливые Люди Молодые Ребята Вскроют Так и Яндекс И Там не знаю Рамблер Гугл На самом деле Получат доступ Не к каким-то Второстепенным А к самым Настоящим Исходникам И грохнут Все это Ну Все же грохнут То есть Сотрут Но есть бэкапы Если они Так сказать Скачают Все эти исходники Что они Скомпилируют Сделают Второй Яндекс Тут в смысле Не очень понятно Не очень понятно Еще раз Мне проблема Ну например Исходники Вот Сейчас очень Стал моден Модно писать На Джаваскрипте Да То есть Там же тоже Видны исходники Да То есть Чтобы их скачать Надо просто Так сказать Взять и Закачать этот Джаваскрипт Файл Да Ну И что В общем Одним словом Ничего страшного Просто как бы Случилось Случилось Ну мне кажется Да Что масштаб Проблемы Преувеличен Да Но тем не менее Естественно Естественно За этим нужно следить А главное Мне кажется Что здесь Недоработка Больше не Системных Администраторов А авторов Наверное В каком-то смысле Этих продуктов То есть Пора бы Уже Делать Ну некую Так сказать Защиту От Дурака Да То есть Если случайно Если случайно Каким-то образом Оказываются на сервере Вот эти вот SVN файлы Да То хорошо бы Чтобы Веб-сервера Сами Сами просто Не отдавали бы Их пользователям Да То есть Были бы такие настройки По умолчанию Чтобы не Значит Всем системным Администраторам Нужно было Так сказать Настраивать То есть Я считаю Что это не уязвимость На самом деле Вот этих всех сайтов Да Это уязвимость больше То есть Недостаточно Техническая дисциплина Что это уязвимость Все-таки Уязвимость Программного обеспечения Типа там Апача То есть У них У авторов Этого программного обеспечения Должно быть понимание Что уже Их продуктами Пользуются Системные администраторы Которые Так сказать Могут быть Не в курсе Или просто По случайной ошибке Да Может оказаться Этот файл Просто не надо Такие файлы Отдавать пользователям Никогда Даже если Администратор забыл Это явно прописать Одним словом В общем Всем руководителям Нужно еще раз Пожурить Своих Технических управленцев И просить их Быть внимательными С исходниками Провести возможно лишний раз аудит Ну наверное Но мне кажется Все-таки нужно пожурить Авторов Apache, Engines И прочих веб-серверов Ну с них взятки гладкие Потому что Ну как бы Они сделали свой продукт И в общем Ну может быть Не отвечают за его инсталляцию В каждом конкретном случае В каждом конкретном Яндексе Может быть Рамблере и так далее Ведомости пишут Звербанк купил акцию Яндекса За 1 евро Снова у нас В фокусе Новость про поисковик Про ведущий поисковик Рунета А суть его в том Что голландская Яндекс NV Владеющая 100% Российской ООО Яндекс Выпустила Приоритетную акцию Об этом шло Речи так еще в апреле Может быть Ты застал эту новость О том что Такие планы появились А эта акция Давала право Вета На продажу Свыше 25% Акций компании Об этом Собственно и сообщил Сам Яндекс А владельцем этой акции Предсказуемо стал Сбербанк Купивший Ее по итогам Проведенного конкурса За Внимание 1 евро Кто еще участвовал В конкурсе Компания не раскрывает Видимо Остальные участники Не смогли 1 евро наскрести Таким образом Сбербанк победил Хотя конечно Политическая подоплека Вся эта история Она достаточно очевидна И Тут все идет Ведет к тому Что Яндекс Который по факту Становится все больше Компаний Так сказать Образующей для экономики И нашим все В некотором смысле Ну одним из нашим Нашим все Одним из нашего все Вернее Правильно сказать по русски С точки зрения Российского достояния Яндекс Перестраховался И сказал Мы с вами Сказал В том числе И Ну и прежде всего Наверное Людям Власть придержащим Мы никуда не уйдем И отдал Возможность Запрета на сделки По продаже Существует 20% 25% акций Государственному банку Сбербанку Ты видишь за этой сделкой Еще что-нибудь Какой-нибудь Другой оризон Ну я думаю Что Реалии Реалии Так сказать Реалии Немножечко Отличаются От того Что Нам было Сказано Вообще Такой Так сказать Механизм Как золотая акция Это Достаточно Известный Механизм И Он иногда Присутствует Иногда присутствует В Значит Публичных Компаниях А есть ли еще Известные Типрецеденты Когда такого рода Золотая акция Отдавался кому-то На западе Например Ну вот За один евро Наверное Нет Но Этот механизм Используется Как механизм Противодействия Недружественным Поглощением Значит Особенность Любого механизма Противодействия Недружественным Поглощением В составе в том Что он может быть Оспорен в суде Вот Поэтому Конечно же Это Даже если Это было Действительно За один евро И даже Если действительно Получил Эту одну акцию Сбербанк Причем я Сильно сомневаюсь Вот То естественно Это может быть Легко оспорено В суде Потому что Значит Допустим Допустим Есть какой-то Акционер Или группа акционеров Которая владеет Тридцатью процентами Да То есть И вдруг Вдруг Компания Яндекс То есть Понимаете Как бы Ну то есть Вот вы владеете Автомобилем Владеете автомобилем И вы хотите его продать Но вдруг Вы этот автомобиль Отвезли на автосервис И этот автомобиль Вдруг как-то сам взял И в этом автосервисе Купил вето На свою собственную продажу Вот Может быть даже И так сказать Так как это официальный Допустим Был автосервис Дилера Этих автомобилей Действительно Вас внесли Во все базы данных Что Ваш автомобиль Действительно Нельзя продать Теперь без согласия Без согласия Так сказать Этого автосервиса Например Вот Якобы Например Потому что Этот автомобиль Представляет собой Угрозу Для Так сказать Безопасности Там Или еще что-то такое Это является Ну а скажи пожалуйста Все-таки Возвращаясь к Яндексу Какие мотивы могли быть Кроме того Чтобы просто показать Собственную лояльность К власти Ну Мотивы могли быть Еще раз Защита от недружественного Поглощения То есть возможно Что кто-то сейчас Хочет купить Яндекс А Акционеры Сами не хотят Так сказать Не хотят продаваться И не хотят продаваться Дешево Вот И как инструмент Этой самой торговли Да Такая золотая акция Возможно Что она Так сказать Нужна сейчас всем Очередная новость От Синьюз Глава российского Адоп Ушел в Майкрософт Павел Черкашин Также известный На Ниве Так сказать Бизнес-ангельство Который являлся инвестором Несколько Не таких громких Но Заметных проектов В области веба Ранее возглавлявший Представительство Адоп в России И СНГ С момента его основания Со следующей недели Приступает к работе В российском Майкрософт Кстати вот Павел Черкашин Объясняет свой уход Майкрософт Также Собственной любовью К работе В области Более интенсивной Более Так сказать Стартаперской С позволения сказать Так же Как и объяснял Свой уход Из Майлру Ты Вы кстати знакомы с Павлом? Нет Мы лично не знакомы Ну там Поедем дальше В ведомости Снова пишут О любопытном факте На сайте Размещения госзаказа Закупки Gov.ru Том кстати Который также был В эпицентре скандала Несколько месяцев назад Связанным с Заменой Символов Латинских Слышал об этом? Да конечно Когда В кириллических словах Появлялись латинские символы Что делало невозможным Обычный Поиск По тем или иным Ключевым словам Вот Так вот На этом сайте Появилось любопытное Достаточное Извещение О конкурсе Которое Выглядит Примерно следующим образом Значит Называется оно Исследование Основных направлений Продвижения Интересов ФОИВ С помощью Специализированных Социальных сетей Вот И собственно Просят Правительство Помочь найти Подрядчика Или вернее Ищут подрядчика На следующие задачи Исследование Русскоязычного сегмента Сети интернет На предмет Выявления Специализированных Социальных сетей Это очень любопытно звучит Задуматься Вот Можно Развить В любое количество Работы Если так На любое количество Людей развести Ну и далее Создание Экспериментального Образца Базы данных Специализированных Социальных сетей Разработка Концепции Продвижения Это вот ФОИВ Кстати Не могу сказать точно Что означает Эта аббревиатура Но это Видимо Собственно говоря Связано С Министерством финансов Извиняюсь За собственную неграмотность Забавная история Все это дело Оценивается В приличную сумму Обещают за это 4 миллиона рублей И для тех Кто хочет Поисследовать Социальные сети Для Нашего государства Нужно успеть Подать заявку До 22 октября Ну и собственно Найти эту заявку На сайте закупок А вот ты как думаешь Это собственно Для чего И какие результаты Могут повлечь С собой Вот эти вот Исследования Ну Вообще Так сказать Государству Неплохо бы действительно Понимать Что волнует Нашего интернет-пользователя Да То есть Ну Тот же пример Так сказать С блога Медведева Да То есть Многие Говорят Что это был Хороший пиар Для Медведева Да Но тем не менее Даже если это был И просто пиар Тем не менее Все таки Хорошо бы Если бы У власти Была бы связь С наиболее активными Представителями Российского общества Да И Как бы В целом Да В целом Идею Того Чтобы Органы Властные Да Как бы Имели возможность Более тесного И более прямого Общения Значит С Гражданами Своей страны Она очень хорошая Вот Более того Так сказать Не секрет Да Что До нашей власти Частая информация Доходит Значит Сильно искаженной Или сильно порезанной Да Если бы Это была бы Система Которая Достаточно Объективно Да То есть Просто Некими техническими Способами Выводит Выводит Представителям Нашей власти Информацию О том Что обсуждается Там В социальных сетях Там Не знаю В блогах Или еще Где-то Значит Напрямую То есть Минуя Многочисленных Субъективных Анализаторов Да То это Было бы Хорошо Другое дело Что конечно Хотелось бы Чтобы Все это Так сказать Не превратилось В очередной Распил Раздел Да Но Мне кажется Что Так как Судя по всему Интернет Сейчас Это Один из важных Фокусов Администрация Президента Да То мне кажется Что из этого Может что-то Выйти Интересно Ну а радиослушателям Которые Так сказать Которые Скептически настроены Может быть К этому Можно Предложить Так сказать Провести Провести Эти работы Самим Предложить Подать заявку Конкурс Открытый Ну да Единственное Что разные Бывают Конкурсы Открытые Особенно Те Что публикуются На подобных Сайтах Мне кажется Неск странным Просто прием Сам по себе Если хочется Узнать Что происходит В социальных Сетях Или хочется Разобраться В этом По серьезному Не только В социальных Сетях Но и собственно Наверное В интернет В целом Во-первых Можно использовать Как барометр Уже существующие Механизмы Это и поиск Яндекса По блогам Это и Поиск В чистом виде Ну и в конце концов Создать Возможно Собственный отдел Просто странно Отдавать дело На аутсорс Как они потом Этим будут пользоваться Кто этим будет пользоваться Если это будет Какой-то механизм Я слышу Что они обязаны Отдать на аутсорс В том смысле Что во всем мире И в том числе Наконец-таки В нашей стране Государство Оно То есть Как бы Представители власти Они сами ничего не делают Они даже не имеют права В общем-то делать Они Их функция заключается в том Чтобы найти правильного подрядчика Найти профессиональную компанию Которая сможет Так сказать Реализовать Реализовать Так сказать Задачи Которые ставятся государством Ну военная промышленность В Допустим Штатах Она же вся коммерческая Всегда была То есть коммерческая компания То есть государство Заказывает коммерческие компании Сделайте нам пожалуйста Штурмовик Например И выбирают Из авиакомпании Ту компанию Которая сделает Самый там Хороший штурмовик Ну точно так же Не вижу никакой проблемы Почему на аутсорс Почему на аутсорс Не отдать такую систему Тем более что Тем более что Самой же власти В общем-то Было бы очень хорошо Да Если бы это делалось Не внутри Не внутри этой власти Потому что Ну К сожалению Может быть Даже к большому сожалению Да У нас Не все так хорошо Внутри нашей власти И Если это будет делать Внешняя сторона Какая-то Которой Все доверяют Ну почему бы и нет Вот другое дело Что задача слишком общая Мне кажется Вот как-то звучит Слишком общо Не очень понятно Задача Будем смотреть Когда будет развиваться Собственно дальше Посмотрим По тому Какие будут результаты Кто в итоге Тендер выиграет Возможно Это станет публичным Надеюсь Что станет публичным Далее по новостям Пишут интернетные штучки Ну собственно говоря Вслед за ними Или вместе с ними Писали очень многие О том Что Твиттер Оценили в миллиард долларов Новость не очень из Рунета Однако поскольку Рунет И многие из тех Кто нас слушает Все-таки В Твиттере находятся Также имеющие отношения К нашей программе Так вот Вкратце Твиттер Который до сих пор Никак не Фактически Не зарабатывает Если зарабатывают Какие-то Буквально копейки Тратит очень много Был оценен В миллиард долларов За счет покупки Пакетов В 10% Акций За 100 миллионов долларов Неким блоком Группы Имитационных фондов На твой взгляд Твиттер Стоит таких денег? Ну на мой взгляд В интернете Любой проект У которого Достаточно большая аудитория Стоит В общем-то Немалых денег Пора уже Привыкнуть к тому Что Интернет компания Может стоить И миллиард долларов И 10 миллиардов долларов И даже Google стоит 160 миллиардов долларов Несмотря на то Что Вроде как У нас тут кризис И так далее Давайте посмотрим На аудиторию Сайта Твиттер Сейчас Это 14-й сайт Если смотреть на Алексу Сейчас это 14-й сайт Во всем мире 12-я позиция В Штатах У этого сайта Аудитория Этого сайта Так сказать Растет Вроде бы Как Да И Значит Драматически Растет Да И если У этого сайта Будет больше денег Да То Скорее всего Аудитория Этого сайта Будет продолжать Расти Догонят Догонят Они там Фейсбук Или Не знаю Приблизятся ли К его доле Этого Конечно Никто не знает Но даже Если И не догонят То С учетом того Что Ну Фейсбук Оценивают Так сказать В десятки Миллиардов долларов Ну Почему бы Твиттеру Не стоить Один миллиард Долларов Ну Все-таки Доля То есть Вот Если Смотреть Фейсбук Да У Фейсбука 24% Доля Дневной аудитории По Алексе А у Твиттера 4% Ну В 5 раз Твиттер Менее популярен Чем Фейсбук При этом Капитализация Твиттера Получается В 15-20 раз Меньше Чем капитализация Фейсбук Значит Получается Что миллиард Долларов Это В общем-то И не так И дорого То есть Конечно Это не в том смысле Что это дешевле Чем нужно Потому что Фейсбук Хоть что-то Зарабатывает У Твиттера Сейчас как бы Совсем Плохо С бизнес-моделью Но Все равно Я абсолютно уверен Что Если у аудитории Есть интерес Если миллионы Десятки миллионов Пользователей Приходят на этот сайт Обмениваются сообщениями Друг с другом Очевидно совершенно Что Их внимание Стоит каких-то денег Можно То есть Вопрос Вопрос того Как из этого внимания Деньги извлечь Это вопрос техники Ну мне кажется Что да То есть Способов извлечения Денег Можно придумать Очень много И Так сказать Ну вот например Способ извлечения денег Через приложение Да Он был совершенно не очевиден В тот момент Когда фейсбук Только выходил Так сказать На рынок Вот шли обсуждения Как же это так Значит Социальная сеть Люди там сидят Общаются Ничего не ищут Вроде как И мол Не извлечь Из социальной сети денег Ходили такие скептики Да Сейчас вот выясняется Ну у меня нет статистики По фейсбуку Да Но я знаю Что Количество поисковых запросов На вконтакте Оно Уже Составляет всего Ну целых 50% Ну так примерно Да От запросов Яндекса Да То есть Оказывается И в социальных сетях Людям надо что-то искать И В социальных сетях Оказывается Люди вообще просто Платят деньги за что-то За приложение Там и так далее То есть Если у аудитории Есть интерес к продукту То Как-то на этом продукте Я уверен Можно заработать Будем надеяться Что эта оценка Не является ошибкой И последняя новость Которая в общем не требует комментариев А просто Констатирует факт На днях В эту субботу А именно вчера Для нас с тобой Рамберу исполнилось 13 лет А до этого За несколько дней По-моему за Дни 5-7 Также Продолжен свой день рождения Яндекс Ему исполнилось 12 лет Чем собственно говоря Эти два Монстра Рунета И поздравляем А на этом Можно заканчивать Спасибо тебе большое За то что Нашел время Пообщаться на Темы касающиеся Как твоего проекта Так и других Если еще добавить В окончании То прошу тебя Ну Большое спасибо Что позвали Надеюсь Не был слишком нудным Вот Хотя бы пару книжек Интересных посоветовал Напомню Это Principles of Corporate Finance Брилли Майерс Это тем кто Интересуется финансами А тем кто Интересуется вообще Этой жизнью Как она устроена Вот рекомендую Animal Farm Урала прочитать Вот Надеюсь Что Что-нибудь новое Вы для себя Вынесете Из этих книг Ну вообще Урала стоит почитать Не только это И 84 Там огромная кладезь Предметов для размышлений Еще раз спасибо тебе Счастливо Вы слушали Эксперт шоу Рунетология Сегодня у нас в гостях Был руководитель проекта Нигма Виктор Лавренко Редакция выпуска Роман Лихов Юрий Берингов София Домбровская Вел программу Максим Спиридонов Будьте здоровы Рунетология Программа Центра онлайн-образования Натология Послушайте еще один выпуск Центр онлайн-образования Натология Представляет Аналитическая программа Рунетология Интернет-проекты И онлайн-карьеры Их руководителей Откровенный разговор О бизнесе в сети Голосы Мнение ведущих Специалистов Рунета Рунетология Добрый день, друзья Сегодня 2 октября 2009 года Это 23 выпуск Эксперт-шоу Рунетология Программа для тех, Кому интересно И близка тема Веб-бизнеса И веб-разработки У микрофона Максим Спиридонов Одной из главных Забот каждого из нас Является Наше самочувствие Состояние здоровья Часто становится Определяющим Для всего в жизни Работы, отдыха Общение с окружающими Большинство из слушающих Этот выпуск Люди молодые И острота этой темы Нам пока Понятно скорее Только теоретически На основе случайных Наблюдений за тем Что, например Дедушка по материнской линии Ходит по врачам Каждые 2-3 дня Или пожилой коллега На работе хватается За сердце При малейших волнениях Как любая важная тема Тема здоровья Находит свое отражение В интернет О том, как это происходит И не только об этом Мы поговорим сегодня С врачом по специальности С создателем проектов Доктор Ру Мама Ру И Ева Ру Владимиром Волошиным Владимир, добрый день Привет, Максим Первым делом Позволь поздравить тебя С имевшим место Вчера днем рождения Да, спасибо Пожелание Будь здоров Когда она адресована доктору Звучит даже как-то Более практично Чем обычно Я думаю Будь здоров Лучше желать человеку У которого проблемы Со здоровьем У меня со здоровьем Все в порядке Ну, слава богу В Рунете Ты в каком-то смысле Получил статус Главного интернета Врача России А медицины в чистом виде Ты продолжаешь заниматься? Сейчас нет Ну, скажем так Клинической практикой Не занимаюсь А медицина Это же громадные отрасли Собственно То, что я делал в интернете И продолжаю делать Это тоже медицина Вообще По последней медицинской специальности Я медицинский менеджер То есть не врач Не тот, кто у постели больного сидит А тот, кто сидит В кабинете директора Ага И руководит процессами Те, кто сидит у постели больного Да Да Организует работу врачей Собственно говоря Сейчас пару слов В твоей профессиональной биографии И вернемся к разговору Да, давай Владимир Волошин родился в Хабаровске В 1996 году окончил Хабаровский мединститут по специальности педиатрия После получения высшего образования Год учился в интернатуре по педиатрии И два года в ординатуре по социальной гигиене И организации здравоохранения Веб-проектами начал заниматься в 1997 году Когда с группой единомышленников создал сайт о здоровье Который назывался «Все лечиться хочут» Через год проект перерос в ресурс «Доктор.ру» Первый в Рунете крупномедицинский портал Вскоре Владимир запустил проект «Мама.ру» Который в дальнейшем приобрел статус главного портала для мам Сайт награжден национальной Intel-интернет премией Как лучший сетевой ресурс в категории здоровья Кроме того, Владимир работал в интернет-изданиях «Газета.ру», «Вести.ру» и «Лента.ру» Где освещал и редактировал разделы, посвященные здоровью и медицине А в 2002 году Владимир Волошин начал работу над проектом «Ева.ру» Который в 2005 году был удостоен премии «Интернить» В номинации «Общественное признание» Живет и работает в Москве Как только что выяснили в начале своей профессиональной деятельности Ты руководил проектом «Все лечиться хочут» В дальнейшем ставшем доктором «РУ» Да, и мамой Было это, страшно сказать, 12 лет назад Расскажи, если несложно, побольше о концепции этого ресурса На тот момент Каков для тебя был идеальный медицинский портал То есть к чему двигались, что хотели построить Давно это было Поэтому, конечно, многие детали я сейчас упущу В двух словах, так как интернет был тогда еще небольшой И я, собственно, был еще не студентом, уже ординатором И ты был как менеджер, видимо, еще небольшой Как менеджер я вообще был младенец Собственно, и сейчас я не сильно высоко себя оцениваю как менеджера Ну, а тогда был совсем ребенком То было достаточно естественным посмотреть, какие существуют западные аналоги В американском интернете И попытаться сделать что-то по образу и подобию Изучив западные аналоги, я понял, что по образу и подобию Что-то сделать у нас невозможно Попросту ресурсов достаточных для этого нет Но, так как молодости свойственна гигантомания Первоначальное название проекту замышлялось очень такое амбициозное Русский виртуальный госпиталь На тот момент одним из крупнейших интернет-ресурсов медицинских Был виртуал-хоспитал университета Айовы Ну, соответственно, по аналогии я сделал русский виртуальный госпиталь Поэтому и домен-то был rvh.khv.ru Кхв это хабаровский домен второго уровня Соответственно, мне провайдер выделил По моему запросу субдомен rvh Russian Virtual Hospital А название «Все лечиться хочут» Оно такое абсолютно спонтанное Но оно имеет медицинские корни У Чехова есть в фильетоне «Свадьба» Такой момент Один из героев, такой телеграфист Который понтуется, показывает всем, какой он умный, образованный И реплика, если не ошибаюсь, невесты Они хочут свою образованность показать А у нас все лечиться хочут Поэтому Одним из крестных отцов этого проекта был Антон Павлович Чехов Серьезная заявка на успех То есть это было, кроме всего, еще такое ироничное начинание? Да нет, начинание было очень серьезное Хотя, конечно, мы постарались с коллегами собрать туда все, что относится к медицине Все, что смогли В том числе сделали отдельный раздел медицинского юмора Первые версии этого сайта, они до сих пор сохранились Есть же такой замечательный проект Вебархив Вебархив.org, кажется И там все это лежит Можно посмотреть Собирали мы туда все Информацию и для врачей, и для пациентов В результате вот Плавно все это за год Выросло Заняло ведущее место в российском интернете вообще И медицинский интернет российского до сих пор, по сути, отсутствует И очень быстро стало понятно Обратную связь же мы отслеживали Что интересы людей, они достаточно конкретны То есть оформились два основных интереса Это родительские интересы И интересы, люди задавали вопросы У кого что болит И что мне в этой ситуации делать Плюс интернет-колумнисты тогдашние В частности паровозов Это который Александр Гагин как-то у нас раскритиковал Свои заметки Сказал, что за там РВХ, КХВ Мозг сломаешь, запомнить невозможно Мы критику приняли Я попросил провайдера зарегистрировать домены Доктор.ру Куда мы отправили всех ипохондриков Задавать вопросы Что там у них болит И Мама.ру Где мы развернули помощь Будущим и состоявшимся уже родителям Сейчас звучит прямо-таки сказкой Захотелось домены взять Мамару и доктору То есть такие вот простые, короткие Слова русского языка И вот просто взяли Ну да, да Кто раньше стал, того и тапки Но доктор.ру мы, кстати С нормальной транслитерацией Через сей не успели взять Уже там заняли Взяли через кей Как помните, давно-давно был Такой антисоветский фильм Америка, если я не ошибаюсь Там через кей писали Где-то Советский Союз Америку оккупируют Вот мы тоже Доктор через кей А удалось какие-то еще тапки Прихватить в те времена доменные? Да нет Как-то вообще Не стояло такой вопрос Что нужно там Какие-то домены занять Ботка.ру Нет Мы этим не занимались Да и не занимаемся Ты сказал, что Вы смотрели на какие-то Западные аналоги Тогда были уже зрелые проекты Которые были сложны По организации Как можно понять Из того, что ты говоришь И которые были посещаемы, да? Да, естественно А какие, например? Из американских Или из отечественных? Ну вот из тех На которые вы смотрели? Мы смотрели Прежде всего на Виртуальный госпиталь Айовский Были еще, конечно Официальные разные ресурсы Есть в Америке Такая Аналог нашего Нашей санэпидемстанции Такой Все американские центры По контролю за заболеваниями И прочее Вот все эти сайты Мы смотрели Они в каком-то виде уже были А скажи Ты вообще каким образом Веб попал? Из медицины? Веб? В интернет? Да Я, как и все Такие активные студенты Интересовался компьютерами Что-то там Бегал Делал в нашем институте Внедрял Компьютерные сети Потом Вычитал Что ж тогда было Тогда издавались Компьютер Волт Компьютера Не помню Издавалась или нет Еще была такая Интересная газета Софт Блин, не помню Софт Чего-то там И там вдруг Начали писать Про интернет Который Я глаза не видел В провинции нашей Еще про что-то Вот я Понял, что нужно Интернетом заниматься Все это Как-то Где-то нашел Понял Откуда возникла мысль Что нужно заниматься Не просто на уровне пользователя А и стать создателем Вот это Обычно ведь людей Не приходит в голову Я думаю, что Как и всех У всех молодых людей Амбиции Они же зудят Надо что-то делать Чтобы Чтобы было круто И интересно И вот Я вдруг понял, что Интернет Это очень хорошая среда Новая среда В которой Можно вести С минимальными Первоначальными затратами Медицинскую пропаганду Медицинское просвещение Дело в том, что Организатором здравоохранения Я стал достаточно рано Педиатром Очень быстро понял Что скорее всего Не буду А вот Организационные моменты Меня всегда интересовали На тот момент Советский Союз Развалился И было интересно Изнутри системы Наблюдать, как разваливается Отечественная Советская Советская система Здравоохранения А поскольку Я уже начал Общаться И крутиться В кругах Именно управленческих Мне было интересно Наблюдать Как трансформируется Трансформируется В сторону Развала Система Профилактики И самое главное Медицинской пропаганды Которая очень мощная была В Советском Союзе Если помните Ведь не только Там плакаты В поликлиниках Висели И во всех Общественных учреждениях Что там руки надо мыть Но и Очень много делалось Именно для профилактики И для просвещения Чтобы люди знали В конце концов Что там нужно Презервативами пользоваться Чтобы венерическими болезнями Не болеть Ну и так далее И я понял Что вот она Собственно говоря В интернете же можно Бац Сделать сайт Там все разместить Плюс что-то И для врачей разместить И оно попрет То есть тогда Конечно мотивы Еще были Такие вот Достаточно стандартные Сделать что-то Интересное Такое глобальное То есть не было Это бизнес-проектом Это было желание Просто Собственные знания В области Основной профессии Проецировать На веб Да Максим Абсолютно верно Ты сказал Именно это и было То что это бизнес Осознание этого Уже позже пришло А скажем Ты занимался этим один Или была какая-то группа людей Один в поле не воин Есть очень хорошая Русская поговорка Я вообще поговорки люблю Безусловно Я организовал Собрал группу единомышленников Я очень быстро понял Что одному Это дело не поднять Ну во-первых У меня не было Специальных технических знаний Да Я посмотрел Там на каких-то выставках Еще нашел где-то Где посмотреть Что такое интернет Ну клево Компьютер Там кнопочки Можно наживать Самое первое Что я видел Это был конечно не веб Это был гуфер Ну и что А как дальше Не то что даже Как этим пользоваться Как тут что-то сделать Я же не знал Я нашел людей Технических специалистов Которые мне Стали объяснять Что вот веб есть Как вот что-то сайты делать HTML освоил И дальше все Потихоньку пошло Естественно Начал подбирать коллег Потому что Ну представьте Мой объем знаний Человека Который заканчивался Тут недавно закончил Он естественно Невелик У человека Который заканчивает вуз Объем знаний Он конечно Определенный Строго А я понимал Что мне Не хватает Ни знаний Ни эрудиции Соответственно Старших коллег Как-то Сорганизовал Кто-то из них Работает до сих пор С тобой Да Но не над Текущими проектами А над какими Да я бы не сказал Что это прям Интернет проекты Текущий проект Единственный Над которым я сейчас Работаю Это Evo.ru Но об этом поговорим Чуть позже Хорошо Скажи пожалуйста Каковы были первые Конкуренты доктора Он был первым Такого рода сайтом В Рунете Ты знаешь Да не было особо Конкурентов Были же какие-то В тот момент Уже домашние странички Но Назвать их конкурентами Вообще Конкурентной среды Как такой Тогда не существовало Ее очень долго Не существовало Когда она возникла Ты знаешь Вот вопрос Вопрос тебе А кого считать Конкурентами Другие Какие-то Популярные И посещаемые Сайты Популярные И посещаемые Медицинские ресурсы Я думаю Медицинских не было Просто не было Ну а попозже Они возникли же Да верно Ты знаешь Да возникли Но Как и многие Стартапы И такие вот знаешь Инвестиционные проекты Про существа В короткое время Развалились После того Как их перестали Подпитывать деньгами Все-таки Дело делается Энтузиастами Любопытно почему Любопытно почему Очень простой ответ Очень простой ответ Энтузиаст Это тот Кто заинтересован В деле Конечным полезным Результатом Для энтузиаста Является Процветание Того дела Которое он делает Ну конечно Конечный полезный результат Это внутренняя удовлетворенность От того Что он делает Но Это удовлетворение Эту удовлетворенность Он испытывает Делая Очень хорошо Своё дело Видя как оно Полезно Интересно Востребовано А если мы Ведём речь о проекте Который создан По бизнес плану То безусловно Что является Конечным полезным результатом В любом бизнес плане Это уже Максим Тебе вопрос Да естественно Отбить 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 Но при этом Ведь никто не исключает Энтузиазма Никто не исключает Какой-то искренней Вложенности Эмоциональной привязанности Менеджеров К этому проекту Менеджеров И других участников команды Да безусловно Но есть такое понятие Как приоритет И вот То что я называю Конечным полезным результатом Я некоторые вещи говорю В терминах Скажем так Таких управленческих Поэтому да Буду стараться Говорить по-русски Есть приоритеты Есть приоритет Извините Я прервал Да Есть приоритеты Все Слушай Есть же наука Кибернетика Собственно говоря Всеобщую управленческую науку Даже не Винер же там Изобрел Винер кибернетику У нас изобрел А до него был Великий Российский Ученый Революционер Товарищ Малиновский Богданов Малиновский Основатель Института Переливания крови Пламенный революционер И прочее Прочее Собственно говоря Он разработал науку Тектологию Вот Всеобщую Организационную науку И Уже там От нее Кибернетика Что за наука Кстати Вот я впервые слышал название К своему стыду Правленческая наука Организационная Он разработал Организационную теорию Собственно говоря Кибернетика В чистом виде Просто Сейчас просто Немножко в других терминах Сейчас просто По-моему Вот Привычно Базируется на каких-то Американских Ну или так Про-западных учебниках Говоря об управлении Даже называют его чаще всего Не управлением А менеджментом Ну и собственно Это уже привычное Почти русское слово В то время как ты говоришь О том что якобы Некие ученые в России Разрабатывали теорию управления Не некие ученые Вот Мы же в интернете сидим Александр Александрович Богданов-Малиновский Давай это еще раз повторим Для тех Кто там Кого-то заинтересует Это Да-да Александр Александрович Богданов-Малиновский И название науки Тектология Тектология Я сам обязательно посмотрю Кстати Хорошо Скажи пожалуйста Кстати вот Камыс пришла в голову Совсем спонтанно И не к месту беседе То есть Занимаясь медицинским управлением Ты выполняешь функцию Ту которая показана В небезвестном сериале Доктор Хаус И которую решает Там доктор Кадди Или ты не смотрел Этот сериал Как же не смотрел Я им какое-то время Даже бредил Отличный сериал Был Но сейчас естественно Скатился Классическую Тягомотину Смотреть невозможно Но первые сезоны Были очень клевые Ну да Кадди Собственно да Учили нас На главврача Учили вас на Кадди Хорошо Скажи пожалуйста В конце 90-х Начали сотрудничество С Рамблером Это возвращаясь снова К проектам Доктор Ру и Мама Ру Ну да Что это было для тебя Это возможность Получить большую аудиторию Какие вообще планы были Я бы сказал В начале 2000-х Не в конце 90-х Да Естественно Это была возможность Сделать все Качественно И количественно Вырасти И вывести проект На новый уровень Ну что-то удалось Что-то нет Я бы сказал так Многое не удалось Ну что поделаешь И в итоге В апреле Прошлого года Ты обратился К руководству Рамблер С просьбой Отдать эти домены Да И в итоге Нет Ты знаешь Не в апреле Прошлого года Это было Так Прошлый год 2008 Год под знаком Кризиса Всемирного Это был Пожалуй Конец 2007 года Ну собственно Весь 2007 год Шли процессы Когда Рамблер Продали Профмедиа Там началось Естественно Новая метла По новому мести Очередная Новая метла По новому мести Потому что Проект Это Сделку я заключал В 2000 году Совсем не с теми людьми Которые уже Потом В разное время Менялись Кто Рамблером Владел И вот Все там Совсем пошло Наперекосяк По ряду причин Нам не удалось Ни о чем договориться Точнее Новая рука С Рамблером Вообще Ни о чем Разговаривать Не хотела И в результате Домена себе Присвоила Спустя короткое время Стало известно Что Домена себе Присвоила Некая особа Известная Всем Вот Так что Вот такой вот цирк Когда Идет Вот Бардак То естественно Есть люди Которые Имеют возможность На ситуацию влиять Что-то себе там Присвоить А нет И присвоили Забавно конечно Ну вот это произошло Но при этом у тебя Осталось Осталось другое твое детище Ева.ру Да? Да И именно оно Сейчас занимает Твое время полностью Да Это так А скажи пожалуйста Вообще откуда возникла Идея создать женский журнал Это ведь несколько Ну может быть Имеет некую связь Но отстоит От Ниши Медицинских ресурсов Ну или ресурсов О материнстве Которым является Мама.ру Да нет Максим Я же не революционер Я скорее Вот поклонник Теории эволюции Ну понятно Почему я стал заниматься Именно Медицинскими проектами В интернете По образованию Я врач Тем более Управленец Медицинский Да Очень быстро Стало понятно Что Большую очень нишу Занимают именно Родительские интересы Не проекты А интересы Мы же все-таки Пляшем от потребностей Аудитории Ну соответственно Стали это направление Развивать И работая над Мамой.ру Стало понятно Что все-таки Мама.ру Это достаточно Нишевой ресурс Ну к тому-то Времени я уже Нишатка-нивалка Стал становиться Немножко бизнесменом Начал уже задумываться О делах Более бизнесовых И понял Что нужно Плавно Использовать Те наработки Которые есть Ту аудиторию Которая есть Делать общеженский ресурс Потому что все-таки Естественно Больше денег Можно заработать На проекте Женском А не на проекте Материнском Вот поэтому Плавно Я Начал Заниматься Евой Делать такой Общеженский проект Все равно Так получилось Что ядро аудитории Евы Это аудитория Женщины Которые имеют Ребенка Материнская аудитория Ну Да собственно Женщина Когда становится Уже такой Покупательски Хорошо способная Она к этому Времени Обзаводится Детьми Так что Ничего странного Там нет И вот В итоге Начал заниматься Чисто женским проектом Безусловно Но это Произошло постепенно Не одномоментно Бац Я вдруг Такой умный Сообразил Что сейчас Будем делать Женский проект Женский интернет Нет Нет Это произошло Плавно Естественным путем И в итоге Сейчас А в итоге Сначала Вас Наполовину Приобрели Если не ошибаюсь Издательский дом Собака.ру Нет У нас Не приобрел Издательский дом Собака.ру У нас Были переговоры Мы готовились К сделке Сам понимаешь Сделка Это процесс Не одномоментный Длится может И год И Поработав над сделкой В течение Нескольких месяцев Мы в итоге Разошлись В разные стороны Пришли к решению Сделку Не делать Так что То есть в итоге Сейчас Ева.ру Находится все еще В твоей полной собственности Да Конечно И Все так же Как и В то время Когда я вел переговоры С создательским домом Собака Я ищу Партнеров С которыми Можно вывести Ева.ру На более На новый Более интересный уровень А если Не договорились О чем Не договорились О деньгах О управлении И о деньгах И об управлении Не договорились Тут никаких секретов нет Странно Ведь В прессе Причем включая Коммерсанты Не ошибаюсь Было явно сказано Что вы договорились Ну слушай Мало ли что было сказано В прессе Я им не этот Как его Я за них не ответчик Ну Логично Хорошо Если возвратиться К медицинскому Интернету Помимо Доктора Ру Все-таки Есть какие-то Конкуренты Есть какие-то Социальные проекты Сегодня Ты Как на них смотришь Если смотришь вообще Как ты оцениваешь Качество медицинского Интернета В Рунете сейчас Ты знаешь Какое-то время Назад И скажу Пожалуй Далекое время Назад Не год Или два Назад Я понял Что медицинского Интернета Как такового В русскоязычном Сегменте Нет И не будет В обозримом Будущем Обозримом Будущем Я называю Десять лет Двадцать лет Это уже Пожалуй Это же удивительно Здоровье Это Неважнейшая вещь Которая волнует Людей В русскоязычном Сегменте Нет Это не так А в Инакоязычных Сегментах В англоязычном В англоязычном Сегменте Это да Все очень просто Вот Усупший Недавно Майкл Джексон Публично Заявлял Будучи еще живым Что он хочет Дожить До 120 Лет До 120 лет Это очень Показательно Люди В западных Странах Хотят Жить Долго Естественно Хотеть жить Долго Это не означает Что Человек хочет Жить долго Будучи немощным Он конечно же Хочет жить Долго Будучи здоровым Дееспособным Именно И Западная Реальность Позволяет Человеку Жить Долго И Дееспособно Более того Это громадная Отрасль Экономики Мне было Очень интересно Я вот еще Когда был Ординатором И занимался Вопросами Организации Здравоохранения Смотреть Такие Обобщенные Данные По Оборотам Отраслей Тех или иных Интересно было Видеть Что в США В конце 90-х годов На первом месте По деньгам Которые Вращались Это Различные Государственные Были организации В том числе Военные расходы Американские На втором месте Здравоохранение Лишь на третьем месте Айти Отрасль Ты можешь себе представить Айти Отрасль Со всеми ее Айбиемами Майкрософтами И прочими Не пойми чем Была Всего лишь На третьем месте После здравоохранения По По баблу Который В этой системе Вращается То есть Это громадный бизнес В западных странах И Там Если Сегодня В университете Разработали Какой-нибудь Новый метод Лечения Чего-либо Да То завтра Он уже все В местной поликлинике В местной аптеке То есть У них там От идеи до модели Путь короткий От идеи до массового производства У нас не так Приди в нашу Обычную Российскую поликлинику Ты там столкнешься С технологиями Которые Ну Которые Пожалуй Технологии Пятидесятых Годов Прошлого века А кратко С этого пути Обусловлено Именно тем Что это налаженный бизнес То есть Для них рентабельно Продвигать путь Путь быстро В темпе Абсолютно верно Да То есть Или даже так Мы жить не хотим И не можем В большинстве своем Поскольку Ну Как известно Пенсионеры Люди вышедшие За пределы там Шестьдесят Семьдесят лет Они как правило Не самые обеспеченные люди По крайней мере В массе своей Нет слушай Ну если задать человеку вопрос Хочет ли он жить долго Хочет ли он жить счастливо Ответ будет предсказуем Правильно? Ответ осознанный Возможно А неосознанный Бог-то его знает Это даже ответ малоосознанный У человека Есть два самых сильных инстинкта Которые у него Собственно В генах зашиты Это инстинкт самосохранения А второе Это инстинкт продолжения рода Именно поэтому Любой журнал открой Массовый Там будут основные заголовки Как себя Любимого Убложить И В какой очередной Сто пятьдесят шестой позе Заняться сексом Так что Инстинкт самосохранения Инстинкт продолжения рода Все хотят жить долго Все хотят жить счастливо Но В повседневной своей жизни Как-то так вот получается О причинах Сейчас говорить не будем Мы тогда еще два часа Проговорим Я сяду Седлой Свою любимую огонька Как-то так получается Что наши люди В текущей своей жизни Об этом не задумываются Можно выделить Конечно Такой небольшой сегмент Русскоязычных людей Которые задумываются Скажем так Это люди Которые живут По западным стандартам Но таких людей В русскоязычном сегменте Немного Очень немного А вот На западе Это такая Это практически религия Здоровый образ жизни Именно По-настоящему У нас это тоже Отчасти религия Включи утром Телевизор Первый канал И посмотри передачу Которую ведет Малахов Здоровый образ жизни Сидит куча Теток Записывают рецепты Как там Измельченным хреном Что-нибудь потереть И будет все хорошо Или как мачу Правильно пить Но у них там все-таки Доверяют научной медицине Именно поэтому Развита Громадная отрасль Здравоохранения Любопытная тема Вообще Почему у нас С этим делом Настолько Непросто И почему люди Как мне кажется Все-таки Хотят жить Недостаточно Ну или так скажем Не хотят жить Или хотят жить Не так сильно Как их Сверстники На западе После какого-то возраста Нет Слушай Ну Заботы другие Максим Вот и все У людей другие Заботы Заботы скажем Больше видимо Вот такие Сиюминутные Ну я уж совсем Буду глобально Обобщать А там Вот да Западе жизнь Скучна Размеренно Чем заниматься Только вот Думать о том Как там Получше Подольше прожить Прямо всего прочего Ну хорошо Статистика здравоохранения Это подтверждает У нас Возвращаясь К нашим баранам Вернее как К нашим проектам И теме медицины Именно в интернет Вот что Хочу просить Семь лет назад Ты выступал в Москве С докладом Это продолжаем Тему медицины В интернет Которым предлагалось Существенно улучшить Качество медицинских услуг С помощью тематических Сообществ Где пользователи Обменились бы информацией Стал ли на тот момент Доктору таким сообществом Или вообще Появилось ли что-то подобное И считаешь Да нет Я понял Вопрос Доктору таким сообществом Не стал Но вот что-то такое Скажем так Потребительское сообщество Я начал выстраивать На базе Мамыру Понимаешь Я очень рано Вот пожалуй В то время Когда делал этот доклад Еще там Что-то Думал О медицине А вот Когда уже начал заниматься Евыру Я стал смотреть шире Понял что Именно Потребительские сообщества Они Представляют Большую ценность Естественно Сфера медицины Она такая же Потребительская сфера Как и любые другие Правильно Поэтому да Задачу поставил Несколько шире И начал этим заниматься Собственно говоря Сейчас мы это и видим В интернете Сообществ много Много сообществ Потребительских Да даже И в тех сообществах Которые не являются Чисто потребительскими В них Очень Много Чисто потребительских Вопросов Отслеживается Изучается Организуется И вот Тема начинает рулить Ну Одно дело Когда тебе Производитель Или продавец Рассказывает О потребительских Свойствах Своего товара Включаешь телевизор Там Не знаю Проктор Ангембл Говорит Что вот Их стиральный порошок Ариэль Самый лучший На свете А другое дело Когда тебе В твоем комьюнити Говорят Ты знаешь А вот не Ариэль Лучше А какой-нибудь Лотос Производство Хабаровского Завода Синтетических Мойщих средств Был такой Когда-то И ты Идешь В супермаркет Покупаешь Лотос Конечно Это касается Больше не простых Продуктов А именно Сложных Например Бог с ним Со стиральным Порошком Ну купил Не лотос Ариэль Какая разница Все равно Одежда постирается А вот пришло Время рожать Собственно говоря По статистике У нас Большинство женщин Рожают один раз То тебе нужно Рожать В статистике У половины Населения земли Рано или поздно Приходит время рожать Ну да Кстати Не у половины Извини Привал тебя Ну допустим И что С женщинами Допустим Вот Женщина Ей нужно родить Единственного ребенка Она Естественно Хочет Сделать это Самым лучшим образом Ну выносить беременность Конечно Процесс зачатия Онкоправил Не столь осознан Выносить беременность И родить Перед ней возникает Множество вопросов Где обслуживаться Где наблюдаться Где рожать Тут Одна реклама Она знаешь ли Простой ответ На этот вопрос Не даст И вот именно Сообщество Помогает Решить эту проблему Очень сложную То есть вот Чем сложнее Потребительская проблема Тем легче ее решать И эффективнее С помощью сообщества Потребительского Доктору таким сообществом Не стал А Мамару Двинулась в этом направлении В большей степени Я понимаю Да Мамару в большей степени Двинулась конечно же Но на Мамару Не было каких-то Специальных инструментов Мы не применяли По созданию сообщества Только были форумы И в форумах Это все как-то Самозародилось Как жизнь Самозарождается в луже Если солнышко на нее греет А на Еве Мы уже стали внедрять Какие-то специальные Какой-то специальный Инструментарий Управления сообществом Организации сообщества И управления сообществом И нам Достаточно Много чего удалось В этом направлении Добиться Скажи Вот ты говоришь Что 10 лет Еще достаточно грустная Перспектива Медицинского рунета Почему грустная Максим Быть достаточно таким Сиротливым Ну потому что сейчас Действительно Очень мало есть В этом направлении Извини Я с тобой не соглашусь В той части Что это грустная перспектива Это не грустная перспектива Это данность Вот за окном Сейчас тут тучи И дождь идет Это грустно Ну для кого-то Да это грустно А для кого-то Это просто данность Ну идет дождь Ты же на это никак Повлиять не можешь Ну вот Такая погода Мы еще климатом Не управляем Ни локально Ни глобально Так и здесь Данность Просто Это же некая Это некая проекция Того что Мы глобально Ну мы я имею ввиду Русскоговорящие люди Живущие как в России Так и в других странах Мы о здоровье своем Не очень-то думаем А значит Отсюда вывод еще более глобальный Значит будем Не так как бы Качественно Если говорить грустными терминами И не так долго жить Слушай Поздравляю тебя С 60-летием Китайской народной республики Кстати Вчера отмечалось Очень широкомасштабное В интернете На китайских сайтах Смотрел Трансляции Вот смотришь Видишь Какое крутое государство Например А у нас не такое крутое Так и тут Вот они там На западе Пекутся о здоровье И системы здравоохранения У них такие Хорошие Продвинутые А мы другие А мы другие Ну хорошо Неплохо И нехорошо Это так А каким будет развитие Медицинского интернета Или Медицинского рунета И медицинского интернета Как ты думаешь Вот Каким путем пойдет Запад Который больше печется О здоровье Как выяснилось И каким путем пойдем мы Ну Запад идет двумя путями Есть ведь медицинский интернет Для специалистов И для неспециалистов То есть для потребителей Медицинских услуг Медицинский интернет Для специалистов Развивается Как и любой специализированный интернет Там Организуются Различные Профессиональные сообщества Источники Профессиональной информации Тут какой угодно Возьми интернет Медицинский Я не знаю Физический Математический Он весь примерно Одинаково устроен Какие-то базы данных Профессиональные Которым доступ организован И прочее Научные публикации Какие-то базы Которые необходимы Для бизнесменов Регистр лекарственных препаратов В этом смысле У нас что-то немножко делается Например Регистр лекарственных средств Это коммерческая такая организация Есть там их сайт Большой фармацевтический справочник И есть большой интернет Медицинский Потребительский В котором А. Потребителям рассказывают о том Чего есть нового и интересного Б. Потребителей обучают Обучают разным вещам В первую очередь Конечно профилактике А во вторую очередь Что когда какая-то у тебя проблема делать Да Какой образ жизни вести Какие продукты употреблять Как лечиться Как жить В общем Ну и дальше там всякие новости И прочее У нас Ну что у нас будет развиваться На государственные деньги У нас будет развиваться Наверное И давно развивается Правда выглядит очень жутко Есть сайт Научной Центральной научной Медицинской библиотеки Ну зайди посмотри Сравни ее с Аналогичными американскими сайтами Это не просто Небо и земля Или там муравей и слон Это Это вообще Разные галактики Вот А Отечественный Такой потребительский Медицинский интернет Он будет Прирастать Пожалуй Всего лишь одной вещью Сайтами Клиник И Медицинских Коммерческих Организаций Он Собственно Сейчас этим Прирастает И будет Прирастать То есть Перспектива Каких-то Таких Больших Сайтов По картинке Мне казалось Было бы Логично Представить Какой-то Один Или Несколько Если кто-то Выбит бюджет Ну Уже Выбили Были там Новости На веб-планете По созданию Какого-нибудь Национального Медицинского Портала Его конечно В каком-то Виде Построят Построили же Школьный Портал Все мы Наслаждались Какое-то Время Назад Как он Замечательно Порнозапросы Выполняет Ну Тут Конечно Будет Не настолько Все В унитаз Спущено В каком-то Виде Будет Интересно Существовать Но По сути Он Ни для чего Не нужен Не то Что не нужен Потребности В нем Нет Ну Ладно Скажи А современные Медицинские Сайты Способны Зарабатывать Чем-то Помимо рекламы То есть Есть же По идее Конечно Способны Продавать Товар Внимание Аудитории Которая Заинтересована Проблемой Собственного Здоровья Им Можно продавать Товары Фармацевтику Услуги Тех или иных Клиник Потому что Сейчас имеет место Быть на доктору В частности Понимаешь Что ты уже На это не влияешь Но тем не менее Не скажешь Что там Какая-то особая Активность ведется То есть Все достаточно скромненько Там контекстная реклама Висит кажется И чуть ли не все А вот твои Тое мнение Отчет бизнес Перспектив Медицинской ниши Ну они очень простые Вообще Есть такая Точка зрения Что Медицина Давно уже Плотно Срослась С фармацевтикой С фармацевтическим Бизнесом И является Ее придатком Вот У нас Этот тренд Он будет Все ярче Четче И Определеннее Развиваться Ну то есть Бизнес-модель Всех медицинских сайтов В перспективе Это Та самая Впаривать Лекарственные препараты Или Биодобавки То что Кстати сейчас Видимо развито Вовсю В том же западе На том же западе Поскольку Даже у нас В Рунете Известно Что фармацевтика Это одна из самых Таких Ходовых Отраслей В смысле Заработка в сети И это Активно используют Различные Манимейкеры Фармацевтика Она ведь Нацелена На массовый Потребительский рынок В отличие от рынка Например Медицинского оборудования Ну грубо говоря Ты непосредственно Вот конкретный Максим Спиридонов Ты УЗИ аппарат Не покупаешь Он тебе не нужен Правильно И УЗИ аппаратов В мире Ну так Условно говоря Продается В мире В год 10 тысяч штук На сумму Несколько миллионов долларов Одной только Виагры продается Одной только Виагры На миллиард долларов В год Ну вот и считать дальше То есть оборот Фармаиндустрии Он просто Гигантский Потребители Конечные Мы простые граждане Поэтому безусловно Ничего другого Существовать не может Кроме как Продажи Лекарственных препаратов Через интернет В том или ином виде Напрямую Или завуалировано Несколько другую тему На секундочку Выскочим Ты довольно много Занимался Ружналистикой В чистом виде Редактировал раздел Здоровье Чуть-чуть Я не скажу Что это много Совсем немного Ну вот смотри Лентару Газетару Вестеру Это только У меня только Три есть названия Ты его списка Ружналистов Да это же все Одним за другим Проекты Антона Носика В которых я Принимал участие Газетару Которая потом Трансформировалась Вестеру Потом померла И поначалу Лентару Которая стартанула Когда Вестеру Начали уже Загибаться Это вот Там вот Шоу Не продолжаешь В этом направлении Никак? Не продолжаю Никак Писатель из меня Аховый То есть Из тебя Хороший редактор Если ты занимаешься Сейчас Исключительно Евой.ру Я же на Еве Все-таки Нисколько редактированным Занимаюсь Сколько Менеджментом Вот Поэтому Ева.ру Сейчас тебе приносит Достаточно денег Чтобы тебя окупать И приносить прибыль Ты знаешь Замечу Из меня и врач Был бы неплохой И был неплохой Вот Я же с коллегами Связи поддерживаю И коллеги Некоторые Как-то так случилось Были какие-то пациенты Там Архивные истории болезни Смотрели Мои записи находили Говорят Владимир Очень грамотно Все хорошо писал Зря ушел из медицины Я говорю Ну Что ж так сложилось Да Ев.ру Это основной доход сейчас И повторю вопрос Он рентабельный Как бизнес? Да Конечно Он Да Вполне рентабельный Он очень рентабельный Как бизнес А есть какие-то планы По продолжению Это возможно Там наращивание Пула Женских проектов К созданию Или походке чего-то Ты знаешь Я сейчас Не вижу целесообразности Именно пул Женских проектов Наращивать Потому что Так как вот эта вот Веб-среда Уже стала достаточно Развитой Медийной средой То Дальше все будет Как и везде Так же как происходило В среде Печатных изданий Так же как на телеканалах На радио Будут рулить Несколько известных брендов Ну Остальные бренды Будут по каким-то нишам сидеть Нет смысла делать Много проектов Нужно вот Ев.ру Одну развить Хорошо И Это все делается И будет все замечательно Сейчас мы заняты поиском Крупного Медийного партнера Который нам поможет Эту Стратегию осуществить А как думаешь Вы Каковы вы В конкурентном ряду То есть Кто ваши главные конкуренты Какое место поставил бы Так Если пытаться Объективно оценить Свой проект Какое место поставил бы В ряду Женских ресурсов В Ронет По тем инновациям Которые мы на Ев.ру Внедряем Мы Номер один То что мы делаем Делает никто А например Система управления сообществом У нас Самое консолидированное И самое большое Сообщество У нас Большое регистрации На сайте У нас Если мы Ведем например Рекламу Имена За действованием Механизмов Которые для сообщества Специфичны Ну то что называют По большому счету Вирусным маркетингом Или еще как-то То самую большую Эффективность фиксирует Вот Самый свежий пример Самый свежий пример К нам обратился Один из партнеров И попросил Сделать Определенную Вирусную рекламу Чтобы прорекламировать Акцию Которую Он осуществляет Для запуска Нового интернет-магазина То есть Они хотели Вот Людей в Москве Собрать И там Провести им Какую-то там Презентацию Праздник им устроить Хорошо Мы эту акцию провели Люди нам радостно Звонят Говорят вот тут Через два дня звонят Говорят уже 600 регистраций У нас тут на сайте Все здорово 600 человек придет И я Со спокойной душой Как раз В отпуск уехал Тут Пару-тройку Недель назад было Звонят потом Еще через два дня И горестно сообщают Что у них все провалилось К ним в итоге На эту акцию За четыре дня Там 3000 человек Зарегистрировалось Они не могут ее провести Чисто физически Потому что Московские власти Им запретили ее проводить Оказывается у нас Если больше тысячи человек Или что ты там собираешь Это уже там какой-то митинг Какие-то разрешения Специальные нужны И им этих разрешений не дали Вот это эффективность А сколько сейчас Пользователей Зарегистрировано На сайте Евару Больше 200 тысяч Из них активных Активных Я думаю Больше половины Вот как Скажем так Если мы говорим О месячной активности Дело в том Что Активность Она же всегда За какой-то период времени Если за год Я думаю Активные И Может быть даже 80% Зарегистрированных Пользователей В течение года Потому что У людей Появляются интересы Исчезают Они приходят Что-то поделают Уходят Кто-то каждый день Сидит на Еве И не слазит Кто-то раз в неделю Заходит Кто-то лишь Периодически Там ждет Когда какой-нибудь Фотоконкурс Который ему Интересный Запустится И заходит То есть Прежде всего Это обсуждение Каких-то Типично женских тем Нет Это не только Обсуждение Это не только Обсуждение Евро Это не только Обсуждение Это жизнь Сообщества Во всех ее Проявлениях Основные Вещи Чем женщины Занимаются На Еве Кроме бесед Это Фотоконкурсы И работа С фотографиями Это Организация Совместных Действий В частности Совместных Закупок Условно говоря У тебя ребенок Ты идешь в магазин Покупаешь пачку Памперсов Она стоит Словно говоря Тысячу рублей А если Сто женщин Соберется И купит На оптовой базе Вагон Памперсов Ей пачка Памперсов Обойдется В 200 рублей Громадная экономия Вот этим Женщины на Еве И занимаются Помимо всего прочего Это Очень Мощный Развитый Тренд Какую роль Играет Контентная Составляющая Журнальная Составляющая Там Вликуются Постоянные Статьи Она Больше Для Рекламодателей Потому что Во-первых Рекламодатели Покупают Рекламные Статьи Им Это Интересно Во-вторых Существует Определенный Стереотип Что Должна быть Контентная Часть В ней Надо Размещать Баннеры Именно Поэтому Мы ее И тоже Делаем Такая Чисто Редакционная Работа Тоже Ведется Но Баннеры Вы тоже Размещаете В сообществе Чтобы И тому Другую Продать Я Кстати Заходил Однажды На ваш Сайт Делились Технические Работы И Меня Очень Умилила Надпись Ева Ру Ведутся Технические Работы Удели Внимание Мужу Ну да Такая Несколько Юмористическая Заставка Насчет Технических Работ Они Последнюю Неделю Очень Часто Ведутся Мы С сентября Наконец-то Запустились Последний Год Разрабатывали Новый Движок Но К сожалению Как и все Новое Оно Еще Не очень Стабильное Но Я думаю Скоро В течение Несколько Недель Окончательно Стабилизируем И вот Ты как раз Заметил Эту Заставку А заставка Личний раз Показывает Что такое Сообщество Мы же не Мы сами Эту заставку Рисовали И придумывали Мы провели Фотоконкурс Который Предложили Еварушницам Вот Присылайте Свои варианты Таких заставок Они прислали Проголосовали И из победивших Работ Мы выбрали Заставочку И повесили И таких Примеров На Еве Много Сообщество Само Занимается Управлением Развития Проекта Само Выдвигает Из своих рядов Активистов Которые Занимаются Этим И активно Помогают Нам Поэтому Ева Такая Секта На Веб-Планете На эту тему Несколько Статей Я писал О том Что такое Секта То есть Получается Вы Один из Немногих Проектов Где Сила Сообщества И консолидированность Сообщества Велика Что Как это Говорится На Хабра-Хабре Саморегулирующееся Во многом Да Конечно Безусловно Оно во многом Саморегулирующееся И Что позволяет Действительно Добиваться В тех делах Которые Требуют Именно Коллективного Участия Достаточно Интересных Результатов Вот Один из Примеров Не очень Давних С помощью Наших Активисток Удалось Добиться Ну не только С помощью Еварушниц Отмены Пошлин На детские Автокресла Ты возможно Не знаешь Но когда Автокресла Детские Законодательно Обязали всех Автомобилистов Ставить То вот Многие столкнулись С той проблемой Что они Не дешево Стоят А дело в том Что они в России Не производятся А таможенники Таможенники Их облагали Пошлиными Как мебель Ну по достаточно Высокой Ставке А на Еве Была группа Инициативных Женщин Которых вообще Проблема детской Безопасности В частности Проблема детской Безопасности В автомобилях Очень волновала И мы объединились С другими Активистами Автомобильными Там есть всякие Ну не всякие Есть такая организация Свобода выбора У них сайт 19 мая 19 мая Точка ру Которые занимаются Какими-то Не какими-то Проблемами Автомобилистов И вот они там По своим каналам Задействовали Всяких депутатов Госдумы Прочее В итоге Постановление Правительства Вышло Которое пошлино На детские автокресла Отменило вообще Я думаю Что это позволило В итоге Детским креслом Автокреслом Подешеветь И вот Как раз таки С автокреслами Типичный пример Того Как сообщество Занимается Действительно Вещами Общественно Значимыми Просто В сообществе В сообществе Активистами Становятся люди Неравнодушные Действительно Энтузиасты Каких-то своих дел Дел у женщин Масса От выращивания детей И вышивания крестиком Вот в том числе До помощи ближним Громадный раздел У нас Поможем вместе Женщины помогают Там Детским домам Больным детям Больным взрослым Еще кому-то В общем Страждущим И вот Слушай Для понимания всей истории Извините Для понимания всей истории Которая связана С этими Массой женских дел Наверное Нужно очень глубоко Понимать И саму женскую психологию Это Кто у вас главный За это Ты Или есть какие-то Специально выделенные Барышни Знаешь Есть Отчасти я Во многом я Есть хороший анекдот Медицинский Про то Что такое Хороший врач Студент Студенты И профессор Профессор объясняет Вот Ребята Хороший врач Он Должен быть Небрезглив Смотрите Обмакивает палец В банку с мочой И облизывает Отдает студентам Банку мочи И говорит Повторяйте Ну все морщатся Макают Облизывают После того как Все облизнули Профессор говорит Но Немаловажно Что хороший врач Должен быть Наблюдательным Обмакнул то я Безымянный палец А облизал Указательный Так вот и здесь Хороший врач Он должен быть Небрезгливым И наблюдательным И чтобы хорошо знать Женскую психологию Как и любую другую психологию Не нужно обладать Какими-то специальными знаниями Нужно просто быть Наблюдательным Это все Любопытно Тем более Наверное Учитывая то Что опыт у тебя велик И он идет из медицинской области Очень любопытно Кстати знаешь что Ты сам конечно Понимаешь прекрасно Как прошла эволюция У тебя проектов То есть через Проект Чистый медицинский Доктор Ру К проекту Медицинско-материнскому Таким образом Читаем Медицинско-женскому Мама Ру И таким образом К проекту Чистого-женскому Евру Да все верно Очень органично получилось Хорошо Как получилось Так получилось Скажи пожалуйста Хотел бы задать вопрос Как человек Который много работал С сайтами Ретерированными На женскую аудиторию В чем же Главное Отличие на твой взгляд Женской аудитории Рунета От мужской Какими главными Принципами Надо руководствоваться Когда работаешь Прекрасной частью Пользователя сети Сколько тебе Отличий нужно назвать Просто я могу Очень много назвать Назови Три-пять Главных Таких вот Самых ведущих Так давай Становимся на трех Первое Женщины Лучше работают С информацией Лучше внимательные То есть Лучше во всех смыслах Второе Женщины Более Целеориентированы То есть Более ориентированы На конечный Полезный результат Они конкретно знают Что им в интернете нужно И очень четко знают То есть Такого Бессмысленного Серфинга В их случае Значительно меньше Чем в случае С мужском Слушай Ну Давай Если говорить строго То я естественно Обобщаю Обобщаю тенденции За которыми Конечно Достаточно давно Наблюдаю Естественно Среди женщин Есть и те Кто ездит На мотоциклах Без шлема Да И кто там В общем Занимается чисто Мужскими делами Да Но мы говорим О четких трендах Женщины лучше И четко знать Что им нужно Женщины лучше Работают с информацией И женщины Они Проявляют В общественных делах Именно в общественных делах Больше энтузиазм Чем мужчины Это В основе Всего этого Лежит Женская биология Факт Научный Что женщины От мужчин Отличаются Не только Анатомически И физиологически Но и психологически Грубо говоря Мужчины-охотники А женщины-собирательницы Вот отсюда Все вот эти Свойства Женские И идут Ну да Естественно Из-за этого Женщины более Паткино-блестящие Ювелирными украшениями Больше интересуются Женщины Чем мужчины А те мужчины Я не знаю С блестящим Не понял Ну они же собирательницы Блин Ходишь Высмотришь Где там Созревшая Красная ягодка Блестит То есть в итоге Женщины Как вороны Ведутся на блестящее Потому что У них мозг так заточен Искать блестящее А у нас По-другому Вопрос может быть Несколько сторон Опять-таки А вот твои глубокие знания В женской психологии Обобщенного свойства Они тебе помогают Или мешают Семейной жизни Если ты конечно женат Я вот до конца не в курсе Я женат У меня двое детей В моем профиле На Эверу Все это есть Все там открыто Все доступно Я думаю Что конечно же Помогают Безусловно Но Что такое семейная жизнь Семейная жизнь Это прежде всего быт А в быту Мы же все-таки Одни люди Нежели на работе Ну я думаю Что помогают Безусловно Просто от великих знаний Бывают великие несчастья Как наблюдается порой Часто Там не знаю Большие управленцы В семье Совершенно Беспомощны С точки зрения Там Общения с детьми И женой Например Да При том что они Там талантливы В бизнесе Типа жена их строит Слушай ну Я думаю что Семейное счастье Оно ведь В разных плоскостях Лежит А как правило Как правило Великие управленцы У Козьмы Пруткова По-моему Есть афоризм Узкий специалист Подобен флюсу Полнота его Односторонняя Так вот и здесь Если человек Великий управленец Это вовсе не значит Что он Хороший семьянин Ну Я думаю что Я неплохой семьянин Думаю что Да Значит я не очень Хорошая управленница Такой вывод Можно сделать Скажи пожалуйста Напоследок Перед тем Перейти к вопросам Слушателей Которые были Апликованы у меня В блоге Есть ли какие-то Аналоги На которые Ты ориентируешься Сейчас В смысле Ева.ру Есть ли какие-то Иконы стиля В этом смысле В женском интернет Глобальном Ты знаешь Я не могу Сейчас говорить Про аналоги Потому что Ежели там К носу Ивана Ивановича К лицу Ивана Ивановича Представить нос Там Василия Васильевича Опять таки Как у Чехова То Просто Начинают формироваться Определенные стандарты Вот мы недавно Сделали редизайн Евы.ру Чем мы руководствовались Ну на самом деле Уже руководствуемся Стандартами Которые уже Сложились В женском интернете Любой ресурс Который не глянь Наш ли западный Он уже Выглядит Более-менее Стандартно И ничего с этим Не поделаешь Потому что Подойди к любому Газетному Журнальному киоску И посмотри обложки Там Тех 100 журналов Которые там выставлены Они в общем-то Все стандартные Если ты Имеешь дело С каким-то Более-менее Массовым продуктом Он начинает Уже соответствовать Каким-то стандартам Именно поэтому И мы начинаем уже Во многом Быть стандартными Тут с этим Ничего не попишешь И поэтому Я не могу Назвать какие-то Аналоги На которые мы Равняемся Возможно Из ближайших На которые Действительно Стоит равняться Это американский iVillage iVillage.com Женский журнал Да? Ну такой женский Там и портал И сообщество Пожалуй женский портал Наиболее точное Его определение Вот хочется Быть похожим На iVillage Конечно Чтобы стать iVillage Или даже Хотя бы быть На него похожим Требуется немало Ресурсов Ну Я думаю Что эти ресурсы Мы изыщем Вот это пожалуй То на что Стоит равняться Да На iVillage Это не означает Что больше там Никого рядом Не стояло Нет Существует множество Интересных ресурсов Но Вот один пример Наиболее типичный Я тебе привел Поним тебя Хорошо К вопросам Которые поступили К этой передаче Вот слушатели Несколько вопросов Задам Не все разумеется Потому как Многое мы просто Проговорили Естественно В ходе беседы Какая есть тематика Трех проектов Более прибыльная Ответ достаточно очевиден Но Общеженская Общеженская Evo.ru Вот такой вот вопрос Сейчас Сейчас Наиболее прибыльно Возможно Через какое-то время Ситуация изменится Сейчас Да Общеженская В том числе Когда фармацевты Более серьезно В Рунет придут Наверное Да Безусловно Подобных сайтов Как доктор Ру, мама Ру и Ева Рунете Очень много Пишет слушатели Как вам удалось Выбиться в лидеры Только Не ссылаться на давность Проектов Знаешь Это из разряда Сам спросил Сам ответил Вот он и ответил Ну да То есть В общем Вам дало большую фору То что вы появились Задолго до того Как многие узнали Что такое интернет Конечно 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 И задумывались ли вы О создании Медицинской Социальной сети Если конечно У вас ее уже нет Есть ли вообще смысл В создании таковой Ну когда-то задумывался Но очень быстро понял Что это вещь Бессмысленная Уже в русскоязычном Интернете Она ты знаешь И в западном Наверное Бессмысленная Социальная сеть Ипохондриков Которые сидят И перетирают Как бабушки В очереди В поликлинику У кого что болит Пойми Сообщество Людей С какими-либо Медицинскими проблемами Создать можно Потому что Существует масса Хронических заболеваний Которые Диктуют Человеку Образ жизни Навязывают Например Сахарный диабет Человек Который Сейчас уже даже не говорят Болеет сахарным диабетом А говорят Человек у которого Сахарный диабет Человек Живущий С сахарным диабетом Он Безусловно Свою жизнь строит Исходя из определенных Ограничений Навязанных Этой патологией Вот и все Среди таких людей Имеет смысл Создавать Какое-то сообщество Потому что У них есть Общие интересы Общие проблемы Которые они решают Постоянно инъекции Приходится делать Среди своей диеты Что-то еще Покупать специальные товары Да Безусловно У них есть общие интересы И из них можно создать Какую-то социальную сеть Но создать вообще Медицинскую социальную сеть Невозможно Возможно Создать профессиональную Социальную сеть Да Из врачей Из врачей вообще Или из врачей Каких-то определенных Специальностей Но Видишь ли в чем дело Наиболее интересные Профессиональные Медицинские ресурсы Они все-таки На Западе В англоязычном Интернете а не в русскоязычном. Поэтому все достаточно хорошие специалисты уже на каких-то западных проектах, в каких-то западных социальных сетях тусуются. Создавать еще одну такую в российском сегменте смысла нет никакого. Я много наблюдаю группок, которые создаются в Одноклассниках, в ЖЖ, во ВКонтакте, естественно. Такие медицинские маленькие социальные ячеечки, несетки. Но, ты знаешь, они достаточно такие, знаешь, такие курилки, в которых сидят, они кто-то травят. Что-то там такого серьезного. Серьезного в смысле... Не в том смысле... Серьезное и не серьезное, все относительно. Ну, что-то такое, из чего может зародиться что-то такое большое, глобальное, новый медицинский типа Facebook, нет. В русскоязычном сегменте уж точно не возникнет. Нет. Хорошо, тогда перейдем к... Извини за многословность. Да ничего страшного. Перейдем к разговору о новостях недели. Рунетология. Актуальные новости и мнения экспертов. Следующая новость имеет место быть о том, что сайт госзакупки, который не раз уже подал в зону внимания блогеров и вообще людей, которые активны в Рунете, он сейчас оказался под очередным ударом. Прямо-таки какая-то у них проблема с кармой, наверное. Поскольку в блоге закупки Ньюз, если не ошибаюсь, он сделан в ЖЖ, начался коллективный эксперимент по участию в тендере. То есть автор блога, некто АБВГД, пользователь, предложил добавную идею. Предложил, что раз на сайте закупки gov.ru, это для тех, кто не знает, сайт публикации различных государственных тендеров по закупкам товаров и услуг разного рода для государства, где сейчас публикуются различные очень любопытные и лакомые кусочки с точки зрения заказа, которые нередко достаются по неизвестным причинам неизвестным организациям. Ну, так сказать, никому ранее неизвестным, что нередко бывает. А также напомню, что был недавно скандал, связанный с тем, что там буквально поймали за руку людей на том, держатели сайта, собственно говоря, неизвестно, кто был виноват, на том, что кириллические символы в некоторых словах заменялись на латинские символы. Аналогичные, таким образом, был невозможен поиск, текстовый поиск по порталу. И, допустим, будь я продавцом какого-нибудь товара, условно говоря, матрасов, и появить на этом сайте, как и полагается, объявление о тендере по покупке большой партии матрасов, я бы не смог найти, потому что слой «матрас», буква «А», скажем, была бы латинской. И по запросу «матрас» там бы ничего не удавалось. Но это, так сказать, короткий флэшбэк для тех, кто не знает. Так вот, значит, пользователь АБВГД в блоге «Закупки Ньюз» предложил провести эксперимент по участию в тендере. Собрать людей на то, чтобы один из тендеров выиграть, и этот, собственно говоря, кусочек лаковый получить. Сначала был выбран эксперимент для эксперимента «Конкурс Федерального архивного агентства на оцифровку фондов Государственного архива Российской Федерации» и Российского Государственного архива экономики. Начальная цена контракта, внимание, 2 миллиона 150 тысяч рублей. Вот, за деньги нужно отсканировать примерно 30 тысяч листов документов и занести в базу данных порядка 180 тысяч записей о них. Вот, блогер подсчитывает, что нужна команда 10 человек, ну, можно этой командой сделать проект, что для этого потребуется 25 рабочих дней суммарно. И получается, что каждый получает по 200 тысяч рублей в среднем, если работают люди пропорционально. Вот. И эту идею поддержали уже многие блогеры, в том числе и достаточно заметные. И сейчас все с, так сказать, с вниманием наблюдают, что же будет дальше. Удастся ли вот этой вот инициативной группе выиграть тендеры? Если не удастся, то как это будет мотивировано? Собственно говоря, их неудача? Ну и так далее. Ты как думаешь, каковы перспективы? Ты знаешь, Максим, а я в наших чиновников верю. Я верю в то, что они выкрутятся и сумеют вот этот слабый зачаточный общественный контроль как-то обмануть, обвести вокруг пальца и вообще всю эту историю с тендерами, с госзакупками. Все равно она будет продолжать работать на них. Почему я верю в наших чиновников и не верю в наши вот эти вот общественные структуры, которые пытаются их контролировать? Да попросту близкий и далекий исторический опыт говорит о том, что чиновники, они более консолидированы, они лучше организованы и все. А, к сожалению, наша общественность... Более профессиональная, наверное, в этом смысле. Да, и более профессиональная. А наша общественность, к сожалению, нет. Не то, что я люблю чиновников. Я вот сам вот немножко поработал чиновником, потому что чиновничья карьера меня не интересует. Я к чиновникам отношусь спокойно. Они есть, они часть нашей жизни. Но, безусловно, наши чиновники отечественные работают плохо. И это не вызывает у меня радости, конечно. Это вызывает у меня огорчение. Ну, в данном случае чиновники победят. Не знаю как, но победят. Мне задается, что все-таки тут зависит во многом от настойчивости. Ты говоришь, что плохо организованы, общественность плохо организована, в отличие от чиновников, которые и по субординации друг дружке берут под козырек, ну и как бы имеют ясную такую... У них чувство локтя лучше развито. Если уже говорить о социумах, об общественных организациях, о социальных сетях, чиновники, они вот лучше организованная, более эффективно работающая социальная сеть. Ведь если я даже не нахожусь в своем прямом подчинении, ну, знаешь, есть тоже такая поговорка «рыбак рыбака видит издалека». И вот это чувство локтя у чиновников развито лучше. Ну, они ворон ворону... Они больше думают зачем? Да, конечно. Они лучше понимают зачем. Ну, как-то как-нибудь выкрутиться. Уж не знаю как, но выкрутиться, что-нибудь придумают. Однако я все-таки выскажу надежду, что если и когда... Знаешь, есть же аналог такого. Есть профсоюзные лидеры, которые выявлялись из числа трудящихся, там, скажем, на Западе еще чуть ли не в позапрошлом веке, и которые вот так вот за счет собственной инициативы, за счет некой такой настойчивости, амбициозности во многом, они умели вокруг себя организовать эффективные структуры, потому что это тоже управление, это тоже менеджмент, разумеется. Максим, извини, я тебя перебью. Все-таки профсоюзы на Западе, скажем так, были сильны не потому, что там были такие вот прям... Слово-то какое забыл. Гумилевское. Не потому, что там были такие... Пассионарные личности. Да, не потому, что они были таким пассионарами. Безусловно, были. А потому, что профсоюзный бизнес – это хороший бизнес, который, в общем-то, контролируется мафией итало-американской. Вот поэтому они там больших успехов и добились. Но бесполезно сравнивать разные страны с разными организациями. Тут вот много существует факторов, тоже тема отдельного большого разговора. Ну, не то, что я болею за чиновников. Я за них не болею. Я желаю победы, конечно же, жежешникам. В общем, будем надеяться, что они будут достаточно настойчивы. И все-таки, если даже центр проиграют, будем болеть. Да будем держать кулаки, или, как говорят немцы, будем держать большие пальцы. Дрюк и Дидауны. А тем будем показывать Фиге. Точно. Хорошо. Следующая новость. «Вопланета» пишет. Тему Лебедева хотят сделать невыездным за мат. Суть новости в следующем. Игорь Зотов, некто, а это член бюро президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия», партия, как известно, близкой к Кремлю, он предложил сделать Артемию Лебедеву, то есть обратиться к различным посольствам и консульствам разных стран в Москве с просьбой не выдавать выездные визы Артемию Лебедеву, или, так, гражданину Артемию Лебедеву, поскольку есть риск, как пишет господин Зотов, что Артемий в своей манере ахает и эти страны, их граждан, их национальные ценности, возможно, и так далее. То есть суть такова, что русский блогер, один из ведущих русских блогеров, или, так скажем, один из двух ведущих русских блогеров, как известно, на «Олимпе» давно у нас находится другой и Тёма, тёма lovejournal.ru. Это, так сказать, в том числе, наверное, отчасти, не сказать национальное достояние, но это лицо страны, говорят ребята из «Справедливой России», и вот это лицо должно быть, ну, по крайней мере, не таким жутким, не с таким матерным оскалом, каковым является ЖЖ Артемия Лебедева. Я понял. Как ты сказал, зовут того товарища, который на Лебедева бочку катит? Я чувствую по твоему напору, что ему достанется. Игорь Зотов его зовут. Это член «Справедливой России». Знаешь, хочется воскликнуть, как Паниковский в «Золотом теленке». А кто ты такой? Да ты кто такой? Кто такой этот Игорь Зотов? Артемий Лебедев, во-первых, гений, во-вторых, он потомок знаменитого и гениальнейшего Петра Андреевича Толстого с подвижника Петра Первого. Лебедев, Артемий, хоть и дальний, но его прямой потомок и его гениальные гены находятся в Лебедеве и работают. Хорошо, давайте запретим Лебедеву выезжать за рубеж, но пусть тогда сам этот товарищ за рубеж ездит и пишет какие же интересные репортажи из-за рубежа. Если сможет, пускай Лебедев сидит и матерится. Все верно. Есть и другая сторона медали. Ерунда какая-то. Есть и другая сторона медаль, я озвучу ее справедливости ради. Не только господин Зотов на эту тему расстраивается. Действительно, порой записи господина Лебедева достаточно, я бы сказал, безапелляционные, жесткие и даже оскорбительные по формулировкам. И то, что это является также лицом русской благосферы, читай, лицом Рунета, это тоже правда. И вот с этим не считаться невозможно. У меня нет на это счет никакого мнения. И разумеется уж, я не думаю, что нужно ему указывать на то, как он должен писать. Несомненно, это его дело. Но вот то, что он является... Кто же мешает давать-то обратную связь? Пожалуйста, указывай. Чего бы нет. Вдруг прислушается. Они, собственно, и указывают. Они же обратились к Артемию изначально с письмом. А потом, собственно, были сделаны такие предложения о том, чтобы послать... Да что-то это уж чересчур какие-то предложения какие-то... Ребята больше себя, конечно же, рекламируют. Указывать, конечно, нужно, и можно кому угодно. Толк от этих указаний. Возьми, делай сам. Ну да, безусловно, вот такая манера материться, она есть. Но ты же пойми, Лебедев, он же... Его можно считать кем угодно, но его нельзя считать глупым человеком. Безусловно, он человек не глупый. Он, безусловно, человек умный. Ну, такие законы шоу-бизнеса. Вот в том жанре, в котором Артемий Лебедев работает, это оправдано. Одни там на арене жонглируют, другие на конях скачут, третьи шпаги глотают. А Лебедев матерится, и публике это нравится. И публика громко аплодирует. Ну хорошо, я как бы повешу риторический вопрос. А как же дети, которые ходят в его ЖЖ? И на этом закончим тема обсуждения. Следующая новость. Детей не пускай. Состав.ру пишет. Уралсип стал частью счастливого фермера. Суть такова. Беспрецедентный проект интеграции банка в онлайн-социальную игру. Вот что имело место быть. Игра счастливой фермера, если не знаешь, это на сегодня самое популярное приложение в социальной сети ВКонтакте. Она в себя интегрировала функциональность некоторых банковских инструментов. То есть в игре можно стало обращаться в тот самый виртуальный Уралсип. Сам не видел, пересказываю потому, как понял по заметке. И что важно, получать кредиты на развитие фермы, открывать депозитарный счет. Депозитный счет, пардон. Ну то есть вести такую банковскую деятельность. Это с одной стороны штука такая образовательного свойства получилась. То есть в том числе и дети, и подростки, которые в нее по большей части играют, получают понимание того, что такое банковская деятельность на простом уровне. И в то же время это прекрасный промоушен, наверное, для Уралсиба, поскольку, я вот сам не знал и поразился, оказывается, что дневная аудитория счастливого фермера 2 миллиона человек. Это безумие, конечно. 2 миллиона это то, что... Охренеть. Максим, срочно, срочно нужно там открыть виртуальную аптеку. Точнее, реальную. Прямо завтра. Слушай, я не знаю, насколько ты рассматривал рынок приложений в том же самом ВКонтакте, уж тем более в Фейсбуке, где они куда более совершенные. Там очень интересная история. Там, не знаю, вот меня поразил в свое время, давно еще, простейшая флешка, ромашка, сделанная, кажется, афишей.ру, которая имела на тот момент несколько сотен тысяч установок, и вся суть была в том, что можно было нажать на нее и погадать. Ну, то есть, лепестки отрывать, там любят, не любят, типа такого. Да, такие простые вещи и работают. Вот такие дела. В общем, любопытная штука, она именно в том ключе, вот возвращаясь к веселому фермеру, что не имеет места быть, на мой взгляд, взгляд не геймера, уникальная такая вот синергия, когда и банк получает пользу, колоссальную пользу, потому что такой аудитории обратиться, это мама не горюй. И в то же время игроки, им ничего, никак это не мешает, это не прямую рекламную информацию, это даже почти что не продакт-плейсмент, это такой вот некий образовательный дополнительный функционал. Любопытное начинание, одним словом, и, наверное, здорово, если такие начинания будут продолжаться и дальше, в играх, в социальных сетях, в каких-то подобного рода историях. Идем сюда дальше. Круто. Единороссы навалились на СССР в ЖЖ, вот так вот заглавлен материал на ВПланете, очередной, о котором коротко скажу. Суть его в том, что опять, кстати, связана с политикой, опять связана с активностью «Справедливой России», что забавно. Уже второй раз, не так давно, проведя первый, встречался с блогерами, популярными блогерами Сергея Миронов, известный политик и глава партии «Справедливая Россия», с ней я не ошибаюсь. Вот. И свой блог в ЖЖ, вот буквально на днях, чуть ли не вчера или сегодня, завел господин Грызлов. Борис Грызлов, по-моему, все еще является спикером Госдумы России. А еще человеком Грызловым. Да, несомненно. Кстати, он это комментировал, говорил, что мне принесли эти 26 картинок, читаю сейчас цитату, которые размещены. Это неожиданно, во-первых, в принципе, как форма, во-вторых, абсолютно неожиданно, что я стал героем этого нового жанра. Я, конечно, их посмотрел, но учитывая, что там было какое-то отношение к Бэтмену, могу сказать, что сам фильм гораздо интереснее. Как-то он не очень красиво поигрывал, по-моему. Типа, видимо, это была шутка, но не самая удачная. А новость-то от этого не становится менее значимой. Политики. Политики прокремлевские, кстати, прежде всего. Активно идут в интернет. Активно идут в блоге, активно идут в социальные сети таким образом. Кстати, оппозиционные политики, по-моему, там находятся давно, просто их не так заметно. Далее. Последняя новость, кстати, которую сегодня я коротко скажу. Они написали в ведомости. Digital Sky Technologies, легендарный уже, наверное, фонд в Рунете, DST, скупает акции Facebook. Именно выяснилось, что российская инвестиционная фирма Digital Sky Technologies приступила к покупке акций американской интернет-компании Facebook. Очередной покупке, очередному, так сказать, этапу, чтобы увеличить свою долю в этой социальной сети. По словам некоторых источников, DST начал скупать акции уже напрямую у акционеров. Напомню, что первично они купили некий пакет небольшой у самого Facebook, потом купили у миноритариев какое-то количество акций еще. Из тех, что были на руках, я понял, у менеджеров Facebook, и сейчас уже скупаются акции вот таким образом. У акционеров, которые, видимо, не имеют прямого отношения к Facebook. Хотя тут подробностей нет, и я их не знаю. А суть в том, что DST последовательно покупает все больше и больше, большей части Facebook, а сейчас уже у них 3,5% от этой социальной сети. Как некоторые замечают, единственная социальная сеть в мире, которая стабильно уже зарабатывает, имеет ясные бизнес-перспективы. Вот, пожалуй, все. Владимир, ты молчишь, поэтому я тебе не предлагаю. Да, я слушаю очень интересные новости. Ну, что я тут могу добавить? Ну, вот, да. Если давай действительно нечего, то давай прощаться. Время наше истекло. Спасибо тебе за то, что пришел. Было очень любопытно. И особенно в том, что не только касается интернет, но и касается психологии, женской психологии, в частности, медицины. Максим, спасибо, что пригласил. Было очень интересно общаться. Дал возможность мне длинно говорить. Надеюсь, не слишком занудно. Надеюсь, понятно я говорил. Большое тебе спасибо. Вы слушали эксперт-шоу «Рунетология». Сегодня у нас в гостях был Владимир Волошин. Редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Роман Ликов, София Домбровская. Вел программу Максим Спридонов. Услышимся. «Рунетология». Программа Центра онлайн-образования «Нетология». Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования «Нетология» представляет. Аналитическая программа «Рунетология». Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы. Мнение ведущих специалистов «Рунета». «Рунетология». Добрый день, коллеги. Сегодня 11 октября 2009 года. Вы слушаете 24 выпуск эксперт-шоу «Рунетология». Аналитической программы, где свое мнение озвучивают авторитетные веб-специалисты, представители заметных на рынке стартапов, известные блогеры, руководители и топ-менеджеры «Рунета». Микрофон Максим Спиридонов. Еще совсем недавно мы жили во времена, которые многими аналитиками и просто наблюдателями характеризовались как бум социальных сетей. Сперва возникли сети, так сказать, общего профиля. В борьбе за пользователя довольно быстро вырвались вперед два фаворита Facebook-подобные ВКонтакте и Одноклассники, которые, к слову, не были так похожи на свой прототип, как ВКонтакте и внешне, но также полностью копировали модель функционирования подобных западных ресурсов. В процессе стремительного развития в «Рунете» можно было наблюдать такие фазы. Социальные сети появились, но к ним серьезно еще мало кто относился. Затем социальные сети рванули в рост, и это начинает обращать на себя внимание крупных игроков и инвесторов. Наконец, фаза расцвета, когда всем понятно, что Одноклассники и ВКонтакте — это явление, нужно срочно, пока пояс не ушел, сделать нечто подобное себе. Попыток построить своего конкурента этим двум лидерам социального веба в «Рунете» насчитывалось десятки, если не сотни. Большинство из них были неудачными, порой до нелепости. Самой заметной затратной попыткой такого рода был запуск многострадальной РБК своей сети «Вспомни.ру». Если кто помнит, это было на самом пороге кризиса прошлым летом. Это был грустный шумный провал, сопровождавшийся сливом многомиллионного бюджета, прежде всего рекламного. И не помогла даже беспрезидентная акция по вербовке пользователей в сеть, победители которой вместе с несколькими сотнями друзей могли отправиться отдыхать в Турцию. И, кстати, по-моему, даже отправились в конечном счете, однако сеть так и не состоялась и затухла. Вслед за фазой всеобщего социального энтузиазма наступила фаза осмысления, которая совпала и была подталкиваема кризисом. Год-полтора назад стало ясно, что в «Рунете» прочно обосновались две мощные социальные сети, посещаемость которых сопоставима с посещаемостью крупнейших порталов и поисковиков, и что создать конкурента им маловероятно. По крайней мере, это не решается огромным бюджетом, что доказала ПТРБК. На фоне этого сознания даже несколько раньше стали слышны голоса, что сейчас настала пора настроить специализированные социальные сети в противовес сетям общего профиля, одноклассикам ВКонтакте. Под этими специализированными сетями, под эти специализированные сети сначала также охотно, с наступлением кризиса, заметно меньшим энтузиазмом, но стали давать деньги инвесторы. И вот представитель двух таких сетей, маркетолог проектов «Мои города.ру» и «Скул.аут.ру» Денис Марков сегодня у нас в гостях. Денис, добрый день. Добрый день. Денис, если совсем коротко, каковы перспективы специализированных социальных сетей, на твой взгляд? Я думаю, что еще можно успеть. Уже совсем немного шансов. Специализированных социальных сетей тоже все больше и больше. Ниш незанятых остается все меньше и меньше, но еще успеть можно. Хорошо. Сейчас короткий рассказ о нашем госте и начнем беседу. Денис Марков. Родился в Москве. Закончил медицинское училище, затем поступил в Московский государственный университет культуры и искусств. Вскоре начал заниматься организацией музыкальных концертов. В 2007 и 2008 годах отвечал за проведение рекламной кампании рок-фестиваля «Нашествие». Тогда же вместе с командой единомышленников начал работать над рекламными мероприятиями в блогосфере и продвижением социальных медиа. В начале 2008 года занялся разработкой и маркетинговой поддержкой стартапов. Среди первых проектов – тематическая социальная сеть для компании «Хейнекен», а также партнерская программа для многопользовательской игры «Кернейдж». В настоящее время занимается маркетингом, продвижением и работой с комьюнити социальных сетей «Мои города.ру» и «Скул.аут.ру». Женат, живет и работает в Москве. Для начала вопрос, касающийся, так сказать, всего, наверное, в целом, всей этой водительности. Ты видишь какое-то принципиальное отличие между маркетингом в традиционном смысле этого слова и маркетингом в сети интернет? В общем-то, нет. Законы, правила маркетинга – они везде. Одинаковые, независимо от деятельности, в которой ты этот маркетинг совершаешь. Просто ты продаешь не какие-то осязаемые товары, а ты продаешь определенные интернет-сервисы. Вот и все. Я почему, собственно, пригласил тебя? Мне стало интересно. Ты первый, кто на моей памяти так осознанно и последовательно продвигаешь себя именно как маркетолога. В том числе и свой личный бренд. В том, что можно видеть в Твиттере, например, или в блоге. Пускай это не так ярко и масштабно, поскольку ты, по всей видимости, только начал этим заниматься. Однако, последовательно, да, ты говоришь, я маркетолог, и все, что ты делаешь, проводишь через это. Почему именно маркетинг, почему ты туда пришел, хотя образование, по-моему, у тебя, соответственно, несколько в иной среде? И почему не заняться, собственно, управлением, например? Ну, во-первых, хочу сказать, что мне не хотелось бы только и делать, что рекламироваться на фоне моих проектов. Мне хочется, чтобы моя деятельность, она меня рекламировала. Не хочется повторять ошибки многих молодых пиарщиков, маркетологов, рекламщиков, которые вот на фоне своих проектов только и делают, что двигают личный бренд. Ну, это так, отступление. Что касается того, почему я начал заниматься этим, так вот сложилась ситуация, что я действительно начинал когда-то свой профессиональный путь с того, что занимался организацией концертов. Мало кому были нужны мои никому неизвестные группы, некоторые из которых, правда, сейчас добились определенной известности, в том числе благодаря моему вкладу первоначальному. И мне вот приходилось как-то рекламировать концерты. Таким образом, несмотря на то, что вот непосредственно маркетингового образования действительно у меня нету, я очень много на практике научился вот по нужде, потому что необходимо было продвигать музыкантов, концерты, далее какие-то другие уже совсем вещи. И вот дело мне это понравилось, меня это увлекло, и я стал постоянно повышать свой уровень, обучаться, к правильному наставнику попал, который много мне знаний и практических навыков передал. И вот как-то вот завертелось, закрутилось и уже на какие-то годы, и, думаю, на ближайшую и дальнейшую перспективу я связан именно с маркетингом. Маркетингом или интернет? В первую очередь маркетинг, но интернет очень хорошая площадка, где этот маркетинг может работать гораздо более, скажем так, широко, интересно, чем какие-то другие каналы. Я почему-то спросил, довольно заметна разница в тех приемах, которые используются проектами с твоим участием, в сравнении с приемами, которые используются другими проектами, в большинстве, по крайней мере. Так, в частности, видеопрезентации, находящиеся на проекте School Out, о котором поговорим отдельно еще чуть дальше. В частности, тур на проекте «Мои города». Вот насколько, на тот взгляд, инструменты из офлайна, которые, как ты, по-видимому, несешь в сеть, работают здесь? Ну, тут все зависит от целевой аудитории. Понятно, что если мы говорим о проекте School Out, который рассчитан на школьников, на школьную аудиторию, там, я бы сказал, необходимо выходить в офлайн. Потому что, несмотря на то, что подростки, они живут в интернете, они и живут также музыкой, например, какими-то тусовками, концертами, мероприятиями. Для них лидеры мнений – это не популярные блогеры из интернета, для них лидеры мнений – это их музыкальные кумиры или люди из шоу-бизнеса, из мира звезд. Поэтому вот для этой целевой аудитории вполне оправданно использовать офлайн-методы, там, не знаю, задействовать звезд, какие-то поддерживать концерты, мероприятия – это совершенно правильное дополнение к интернет-активности. Правильное дополнение с точки зрения техники или это себя оправдывает реально в притоке пользователей большом, в увеличении села просмотров страниц, не знаю, то есть вот всех тех показателей, которые формируют успешность проекта в монетизации, в конце концов? Скажу так, Schoolout, наша социальная сеть для школьников, она совсем еще молодая, то есть 1 сентября мы только запустились, более того, это еще не окончательный вариант, сейчас нам предстоит редизайн, функционал, в принципе, останется тот же на ближайшее время, хотя в перспективах создания игры и другие различные моменты. Но вот мы скоро сделаем редизайн, сделаем более так стильно, молодежно, современно, и сеть – это достаточно молодой проект, поэтому трудно сказать об эффективности, мы не можем сказать, сколько именно нам пока пользователей принесло то, что мы делаем, но мы все-таки верим. И у нас есть некоторая надежда, связанная с тем, что мы с другим проектом «Мои города, социальная сеть» поддерживали концертный тур по 100 городам России, летний, проходящий в рамках «Года молодежи», и мы видели, что люди действительно узнают о нашем бренде, люди действительно заходят к нам на сайт, мы видели определенное число регистраций, мы раздавали футболки, и верим, что те логотипы, те футболки, те какие-то промо-материалы, которые мы оставили в городах, тоже имеют там определенный имиджевый эффект, как минимум. Есть такое впечатление, что у вас достаточно большой запас прочности, финансовой прочности. В те времена, когда от большинства проектов, которые не приносят реально положительного кэшфлова, инвесторы отказались, у вас какой-то такой вот есть очевидный человек или группа людей, которая не теряет энтузиазма. Поскольку вот все вот это, даже ты говоришь, поддержка тура, ну и то, что не очевидно, помимо поддержки тура, само производство видео для School Out, создание флэш-тура и нетривиальная технологическая флэш-составляющая на моих городах, все это требует денег. Откуда такая вера в проект, откуда такое желание тратить деньги, если не искать? Потому что, объясню к чему вопрос, кроме вас, пожалуй, только профессионалы РУ, я могу назвать еще одним проектом, который является планово убыточным, который последовательно тратит деньги месяц за месяцем в ситуации кризиса, и при этом не испытывает, как казалось бы, видимых сложностей. Вот это чем можно объяснить? Ну, это можно объяснить тем, что во главе нашего проекта человек, который считает правильным, считает рациональным, вкладывает сейчас свои личные средства вот в эти два, а может быть в будущем и более проекта. То есть у него есть средства, он их готов вкладывать, за что ему, как говорится, большое спасибо, вот, и мы рады, в общем-то, работать и верить в том, что эти средства так или иначе будут отбиты и принесут прибыль. Ситуация в наше время практически уникальная, одна из двух-трех немногих, строго говоря, в таком масштабе вложения средств. А сколько человек, команда проектов? Команда примерно человек 15, примерно, я могу посчитать более конкретно, 10-15. Плюс офис, плюс рекламные мероприятия, да, все это составляет бюджет? Да, да. А скажи, пожалуйста, есть какой-то бизнес-план у того или другого проекта, который имеет в виду выход на безубыточность в каком-то обозревом будущем? Есть, конечно, определенные надежды, может быть, они не расписаны вот так вот по пунктам детально, и каждая деталь имеет обоснование, имеет какие-то сроки и даты, но тем не менее, конечно, у нас есть определенные цели, определенные желания, мы к ним стремимся. А если несложно, вот, думаю, даже так, немножко отойдя в сторону, в двух словах расскажи про оба проекта, так, чтобы те, кто их не видел ранее, знали бы, о чем ведется речь. А потом, там еще один вопрос, касающийся этого. Хорошо, «Мои города», мг.ру или «Мои города.ру» – это проект, который заменяет скучные, несовременные, неповоротливые городские порталы. Мы объединяем 1100 городов, пользователь, однажды зарегистрировавшись, указывает свой город, и, попадая снова на сайт, снова заходя в нашу социальную сеть, он видит именно окружение, посвященное его городу. Новости, события, справочник, информация о его городе – это вот такие гео-привязанные сервисы, которые всегда будут его сопровождать при заходе на сайт. Он, конечно, может путешествовать по другим городам и пользоваться сервисом, который не относится к конкретному городу – это блоги, группы, фотоальбом, видеохостинг. В общем-то, ну, вот основной момент – то, что мы пытаемся сделать для пользователей из регионов, такую некую среду, посвященную городу в рамках моих городов. То есть вы создали такой, а, да, 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 может быть, ставимся на моих городах. Что касается каждого отдельного региона, получается, вы создали некую такую вот, хотите создать информационно-справочно-коммуникационный центр для жителей конкретного населенного пункта? Как раз с этого и начинался проект «Мои города», что появилась идея сделать некие такие желтые страницы, то есть некий справочник по региональным организациям, компаниям. Просто чуть позже была проделана очень большая работа, над контентом трудились в одно время почти 15 человек, они добавляли организации, они просто весь интернет и все какие-то бумажные, другие, все возможные источники перерыли для того, чтобы создать нормальную базу организаций по нашей стране, более-менее такую адекватную и достаточно объемную. Вот, соответственно, после этого сервис стал развиваться, после этого были добавлены другие какие-то разделы, замечательно работает раздел «Новости», поскольку это социальная сеть, не только редакторы их добавляют, но и каждый пользователь может добавить свою новость, это делается очень легко, стоит указать только ссылку там, в общем-то. Были добавлены после события, ну, уже в апреле был серьезный редизайн и добавили еще и блоги, группы, фото-видеоразделы. А какой-то был прототип у того, что вы делаете на Западе? Прототипа у моих городов нет. У моих городов прототипа нет, единственное, что какие-то отдельные сервисы, нам хотелось где-то повторить там судьбу Елб, очень успешную судьбу, вот сервис есть такой, где мнением о тех или иных компаниях и организациях делятся люди, вот, и на Западе этот сервис некоторые не очень чистоплотные организации даже боятся, и там, я знаю, кафе вывешивают, бывает у себя на двери, такие, знаете, таблички «No Yelpers», типа вход Yelpers пользователям этого сервиса запрещен. То есть некоторые вот, как бы, отдельные элементы, да, мы где-то, может быть, подсмотрели, переосмыслили, но вот так в целом проекта, конечно, такого еще нет. Кстати, как подсказка, рекомендую посмотреть на немецкий проект «Meine Stadt DE». Смотрели. Именно, смотрели, да? Да, на него тоже. Во многом похожи у вас модели, единственное, что вы кое-какие детали, которые там используются эффективно с точки зрения структуры кода для поисковой оптимизации, простановки тайтлов, заголовков и текстов, вы не используете, как я видел, и напрасно, кстати. Это бог с ним. Значит, скажи, пожалуйста, а какова у вас сейчас посещаемость, каковы вообще перспективы с точки зрения цифр посещаемость, сколько регистраций? На данный момент, в принципе, можно сказать, что наши проекты все еще стартапы. Дело в том, что «Мои города», они в декабре были запущены прошлого года, фактически под Новый год. В том же месяце, кстати, «Хаббер Хаббер» признал «Мои города» лучшим стартапом месяца, и еще года нет у моих городов. Соответственно, «Скулаут» запущен только в сентябре, поэтому о каких-то больших цифрах говорить рано, но вот «Мои города» там уже десятки тысяч пользователей, то есть аудитория есть определенная, люди общаются. А посещаемость? Регистрируются. Посещаемость, ну, я не знаю, ну, несколько тысяч в день. То есть есть еще, конечно, к чему стремиться, есть куда расти. Вот, много было усилий просто на контент, много усилий было на какие-то доработку, на редизайн. Тем не менее, мы как бы продолжаем работать и верим, что ситуация будет только улучшаться. Ну, ты как маркетолог, ты оптимист профессиональный, это понятно. Скажи, пожалуйста, а есть ли какая-то статистика? Вот мне кажется, должно быть, что при правильном построении этой истории аудитория различных разделов этого портала «Мои города», то есть разделы, скажем, не знаю, по Салихарду и разделы по Уфе, вообще не пересекается. Есть ли какая-то статистика, какие города наиболее активны? Есть такая статистика. В общем-то, ничего нового она не показывает, потому что мы посмотрели, я проводил определенные анализы и видел, что у нас аудитория, ее активность, она, в общем-то, повторяет общероссийскую активность. То есть наиболее продвинутый там Нижний Новгород, Казань, Москва, Санкт-Петербург, естественно, какие-то другие там города. Владивосток у нас достаточно активен, Екатеринбург. Ну, как-то вот, в общем-то, общероссийские фактически цифры. А скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, крупный городский веб-портал, кого их немало, я, кстати, ситуацию тоже мельком изучал по заказу одной компании, с точки зрения аналитики, со своими коллегами весной этого года, и выяснил, что немало, немного, да, но немало хороших толковых городских порталов для крупных городов-миллионников, по крайней мере, существует уже. Вот как вы с ними взаимодействуете? Вы с ними конкурируете, вы их дополняете? Как вы это видите? Ну, я понимаю, во-первых, что это наши основные конкуренты. Дело в том, что вот мои города, наша основная целевая аудитория – это, во-первых, люди более возрастные, чем молодежь, то есть это люди среднего возраста, во-вторых, это жители регионов, в-третьих, это люди, которые для себя только открывают интернет. Фактически наши надежды во многом связаны с тем, что интернет в России, он еще продолжает развиваться, и его число пользователей, оно растет, в том числе и региональный интернет. Вот. Теперь, что касается именно порталов. Как я уже сказал, городские порталы – наши основные конкуренты. Никакие-нибудь там «Соседи онлайн» или «Мир Тесен», замечательные, хорошие сервисы, но не они нам конкуренты. И мы, скажу так, на некоторых региональных порталах мы проводили партизанские рекламные акции, пытались их проводить, участвовав в форумах, размещая в подписи на форумах у пользователей информацию, в общем-то, о нашей социальной сети. К некоторым другим мы отправили свои предложения о сотрудничестве, то есть мы готовы были размещать их новости у себя, вот, за определенный там баннер, в общем, обменяться трафиком. Вот. С другими просто мы пока никак не взаимодействуем, но я вижу, что все-таки, да, есть такие порталы, но их еще не так много. У нас 1100 с лишним городов, и столько пока функциональных, серьезных, реально обновляемых, интересных порталов еще нет. И более того, мы же, мои города, они не только наша социальная сеть фокусируют на общении внутри города со своими соседями, там, людьми из соседних улиц, районов, оно еще и помогает строить отношения между жителями разных городов. Есть сервисы, которые не привязаны к делу, к каким-то местам, и вот, так что у нас есть нечто большее, чем портал просто одного города. Все-таки не очень понял, а почему ты считаешь, что пользователю, даже, раздельно, на два, две соображения, два соображения этот вопрос, почему думаешь, что пользователю будет удобнее зайти на раздел «Воих городах», а не прийти на состоявшийся региональный портал? Это первое. Второе, что ты не прав насчет того, что не существует хороших региональных порталов. Они есть, их немного, но они есть. Там, в частности, Екатеринбург, тот же самый Нижний Новгород. Екатеринбург, кстати, там два целых портала очень любопытных и очень ярких составляющих. И, кстати, вполне себе монетизируемых, поскольку давно существуют и сделаны профессионалами. Их мало пока что, но они есть. Так вот, каким образом все-таки, чем лучше прийти в «Мои города» в раздел, который, как мне кажется, все равно будет несколько менее удобен и универсален, чем прийти на портал, посвященный целиком городу, тому или иному? Два момента. Первый момент. То, что социальной, скажем так, составляющей не так много или с трудом найдешь на региональных порталах. У нас любой пользователь, он же и создатель контента, он не только его потребитель. У тебя есть какая-то новость, ты можешь ее разместить здесь. У тебя есть какая-то информация или отзыв об организации, вот, пожалуйста, справочник. В нем уже собраны организации. Если есть на гугл-картах ваш город, то они еще и на карте расставлены, где какая, чтобы проще было найти. В общем-то, здесь ты можешь оставить отзыв и пообщаться с другими. Здесь же тебе доска объявлений. Здесь же тебе афиша, в которую можешь добавить свое событие или вечеринку. То есть, далеко не все порталы позволяют вот самому добавлять новости или размещать ту или иную информацию. Это первый момент. А второй момент, как я уже сказал, все-таки на региональных порталах ты общаешься в основном с жителями этого города. Ну, или с диаспорой, которая уже живет, может быть, в столице, но иногда возвращается на портал родного города, где они выросли. У нас есть сервисы, как я уже называл, и блоги, и те же группы, и фото, и видео, которые не содержат никакой геопривязки. И вот, посмотрев какие-то события своего города, в новостях, например, не знаю, узнав в каких-то мероприятиях, в афишах, ты можешь также вот перейти сразу там в блоги и рассказать об этом жителям совершенно других городов, вне зависимости от геопривязки. Наверное, два вот этих основных момента. Скажи, пожалуйста, вот в России, как, наверное, мало какой еще стране, можно сравнить, наверное, как любят-то делать ее еще с Китаем и Индией в этом смысле, очень большое количество городов, как такое их, ну, население немаленькое, да, и при этом сейчас действительно региональный рынок очень мало окучен, очень мало серьезно ни у кого кто брался. Только городов-миллионеров 11, насколько я помню, в России, и больше сотни городов с населением более 100 тысяч. Для Европы это уже более чем солидный город. Так вот, вы наблюдаете этот рынок как-то? Какие-то принципиальные тенденции на этом региональном интернет-рынке, на рынке спроса на то, что можете вы предоставить им с точки зрения информационно-коммуникационной, вы наблюдаете? Мы насчитали 1104 города, именно столько у нас сейчас в моих городах. Трудно наблюдать какие-то тенденции, но, тем не менее, я всегда стараюсь следить за тем, что происходит в региональных интернетах, скажем так. Я регулярно слежу за теми же самыми различными порталами городскими. Я тоже проводил небольшой анализ, как они создаются, кто эти доблестные ударники регионального интернета, ради чего, какие у них интересы, как мы эти интересы можем, может быть, помогать этим интересам реализоваться в рамках нашего проекта. Но, как бы, все равно сложно, потому что региональный интернет, он тоже получается неоднородный и очень разный. Мы знаем, например, одни там республики, где доступ в интернет стоит дешевле, чем в Москве, и знаем совершенно другие области, где интернет недоступен простому жителю абсолютно. То есть интернет очень разный. Взять Кавказ, там вообще мобильный телефон не везде ловит. Не то, что интернет. Кавказ-Россия, я имею в виду. Ну, юг России. Взять какие-то другие республики с интернетом – все в порядке. Поэтому и развивается он совершенно по-разному. Но какие-то общие нотенции можно выделить или нет? Ну, то, что приходит все больше и больше в интернет пользователей возрастных, наверное, вот этот момент очень интересен. Более того, приходят в интернет люди, которые никак не связаны с работой в офисе. Приходят не только белые воротнички. У нас один из активных пользователей в моих городах – это работник котельный, который после смены в своей котельной приходит в интернет, заходит в мои города, что-то там рассказывает интересное о своей работе. То есть, наверное, такая интересная тенденция точно есть, что интернет действительно растет, в том числе и за счет людей возраста выше, чем средний, средний выше среднего, и в том числе за счет людей, которые не офисные работники. Это очень интересно, но я вот это наглядно, например, вижу. Сколько, кроме работника котельной, активных пользователей в моих городах? Активных пользователей? Ну, я бы сказал, ну, так трудно сказать, но к тысяче точно, наверное, подходит вот самых таких активных. Не просто случайных людей, а кто вот реально общается, комментирует. А что, если бы сказать, главная активность? Это комментирование или как? Или посты в блоге? Ну, можно, в общем-то, конечно, по-разному на этот вопрос смотреть, но для меня лучше всего отслеживается это в фотоальбомах и в блогах, то есть чисто на глаз, если посмотреть. Ну, и в размещении новостей тоже. То есть мы видим, что в блогах жизнь какая-то происходит, мы видим, в фотоальбомах происходят новые, старые, там, наши друзья какие-то. Некоторые люди нас вообще уже как свою семью рассматривают и отмечают в моих городах. Это, кстати, очень интересная особенность, и, может быть, фактор риска, почему наша социальная сеть, может быть, не такими взрывными темпами растет. Пользователи, которые у нас общаются, они чувствуют себя в очень комфортном, уютном месте, где нету фактически там какого-то контента вредоносного, где нету каких-то взаимных оскорблений, где более-менее такая ровная по возрасту, по какому-то, не знаю, там, демографическому, социально-демографическому портрету аудитория. Им хорошо, и они особо больше не хотят никого видеть. То есть им нравится то, что на данный момент мы сделали. Но мы не удовлетворены, мы продолжаем идти вперед, привлекать новых пользователей. А какие ставите цели в будущем, ближайшие, так скажем? Ближайшие цели, это, конечно, продолжение рекламных кампаний. Изначально мы вообще, первый метод, который мы использовали, это была директ-мейл, это были рассылки через subscribe, через mail-list. Мы большое количество рассылок заказывали, то есть у нас в общей сложности на несколько миллионов рекламных контактов была реклама через именно директ-мейл. Контекстную рекламу сейчас подключили, и вот развиваем некоторые оффлайн-форматы. Вернее, как бы переносим некоторые оффлайн-модели в онлайн. Грубо говоря, мы устраиваем... Кроме спортирования тура, как ты говорил. Да, спортирование тура. Мы собираемся сейчас... Мы делали вот несколько интервью. Снимаем сейчас интервью с, например, Михаилом Задорнов, юморист. Он у нас отвечает на вопросы пользователей. Работаем с другими какими-то звездами и лидер мнений. Доктор Норбеков. Человек именно нашей аудитории хорошо известный, и который, как бы, за советами, к которым люди приходят, в том числе и мои города. То есть мы привлекаем различных лидеров мнения, мы планируем продолжать какие-то поддерживать мероприятия региональные, там, не знаю, московские, общероссийские, федеральные. В общем-то, двигаться в этом и продолжать проводить какие-то рекламные кампании. Наверное, так. И это окупается? Вот эти вот самые лидеры мнений, для примера. Это же, наверное, гонорар самого лидера мнений, плюс продакшн-производство, видео, если это видеоформат или аудио, если это просто запись. Оно как-то просчитывается в итоге? Вот провели разговор с Задорновым, во что это вылилось? Или это ведется таким скопом, и нет каких-то конкретных пониманий, как то или иное интервью или тот или иной вид активности оффлайн дал результат в изменении динамики роста? Понимания, конечно, есть определенные. Даже вот сотрудничая с концертным туром, который мы активно поддерживали, естественно, в самом начале я рассчитывал, сидел, просматривал, сколько нам будет стоить изготовление флайеров, которые они будут раздавать, сколько нам будет стоить там футболки, сколько стоят те или иные какие-то наши вложения, которые мы делаем, вот, и сколько в итоге будет аудиторию этого концертного тура, и сколько мы увидим пользователей, и в конечном счете, почем один пользователь нам обойдется. Конечно, мы просчитывали, конечно, в чем-то это был новый опыт, потому что одно дело просчитывать рекламные кампании в интернет, это все, в принципе, достаточно понятно, прозрачно, и можно с большой долей вероятности точности определить цену конечного пользователя заранее. То с работой в оффлайне, с подготовкой тех же видео, мы, например, большое количество сейчас вот видео готовим для School Out именно, у нас большое количество музыкантов, очень известных в молодежной среде, по-моему, в данный момент видео 6-7 делается, и впереди еще целый график съемок предстоит. И тоже мы, конечно, ставим перед собой определенные цели, задаемся, сколько стоит ролик, сколько он привлечет людей, и мы это делаем, потому что мы не видим других, точнее, не так много других инструментов для того, чтобы привлечь аудиторию, и ей было интересно. Нужно просто восхититься финансовым терпением вашего инвестора. К School Out, если несложно, там двух слов расскажи об этой сети, и обсудим, если несложно. School Out – это социальная сеть для школьников, правда, мы, по-моему, активную социальную сетью не называем, но, по сути, в принципе, оно и есть. У нас есть некоторые отличия от ВКонтакте, потому что мы понимаем, что здесь главный конкурент, монстр Голиафт, против которого наш небольшой Давид будет сражаться, это, конечно, ВКонтакте. У нас есть несколько отличий. Это, во-первых, конечно, возможность загружать фон, выбирать цветовые схемы, то есть оформление свое для своей страницы. Во-вторых… То есть такой ВКонтакте с привкусом MySpace. Во-первых, да. Во-вторых, мы делаем это именно для школьников, и у нас достаточно серьезно выработана система сдержек и противовесов для того, чтобы никакие посторонние, будь то спамеры, будь то тролли, называющие школьников там «школотой» и везде их там преследующие, они к нам просто так не попадут, а если каким-то путем и окажутся, то у нас серьезная система для того, чтобы их оставить без доступа на наш проект. То есть мы верим, что… Каким образом вы можете отсеять спамеров и троллей от школьников? Часто это одно и то же лицо. Ну, во-первых, у нас каждый новый человек, зарегистрировавшийся на «School Out» должен указать свой класс. То есть класс и школу. Соответственно, пользователи, которые уже есть из этого класса или школы, они могут или его подтвердить, или опровергнуть. Причем настроена эта система так, что надо собрать несколько жалоб. Если эти жалобы оказались недействительными, и зарегистрированный пользователь доказал, что он действительно учится в этой школе, то пользователи, которые на него жаловались и его пытались уличить, пытались нас обмануть и ввести в заблуждение, на тех это тоже отражается. То есть есть система кармы. Трудно сейчас ее вот так вот в словах описать, но она действительно достаточно серьезно сделана, и мы верим, что это будет препятствием для тех, кто просто ради распространения какой-то рекламной информации заходит. То есть существуют какие-то алгоритмы математические, по которым все это просчитывается. А кто делал, интересно, программную часть этой истории, это штатные сотрудники? Ведь и сами алгоритмы, да и, собственно говоря, программный продукт в целом, для того, чтобы он стал устойчивым и держал нагрузку, ну так, даже не такой, как ВКонтакте, а хоть как-то сопоставимый с ВКонтактом, это требуется нетривиальное усилие большого количества программистов. Ну вот, собственно, все делалось нашей командой, начиная от написания движка, продолжая всем остальным. То есть писали с нуля движок? Да, и мои города, и скулаут, все полностью с нуля было сделано. То есть движок у них один, у этих проектов, но изначально он был сделан для моих городов, потом адаптирован чуть-чуть для скулаута. А, кстати, вопрос в несколько сторон. От скулаута и моих городов, как правило, всегда выступаешь ты. Ну, по крайней мере, в тех, относительно немногих, но проявления активности, которые мы смогли найти, интервью и некие такие мнения. Как правило, это ты. А кто является руководителем этих проектов? Или руководителями этих проектов? Ну, как я уже сказал, у нас есть наш генеральный директор, он же наш инвестор, человек, который видит в этом перспективу, который сам увлекается интернетом, интернет-сервисами, и готов вот в них вкладывать. И есть у нас, конечно, менеджер проекта. Я не знаю, просто имена вряд ли вам что-то скажут, поэтому нет, наверное, их особо смысла не называть. Нет, просто любопытно. Это человек анонимен, просто мы так много говорим об этом. Если он анонимен, конечно, не вопрос. Если можно озвучить, то просто любопытно, потому что действительно, я как я сказал, вы являетесь, по сути дела, неким феноменом. Именно в том смысле, что у инвестора, несмотря на кризис, несмотря на панику со всех сторон, ну, не панику, по крайней мере, а очень серьезный пересмотр своих взглядов на веб-проекты, которые проявили другие инвесторы, у вашего инвестора как-то удивительным образом не изменилось отношение. Это вызывает уважение где-то, а где-то может оказаться близорукостью. Поэтому любопытно, чем он руководствуется. Если лицо анонимное, то бог с ним. Если не анонимное, то интересно, кто это. Ну, напрямую я не скажу. Я скажу, что в интернете есть точно одно интервью относительно моих городов. которое было именно от его имени размещено. Поэтому, не знаю, посмотрите, пожалуйста. Это, я понимаю, что это не некий непрофильный инвестор. То есть он пришел в интернет, не будучи одним из менеджеров, как это бывало, нередко крупного проекта, скажем так, от Виктора Лавренко. Да, это, скажем так, человек не напрямую, не с индустрии. То есть немножко из другой области. То есть просто были у человека деньги, и он решил, что нужно идти в интернет. И вот таким образом он себе и досуг занял, и стал делать то, что ему нравится. Да, 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 абсолютно верно. Хорошо. По поводу скулаут. А, да. Как тебе кажется? Да. Ну, давай-то говори, если я был что-то добавить. Я даже хотел добавить еще пару отличий. Одно из которых, то, что мы игру готовим, онлайн-игру, под кодовым названием «Предки». Это еще черновой вариант, скажу сразу, где можно будет воспитать своего предка, устраивать забеги предков, там, не знаю, прокачивать их. В общем-то, и как-то могуще управлять. Ну, это такой немножко рабочий вариант. Еще неизвестно, что именно мы из нее сделаем. Одним словом, иди, Громадьё. А скажи, пожалуйста, вообще вот, с чем связано то, что вы уже сейчас планируете редизайн, только выйдя? Собственно, почему редизайн это делать нужно, очевидно. Потому что сейчас скулаут, по сути дела, называющийся своими именами, не имеет своего лица. Он похож на ВКонтакте, внешне, напоминает, по интерфейсам. И, ну, уж точно он не заманивает своей красивостью и своей привлекательностью школьников, к которым нужно обращаться, видимо, на языке куда более ярким, как это делает MySpace, языке более таком, я бы сказал, жирном и представительном, то есть более таком современном молодежном. Почему? Сделали сначала, выпустили, презентовали проект и тут же делаете редизайн? Сначала скажу про привлекательность. Привлекательность очень сильно заманивают некоторые аккаунты. То есть когда пользователь уже, в общем-то, поработал над ними, загрузил фон, выбрал один из десяти пока вариантов оформления. Это выглядит очень красиво и на это стоит действительно посмотреть. Но проблема в том, что у нас это не видно действительно сразу с главной страницы. И почему мы делаем редизайн? Просто у нас была задача успеть запустить проект, хоть в сыром виде, но запустить к первому сентября. Это были сроки, которые были поставлены руководством. И эти сроки мы, в общем-то, успели в эти сроки уложиться. А сколько времени шла разработка, извини, пожалуйста? Разработка? Так, ну я думаю, что примерно месяца четыре, наверное. Вот. И теперь мы просто прекрасно понимаем, что запустились, в сроки успели. Вот. Первая аудитория у нас уже есть. Первый фидбэк есть. Первые какие-то отзывы, комментарии, мнения, просьбы есть. Первые и очень положительные отзывы есть. Где-то негативные. И мы теперь готовы к тому, чтобы сделать редизайн. Уже, в принципе, работа ведется. Будет дизайн достаточно стильный, я надеюсь. Ну вот, по крайней мере, мы все усилия к этому прилагаем. И наша аудитория должна нам обязательно понравиться. Ну и некоторые функции дополнительные ведем. Все, что желает наша аудитория, будем делать. Понятно. Скажи, пожалуйста, вот как тебе видится будущее этих проектов отдельно Майк Городов, отдельно Скулаут, там, скажем, через год, 3-5? Очень такие серьезные вопросы. Но, к счастью, я нередко ими задаюсь. К счастью, я нередко ими задаюсь. Ну, если говорить о Скулаут, раз уж мы о нем говорили, сначала начну со Скулаута. Я вижу, что монетизация этого проекта, все-таки монетизация очень важный вопрос, она будет лежать в офлайне. То есть мы собираемся сделать некоторое действительно модное, яркое, интересное, захватывающее место, некий яркий бренд Скулаута, того, что будет вокруг него, из игры, из каких-то там сервисов. То есть некий такой бренд, который можно будет размещать, скажем, на тетрадях, ручках, пеналах, рюкзаках и различных, я не знаю, каких-то школьной, околошкольной атрибутики. И таким образом мы будем его монетизировать. То есть это будет, я думаю, достаточно сильный сервис, на котором будут школьники, им будет комфортно, их не будут доставать спамеры, к ним просто так не попадут учителя и родители. Им будет хорошо, комфортно, они будут общаться со звездами, каких мы привлекаем постепенно и все больше и больше планируем привлекать. Они будут обсуждать какие-то школьные свои вопросы, свои интересы. В общем-то будет нормально функционирующая социальная сеть, которая берет в себя школьную аудиторию и монетизирована она будет через в основном оффлайновые методы. Что касается моих городов, я думаю, что мои города так и будут привлекать региональную аудиторию. Я думаю, что мои города, конечно, не станут вторыми одноклассниками, уже не имеет смысла равняться на этих монстров, на эти большие социальные сети. Тоже своя какая-то аудитория будет и, в общем-то, я думаю, что самоукупаемым проект это должен стать. Вряд ли он перенесет большие какие-то сумасшедшие деньги. Хотя вот недавно письмо поступило нам, предлагали, чтобы мы продали некоему отправителю этого письма концессию на республику Башкортостан. Я не знаю, что он имел в виду, что это за концессия и что он хотел с этой республикой делать, но если мы вот так вот не будем монетизировать и Россию по кустам не продадим, то, в общем-то, все будет хорошо с проектом. Ну, это похоже, знаешь, просто все-таки человек был немножко не от мира сего, так скажем. Это было забавно читать. Забавно. Очень серьезное предложение написано. Если хочешь, я выскажу свое предположение насчет того, что будет с проектами. Конечно, давай. Мне кажется небезопасным у вас то, что роль инвестора и исполнительного органа, генерального директора, как ты сейчас обмолвился, то есть фактического руководителя и распределителя финансовых потоков исполняет один и тот же человек. И вот, наверное, стоит ему подумать о том, чтобы, может быть, даже не так активно в это вмешиваться, может быть, взять управляющего для того, чтобы иметь возможность воздействовать на него, поскольку увлечение-увлечение, если хочешь составить это просто увлечением, то и отлично, будет хобби, но просто оно будет съедать деньги. А если дело идет о бизнесе, то необходимы отраслевые знания здесь. И поскольку у него этих знаний нет, есть опасность сжечь деньги дальше. Я это просто вижу как специалист. И если появится некто, кто будет строить отсутствующие, я понимаю, сейчас у вас понятные бизнес-планы, за которые он будет готов ответить, и за которые инвестор сможет у него спросить, то, возможно, и в этом появятся перспективы. Просто сейчас, если честно, мне боязно немножко за вас, по праву скажу. Я понимаю, да. Поскольку именно финансово вы находитесь в очень шатком положении, потому что пока это увлечение и хобби у исполнительного органа и инвестора в одном флаконе, это работает. Когда это чем-то надоест, или просто надоест, что деньги это съедает, оно будет дальше есть деньги, это безусловно абсолютно, то может возникнуть проблемы. И там в том числе есть команды, которые в один момент придется распустить. Не может быть уже сейчас стоит подумать о том, чтобы взять кого-то, кого-то человека с рынка, который бы мог, который имел бы опыт работы подобного рода в масштабах, создания социальных сетей, ну пускай не самого высокого профиля, но какого-то, и который готов был бы ответить за, пардон, за бабки, потому что в бизнесе именно это решает. Я абсолютно согласен. Мы сейчас задумываемся, и надо думать об этом интенсивнее, надо уже решать что-то насчет бизнес-моделей, вполне конкретных и понятных. И, в общем-то, я согласен с тем, что ты говоришь, но я бы просто не стал управляться в эту тему. Это внутреннее дело, просто внутреннее дело романтика романтикой просто, а деньги деньгами. Поскольку у вас там 15 человек, все кушать хотят, и офис, и я просто там вот даже так, знаешь, не берусь представить, сколько это денег, потому что волосы, боюсь, станут дыбом каждый месяц. Пока что абсолютно без каких-либо прибыли. Перейдем к вопросам слушателей, которые поступили в блог, успели появиться за те дни, когда, с моментом публикации анонса нашей беседы. Вот такой вопрос. В сторону от проектов. Пытались другом запустить местную лизанскую социальную сеть для роллеров. Веллеров, надеясь на то, что народ, утомленный спамом ВКонтакте и неудобством нового дизайна одноклассников, решит регистрируться у нас. Спорный вопрос насчет неудобства нового дизайна одноклассников. По-моему, он удобнее. Но, опросив друзей, встретили такую негативную волну наше начинание, что решили пока не развивать это направление. Основным доводом было, что никто не собирается уходить с самых популярных сетей. А еще какие-то уже просто никто не захочет осваивать по новой. Хотелось бы спросить, когда вы начинали свой проект, какие были ожидания и насколько они в итоге оправдались? И правдили ли вы какие-нибудь опросы перед запуском своих сетей? Вопрос к тебе. Хорошо. Я не коммерческий директор, поэтому я про модель монетизации, может быть, не совсем хорошо ответил, но про то, что касается фокус-группы, про опросы, про маркетинговые инструменты, это я могу замечательно ответить, поскольку это именно моя сфера деятельности. Мы проводили опросы, мы провели фокус-группу. Я понимаю, что одна фокус-группа это еще не совсем релевантный показатель, но после этой фокус-группы мы также разослали большое количество анкет тем или иным. нашим пользователям потенциальным, то есть целевой аудитории нашей. И мы делали некоторые выводы. Мы, например, увидели и на фокус-группе это было явно, четко, во всех ответах, во всех дискуссиях и обсуждениях, что людей, молодых людей, школьников конкретно, у нас были все именно учащиеся средней школы, их уже утомило спам ВКонтакте, их утомила незащищенность этой социальной сети, их уже, в общем-то, утомили различные взломы, различные истории с обнулением счетов в тех или иных приложениях. В общем-то, вся эта история их очень им надоела. Поэтому, в общем-то, основываясь на этом, мы старались сделать так, чтобы в Скулауте одним из наших главных преимуществ стала вот эта некая безопасность, некая система сдержек и противовесов. Математическая и просто человеческая, в общем-то, чтобы мы могли гарантировать безопасность нашим пользователям. Были другие какие-то пожелания, мы старались их все учитывать, некоторые еще не успели учесть, некоторые будем учитывать, и мы обязательно делали и мастер-класс, ой, извините, фокус-группу, я уже разговариваюсь, у меня мастер-класс на днях будет, мысли в том числе и о нем, извиняюсь. Так вот, фокус-группу, и мы изучали вообще претензии, какие есть у пользователей к ВКонтакте, пожелания, мы внимательно изучали каких-то других конкурентов, их попытки делать проекты для школьников, поэтому вся эта работа проводилась, и на основе нее мы, в общем-то, двигались вперед. Ну, то есть, и на исламе отвечая на вопрос господина, который задал его в блоге моем, ты считаешь, что есть возможность вытащить людей из ВКонтакте одноклассников и их привнести или как заманить собственные социальные сети? Да, есть. Понятно. Вот вопрос следующий. Так, начинается он не не очень как бы считаю создание скулаут, ну, как бы заменю слово неудачной затеей, скажу так. То есть, тут не ругательное слово, да, но просто более резкое. Неудачной затеей. Кому это нужно? Ведь есть ВКонтакте те же одноклассники. Что вы можете посмотреть нового? Ну, собственно говоря, вот, пожалуй, мы говорили о том, что нового. Единственное, что услышал о новой ролике, это оформление своей анкетной странички. Вот, ну, еще раз, да, потому что это не единственный вопрос, который звучит в таком ключе, так скажем, в том, что затея может выгореть. Можно я еще раз главное, наверное, подчеркну? Я не буду сейчас про технические какие-то там наши идеи, мысли, новшества. Скажу главное, что хочется сделать. Это комфортную, спокойную атмосферу для школьника. Уютную, приятную, назовите как это угодно. Школьников в том же ВКонтакте шпыняют как школоту. Не везде, но можно такое заметить. Вот. Мы хотим сделать, в общем-то, то место, где никто не будет над ними издеваться, не знаю, виртуальным образом, где никто не будет, никакие там, не знаю, родители по чужим аккаунтам просто так не смогут прочитать то, о чем они между собой общаются. В общем-то, у нас вот задача главное сделать так, чтобы именно определенному, определенной целью аудитории, определенному возрастному сегменту было комфортно. И вот разными какими-то инструментами, разными техническими вещами мы пытаемся это сделать. А, кстати, как мысль вслух, ты вообще считаешь, что возможно создать комфорт в обществе школьников? Потому что, ну ведь, любая виртуальность это отражение реальности, а любая реальность в школе это, ну такое, как бы, некая, ну, вспомним перемену, да, люди, ребята кричат, носятся, кто-то там в углу дерется, кто-то пошел в туалет курить, кто-то кого-то ругает, кто слабее, тот сильнее, того, кто слабее. В общем, жизнь такова. Ты думаешь, что удастся в интернет сделать нечто другое, и там не будут ругаться, и будут все ходить в бажу и манжетах? Нет, конечно, не надо ни бажу, ни манжетов, и ругаться они будут, но это будет некая, скажем так, среда, где они сами могут все эти вопросы выяснить. Ну да, вот в классе там поругались, поспорили, но, извините, там приходит, звучит выпускной звонок, последний звонок, и вот вы уже все обнимаетесь и жалеете, что расстаетесь. Поэтому, как бы, то, что будет между школьниками, это, в общем-то, на их совести, я не думаю, что там, какие-то такие серьезные прямо уж противостояния. То есть, это нормальная жизнь, в которой есть, помирился, поссорился, подружился, поругался, но никто внешне не сможет, в общем-то, безнаказанно причинять им какие-то неудобства. Ну и ВКонтакте тоже, в общем, никто внешне не причиняет, все внутренние. Вопросы от Антона, пользователь, который задал целый ряд таких интересных, как мне кажется, дал несколько соображений. Первое. Какие книги читаете сейчас и что бы вы посоветовали по маркетингу? Думаю, что многим будет интересно. Если есть, даже может быть по интернет-маркетингу. Ну, если книги, книги по маркетингу вообще интересная история. Это как вот мартышка и очки. То есть, одни очки читаешь Филиппа Котлера и тебе хочется надеть такие черные очки, потому что все так тяжело, все непонятно, все серьезно. Читаешь Игоря Манна, наоборот, розовое. Все легко и просто. А на самом деле лучше снять очки и заниматься практикой. Конечно, нужны какие-то книги, но я больше бы посоветовал обратить внимание на интернет. В интернете гораздо есть больше интересной информации, в том числе и на западных каких-то источниках. Просто не стесняйтесь искать по интернету информацию, которая вам нужна, интересна, в профессиональной области или там какой-то просто с целью развития. И рано или поздно вы найдете для себя круг источников, из которых будете получать полезную информацию. Наверное, вот так. Ну, а так вообще... В том-то и сложность, чтобы отсеять зерна от плевел и найти то, что действительно стоит внимания. Тут назвал Мана и Котлера. Да, действительно, они разные, но и тот, и другой достойны внимания. А вот на этапе освоения предмета сложно отличить Мана и Котлера от, я не знаю, какого-нибудь Иванова или Джонсона, которые на самом деле пишут ерунду, но ты же не знаешь. Мне нравится, вот Джек Траут и Эл Райс однажды написали замечательную книгу «22 непреложных закона маркетинга», например. Вот ее рекомендую. Игоря Мана рекомендую. Есть замечательная книга, она, может быть, не совсем, хотя, в общем-то, тоже относится к маркетингу. Это первоклассный сервис, как конкурентное преимущество. Джон Шоу, по-моему, ее написал. Есть много хороших книг. У Тома Питерса, вообще один из моих самых любимых авторов, у него есть книга «Представьте себе», которая, на самом деле, в оригинале звучит как «Перепредставьте себе», то есть, ну, снова вообразитель. Но в русском варианте она «Представьте себе». У него уже есть книги, там, дизайн, бренд. Много есть интересных книг, просто трудно что-то советовать, потому что одного человека зацепит. Одна книга другому будет полезна совсем другая. Ну, хорошо. Еще вопрос от того же пользователя, Антон. Расскажите, какой маркетинговой философии, политики, стратегии вы придерживаетесь в ваших проектах? Есть ли таковая вообще? Ну, не знаю, мне трудно сказать маркетинговой философии. Я могу сказать примерно алгоритм, как я работаю. Это, ну, опять же, не будет отличаться ничем от алгоритма общепризнанного, от того, как работают многие другие специалисты по маркетингу. В общем-то, первое, будьте внимательны, смотрите на конкурентов, смотрите на целевую аудиторию, изучайте, что вы можете предложить этой аудитории, решайте их проблемы. Важно решать проблему людей и делать это так, чтобы они были готовы платить тебе за это. Или деньги, или покорно смотреть рекламу, или каким-то другим образом приносить тебе прибыль. Найди эти нужды, решай эти нужды, и тогда, в общем-то, люди будут довольны, счастливы, тебя благодарят. Наверное, вот так. Все понятно. Хорошо, тогда, если не возражаешь, пару слов о новостях недели. Хорошо. А именно, рассказ о том, что же произошло у нас важного в Рунете за прошедшие дни. Не знаю, в курсе ли ты, если не в курсе, сейчас расскажу о том, что популярный российский информационный портал Life.ru, этакий электронный таблоид желтизны невероятной красоты, решил, как пишет ВП «Планета», разложить яйца по разным корзинам. А именно, по адресу Life.ru сейчас долгое время было вообще ничего недоступно. Причем, более того, его даже Google заблокировал по каким-то причинам неведомо мне. То есть, выдавал предупреждение, что этот сайт содержит какие-то опасные программы. А сейчас там висит просто надпись на Life.ru «Пропал любимый сайт, извините, сайт Life.ru на реконструкции». И далее обратный отчет до времени открытия нового сайта Life.news.ru Насколько оправдан у нас в это чрезвение вот такое? Они собираются разделиться, закончу информацию, собираются разделиться с Life.ru на три потока три новых сайта Life.news, Life.show.biz и Life.sport. Все с приставкой Life.ru, разумеется. Насколько оправдан тебе кажется такой шаг, когда популярный, ну, по-своему, но популярный посещаемый сайт несколько, по-моему, пара сотен тысяч посещаемость у них была в сутки, вот так вот берет и закрывает свой сайт на несколько дней, а затем делится на другие домены. Если я не ошибаюсь, я слышал информацию о том, что приобрести Life.ru, вернее, уже три этих получается сайта, хочет Руперт Мердек, его корпорация. Я слышал такую информацию, более того, я слышал, что он уже некоторое время проводит эту стратегию, еще раньше об этом можно было прочитать, что он пытается продавать контент, и его какие-то издания сейчас некоторые заточены на то, чтобы продавать подписку, продавать, в общем-то, те новости, те какие-то аналитические статьи даже больше, именно за деньги своим пользователям. И вполне возможно, что что-то подобное просто будет опробовано здесь, будут сделаны три тематических проекта, и, скажем так, доступ к ним, если не полностью, то частично будет, наверное, платным. Может быть, в этом дело. А ты думаешь, что это будет работать в Рунете? Продажа... Я не знаю, я сомневаюсь, что оно вообще работает хоть где-то, потому что я пока слежу за этим вопросом, пытаюсь какие-то материалы читать аналитические, потому что мне тоже очень интересно будущее журналистики, где оно, каково оно, и я не скажу, что где-то есть вот прям такой явный, серьезный пример успешно, успешно реализованной модели такой, поэтому не знаю, боюсь, что в нашем Рунете так тем более за контент платить еще люди абсолютно не готовы. Ну, я тоже так думаю. Ну, хорошо, двигаемся дальше. Mail.ru создал новый раздел на своем портале предсказуемое здоровье собакамail.ru предсказуемо, потому что, ну, понятная тема, понятная монетизируемая в перспективе, весьма себе симпатична, поскольку фармацевтика, медицина, отрасль, которая была и будет всегда затребованной. Вот, очень миленько сделано, как и многое, что делает Mail.ru, вот такой, по-уверенному, хорошо, как мне кажется. Ты видел вообще этот раздел, нет? Этот, честно говоря, нет, не видел. Ну, вот, потом рекомендую зайти, посмотреть, если любопытно будет, еще раз подчеркиваю, то, как последовательно и грамотно действует руководство на средственные разработчики проекта. Нужно сделать проект о здоровье? Сделали проект о здоровье? Нужно было бы сделать проект о животноводстве? Уверен, сделали бы вы о животноводстве. Хорошо, красиво, на таком повышенно-среднем уровне, не хватает звезд с неба, но выглядит, на мой взгляд, весьма достойно, ну, уж точно пристойно, однозначно имеет свои интересные фишечки, и, безусловно, поскольку трафик, которым оперирует Mail.ru, сейчас становится все больше и больше, уже имеет хорошую посещаемость, и перспективе, несомненно, там встанут те самые баннеры, там, тизеры и прочее медицинских организаций, клиник, там, в частности, московских, фармацевтика туда пойдет, и, в общем, все там будет хорошо. Новость просто о том, что есть в интернет, несомненно, их все больше и больше, люди и компании, которые движутся в бизнес-направлении верным путем. Что забавно, кстати, Mail.ru отметил этот выход раздела здоровья Mail.ru, случилось это 2 октября, в день донора, тем, что они массово сдали кровь. Даже походили после фотографии, где прямо в офисе Mail.ru сотрудники, так сказать, не отходя от рабочего места, фактически, лежали с этими штуками, вогнутыми в вену, прости господи, сдавали кровь. Ну, в общем, молодцы со всех точек зрения. Молодцы, конечно. И социальная ответственность тебе, и качественный проект, все такое прочее. Замечательно продают свой трафик, да. Двинулся дальше. Синьюс пишет. Чиновники, блогерам, не предупредил о рекламе, заплати 16 тысяч долларов, кстати, на секунду. Не касается это прямой Рунета пока что, однако, как тенденция, мне кажется, важно, и поэтому я хотел об этом двух словах сказать. И тебе расскажу, в частности, о том, что американская федеральная торговая комиссия обязала блогеров, американских средствах блогеров пока что исключительно предупреждать читателей в случае публикации рекламного материала. Нарушителей обещают штрафовать на суммы до 16 тысяч долларов. А именно, если некто публикует какой-то изначально аффилированный обзор, скажем, какого-то гаджета, телефона, я не знаю, сервисных услуг той или иной компании, если он получает деньги, и не пишет о том, что это реклама, то он рискует попасть под этот закон. То есть, таким образом, во-первых, признается факт того, что мне кажется особенно интересным, и почему об этом я вымел в программе, признается факт того, что каждый человек, тем более блогер, набравший какое-то количество маломальское, заметное, читателей, становится фактически таким медиаплощадкой, сопоставимой, по крайней мере, по статусу и обязательствам с печатными изданиями, с радиостанциями, с телеканалами, масштаб другой. Ну, у большинства масштаб другой. У топ-блогеров масштаб и масштаб сопоставим. И таким образом подпадает под социальную ответственность. Получается, социальную ответственность, в том числе, если уж ты рекламируешь что-либо, изволь об этом сообщить, чтобы твой читатель или слушатель, твой реципиент таким образом понимал, что ты не предвзят, что берешь за это деньги, и к тебе нужно прислушиваться, не открыв рот и внимая каждому твоему слову, а, так сказать, фильтруя твои слова через фильтр, так сказать, понимание того, что это реклама. Вот такие дела. Как думаешь, у нас появится такой закон? Ну, я знаю, у нас живой журнал сейчас рекомендует тем, кто размещает на коммерческой основе те или иные посты сообщать об этом аудитории. Но мне интересен, вот, например, другой вопрос. А если я размещу информацию о своем проекте, который может быть не совсем прибылен, да или даже прибылен, что это будет означать, как, 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 где можно провести грань. Я просто рассказываю что-то о своем проекте или который мне проект очень понравился, или я просто рекомендую услуги компании, которая действительно эти услуги предоставляет хорошо и я доволен, или это реклама. То есть, как это будет отслеживаться. И не захотят ли меня наградить штрафом за то, что я просто расскажу, как я посетил ресторан вчера и мне понравилось обслуживание, понравился меню. То есть, где вот эта граница? Мне, например, не совсем понятно. Вот, это большой вопрос. Очень большой вопрос. Однако, тут, с одной стороны, такая диалектика классическая, прямо из книг Маркса. С одной стороны, действительно, а как определить, рекламируешь или не рекламируешь? Если ты действительно сходил в этот ресторан и тебе действительно понравилось. Ну, и в конце концов, действительно, они тебе проставили там какую-то часть счета, потому что им понравился. Ну, ты приятный человек просто оказался. И, по сути дела, они тебе заплатили, а ты испытал настоящие эмоции и написал этот обзор, не указав, что это реклама. И вот таких вот случаев, таких качелей, юридических, конечно, будет множество. Однако, безусловно, что каждый блогер является медийной площадкой. И каждый блогер таким образом должен нести ответственность за то, что он говорит. И эта ответственность, по сути, крюльцами по себе, зачастую безответственная, необходимо каким-то образом организовывать. И, видимо, государственно. Я думаю, В этом смысле американцы последовательно. Я думаю, что и Россия до этого дойдет, просто гораздо позже и, может быть, немножко не в такой рамках. Но интернет же это большой кладезь финансов. Это большое количество финансовых операций, которые никак не контролируются на данный момент нашими налоговыми органами. Поэтому, я думаю, эти самые налоговые органы давно уже посматривают на то, как бы интернет нам взять под свою опеку, скажем так, и иметь с него нужные поступления. Поэтому, я думаю, что рано или поздно и наши налоговые органы опомнятся. И, может быть, пример зарубежный станет в какой-то мере даже импульсом. Вполне возможно. Но здесь, скорее, не налоговые, а следящие органы. Но то, что наши госструктуры уже смотрят в сторону интернет, несомненно. И об этом следующая новость. Дмитрий Медведев в своем видеоблоге, вы знаете, гражданина Медведева, конечно, ну, если нет, то это президент России, пишет, год назад появился мой видеоблог. Так и называется эта публикация. Вот суть ее в том, что Дмитрий Антонович отмечает факт возникновения своего видеоблога. Несомненно, за это время очень многое в том, как он вел себя, ну, собственно, и ранее, да, до создания блога, в том, как вел себя относительно сети, многое меняло отношения чиновников традиционно ортодоксально настроенных таких, так сказать, ретроградов чиновников России к сети. За это время успели появиться блоги у таких людей, которых, ну, вот, там, Грызлов, Борис Грызлов, не переворачивай бы мне имя, да, по-моему, Борис Грызлов, который, в общем, такой мужчина, не в первую очередь ассоциирующийся с образом блогера, так скажем, ну, и так, не буду перечислять, то есть, значительное количество людей не только завело блоги, но и стало действительно внимательно следить за сетью, как могло. Сергей Миронов, один из чиновников самого высокого уровня, кажется, представитель сайта Федерации, боюсь соврать, не очень ориентируюсь в этих должностях, однако, безусловно, влиятельный человек также активно заинтересовался вопросами интернет, дважды проводился, не ошибаюсь, встречи с блогерами, которые, в общем, ничем особо не закончили, но сам факт, внимание, состоялся. Так вот, вот то, что Дмитрий Медведев является флагманом, президент России является флагманом интереса власти к интернет, с одной стороны, конечно, гарантирует то, что это слияние власти интернет будет идти сюда, дальше и дальше, будет все активнее, это позитивно, с другой стороны, конечно, гарантирует приход в интернет и финансовых органов, и следящих органов, и, разумеется, и прозрачность определенная, как непрозрачность сейчас станет прозрачностью позже нашего поведения, наших профилей в социальных сетях, нашей активности в блогах станет явной для госструктур, ну и наши расчеты, которые сейчас ведутся многими в том или ином виде, скажем, через электронные деньги, они также рано или поздно должны быть налогово подотчетны государству. Впрочем, это разумно, поскольку, ну а как иначе, мы живем в стране, ну, скажем, не все мы живем, я, скажем, не живу в стране, однако считаю себя гражданином и являюсь гражданином этой страны, и если ты причиняешься к этому числу, значит, изволь как-то находиться в налоговом поле, потому что иначе на какие деньги государство будет существовать и хорошо ли, плохо ли, но ограждать тебя от преступности, хорошо ли, плохо ли, строить дороги, там, обеспечивать пенсионеров, социально обделенных людей и так далее. Ушел в сторону. Так вот, значит, увидел блоги президента, там он напоминает о том, что как реакции на записи в блоге его реакции или реакции его людей уже были реальные движения, то есть детское инфекционное отделение Аризанской больницы было отремонтировано на сайте пресловутом закупки.гос.ру наводится порядок и если об этом говорит сам Медведев, то, безусловно, там порядок будет наведен. По информации поступившей от посетителей блога, блога президента, как он пишет, сам было проверено и закрыто весьма значительное число подпольных игровых заведений, которые с июня этого года или июля, с лета этого года в России незаконны в большинстве своем и так далее. Вот это очень действительно знаковая штука само появление блога год назад, выступление в честь этой годовщины самого президента России и то, что он отмечает в этом выступлении, мне кажется, действительно важно. Блог реально приносит пользу, блок реально действует в сторону объединения государства и госструктур с реальной жизнью сети, с реальной жизнью виртуальности, можно сказать. Вот, и все это в общем целом, наверное, позитивно. Так? Абсолютно так. Я даже представил, в одноклассниках есть сейчас такой момент, что звезда может подтвердить, что она действительно звезда, звездный статус получить, на аватарочке звездочку поставить. Я прям представляю, как чиновники подтверждают свои статусы, им на аватарку лепят портфели такие чиновничьи или, я не знаю, еще что-то, там, герб России. И в одноклассниках мы видим большое количество депутатов, парламентариев и прочих каких-то сотрудников государственного аппарата. Очень интересное время будет. И еще один момент, который меня так интересует, я иногда время от времени пытаюсь смотреть за тем, как государство позиционирует себя в интернете, и есть интересный такой момент, который замечают эксперты. Сейчас на Западе все больше распространены блоги и активность в интернете от имени тех или иных ведомств государственных. А у нас в России все от имени конкретных персоналей. Не чисто ли это наша русская такая вот особенность, что решит не аппарат, а решит человек, вот, к нему и надо идти бить поклоны. Очень интересный такой момент, который показалось уместным заметить. Ну, здесь такая штука, то, что групповая ответственность это часто ответственность никого, а личная ответственность это ответственность понятная ответственность взятая конкретным человеком. В этом смысле, кстати, конечно, отвлекаясь в сторону, еще на секунду касаясь блога президента, двоякое ощущение от него. В том смысле, что, ну, нельзя что-то все жалобы нести, на, как это было принято в царские времена, на плохих бояр хорошему царю. Невозможно, поскольку этих жалоб будет, ну, миллионы, наверное, нет, но десятки, сотни тысяч. Да и не правильно это будет. Конечно, эти жалобы и все эти действия должны проводиться как-то на местах. Для этого существует пресловутая, прости господи, вертикаль власти, для этого существует система управления, которая работает как в бизнесе, так и в политике по одинаковым законам. И она должна работать. И тогда в блоге президента на любые его посты, которые будут носить представительский характер и вещать нам улыбающегося здравяка, каковым является, слава богу, господин Медведев, вот блоге президента будут только просто благодарственные комментарии. А уж ни в коем случае не жалобы на кого-то там губернатора, какого-нибудь городка с 50 тысяч населения, который в масштабах России, ну, это совсем что-то такое маленькое, несерьезное. Поскольку там на местах не решают и нужно написать президенту. Это какое-то нарушение баланса управления. Еще один комментарий такой небольшой. А когда вот концертный тур, который мы поддерживали в моих городах, разъезжал по городам России, в каждом городе встречались с местными властями организаторы этого тура. И в каждый город они везли письмо от моих городов. Письмо, в котором я составлял текст и апеллировал, потому что вот задача президента построить информационное общество, все наши ресурсы вам в помощь. Мы готовы законопроекты публиковать, информацию размещать. В общем-то, используйте нас, мы можем вам помочь. В каких-то решениях ваших информационных задач. Из ста городов не пришло ни одного ответа и отклика. Очень интересный момент. Ну, возможно, потому что не стояло подписи президента на твоем прощении. К сожалению, не стояло. Следующая новость. Яндекс по слухам, вернее, как даже по фактам, это я уже проверял, удалил из поисковой выдачи информацию о сайте гдеэтотодом.ру. Об этом писали несколько изданий. Гдеэтотодом.ру просто перестал индексироваться и пошли слухи о том, что это попытка выдавить конкурента. Поскольку до момента появления у Яндекса своих панорам, кажется, так называется сервис, этот аналогичный, Street View у Google, то есть возможности посмотреть на карте сферические такие фотографические панорамы многих точек Москвы, до этого момента все было хорошо. И сайт гдеэтотодом.ру находился в индексе. А вот как только появились панорамы, в скорости после этого из индекса сайт полностью пропал. Яндекс объясняет это не политическим решением, но некими техническими вопросами, которые решатся в перспективе. Однако вот буча поднялась и факт налицо. Как думаешь, конкурентам они посчитали где-то дом и выкинули? Или все-таки это действительно они здесь ни при чем, они красиво играют и даже конкурентов не выкидывают? Я не думаю, что дело в конкурентности какой-то или в политике Яндекса. Я думаю, дело действительно в том, что где-то дом нарушил некоторые какие-то правила, говорят там и ссылки были не к месту прописаны, еще какие-то вещи рассказывают. Не знаю точно, в чем причина, но я не верю в политическое решение. Есть вот сервис, например, russautobus.ru, по-моему, так называется. Очень неплохой и грамотный сервис, который помогает пользователю просчитать маршруты по городу, как добраться из одной точки в другую. То есть он показывает тебе автобусы, метро, время и так далее и тому подобное. И этот сервис вполне существует, и я не думаю, что его когда-то Яндекс выкинет и посчитает конкурентом к Яндекс-картам. Я думаю, что Яндекс сделает проще. Когда он увидит, что эта модель начинает приносить деньги или модель, где этот дом может быть перспективна, с панорамами, он просто сделает свой сервис, и его трафика, его влияние, его силы хватит этот сервис раскрутить и сделать более посещаемым и интересным, чем аналогичные примеры на других каких-то сайтах. Поэтому Яндексу не нужно абсолютно никого, никуда выкидывать, незачем, мне кажется, конкурентов где-то банить и убирать из поисковой выдачи. Просто это попытка сделать некий пиар-повод, заявить о себе, о таких великих и прекрасных, на фоне того, что сами где-то облажались немножко и оказались вне Яндекса. Ну, все возможно. Я так наблюдаю, что отношение к тем или иным информационным поводам вокруг больших порталов типа Мейнру, Яндекса, Рамблера и Гугла, оно строится по двум парадигмам. Одна часть людей, так сказать, люди, скажем, находящиеся в парадигме всемирного заговора, видят за каждым действием больших поисковиков или больших порталов некий скрытый смысл и желание сделать некую гадость, а другая часть верит в то, что они белые и пушистые и ни в коем случае не предполагает, что возможны хоть какие-то допущения, ну, такого некрасивого или допущения некой нечестной, нечистой игры. Истинно, наверное, посередине, на самом деле, как всегда, но в данном случае вероятнее всего действительно выпал сайт из Яндекса просто так, так сказать, без воздействия на то политических решений Яндекса. Следующая новость. 35% населения России пользуются интернетом. Именно об этом гласит очередное исследование фонда общественного мнения, которое вышло на днях 35%, а именно 39,9 миллиона человек. Но надо сказать, что это полугодовая интернет-аудитория. Как мы говорили в свое время с Андреем Сибрантом насчет другого исследования несколько месяцев назад, полугодовая аудитория штука такая, достаточно обтекаемая, поскольку и дедушки, как вот Андрей приводил пример, которому показали в деревне интернет один раз, привезя его в город на побывку, показали дедушке это интернет. Дедушка запомнил, что есть такое слово и на опросе сказал, что да, 5 месяцев назад, ну так, чтобы попасть в полугодовую аудиторию, или так, 5,5 месяцев назад, я видел у внучков интернет, и его записали туда, в полугодовую интернет-аудиторию. Поэтому цифра 39,9 миллионов аудитории Рунета, наверное, немножко оптимистическая, более реальная, по крайней мере, с точки зрения подхода суточная аудитория, ну или в лучшем случае недельная, по меньшей мере, недельная. Суточная аудитория по опросу ФОМА, он на общественном мнении составляет 21,3 миллиона человек, что уже весьма солидно. При этом за год рост составил 18,3 процента, то есть почти на пятую часть мы по аудитории в Рунете выросли. Для сравнения скажу, что такое 35 процентов вот эта вот доля интернетизированности российского населения. для относительно мира вообще Россия с 35 процентами находится не на самых высоких показателях. Так скажем, в Австралии 77 процентов населения находятся в интернет. В Великобритании 71 процент, Германии 70 процентов. В России только 35, то есть нам есть куда расти. Но многие страны таких, скажем, вот Бразилия, также приводимая в одну из диаграмм этого бюллетеня фонда общественного мнения Бразилии имеет интернетизированность 29 процентов. Одним словом, у нас уже много, это достаточно солидные цифры, десятки миллионов человек, но у нас еще недостаточно много для того, чтобы сказать, что охвачены все. Конечно, постепенно рост будет продолжаться, видимо, уже не теми темпами, как это было раньше, но даже рост 18 процентов за год, если он будет так продолжаться ежегодно, ну или так, потихоньку успокаиваясь, однако, стабильно вверх, то постоянно будем мы каждый год, каждый месяц предпочитать новые и новые сотни тысяч, даже миллионы пользователей, приходящих в Ронет. Вот такие дела. Есть что добавить? И города всегда готовы встретить эту аудиторию. Все. Знаешь, я больше тебе скажу, любой сайт готов эту аудиторию встретить. Ну, любой, по крайней мере, маломальски осознанно работающий на то, чтобы аудитория к нему пришла. Там, может быть, есть пара десятков таких проектов, которые делают аутично настроенные люди, которые не хотят никого видеть на своих проектах. Но, с другой стороны, они, скорее всего, эти проекты просто закрывают и делают это для себя. Или группы таких же двух-трех аутистов, если такое слово. Ну, как-то так. В общем, тех, кто не очень настроены на общение с большими... Интровертов. Совершенно верно. Более точно синоним. Вот такие дела. Ну что ж, спасибо, Денис. Спасибо, что принял приглашение. У нас случилось-то более-менее это импровиционно. Спасибо, что нашел время сегодня в выходной день поговорить. Всего доброго тебе. Есть что добавить? Спасибо большое. Надеюсь, что вам было местами интересно, местами просто не скучно. Спасибо большое за приглашение. Для меня это большая честь. Вперед! К вершинам интернета. Что еще сказать? Несомненно. Хорошо. Вы слушали эксперт-шоу Ронатология. Сегодня у нас в гостях был маркетолог проекта «Мои города. Ру и Скул Аут. Ру» Денис Марков. Прежде чем закончить, пару слов о комментариях в ленте под ФМ, в которой я говорил уже о своем блоге в последней записи. Большая просьба, уважаемые друзья, тех, кто нас слушает, не забывайте комментировать выпуски на под ФМ в соответствующей ленте. Чем больше вы комментируете, тем больше мы понимаем от вас, принимаем от вас обратную связь и понимаем, в каком направлении двигаться. Это раз. А второе, чем больше комментариев в каждом выпуске, тем больше у нас возможности с точки зрения практической манипуляции этой истории. То есть, когда какой-то большой-большой человек, которого мы планируем приглашать, видит, что выпуски комментируются, нам с ним проще общаться. Мы планируем приглашать самых высоких топов в перспективе из фондов, порталов, поисковиков. Комментируйте, пожалуйста, выпуски. Не забывайте об этом. Пускай даже коротко, пускай даже просто спасибо. Это тоже комментарий. Для нас это очень важно. На этом все. Редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева. Вел программу Максим Спиридонов. До следующего выпуска. Рунетология. Программа Центра онлайн-образования Нетология. Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования Нетология представляет. Аналитическая программа Рунетология. Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы. Мнение ведущих специалистов Рунета. Рунетология. Добрый день, коллеги. Сегодня 16 октября 2009 года. Вы слушаете 25 выпуск эксперт-шоу Рунетология. У микрофона Максим Спиридонов. Как в Рунете, так и во всей глобальной сети в целом сайты по поиску работы появились одними из первых. И пройдя путь энергичной эволюции стали сегодня одним из главных инструментов онлайна. Интернет оказался идеальной средой для такого рода проектов. Мы уже имели опыт погружения в специфику, когда у нас в гостях был президент группы компании Headhunter Юрий Веровец, а наш сегодняшний гость представляет еще одного Титана из числа лидеров кадрового Рунета. В этом выпуске мы говорим с президентом портала superjob.ru Алексеем Захаровым. Алексей, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Вы профессиональный журналист. Несколько лет назад почему-то занялись построением рекрутингового сайта. Что потолкнуло вас к этому? Ну, про профессионального журналиста это громко сказано. Журналистское образование. Какое-то время я действительно работал в профессии. Но так получилось, что когда-то очень давно, когда слово интернет писали исключительно по-английски с большой буквы раз в полгода в американских журналах, я заинтересовался тем, что же это такое. Вот с тех пор разбираюсь. И была и есть номинальная сейчас уже есть компания Тренироват Девелопмент, которая была одной из первых компаний когда-то, которая занялась тем, что тогда называлась веб-дизайн. Хорошо мы были известны в свое время в узких кругах, были большие проекты, но на сегодняшний день компания ушла с открытого рынка и те разработчики, которые там работают, занимаются только нашими проектами. Мы потихонечку сделали свой выбор, что собственными проектами в какой-то момент стало заниматься гораздо выгоднее, чем работать на открытом рынке, скажем, в городском. Хорошо. Поговорим об этом подробнее через несколько секунд, а как повелось в эпиграфе досье нашего гостя, которое плавно переведет нас к основной части программы. Алексей Николаевич Захаров родился 21 июня 1969 года в Нижнем Новгороде. После школы работал токарем четвертого разряда, затем служил в армии. В 1996 году закончил факультет международной журналистики МГИМО по специальности журналист-международник со знанием иностранного языка. Во время учебы Алексей работал в газете «Московские новости», а затем занимал должность заместителя директора в Центре политических исследований России. В 1998 году создал и возглавил компанию Triumvirat Delokment. С 2001 года основатель и президент рекрутингового портала Superjob.ru увлекается рыбалкой, женат, живет и работает в Москве. А, кстати, почему все-таки вы сосредоточились только на Superjob и аффилированных проектах и ушли с рынка открытой разработки? Ну, потому что я думаю, что на сегодняшний день Superjob зарабатывает столько, сколько все веб-студии вместе взяты в том числе. То есть вы считали, что оффчинка не стоит выделки? Ну, это сложный и тяжелый бизнес, при этом можно делать либо большое количество небольших проектов, либо небольшое количество больших и тяжелых проектов. Мы специализировались на небольшом количестве больших интересных проектов, но там с каждым клиентом отдельная своя песня, при этом многие наши проекты доходили до того уровня, когда их просто становилось страшно клиенту держать на аутсорсинге. То есть мы должны были называть какие-то заоблачные суммы за сопровождение этих проектов, потому что не настолько там была большая работа уже по этим проектам, сколько большая ответственность за то, что все работало. И в этот момент объективно мы сами должны были советовать клиенту уже процессы переносить внутрь организации, что мы и делали. И в какой-то момент стало понятно, что рано или поздно мы всех клиентов, для которых сделали что-то интересное и большое, должны будем перевести в режим самообслуживания и бесперспективно дальше заниматься такими вещами. А небольшими, простыми проектами в большом количестве заниматься не хотелось. Но при этом у нас уже был суперджор, были другие мысли, поэтому мы в течение двух лет аккуратно, заранее предприятия всех клиентов, со всеми попрощались, кого-то передали другим компаниям, самые большие проекты все ушли, как правило, внутрь компании. Понятно. Вы занимались, занимались несколько лет сайтами, а при каких обстоятельствах в этом процессе, ну, наверное, более-менее текучки, возник суперджор как проект. Как появилась идея вообще создать крупный кадровый портал в тот момент, когда в России уже существовало несколько серьезных достаточно сайтов в этой тематике, да и, собственно, интернетом пользовались всего пару миллионов человек? Ну, насчет существовало несколько серьезных сайтов, на самом деле ничего серьезного не существовало, да, был уже тогда Джо Пру, который, ну, единственный, наверное, был достаточно серьезный в том плане, что была по тем временам серьезная посещаемость, асс, тысяч пять пользователей в день, вот, и это было много, у всех остальных было гораздо меньше, а получилось следующим образом, мы снимали офис в здании, которое принадлежало агентству «Контакт», кадром, он до сих пор существует, и как-то сидя по-соседски с руководителем этого агентства, Анатолий Наумович Курчин был такой царствуем и небесным, мы просто знакомились, рассуждали, делились какими-то мыслями, ну, естественно, мы попытались тем или иным образом продать свои услуги разработчики, звучало примерно так, ну, что ж, у кадровых агентств в России все сервера такие, ну, как говорят, плохенькие в интернете, да, давайте мы сделаем вам что-нибудь приличное, ответ был примерно следующий, что, конечно, да, ну, давайте, может быть, мы шире на вещи посмотрим и сделаем некий продукт, который будет востребован рынком в целом, не шла, в общем, пока еще речь о каком-то кадровом портале, да, шла речь о некой инфраструктуре, которая связывая, там, интернет и интернет, ну, вот, сегодняшним термином говоря, ну, будет помогать работать кадровым агентством, давайте вместе сделаем такой проект, от вас, в смысле, от трейлера девелопмент, разработка, от нас, от контакта, экспертиза, ну, и вместе попробуем этот продукт продать всему остальному рынку кадровому, вот, такой был заход изначально, мы подумали, сказали, ну, давайте попробуем, что-то начали делать, делали, 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 ну, потом стало не очень понятно, а что мы делаем и зачем, потому что появился некий интернет-ресурс, который начал очень быстро набирать популярность, как у работодателей, так и у соискателей, а зачем он нужен, нам и контакту было не очень понятно. Зачем с точки зрения бизнеса, да? Да, то есть у контакта была какая-то некая своя стратегия, на тот момент была не последняя далеко, а скорее там в числе первых компания в серьезном рекрутменте в России, мы были не последними, как выражаясь, на рынке веб-разработки серьезной, а вот зачем нам вот это вот нечто, где, в общем, крутятся какие-то баннеры, приходят какие-то в достаточно большом количестве пользователи, размещаются резюме и вакансии, это все понятно, но где деньги, в общем, не очень понятно, то есть мы как разработчики не очень тогда занимались вопросами бизнес-моделей в интернете, ненажды в бизнесе, а контракт ну как-то от интернета был вообще тогда далек, скажем так. Дальше встал вопрос, что с этим делать, то есть есть некий проект, он технологически как-то организационно развивается, что-то там происходит, он догоняет лидеров на тот момент, работа РДВ тогда, Джо Пру по посещаемости уже начинает перегонять, а что с этим делать, мы не очень понимаем, ну и хорошо, юзер ходит, ну вот вакансии размещаются, резюме отправляют, за этим надо следить, чтобы не было мусора, там еще что-то, ну дальше. А правда, что в этот момент вы предлагали купить вот вашим вашим партнерам портал Суперджоб за 5 тысяч долларов? Ну да, или там за 3, потому что, ну это был не тот портал Суперджоб, но это был ресурс Суперджоб, который на тот момент набирал популярность и кардинально отличался от всего того, что на тот момент было в интернете на эту тему, потому что, в чем было главное отличие, до нас все ресурсы, которые делались, эталонные Джо Пру, они делались, в некой идеологии достал БОС, меняй работу. Мы были первые, кто сделал ресурс в идеологии, нужны хорошие сотрудники, иди сюда, или здесь есть хорошие работодатели, приходите, все будет хорошо. А как это отражалось? Как это было считываемо публикой? Значит, ну это было из точки зрения интерфейсов, да, из точки зрения какого-то позиционирования, то, что мы о себе писали в сопроводительных текстах и так далее, да, то есть до нас был некий сайт, на который должен был прийти соискатель искать себе работу, и все было заточено вот с точки зрения пути по сайтам, да, текстов, сайтов, путем некого соискателя недовольного жизни. Значит, мы выловили некую тенденцию на тот момент, скорее интуитивно, да, что нужно нечто другое, да, что назревают какие-то процессы, когда если есть хороший работодатель, то будет хороший соискатель, да, для того, чтобы привлечь хорошего работодателя, нужно было сделать сайт не для соискателя, в первую очередь, удобный, да, удобный, в первую очередь, для работодателя, поскольку идеологией, в общем-то, я лично занимался, в том числе, ну, мне это интересно стало, да, я делал сайт для себя, для себя в том смысле, что я не являюсь соискателем, да, я являюсь, в первую очередь, работодателем, тогда уже являлся работодателем, поэтому мне было интересно автоматизировать, в первую очередь, те процессы, которые нужны мне при поиске персонала, а вот те процессы, которые нужны человеку, чтобы найти работу, они для меня были вторичны, да, А до нас все как раз на первое место выносили процессы, которые есть у соискателей для того, чтобы что-то там найти. То есть до нас все сайты работные были сделаны соискателями для соискателей. Суперджоп – это был первый сайт, который был сделан работодателем для работодателей. Поэтому пирамидка была перевернута, это было нечто новое, и это нечто новое оказалось правильным. На тот момент и сейчас идеология та же самая, потому что пока не появился суперджоп, все, кто пытался выходить на рынок интернет-рекрутмента, даже не на рынок, не было никакого рынка, а в тему интернет-рекрутмента, все пытались в том или ином виде копировать джопру, и естественно все провалились, потому что джопру уже был, и кому нужен еще один джопру, когда уже есть джопру. Почему у нас получилось? Потому что мы не стали копировать джопру, а сделали все по-другому и для других. В общем, после появления суперджоп практически все проекты, которые сейчас появляются, и тогда начали появляться, они все в том или ином виде копируют суперджоп, но никому, естественно, ничего не удается, потому что суперджоп уже есть, и никому, в общем, ничего такого не надо. Единственное, кому удается что-то копировать, это наши коллеги-хэдхантер, которые мы очень любим, им удается копировать. Но когда уже есть суперджоп и есть хэдхантер, в общем, четвертый суперджоп, 17-й суперджоп или 18-й хэдхантер никому уже не нужны, потому что, ну, зачем? Довольно смелое утверждение, то есть хэдхантер копируют с вас? Ну, и с нас в том числе, но я не считаю, что это там плохо, да, но у каждого своя стратегия, и, в общем, как правило, мы что-то придумаем, а коллеги что-то копируют. Но они всегда заявляли, что у них есть стратегия правильного копирования. Я здесь не говорю это с какой-то отрицательной импликацией, это, в общем, очень часто правильные стратегии, да, смотреть лучшее, что сделали, сами ничего не придумывать особенного, и там внедрять, да, достаточно быстро лучшие практики. Правильная стратегия, ну, для хэдхантера я думаю, что правильная, но мне, скажем, такой стратегии скучно, мне все время что-то там хочется выдумать. Я не могу сказать, что мы никогда не смотрели, что там делают коллеги у нас или за рубежом, и не внедряли что-то, но так получается, что практически мы многие вещи делали первые, не только в России, но и раньше, чем они появлялись в Америке, а потом как-то там что-то появлялось на Монстропом, походу, ну, как-то исторически так сложилось. То есть, иными словами, Суперджоп по факту является самой инновативной компанией с точки зрения различных новых функций на рынке рекрутинга в Рунете? Ну, когда-то это было, безусловно, так. На сегодняшний день, конечно, может быть, все происходит не так быстро, как хотелось бы, да, потому что уже компания большая, нагрузка большая, чисто серверная, да, и программное обеспечение уже очень сложное, тяжелое. Поэтому, если раньше внедрение какой-то инновации занимало полчаса, то теперь мы к каким-то вещам достаточно серьезно готовимся. Но, тем не менее, мысли, что еще можно сделать, как чего улучшить, их огромное количество, и инноваций у нас на ближайшие лет пять точно хватит дальше. И что, вот так вот, буквально вы наблюдали, когда некие функции, внедренные вами, появлялись на других порталах, не будем называть каких снова? Ну, это происходит каждый день. Каждый день, то есть буквально каждый день. Ну, то есть, как только мы что-то внедряем интересное, да, ну, очень часто, ну, не на всех, да, ну, вот лучших коллег появляются. Не вы обидел за это на них? Нет, абсолютно. Ну, потому что, ну что, а мы тоже что-то можем подсмотреть и сделать лучше, да. То есть, я в данном случае с удовольствием бы копировал готовые решения, но их не так много, которые хотелось бы взять и внедрить. Посмотреть, сказать, ой, блин, у нас этого нет, да, мы вот в этом однозначно хуже, а должны быть лучше. То есть, что-то мы видим, мы очень многое знаем, скажем, что у нас можно улучшить в плане юзабилити, но сохраняются какие-то автовизмы. Ну, например, когда-то очень давно значимая тема была трафика, да, то есть вот, чтобы у вас было побольше. Больше баннеров показано, чтобы было там побольше переходов, еще что-то, да, возвращаясь к тому, когда мы не знали еще, что с этим делать, никто не знал, как зарабатывать в интернете. И первый инвестиционный бум доткомов, если помните такую историю, да, все хотели нагнать как можно больше юзеров, как можно больше трафика, как можно больше показать баннеров, потом все это продать инвестору, пусть он думает, что с этим делать дальше. Значит, с тех пор у нас остались какие-то автовизмы, от которых мы будем избавляться, будем избавляться от лишнего трафика, потому что, ну, мы знаем, где можно сделать удобнее пользователю, чтобы он не за 10 переходов что-то сделал, а за 3, да. Но здесь тоже мы к этому очень осторожно подходим, потому что у нас есть пользователи, которые пользуются суперджогом больше 10 лет, как работодатели, ну, почти уже 10 лет, да, как работодатели, как соискатели. Работодатели тысячи людей с нашей помощью подобрали, соискатели некоторые по 2-3 раза нашли работу с нашей помощью за это время, и человек, в общем, не очень любит, когда вокруг что-то резко меняется, к чему он привык. Поэтому все изменения какие-то мы стараемся делать очень аккуратно, и вот если что-то есть, оно работает, мы знаем, что, может быть, здесь оно не очень оптимально, но оно не критично для бизнес-процесса. Соответственно, ну, если бизнес-процесс не требует это поменять, мы как-то вот в своей политике очень осторожно к этому подходим, потому что еще со времен, когда была разработческая компания у нас, и когда мы с большим количеством клиентов работали и разные проекты вели, я прекрасно помню, что практически всегда реакция пользователя на какие-либо изменения, интерфейсные в том числе, да, в массе свои отрицательные, хорошие, плохие. В том числе привыкает, и, в общем, вроде всегда так было, да, но первая реакция очень часто – это раздражение, зачем мы сделали, раньше было лучше, еще что-то, поэтому мы так вот здесь очень аккуратно к этому подходим. Ну, много что будет меняться, в общем, что-то достаточно серьезно изменится в ближайшее время, именно интерфейсное, но, опять же, мы постараемся, чтобы это так максимально тонко, нежно прошло, кто заметит, тот заметит. То есть изменения будут большие, но мы постараемся, чтобы их не очень были заметили. Любопытную вещь, сказали вы, в то время как большинство, особенно, ну, по крайней мере, контентных проектов, стремятся нарастить количество того, что назвали трафиком, то есть показов. Вы стремитесь сократить, я правильно понял? Да, мы стремимся сократить и будем, конечно, сокращать, если в среднем у нас сейчас, ну, где-то будет 15-20 просмотров страниц на пользователя, ну, так, не больше, да, то я думаю, что мы, там, до 7-8 лет можем нормально это делать нести. Ну, мы же живем не с рекламного трафика, да, то есть у нас нет задачи, чтобы пользователь загрузил как можно больше страниц, посмотрел как можно больше картинок. Наоборот, у нас есть задача, чтобы пользователь пришел, ну, нажал одну кнопку в идеальном варианте и решил свою задачу, да. Опять же, многие вещи на Ягдс постепенно переводятся, поэтому здесь тоже трафик все это будет уменьшать. Здесь две задачи решаются. С одной стороны, это удобство для пользователя, не грузим его лишнего, а с другой стороны, это снижение нагрузки на инфраструктуру, потому что, в общем, терабайты мы гоняем каждый месяц, в этом нет большого необходимости. То есть на то есть просто такие практически резоны? Ну, конечно, то есть, ну, это стоит денег, да, я не скажу, что это для нас значимые деньги, да, мегабайты не дешевые гигабайты, но зачем иметь, там, 50 серверов? Если мы, в общем, сейчас справляемся, там, на 15, да, не очень хочется сильно увеличить этих количеств. А, кстати, вопрос-то звучал в том, что мы потом коснемся еще, в заметках, заданных к анонсу программы. Сколько у вас серверов, 15, я правильно понял? Ну, где-то там, да, около 15 боевых, и там резервных, резервных, наверное, чуть поменьше, ну, боевых, там, около 15, да. Почему около? Потому что, ну, идет работа, да, что-то меняется, там, вот, вполне возможно. То есть, вчера было 14, а сегодня 15, все-таки, я, как бы, так вот... Жизнь не стоит на месте. Если говорить именно о боевых серверах, которые вот здесь и сейчас, сегодня отрабатывают сейчас в онлайне, то это, там, ну, 15, да, не цифра, я здесь не буду. А дальше, ну, если кому-то интересует, как они распределяют между собой, ну, по верхам можно говорить, да, ну, как везде, да, то есть, есть серверы, которые принимают на себя первичные коннекты на грузах, там, есть пара серверов, которые отрабатывают приложения, которые там работают, пара серверов на базе данных, там, сервер на почве, который отрабатывает, сервер, который с картинками работает, ну, в общем, здесь все достаточно стандартно. Другое дело, что, ну, по ощущениям, конечно, мы 15 серверами справляемся там, где большинство коллег, ну, 50-60 на сегодняшний день справляются. Это за счет хороших специалистов в области оптимизации? Да, это за счет того, что у нас действительно работает высококвалифицированная команда, и мы никогда не ставили задачи экономить на железе, ну, просто глупо, да, железо относительно, там, голов, оно, в общем, достаточно дешевое, но при этом все-таки работа над правильным, чистым кодом, это правильно, потому что плохой код, он может забить любое количество серверов, и ничего с этим не сделаешь. Соответственно, мы с железом работаем серьезно, да, и покупаем, естественно, если кого-то интересует только брендовое железо с полным сопровождением от производителя, ну, там, если винчестер вдруг сгорит, да, значит, пакорот, он на вертолете должен его везти. Ну, вот, регулярно меняем, да, то есть мы не дожидаемся, пока у нас сервер дрохнется, если производитель дает ресурс три года на сервер, значит, вот у нас три года отработал, потом уходит в резерв, на его место ставится новый, но, как правило, более мощный, потому что все-таки время проходит, гигагерции тоже дешевеет, и все дешевеет, за те же деньги нужно что-то более серьезное приобрести. Значит, старый уходит в резерв, а то, что стояло в резерве, ну, либо дарим кому-то, либо на свалку. Все у вас прямо по западной модели. Это от того, что есть избыток финансов? Ну, никак, избытка финансов никогда не бывает. Хорошо бы, чтобы он когда-нибудь у кого-нибудь случился, но, в общем, деньги есть всегда куда деть. Недостатков финансов у нас тоже нет, ну, просто это правильно, и, ну, с точки зрения наших затрат, все равно, конечно, стоимость железа, это исчезающая малая величина, поэтому, здесь мы можем себе любые затраты позволить, вопрос, а надо? По поводу тех голов, как вы говорите, которые трудятся у вас, я читал, что порядка 100 человек, да, находятся в штате Суперджоп? Да, около того. А вот, возвращаясь к теме... Ну, в основном, это клиентские менеджеры, то есть программистов у нас, в общем, меньше, чем хотелось бы, да, потому что мы постоянно ведем набор, постоянно смотрим людей, ну, люди нужны, если 5 человек сегодня придут, которые уже устроят отдел разработки, и сегодня 5 человек возьмут на работу, придут 10, возьмут 10, ну, с этим есть, как у всех, проблемы. Спросите, какую угодно компанию, все ведут набор программистов, всем не хватает. Возвращаясь к конкурентам вашим, вернее, к коллегам, как вы их назвали, помнится, в одном из интервью, вы вообще, я понимаю, достаточно не настроены на конфликты на рынке, да, то есть вы их не рассматриваете как врагов? Ни в коем случае, поскольку есть сильные коллеги, которые не дают расслабиться, я считаю, что эта ситуация очень положительная, если бы был еще кто-то, да, кто в состоянии был бы подогревать, как бы, да, дышать там куда-то в спину, ну, было бы, наверное, еще лучше, как бы, ну, вот, третьего игрока на сегодняшний день не видно, да, то есть, с точки зрения трафика, ну, есть работа Ру, безусловно, да, есть работа Мэлру, ну, это совершенно другие бизнес-модели, если мы говорим о качестве сервиса, не технического сервиса, да, что там крутятся, странички загружаются, а именно клиентского сервиса и результата в плане выхода людей на работу или поиска работы, ну, там, конечно, про другое речь идет, там баннеры показываются. Про другое, то есть, у вас есть информация, что они гораздо менее эффективны? Ну, это не мои слова, да, это рынок об этом говорит, а потом, ну, другая бизнес-модель совершенно, поэтому, ну, не знаю, они же не зарабатывают денег в нашем понимании, да, то есть, то, что там зарабатывается на рекламе, ну, мы примерно столько же зарабатываем на рекламе, потому что у нас реклама тоже продается, но мы ее не продаем, то есть, вот, у нас нет Salesforce, что называется, который вот входит и продает баннеры. Ну, купили, купили, не купили, да, и не надо. При этом баннерная реклама у нас стоит, там, раз в пять, а то и в десять дороже, чем у конкурентов, которые работают бесплатно, да, в результате на объеме мы получаем примерно те же самые деньги на рекламе, что и они, но с точки зрения бюджетов это незначимая погрешность, от которой мы можем легко отказаться. Мы много раз хотели отказаться, в принципе, от наличия рекламных мест, но когда клиенты, которые платят нам за другое, начинают просить еще и рекламу, ну, приходится идти навстречу. Раз приходится идти навстречу, чтобы каждый раз бардак не устраивать, ну, значит, у нас есть там процесс, есть прайс-лист на рекламу, пожалуйста, хотите покупайте, не хотите, ну, не покупайте. А какой процент занимает в структуре доходов реклама? Да не знаю, не знаю, меньше одного процента. Вот как. А вот, значит, подходя непосредственно к теме вашего основного бизнеса, вы зарабатываете на том, что продаете работодателям доступ к базе данных, да, как это и делает HeadHunter? Да, и возможность размещать вакансии. Платные вакансии, то есть на каких-то привилегированных позициях? Нет, просто все вакансии размещаются за денежки. А вот оно что, я ведь, не являясь вашим пользователем, так глубоко не знаю. То есть любая вакансия требует... Любая вакансия, да, требует оплату. Понятно. Хорошо, скажите, пожалуйста, снова обращаясь к истории, у вас была с момента старта сайта идея создать и офлайн-агентство по подбору кадров? Давайте тогда, может быть, интересно нашим слушателям, мы системно дорасскажем историю, а потом философским вопросом перейдем. Давайте. Значит, вот с контактом вначале мы говорили, что их взаимоотношения какие-то, когда мы перестали понимать, что с этим делать дальше, мы решили, ну зачем нам это, давай как-то разойдемся с коллегами. Потому что мы начинали друг на друга обижаться. Мы чего-то хотели от контактора, они не очень понимали, о чем мы от них хотели. То есть мы им мешали работать, они, в общем, нам мешали работать. Ну, даже вот не так вопрос ставится, да, но просто вот есть у нас некий совместный проект. В результате хозяина у него нет, никто за него так не отвечает. Вроде как он у нас под контролем технически, а что с ним делать идеологически, мы, в общем, не очень хотели понимать на тот момент. Поэтому мы поставили вопрос, что, ребят, ну вот есть интересный проект, давайте вы заберите его под себя. То есть вы хозяин, мы готовы остаться разработчиком, но командуете полностью вы, вы нам говорите, чего делать и куда его развивать. Потому что вместе, ну, это не получается, да, лебедь, трат и щука. Ну, ВКонтакте подумали, сказали, что, ну, у них тоже каких-то идей не возникло конкретно, они сказали, нет, им не надо. Ну, цена называлась тогда символическая, ну, это не бизнес было, предложение, да, просто, ну, заберите, дальше вы командуете. Ну, не захотел ВКонтакте забрать, мы посмотрели на то, что происходит, а как раз тогда начинался тот самый бум доткомов, да, баннеры, трафик, еще что-то. Ну, решили, ну, давай внимательно посмотрим на тему, вложим еще какие-то ресурсы, посмотрим, куда будет развиваться еще 2-3 месяца, ну, и потом будем принимать решение. То есть прошло 2-3 месяца, вдруг к нам пришли ребята из компании Дельта Капитал, по-моему, на тот момент, ну, какой-то из дельтовских инвестфондов. Говорит, а продайте нам кусочек Суперджога. Нам стало, ну, любопытно, мы говорим, а что вы хотите, почем? Ну, там процентов 10-15-20, ну, миллион долларов не дадим, а там 1300 долларов дадим. Тут вы, наверное, удивились. Да, мы тут сильно удивились, потому что, ну, как бы, баннеры на такую сумму по тем временам, ну, там, 10 лет продавать, да, и то не факт. Нам стало интересно. Неужели вот это стоит столько, да, потому что, ну, сколько там, полгода мы занимались проектом, друбок, ну, все. Что-то такое интересное. Но нам стало интересно, сколько же это реально стоит. Мы позвонили к друзьям, и у меня товарищ в тройке диалог тогда как раз занимался тем, что возглавлял департамент, который у них курировали инвестиции в IT. И я говорю, вот приходили коллеги, что-то предлагают, а можешь попить со мной чайку и проконсультировать меня. Ну, пришел товарищ в гости, мы поболтали, он говорит, да, что, все понятно, все интересно, сейчас тема модная, как раз мы тоже занимаемся где-то близко к этому. Он говорит, ну, и сколько стоит вот то, за что они предлагают 300 тысяч? Ну, он что-то сел, там, взял какие-то какие-то центы там инвестиционные, которые были на тот момент, что-то посчитал, еще миллион 700. Опа! Это прямо как у какого-то поэта Ленин, так и сел старик, наверное. Да, и тут настальг грохнулся, ну, через, там, неделю-две, да, то есть, где-то все осенью, в каком году у нас там все половилось, 2000? 2001, нет? Ну, 2001, да, ну, уже память отказывает, можно посмотреть. То есть, разговор был буквально перед крахом доткомов, так называемым, да. Проходит, там, месяц-два, ничего не происходит, интернет-ресурсы все дешевеют, никто ничего не покупает, никто ничего не продает. Я звонил приятель, говорю, ну, чего дальше-то с этим делать? Он говорит, понимаешь, сейчас никто ничего на рынке не покупает, никто ничего не продает, оценки нет, все коэффициенты не работают. И, в общем, тройка тоже на тот момент, если я правильно помню, сворачивала направление инвестиционное в эту тему, ну, потому что тема перестала существовать на какое-то время. Ну, все, вот, все. Ну, дальше мы сели и стали думать, а что с этим делать дальше, да, потому что у нас есть ресурс, который на тот момент уже, если я ничего не путаю, был первым по посещаемости, по трафику, который требовал все больше и больше денег, а что с этим делать было совершенно непонятно. Ну, мы начали с партнером думать, ну, пошли каким-то стандартным путем. Вот у нас есть самый популярный ресурс, вот там все кадровые агентства пользуются, а давай подставим под этот ресурс кадровое агентство, это будет витрина кадрового агентства, и, в общем, для нас, для агентства это будет красивый пиар, возможность получать большое количество заказов, еще что-то, ну, и будем заниматься рекрутингом и сделаем лучшее кадровое агентство в России. Давай, мы сняли шикарный офис на Старом Арбате, наняли, в общем, достаточно дорогих людей с рынка, возглавили у нас процесс человек с NBA, после London Business School, в общем, все, вот, лучше не надо. Алексей, а на какие деньги? Ну, как мы же зарабатывали, в том числе и на веб-разработке, тогда неплохо. То есть, то, что поступало до веб-разработки, вам позволило... Да, мы инвестировали в этот процесс, плюс, ну, есть другие бизнесы, которые с интернетом не связаны, как-то, да, у нас есть достаточно большая группа компаний, под условным названием «Труберат», скажем, лучший пляж в Ялте с лучшим отелем, приезжайте, это наше, как-то, да. Ну, вот, то есть, деньги на инвестиции, они, в общем, были, как-то, да, то есть, мы не испытывали недостатка в средствах, поэтому сделали кадровое агентство, пытались простроить там процессы, но сдуру занялись тем, что называется, executive search. Ну, это был неправильный ход. Поиск топов, да? Ну, поиск, да, топов, там, вот, круче нас никого нет, мы ищем лидеров для лидеров и так далее. Ну, партнер заказов мы имели любой, какой хотели, недостатка в заказах не было, но что-то мы с партнерами не очень понимали, что происходит, потому что сам процесс стоил весьма проличных денег, то есть, содержание агентства обходилось намного дороже, чем и содержание ресурсов Superjob. Доказов тоже было много, а вот финансовые результаты были какие-то непонятные, ну, месяц, плюс, месяц, минус, как-то, еще что-то, вот, не очень мы все это понимали. Ну, вот, и в какой-то момент, когда стало понятно, что ничего не понятно, а нам самим рекрутингом заниматься не очень хотелось, то есть, мы ничего не понимали в этом, на тот момент не хотели понимать. Но, когда денег было вложено достаточно много, перспектив, что они вернутся, именно вложенные в агентство, мы не видели, я стал, ну, хорошо, я уже буду заниматься сам. У меня как раз освободился офис в том здании, где я сижу на том же этаже рядышком, пересадили туда агентство, ну, я начал лично езжать в процессе. Ну, я понял, что мы, в общем, не заработаем здесь денег, потому что рекрутерский хлеб, он, в общем, достаточно тяжелый, и работа с людьми, непосредственно, она, в общем, совершенно не технологична, да, то есть, там какие-то процессы можно автоматизировать, но, вот, когда, например, конкретный случай, мы подбираем куда-то в крупную организацию главного бухгалтера. Все, значит, нам заплатили предоплату, мы нашли человека, работодатель согласился взять его на работу, соискатель согласился выйти, а в понедельник новый главный бухгалтер должен выйти на работу, там, значит, аккуратно отбегают старого главного бухгалтера, потому что есть некая конфликтная ситуация. Вдруг в понедельник в 11 часов звонок от клиента, говорит, а не вышел человек на работу. Ну, как не вышел? В пятницу все было хорошо. Ну, не вышел. Ну, дальше у нас рекрутеры ищут человека, находят человека и спрашивают, там, Мария Ивановна, а что же вы? Где? А он сказал, я передумаю. Ну, я беру коньяк, деньги, которые клиент заплатил, еду к клиенту, вращаю деньги, ставлю коньяк, говорю, ну, извините, ну, бывает. Ну, клиент говорит, ну, вот, ну, бывает, все понимают, ничего страшного, продолжаем работать. И вот после того, как, да, я лично начал езжать в процессы и заниматься, за две недели я столкнулся с тремя такими случаями, ну, я понял, что я на комитете разорился. Стал вопрос, что с этим делать дальше. Вот, а дальше мы с партнером сели и начали думать, ну, хорошо, что мы имеем на входе, да, мы имеем самый популярный, самый посещаемый ресурс в определенной сфере, да, он требует все больше и больше ресурсов. Там, где мы попытались заработать где-то полтора года, по-моему, у нас было это агентство, на стандартных рекрутерских услугах заработать не получается. Ну, закрыть его жалко, уже много вложено, да и вообще в тему было уже там, за миллион долларов зашкалило в целом, как бы на тот момент, да, включая агентство. Что делать? Ну, давай посмотрим, за что нам готовы платить деньги. Ну, вот у нас лучшая база резюме, да, самая большая, самая качественная. Ну, вот, работодатель с удовольствием размещает вакансии. Давай будем брать деньги за то, чтобы у нас размещали вакансии и за то, чтобы обращались к нашей базе резюме. А эта модель из размещения вакансии, она классическая, вот для западных сайтов в частности, да? Ну, в общем, да, то есть на тот момент Monster.com уже был и именно по этой модели и работал, да, и там, Carrier Builder и так далее. Ну, в общем, ведущие западные ресурсы, конечно, работали примерно так. Ну, то есть мы начали изучать тему, она работала по-разному, потому что, например, в Европе на тот момент существовало, да сейчас существует энное количество ресурсов, объединяющих какие-то базы данных по специалистам, где бизнес-процесс примерно такой. Вот вы можете здесь зарегистрироваться, найти человека в нашей базе данных, взять его на работу. Если вы его взяли, вы должны нам 400 евро. И народ приходит, ищет, уберет людей на работу и потом платит 400 евро. То есть по факту, да? Но поскольку, а как же не заплатить, ну, я же делал человека на работу, да? Все платят, как бы. Там, в маленьких европейских странах, где все друг друга знают, вполне работает такая вот бизнес-модель на доверие, да? То есть у нас есть некая инфраструктура, вы можете пользоваться абсолютно бесплатно. Если вы эффект получили, ну, значит, вы нам платите. И платят, как ни странно. Ну, в Америке это вряд ли будет работать, да, а в Австрии это работает. Ну, вот мы посмотрели, какие есть бизнес-модели и поняли, что в целом американская бизнес-модель нам подходит больше, чем австрийская. Решение о том, что мы переходим на платное размещение вакансии, на платный доступ к базе резюме, было принято где-то в октябре 2002 года. Соответственно, октябрь-ноябрь мы закрывали агентство, выполняли какие-то там работы, которые остались именно по рекрутингу, оффлайну. Мы закрывали обязательства перед клиентами и готовили инфраструктуру. Где-то в ноябре мы уже объявили всему рынку, ну, заинтересованным людям, работодателям, коллегам, что мы планируем с 1 января 2003 года перейти на коммерческие отношения со всеми и начать брать деньги за размещение вакансий и за доступ к базе резюме. Ну, практически все наши коллеги в один голос сказали, ха, не будем платить, потому что, ну, есть бесплатные, да, все остальное же было бесплатно на тот момент. Ну, зачем? Ну, ничего, с 1 января 2003 года мы полностью подключили инфраструктуру биллинга и прекратили бесплатное размещение вакансий и закрыли доступ к бесплатной базе резюме. Ну, с того пора получаем удовольствие. И какова реакция была, кстати, насколько она была негативная, насколько оправдались прогнозы от конкурентов? Ну, на самом деле, больше крыка было вот тех, ну, кого уж нет, да, любители до халявы, они были всегда, надо сказать, что активные обсуждения шли тогда и в каких-то специализированных форумах, да нет, до этого не будет. Но при этом, если брать реально нашу целевую аудиторию, да, это системно работающие компании, неважно, это малый или крупный бизнес, но, как правило, там есть менеджер по персоналу, который занимается процессом, то там, в общем, отношение было такое, ну, посмотрим, хотя, ну, что, ну, есть хороший ресурс, почему бы не платить, да, у нас есть бюджеты, ну, да, мы же понимаем, что рано или поздно все равно все будет за день, да, потому что, ну, если ресурсы тратятся, если услуга оказывается, ну, аж не может вечно оказываться бесплатно. Ну, конечно, хотелось бы не платить, да, ну, если вот придется платить, ну, да, будем платить, потому что, ну, нам здесь нравится, да, эффект здесь выше, лучше, там, еще раз что-то, да. Ну, дальше, конечно, было много вопросов внутри компании, потому что мне пришлось, в общем, убеждать и наш коллектив, что это необходимое действие, и надо переходить на именно такую модель, при этом это тоже была непростая задача. А коллектив это кого? Разработчиков, редакторов? Разработчиков, менеджеров, ну, потому что здесь же включались новые какие-то процессы, там, школ-центр, там, еще что-то, там, и для разработчиков тоже там работа прибавлялась, ну, дальше происходило следующее, что я с ключевыми сотрудниками начинал обсуждать тему, с кем-нибудь одни, да, что, как мы будем приходить на коммерческие услуги, человек говорит, ну, все равно платить там никто не будет, ну, зачем вот это все делать, да, давайте лучше, вот, ну, мы же, там, один из лидеров веб-дизайнер, да, это уже тогда было сложнее, чем веб-дизайнер, давайте заниматься своим делом, чего вот, зачем лезем куда-то, что не наше, да, нам же не будут платить, мы сейчас затратим еще кучу ресурсов, то есть вот на нем кучу людей, они что-то будут делать, ничего не получится, я человека в течение, там, часа, полчаса ключевого какого-то, скажем, руководителя по разработке убеждал, что все получится, что будет именно так вот, человек убежденный от меня выходил, дальше он попадал в коллектив, в котором сомнения, ну, и снова погружался в сомнения, да, я так вот по одному всех ключевых сотрудников отрабатывал, они вроде у меня из кабинета выходили уверены, что у нас все получится, надо понимать, что тогда, в принципе, такая бизнес-модель брать деньги за что-то в интернет, мы чуть ли не первые вообще были в русскоязычном секторе, ну, поэтому это было вновь весьма, вот, поодиночке всех я убеждал, а потом получалось так, что люди снова друг друга убеждают, что не получится, когда я устал поодиночке убеждать, я всех собрал у себя в кабинете, в общем, никто из него не вышел до тех пор, пока все хором не убедились, что у нас все получится, когда я увидел у всех в глазах некое понимание общей цели, стратегии, вот, мы все вышли спокойно из кабинета, никто больше не ныр, ребята не успел. Никто не говорил или не смел говорить? Нет, никто не говорил, ну, потому что, действительно, как-то все сомнения, они были артикулированы у всех, все аргументы высказаны, ну, как-то все успокоились, и, конечно, мы тогда очень много сделали за месяц-полтора, потому что нужно было очень много инфраструктурно поменять, и систему биллинга меняемую сделать, и подготовить организационно много чего, от колл-центра до бухгалтерии, потому что, ну, вдруг у вас появляется необходимость там выставлять какие-то десятки, сотни тысячи счетов, да, то есть, ну, большая работа, и на тот момент, за полтора месяца, конечно, у меня ребята все равно не сборы просто, да, потому что был сделан CRM, ну, понятно, что сейчас это, там, совсем другой CRM, но какие-то вещи, которые позволяли базовые процессы взаимоотношения с клиентами, с коммерческими отрабатывать, уже были сделаны, биллинг и так далее, то есть, ну, это такое напряжение и усилий было очень серьезное, при этом, ну, как-то у нас есть традиция, что в субботу и воскресенье нерабочие, и после синих вечера я не приветствую, когда люди в работе, но с очень большим подъемом, в общем, мы к Новому году успели, и с 1 января 2003 года Суперцоп — это коммерческий ресурс, а мы, по-моему, все... А когда стало понятно, что вот это вот состоялось, что модель работает? А сразу, ну, буквально первый месяц стало понятно, что модель работает. Упала эта посещаемость, уменьшилось количество вакансий? Ну, в плане резюме там ничего не изменилось, в плане количества вакансий оно, конечно, катастрофически упало. Первый месяц, то есть, ну, не знаю, на тот момент, не соврали, 5 тысяч вакансий — это было норма, да, и там 20 тысяч вакансий одновременно существующих на сайте. У нас упало там первые дни до 500. Ну, даже не так, до 200 упало вот первые, там, дни января 2003 года. Ну, было страшно чуть-чуть, но динамика была понятна, и к концу января мы полностью успокоились и получаем... Вот с тех пор получаю удовольствие. Вы ничего не меняли в своей работе принципиально? Не вводили новых владельцев, я понимаю, да? То есть все как встало на рельсах и поехало? Да. Ну, в принципе, да. Да, то есть много изменений, меняли мы очень много, чтобы одно владельцев или два. Хотя, ну, желающих войти в суперджон было, есть более чем достаточно. Ну, это, как правило, все инвестспекулянты, ну, как бы у нас нет таких задач. То есть в самом начале у нас всегда было достаточно денег на развитие. Платили вовремя зарплаты, инвестировали в то, что нужно. Да, поэтому, как бы, привлекать какие-то инвестспенды с целью просто платить людям зарплату и развиваться, ну, необходимости какой-то у нас не было. Задачи, как можно скорее выйти на биржу и задорого продать какому-то инвестору, пусть он потом думает, что с этим делать, у нас тоже нет. Нам правило... ДСТ к вам, конечно, приходил, и вы ему тоже... Ну, ДСТ приходил, да, мы с господином Миловым побеседовали. Ну, естественно, там все что-то там предлагают, чтобы... Не только деньги, да, а еще что-то, да, что-то такое. Ну, я так вот пока не понял, что еще кроме денег могут предложить инвестспенды. То есть, если стоит задача продать бизнес, конечно, без таких ребят, как ДСТ, их коллег, ну, сложно, да, потому что они знают, как задорого это продать мелким американским инвесторам, ну, в общем, надуть тот или иной пузырь. Я сейчас, опять же, без отрицательной инфликации, но есть такой вот бизнес, да, игра на бирже. Он к реальному бизнесу не имеет никакого отношения, тем не менее, на нем очень плохо многие зарабатывают. Но у нас, как бы, с деньгами все было хорошо, в управлении кого-то пускать никакого смысла мы не видели, какой-то синергией тоже, да, а что вот кто-то войдет в бизнес, и мы вдруг перескочим на качественный новый уровень, да нет, ну, в общем, тот же самый ДСТ очень меняемый, не вмешивается, насколько я знаю, в управление компанией, которая не входит по капиталу, а выращивает деньги, продает много. С одной стороны, звучит все это очень красиво, вы повторяете не раз, нам не нужны деньги и никогда не были нужны, по всей видимости. Нет, ну, как деньги, естественно, всем нужны. Ну, не нужны на уровне того, что они не требуются жизненно, они не... Нет, они, естественно, требуются, но того, что, скажем, генерили наши бизнесы, нам всегда было достаточно для того, чтобы инвестировать, ну, во все разумные, часто даже какие-то неразумные проекты или в развитии этих проектов. Да, поэтому привлечь какие-то средства, а что с ними делать? Так вот, в том-то и вопрос, да, вот вам предлагают, вы говорите, это неинтересно, а что интересно тогда? Куда движется проект Суперджоп? Ну, как, мы, в общем, решаем, кроме всего прочего, важную социальную задачу, да, то есть мы помогаем людям найти работу и стараемся не просто, чтобы люди нашли работу, да, чтобы как-то вот человека, если он не очень понимает, что ему делать, как-то еще направить в правильную руку. И наш слоган «Работа должна доставлять удовольствие». Мы его не придумали специально для Суперджопа, а это наш внутренний слоган корпоративный, который, в общем, как-то так, между собой двигаем с момента появления вообще нас в бизнесе, да, и стараемся делать то, что нам доставляет удовольствие, потому что там, где есть удовольствие от работы, человек может быть максимально успешным. Вот вы говорите о социальной ответственности, с одной стороны, такой вопрос. Часто под социальной ответственностью бизнес имеет в виду просто некую такую вот, ну, красивую вывеску, и за этим, ну, немногое стоит, да, то есть, скорее, какие-то формальные мероприятия. Поскольку бизнес — это бизнес, это, как говорят, аналогия войны. Вот если раньше предприниматели шли в завоеватели, там, Александр Македонский, Юрий Цезарь и же с ними, просто для того, чтобы как-то реализоваться, то сейчас люди идут в предпринимательство, тоже предпринимают, просто предпринимают не войну, а предпринимают бизнес, потому что в современном обществе, ну, как-то считается некорректно воевать. Поэтому социальная ответственность, она часто всё-таки достаточно такая штука формального свойства. Ну, смотрите, значит, у нас есть так называемая социальная программа Суперчок. В рамках этой программы мы предоставляем сервисы, которые у нас есть, бесплатно школам, больницам, детским садам, МЧС и так далее, да, то есть исходим из того, что врачи нужны, детей кому-то учить нужно, и если, скажем, школа и больница обращаются к нам, и у них, естественным образом, нет бюджетов, а у них действительно бюджетов нет на, как бы, правильный поиск персонала, то, что там на нет кадрового агентства, да, а публиковать объявления где-то. Ну, детей-то надо учить, и в больницу мы ходим, да. Вот, поэтому, если мы не поможем, ну, значит, людям будет сложнее. И, в общем, практически с первого дня у нас формально сформулирована эта программа, и нами пользуются и школы, и больницы, и далеких городов в том числе, и мы получаем и с этой стороны большое количество благодарности, и вот так вот, ну, если вдруг с почкой ничего, ну, вы знаете куда-то. Если, не дай бог, с глазами, ну, ребят, вы уж обращайтесь. Ну, хорошо, а какие задачи все-таки уступят в жоп дальше с точки зрения бизнеса? Есть классическая схема. Эта классическая схема обычно выглядит, ну, предприятие. Построил предприятие, оно сделалось успешным, его оформил в том или ином виде красиво с точки зрения инфекционного предложения, продал, скажем, часть фонду, потом вырос еще с помощью фонда, возможно, добавил себе дополнительных инвесторов и вышел на биржу наконец. Ну, это совершенно не классическая схема, да, то есть есть такая схема в том числе, да, есть масса других схем, вот, например, если я ничего не путаю, например, компания Shell, да, крупнейшая нефтяная компания, она частная компания. А ваша схема какая? А? Ваша схема какая? Мы частная компания, да, мы зарабатываем, в общем, этим бизнесом вполне приличные деньги, его стоимость, как бы, она тоже постоянно растет, но вот у нас нет задачи выйти на сегодняшний день из этого бизнеса, да, то есть нам доставляет удовольствие реализовывать какие-то свои мысли, как технологические, так и социальные, естественно. да, дальше, ну, вот, скучно будет этим заниматься, ну, вполне возможно, мы продадим это, пока не скучно. Поэтому, если говорить о каких-то там дальних бизнес-целях, вот, с точки зрения какого-то финансового результата, тот финансовый результат, который мы имеем от оперативной деятельности, он нас вполне устраивает, да, если, хорошо, я могу сегодня, там, какую-то часть Суперджоу легко продать за 100 миллионов долларов, это не будет контрольный пакет или блокирующий, как-то, ну, хорошо, ну, вот, свалилось на меня сегодня 100 миллионов долларов, значит, я должен оперативно принять решение, что с ним делать дальше, да, ну, у меня как-то, вот, пока нет мысли, то есть их надо будет дальше спекульти на какие-то операции вылаживать. Те бизнесы, которые у нас еще есть, кроме Суперджоу, они, в общем-то, все успешные, все что-то там генерят, да, поэтому, там, еще больше денег, ну, сами по себе, они не нужны, как бы, да, потому что на решение тех задач в бизнесе, там, каких-то своих личных обязательств, ну, как бы, хватает, да, хотелось бы больше, ну, хотелось бы больше, но та динамика, с которой бизнесы развиваются, она, как-то, положительная, поэтому это там можно брать какие-то на себя повышенные обязательства. Я думаю, что в моменте, когда вы сказали, что можете продать неконтрольный пакет Суперджоу за 100 миллионов долларов, у многих нас слушателей на секунду приостановилось сердце. И при этом, при этом то, что вы не хотите это делать, поскольку не видите смысла. Ну, не вижу, да, действительно. А еще раз про цифры. Скажем так, если кто-то сегодня приходит и говорит, ну, мы хотим там Суперджоу купить за миллиард долларов, ну, это некая сумма, как бы, которая, там, меня с партнером заставит очень серьезно подумать о том, ну, может быть, действительно, вот, пора, там, заняться выращиванием цветов. Ну, все-таки это сумма фантастическая, даже для Суперджоу. Вот, а если кто-то придет и скажет, мы хотим сегодня купить Суперджоу целиком за 100 миллионов долларов, ну, кроме искреннего смеха в ответа, он еще не услышит. Объективно стоит намного пора. Хорошо, а по поводу цифр, все-таки хочу еще раз уточниться. В 2006 году газета «Ведомости» писала, что годовой доход Суперджоу за тот период превышал 4 миллиона долларов. А более актуальные числа не назовете? Ну, дальше оборот утраивался ежегодно. А, ну, прошлый год немножечко все изменилось под конец года, да. Поэтому, скажем, где-то, если брать 2009 год, ну, вот, конкретных цифр, они легко считаются. Я их называть просто не хочу, потому что мы частная компания, мы есть политика, кому интересно. Несколько десятков миллионов долларов, да, наверное? Ну, да, речь идет примерно о таких порядках. Чистый прибыль. Поэтому, да, если бы речь, вот, не кризис, да, ну, не знаю, я бы сейчас серьезно думал, куда девать деньги. Сейчас я не думаю, куда девать заработанные деньги, у меня есть куда идти, да. А вот если бы шла динамика, как в прошлом году, мы бы еще утроились и в этом году, ну, это бы расслабило очень сильно. А сильно ударил кризис по вам? Ну, ударил, неприятно. То есть, кэшфлоу где-то, ну, упал, там, по декабрю прошлого года, от августа раза в три. А дальше начал восстанавливаться, как бы. Поэтому, в целом, я думаю, что 2009 год по оборотам в целом будет, ну, где-то сопоставим с 2008, может быть, чуть меньше как-то, да. Потому что в 2008 третий квартал очень сильно подкачал, да. Ну, дальше началось медленное, спокойное восстановление. На обороты 2008 года мы еще не вышли пока, но все к тому идет. Но, в общем, никто не вышел. А в целом, по вашему ощущению, как кризис закончился? Ну, мне вообще это слово не очень нравится, оно надоело. Это правда. Что значит кризис? Скажем, у нас кризиса не было. То есть, мы не сокращали персонал, мы не переезжали в более дешевую величество. Мы не отменяли, не знаю, новогодний корпоратив, мы выплатили людям годовые бонусы, тринадцатью зарплату. То есть, ну, да, оборот сократился, но при этом мы, скажем, уже в разгар кризиса запустили новый продукт. Есть такой журнал «Зарплатомер», может быть, вам попадался. Это обзор зарплат регулярного. То есть, мы публикуем на сайте то, что делает наш шестерельский центр. И раз в месяц тематически сводим в бумажный мир. Клиенты с удовольствием на это дело подписываются, потому что, ну, это интересно. Здесь мы попали в точку востребованную. И то, что началась большая волатильность, что называется, на зарплатном рынке, как раз позволило нам стартануть этот продукт очень успешно, потому что повышенный интерес у работодателя. А сколько платить сейчас? Что происходит? А это продукт коммерческий или он пиар-серок следует? Это продукт коммерческий. Подписка годовая стоит порядка 4 тысяч рублей. Сегодняшний день выходит раз в месяц. База подписчиков растет, но не все из них являются клиентами суперчоба. Это печатное издание? Да, это печатное издание, потому что мы увидели, что есть потребность в таком продукте. И продвинуть его будет легче всего именно на волне кризиса. Мы нашли такую возможность. Ну, опять же, это относительно недорого все, полиграфия, еще что-то. Надо понимать, что мы специально, редакционно ничего особенно не делаем для этого журнала, потому что большинство этой информации, которая появляется в гигантском журнале, она раньше опубликована на суперчоб, и клиенты ее имели. Но если клиенту удобно, скажем, обзоры зарплат по какой-то отрасли получить в одном флаконе, ну, хорошо, удобно. Так, раз в неделю мы выходим с какими-то новыми обзорами на суперчобе онлайн, ну, кто-то там читает. Но чтобы показать руководителю, удобно ему показать какую-то там бумажную версию с красивой картинкой и защищать на основе этой информации бюджет на зарплаты персонала. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот мы поговорили о коммерческих и всем известных лидерах Рунета, Рунета рабочего, так скажем. Как вы оцениваете попытки государства в смысле антикризисных проектов, в смысле сайтов, связанных с работой, например, пресловутый труд всем? Ну, печально. Я говорил лично руководителю федеральной службы правительства, что работать не будет. И мы предлагали свою помощь, методологическую, технологическую. В общем, даже Единая Россия к этому подключалась. Как бы пыталась в какой-то момент прогнуть, так сказать, государственную службу занятий, чтобы она хотя бы в этом направлении занялась делами. Не удалось. Что будет дальше с этим? Как госпорталы будут? Ну, труд всем умрет, как бы, да, потому что... То есть, вот в том виде, в котором он есть, он умрет. То есть, он не работает, он сделан не для поиска работы или персонала, а чтобы галочку поставить перед президентом. Ну, эта задача решена. Ну, в общем, не так много денег на нее потрачено. Галочка стоит. Да, галочка стоит. Некий определенный пиар состоялся. Люди сказали, что у нас миллион вакансий. Ну, а так, ну, как и фейк, по-английски, по-русски, не знаю. Какие слова. Супер, пожалуйста. Как вообще? Выброшенные деньги на ветер. Да, но государство много денег выбрасывает на ветер. Практически все IT-проекты, которые государство ведет, это выброшенные на ветер. Есть какие-то отдельные ведомства, которые, ну, что-то демонстрируют меня ему успешно. Те же молодые руки, например. Там есть чему не поучиться всем остальным ведомствам. А все остальное, ну, печально. Мы об этом тоже, кстати, много говорим в программе. И совершенно непонятно, что же делать в связи с этим. Поскольку, очевидно, есть возможные шаги привлечения специалистов с рынка для того, чтобы они участвовали в госпроектах. Однако этого не делается категорически. Ну, потому что пилят деньги. То есть есть очень большое противодействие при том, что, например, вот есть такая тема госзакупок в электроэлектронном виде. Да, и у нас есть проект, называется «Фабрикантру». Если мы отойдем от Суперджога, мы об этом проекте можем отдельно говорить. Он замечательно развивается сейчас. Это тема электронно-корпоративных закупок и, в том числе, тема государственных закупок. И сейчас, скажем, если брать госзакупки, там Министерство обороны вышло с торгами на этот ресурс. Росатом, Росэнергоатом там уже торгуются. Администрации региональные там торгуются. Но здесь мы просто, с одной стороны, пробиваем стены, с другой стороны, это чудо, объективно, потому что этого быть не должно. Например, на прошлой неделе, без каких-то усилий с нашей стороны, на «Фабрикант» с торгами пришел «АвтоВАЗ». Я, как увидел, у меня глаза болезли на лоб, и я, в общем, сегодня не совсем не верю в возможность спасения российского автопроба. Потому что, ну, чего-то, вот где-то что-то сдвинулось. Потому что в Африке должен был снег выпасть, чтобы «АвтоВАЗ» пришел на открытые торги и попытался заняться организацией процесса для снижения себестоимости. Но происходит, слава богу, посмотрим, что будет дальше. Но, опять же, если брать госзакупки, ну, есть огромное противодействие, есть огромное желание, чтобы вся тема с электронными закупками государственными закончилась очередной эгоистой. Все констатировали, ну, и не смотрели. И, в общем, здесь, там, Министерство экономики, которое должно как бы эту тему двигать, оно, в общем, главный враг прогресса. — Однако, несмотря на это, президент последовательно продвигает мысль о том, что интернет важен, о том, что он, в частности, реагирует на поступающие из сети сигналы, так сказать. И, возможно, это вселяет некоторый оптимизм. — Слава богу. Другое дело, что, как бы, все-таки президент не является большим специалистом информационных технологий. Да, он как пользователь, в общем, может быть, достаточно продвинутый. И, слава богу, что у нас такой президент. Потому что, ну, плохо без этого совсем было бы. Но, опять же, там, у президента есть советники. Они его грузят вроде ерундой. Например, последнее, вот, если вы слышали указание президента, разобраться с сайтом на закупки гофро, где там, где, там, X меняют, там, на H, да, нолик на БКО. Слышали эти все вещи? — Вот, и вот, там, разработать специальное программное обеспечение, которое все это будет отслеживать, сразу посылать сигнал в Генпрокуратуру в ФАС. Ну, кто-то же это президенту придумал, и на этом опять распилит в очередные, там, пару-тройку миллионов долларов. При том, что всем абсолютно понятно, что проблема в закупках и в этих неправильных циферках, и, в общем, никакого тут и не нужного специального программного обеспечения. Такое, о котором говорил президент, в принципе, невозможно искусственный интеллект разработать и не нужно. Поэтому, как бы, вектор, который задает президент, он, в общем, правильный. А дальше, когда это спускается на уровень министерств, ну, под хорошим вектором происходит очередной распил. При этом, например, бюджет на сайт закупки Гафру утраивается каждый год, ну, на протяжении, там, последних пяти лет, если я все помню. В этом году общий бюджет, там, больше 100 миллионов рублей, ну, посмотрите на сайт закупки Гафру. Подделка школьника, там, кружок веб-мастеров при доме пионеров в Орехово-Зуле. Одним словом, царь хороший у нас, а бояре плохие. Ну, в каком-то смысле, по крайней мере. Ну, я скажу следующее, да, что все-таки не все так печально, да, потому что, опять же, вот наш опыт с проектом Фабрикантру, ну, чудесным образом что-то получается. А до этого, ну, очень долго ничего не получалось. И, скажем, есть, в общем, понимание, поддержка. В том же самом министерстве обороны, при том, что, ну, министерство обороны, например, тяжелая структура, да, но вот по-разному говорят о господине Сердюкове, но отстроена была так или иначе качественная по-другому налоговая система в его бытность министром по налогам и сборам. Ну, и, в общем, Суперджок, кстати, тоже активно сотрудничает при собирании налоговой службы, есть отдельный проект, с главной страницы сайта Налог.ру, который является самым посещаемым среди органов государственной власти, есть ссылка на лакансии налоговой службы, есть регламент, и, в общем, моревики с помощью Суперджока набирают там тысячи людей по году, если речь идет, да. Это все было затеяно, когда там был господин Сердюков. И по разным направлениям информационным работало федеральное налоговое служба, а сейчас министерство обороны потихонечку тоже начинает как-то меняемо в эту сторону двигаться. Одним словом, будем надеяться, что все у нас будет, в смысле, хорошо. Все очень много зависит от политической воли и желания первого лица, если говорить о госслужбе, да, поэтому есть противодействие, да, есть чиновники, которые осмысленно херят тему, то, что называется, госзакупок, да, а есть те, кто понимает, что, в общем, ну, вот мы в этой стране живем, надо что-то делать, и они, в общем, хотят жить в этой стране, поэтому нет однозначности, да, то есть не могу сказать, что все враги, все министры враги. Нет, не все как-то, да, то есть все замминистры воры, нет, не все как-то, да, я знаю других людей, это очень, ну, как бы, позволяет с оптимизмом, так или иначе, без пессимизма смотреть вокруг, потому что если только на негатив обращать внимание, понятно, что надо чего-то там куда-то уезжать, да, и не хочу уезжать. Хорошо, да, давайте, если не возражаете, перейдем к нашей постоянной рубрике «Новости недели», и в двух словах обсудим то, что случилось за прошедшие несколько дней. Рунитология. Актуальные новости и мнения экспертов. Призом которому является, по-моему, порядка 500 Apple iPod'ов Nano, последней модели, с различными красивыми функциями, и несколько ноутбуков, также от Apple. И вот предлагается участникам ВКонтакте приглашать пользователей не из России, Украины, Казахстана и Белоруссии. Пользователи из последних стран не учитываются. И вот сейчас идет активно подбор, так сказать, пользователей, чьи IP-адреса отличаются от вышеназванных стран, и телефоны, поскольку там также участвуют в активации, телефоны имеют другие кода. Что говорит о попытке экспансии, уже стоявшейся попытке экспансии, вопрос, насколько она будет успешна, ВКонтакте, за рубеж, и попытке привлечь, в частности, тех, кто мог бы оказаться на Фейсбуке, например. Как к этому относитесь? Ну, замечательно, что ребята сделали все, что могли на нашей канонической территории. Я не думаю, что им удастся как-то привлечь англоязычных пользователей в большом количестве, в тактике, во всяком случае. Но есть огромная диаспора русскоязычная, и, конечно, почему не заниматься? Я думаю, что речь не идет о русскоязычной диаспоре, речь идет именно о тех, кто может не говорить по-русски, по всей видимости. Ну, я думаю, что это будет очень непросто, поэтому все-таки больше начнется, думаю, в сторону, чтобы перетянуть русскоязычных пользователей, ну, или двуязычных, пользователей, говорящих по-русски, из других социальных сетей, того же Фейсбука, ВКонтакте. Ну, показатель, что есть ВКонтакте, что здесь есть с кем пообщаться. Ну, а дальше, посмотрим, я не думаю, что в ближайшие год-два мы слышим о том, что ВКонтакте конкурирует Фейсбук. А ставить перед собой такую задачу, ну, почему нет? Ну, собственно говоря, они, видимо, поняли, что задачу свою, максимум, они почти что выполнили на пространстве РУ. Ну, объективно, они, значит, в России первые, да, в данные известные, да, там одноклассники подотстали немножко, ну, там немножко другая политика, очень динамичная компания, да, очень многие вещи делают правильно. Ну, все, они, все, что могли реально сделать здесь, они сделали. Ну, что дальше делать? Дальше можно дальше ничего делать, да. Двигаться за рубеж, классично я выхожу. А можно что-то делать, ну, я бы на их месте тоже что-то делал, да, понимаете, если Суперджогу стало тесно в России, тоже куда-то там дальше двинулись. Но у нас еще рынок, в общем-то, не считаем зачаточным состоянием интернет, прикрупный, в регионах вообще поле непаханное, поэтому, ну, раз в 10 мы еще вырастим, как минимум, дальше будем думать. В «Экпланета» пишет, Анне Артамоновой нашли замену в помощь Анне Артамоновой с 2003 года, занимавшей должность вице-президента директора по маркетингу и пиар Мэйл Ру, одной из наших гостей программы «Ронтология» недавних. Назначен новый директор по маркетингу Александр Бородич. При этом для госпожи Артамоновой была осуществлена новая должность, вице-президент по коммуникационным продуктам и маркетингу. Слышали, да, в эту новость, Алексей? Да. А, кстати, Александр Бородич, я посмотрел, интересно, ради его профиль в моем круге, действительно, очень у него красивый бэкграунд. Это говорит еще раз о том, что Мэйл Ру, конечно, полномерно приглашает специалистов, по крайней мере, внешне отвечающим самым высоким стандартам. У него и MBA присутствует, причем не российский, а стокгольмская школа экономики. У него и специальное образование по маркетингу, у него и диплом Московского государственного университета электроники и математики. То есть, буквально-таки, все, что нужно для руководства в крупной компании типа Мэйл Ру, тащат и тащат они к себе, хороших специалистов, что-то будет. Вот такое можно сделать. В смысле, что впереди большой рывок. Нет такого ощущения? Ну, знаете, мне сложно здесь комментировать. Большой рывок был, когда в Мэйл Ру пришел господин Гришин. Я считаю, что это некий переломный момент, когда появилась четкая какая-то стратегия, и правильный нынешний, и могу ошибаться, я внутреннюю кухню не очень знаю. Но вот то, что извне видно, то, что господин Гришин сделал тот Мэйл Ру, который есть сейчас. Что будет дальше? Ну, опять же, я думаю, что это лучше господин Гришин, какие у них планы, потому что чужие планы комментировать делом неблагодарны. Это несомненно. Но просто обращу внимание на то, что не так давно они привлекли специалистов по поиску, сейчас точно не вспомню, чтобы не соврать фамилии, привлекали также людей в техническую службу, именно тех с рынка, которые уже имеют реноме, имеют большой опыт. И вот это вот последовательное вовлечение хороших специалистов в компанию достаточно уже выражено как тенденция у Мэйл Ру. Кстати, к слову сказать, заканчивая эту тему, даже меня прощупывали аккуратно на тему этой вакансии. И не скажу, кто, но люди, буквально аффилированные с Мэйл Ру, разговаривали со мной на тот счет, а вот неинтересен ли разговор о должности ректора по маркетингу, что меня в свое время очень удивило, позабавило, поскольку у меня от MBA нет как раз. У меня опыт самостоятельного развития проектов и комплексного, а не только по маркетингу. Но тем не менее, то есть поиск велся у них давно, мы об этом говорили с ними еще в августе, если не ошибаюсь, и вот сейчас он был завершен. Ну и, так сказать, прекрасно, поскольку человек действительно по внешним составляющим очень подходящий. Замечательно. Мэйл Ру тоже лидирующая компания на своем рынке. Понятно, что в плане почты основного сервиса, они первые с поиском, ну, хотят они конкурировать с Яндексом, там, в уголе, замечательно. Но, опять же, вот они вышли на уровень, когда основной сервис развивать дальше условно некуда, потому что вы первые, вы все заняли, что вы не заняли, значит, значительные остатки у Яндекса. Нельзя сказать, что это остатки. 50% от мой друг Яндекса своей почты отстает, все остальное там незначимо, да. Ну, дальше что-то делать надо. Есть аудитория. Разумно, вполне. Как-то развивать сопутствующие сервисы. Когда у вас такая аудитория, ей нужен поиск, конечно, развиваем поиск. А когда ее много, конечно, развиваем маркетинг. Ну, то есть, молодцы, странно было бы, обидно, если бы они этого не делали. Они, в общем, все делают правильно. Есть примеры эти негативные. Есть, ну, пока что, по крайней мере, находящиеся все так же в глубоком минусе Рамблер, имеющий отличный бэкграунд, но при этом страдающий который год от проблем. К вопросу об инвестиционных игрушках. Рамблер ни разу не был в плюсе. Огромное количество людей на Рамблере заработало, тем не менее. Не-не, Рамблер был в плюсе. Помнится, что за прошлый год он сдал... Ну, продав там чего-то, да. Телевидение, там, или что-то. Поэтому, вагидно тоже, да. То есть, второжил проект. В нашей сфере та же тема, как бы, Job.ru, да. Где они? Поэтому, когда нет у меня обстановки задачи стороны акционеров, ну, вот оно как-то так, к сожалению, не получается. Хотя, вот, последние какие-то там вести из Рамблера, какие-то там новые планы, еще что-то технологические они сейчас что-то меняют. Посмотрим. Я думаю, что компания Рамблер никуда не денется, потому что он этим бренд старый, сильный, может бороться. Несомненно, не денется никуда это, безусловно. Ведомости пишут. Яндекс локализовался в Казахстане. Российский Яндекс запустил, наконец, локализованный портал для пользователей Казахстана. Домен Яндекс.кз. Предсказуемо. Об этом сообщил на пресс-конференции в Алматы гендиректор Яндекса Аркадий Волош. Об этом пишет Интерфакс. Чем отличается Яндекс.кз от Яндекс.ру? На запрос казахских пользователей, видимо, определяющихся казахских пользователей по IP, традиционно, показываются местные сайты. Например, по запросу президент первый результат поиска на Яндекс.кз продан с ултана Назарбаева, а на Яндекс.ру, соответственно, про Дмитрия Медведева. Яндекс, по-моему, открыл второе представительство после Украины, если не ошибаюсь. Вы не слышали о другом? Нет, я не слышал. Ну, открыл, да. Надо смотреть. То есть, если там уже есть Google, то, в общем, там делать, конечно, нечего. Потому что Украину Яндекс проиграл. Удивительное дело. Вы второй человек, кто говорит буквально эту фразу в эфире «Ментология». Первым человеком был Юрий Веровец. Украину Яндекс проиграл. Ну, там, проспал, да, как угодно. Можно об этом говорить. Ну, опять же, хорошо это или плохо. Украинский рынок, он, в общем, немножко отличается от российского в плане финансов, там, как-то лоемкость, еще чего-то. То есть, это некая стратегическая задача. В тот момент, когда надо было активно действовать, наверное, на Украине или там, в других странах СНГ, ну, Яндексу было не до этого. Теперь есть ресурсы, но уже какие-то ниши заняты Google-ом. И, в общем, зачем пользователю менять что-то на другое, не менее, может быть, хорошее, но другое. Он уже к чему-то приедет. Но та же самая ситуация по России, что, поскольку, в принципе, Яндекс веществует хорошо, то не очень хотят российские пользователи менять тот же самый Яндекс в России на Google. И Яндекс, конечно, это наше достижение, потому что практически все остальные страны, ну, приходу Google, причем даже не надо было туда приходить, просто, он есть, а ничего локального не было. Поэтому везде Google, а у нас есть Яндекс. Ну, хорошо. Ну, не совсем так. Есть такие аванпосты Корея, Чехия, Китай, ну, и вот Яндекс России, где Google не смог победить. Да, ну, это языковые вопросы, поэтому... Иными словами, как думаете? Ну, с другой стороны, если взять, опять же, тему, да, что Google единственная успешная западная компания в России. Понятно, что с Яндексом они пока не сравнялись, и, в общем, я думаю, что еще очень долго не сравняются, и пока господин Волос имеет интерес к Яндексу, я думаю, что Google сложно будет как-то противостоять, потому что роль личности в истории, она все-таки значима. Но, тем не менее, Google в России есть, в отличие от всего остального, чего в России нет. Потому что многие западные интернет-компании пытались выходить так или иначе на российский рынок, ну, все, кто к нам с мечом или там с деньгами пришел, все там и погибли, смоленские крыльца. Если вы мне сейчас скажете, кто еще у нас присутствует значимо из нероссийских игроков, ну, для никого нет, у нас весь рынок делают, в общем-то, локальные игроки, из-за исключения того, что вот есть где-нибудь, который заметен, а все остальные. Из того, какого я смог вспомнить сейчас, это MySpace, который закрылся этим летом российской представительской. Ну, я к тому, что их нет, то есть приходили много кто, и там Монстр.ком пытался даже там присоединить, заслать, что он... Более того, существует сейчас же Монстр.ком Россия? Не существует его, да, то есть если есть представительство, его нет с точки зрения рынка, ну, как бы, да, поэтому, о чем говорить. Хорошо, едем дальше. Завалишинский фантом взлетел, но падает. Так заглавлена заметка на roem.ru. На конференции Highload Дмитрий Завалишин показал фантом, это операционная система, если кто не знает, которая проектируется господином Завалишином, но ненадолго, на несколько десятков секунд. После запуска операционка быстро падает. Отзывы увидевших это зрелище достаточно ироничное. Фантом ОС будущего, в будущем ОС будет работать 40 секунд. Вы относитесь к идее появления новой операционной системы, к идее появления отечественной операционной системы? Никак не отношусь. Идея появления новой операционной системы. Я думаю, что появится обязательно новая операционная система. Рано или поздно. О чем мы говорим сейчас? Сейчас у нас есть тема Windows 2 и тема Linux-подобных систем. Все остальное, как это там... Но есть Apple. Они поверх Linux, так или иначе, все демокоси работают. Если ничего не путаю. Все равно ядро там Linux-ов. Ничего не знаю. Вот здесь могу сказать не могу. Знаю только, что как платформа... Могу ошибаться, но, по-моему, все равно эта тема Linux-а так или иначе не Linux-а, а в основе своей все равно ничто Linux-подобной. Предложить какие-то новые принципы... На самом деле, есть много всяких ОС каких-то узкоспециализированных, о которых мы мало что знаем, из которых что-то может вырасти. А дальше все равно какие-нибудь квантовые компьютеры рано или поздно появятся, другие принципы. Портирует кто-то там старый ОС или кто-то изобретет что-то новое. Я думаю, что что-то новое появится. При этом не имеет оно шанса появиться в России. Ну, не знаю. То есть, если мы первые сделаем квантовый компьютер, работающий, да, и коммерчески, значимый, то естественным образом появится к нему наша российская ОС А что вы понимаете по квантовым компьютерам? Ну, это компьютер, да, который работает там, не в кристаллах кремний, что-то там переключается, да, если могу сейчас в неверных терминах, а на уровне фотонов там что-то вот, значит, придет на гораздо более мелком уровне, да, соответственно, скорости выше, в принципе другие, не знаю, в том объеме, в котором сейчас один процессор, ну, можно уместить, не знаю, миллиарды раз больше информации и скоростей. Ну, это такое чайниковское изложение, есть разговоры о каких-то новых принципах построения компьютерных архитиков. Пока это в большей части теории, но вот уже насколько я что-то слышал, в квантовых компьютерах есть уже какие-то там модели, которые решают простейшие арифметические задачи по этим принципам. Ну, кто-то работает над чем-то более продвинутым. Значит, если вот это что-то более продвинутое все-таки физически появится на территории Российской Федерации, то к этому появится, скорее всего, у нас и операционная система. Но какова вероятность этого, что у нас она появится? не очень большая, скорее всего, она появится там, где компьютер появится. Ну, будем смотреть одним словом. Как и во многом мы же его видим? Здесь я скорее скептик, потому что есть некое международное разделение интерпай. Вот так сложилось, что в области балета мы впереди планеты всей, а вот в области компьютер-сайвенса не впереди. Она объективно англоязычная. Поэтому здесь есть, кроме всего прочего, еще языковой барьер. Скажем, возьмите любой язык программированный высокого уровня, все равно в его основе английский язык, так или иначе. Поэтому это определенные сложности вызывает просто у людей. Понял. Ну, надо что-то новое придумать. Данной технологии почему нет? И напоследок CNews пишет Владелец Перекрестка купил Болеро и 003. Холдинг Х5, объединяющий в сети супермаркетов Перекресток и Пятерочка, приобрел контрольные пакеты акций интернет-магазинов Болеро и 003.ru, оценив актив в, внимание, миллион долларов. То есть сумма, которая просто смотрится бросовой в сравнении с тем, что мы только что обсуждали, говоря о Суперджоп, например. Теперь товары из интернет-магазинов можно будет не только заказывать с курьером, но и получать в супермаркетах Х5. Собственно говоря, очевидно, именно наличие этой инфраструктурной сети и сподвигло владельцев Перекрестка к мыслям о том, чтобы найти себе подходящие готовые интернет-площадки, как мне видится. Стоит сказать о том, что вот эти вот магазины 003.ru, помнится, и вы, наверное, конечно, Алексей, помните это особенно, чтобы там уже были серьезно в бизнесе, были флагманами электронной торговли, одними из флагманов электронной торговли в году 2003-2005, наверное, так, и входили в холдинг e-house, который включал в себя еще десяток разных магазинов, которые были в итоге перезакрыты по тем или иным причинам, не знаю, кстати, подробностей, возможно, вы в курсе. И сейчас в такие относительно смешные деньги был оценен e-house с остатками былой роскоши, так скажем, 003 и Болеро. 1 миллион долларов за 49% акций. Деньги, конечно, большие, но относительно того, как это все было, как это все росло и чем казалось в свое время, очень невеликие. Ну, да. Ну, значит, не было там бизнеса какого-то значимого. Болеро — это книги, если я ничего не знаю. Ну, там книги сопутствуют разные товары. Ну, все равно, да. Ну, вот есть Озон, да. Ну, как с митигацией. Потому что, если вдруг такая же информация пройдет об Озоне, мы слышим цифры другого порядка. Поэтому здесь как… Есть лидер, да, если брать мировой лидером Озон, да, или у нас Озон. Но это очень дорогой бизнес. Вот если сравнивать, например, с Суперджоп, то у нас ведь есть бизнес в головах и, как бы, в офисе, да, ну, есть много удаленных сотрудников. Но, тем не менее, нет офлайн-инфраструктуры. А если брать Амазон, сложнейшие рубистические цепочки и то же самое Амазон, то в Плюс-то вышел вот-вот-вот совсем недавно. До этого каждый год миллиардные убытки. И деньги они зарабатывают, в общем-то, основные, насколько я знаю, даже не столько на продаже книг, сколько на сдаче в аренду всем остальным вокруг своих логистических цепочек. И это не столько интернет-компании, которая торгует книжками, дисками, соответствующими товарами, сколько ведущие логистические компании в мире. Амазон.com, если брать. И вот на этом они очень много денег сейчас зарабатывают, если я ничего не путаю. И в Азоне та же самая тема, там, огромные инвестиции в логистические центры распределения, все работает, поэтому, если это продано за миллион долларов, значит, за этим не стоит той самой инфраструктуры, которая есть в той же самой Азоне. Там есть и это тоже продано, и колл-центры проданы, и... Нет, колл-центры ничего не стоят, да, но если мы говорим, что у нас там в день отправляются десяток тысяч заказов каких-то книжных по всей стране, то их сформировать, правильно отправить, довезти, это транспорт, это сложно, это тяжело. Почему так думаете? Почему электронная торговля в России, которая была представлена как флагманом и хаосом, по сути дела, с его десятком различных магазинов, по сути дела, капитулировала? Ну, почти что получается так. То есть, бал правят маленькие магазинчики, которые торгуют за счет того, что, во-первых, демпингуют, во-вторых, даже не имеют складов собственных, я знаю, что просто многие магазины, маленькие магазины, это именно в маленьких может работать, существуют так, они делают витрину, строго говоря, в интернет, называют себя магазином. 50 штук под разными доминами. Ну, в том числе, это делается витрину, и когда у них делают какой-то заказ, у них есть там вот этот сайт, стоимость его хостинга, плюс контент-менеджер, и какой-нибудь мальчик шустрый, который разваливает логистику, да, делается заказ, мальчик смотрит, ага, заказан там, товар номер такой-то, там, не знаю, духи с такой-то маркой, он звонит своему поставщику на его склад, собственно говоря, и договорится о том, чтобы забрать с его склада, купить за наличку, и отвезти клиенту, продав за наличку, плюс там, какая-то небольшая маржа. И вот именно так это работает, а в больших объемах, кроме Озона, получается, никого и нет. Болеро и 003, которые тоже, вроде, казались такими большими и красивыми, да и, собственно, другие магазины, которые уже ушли в неизвестность. Что называется, камни в историю. Они тоже казались вполне себе состоятельными. Они как-то не работают. Не работают, потому что здесь много завязано на сервис, на бренд, в том числе. Озон, это бренд в интернете, а, понимаете, ну, если, кто у нас там что пытался делать? Готовой техникой торговать? Ну, холодильник, через интернет, все равно вы пойдете там выбирать чего-то, да, микроволновку, ну, в один из десяти, остальные все равно там потычутся, там, на кнопочки погладят, то есть нужны тактильные ощущения для того, чтобы приобрести большинство товаров, кроме книги. Какие-то дешевые вещи, там, мобильный телефон, еще что-то. Ну, да, но, опять же, если этим занимается огромная компания, то есть ей нужно держать логистику подо все, а торговать только мобильными телефонами невыгодно. В результате уровень сервиса, скажем, в тех же самых интернет-магазинах крупнейших компаний, он часто, ну, нисколько не выше, чем вот у этих ребят, которые занимаются малым бизнесом. Ну, зачем платить больше, да, а цены, как правило, выше предлагаются в рынковых магазинах. Ну, и все, не работает. Я думаю, что оно, в общем, примерно так же везде работает. В общем, похоже, что осмысление роли электронной торговли, в частности, в Рунете, оно еще в полной мере должно произойти. Так видится, что, возможно, те станут успешными, электронные магазины, которые станут продолжением оффлайновых, как вот в случае с Перекрестком, оффлайновых сетей, которые уже имеют свои цепочки логистики, имеют места доставки, таким образом, Малый бизнес может быть очень успешен, в общем, и большой бизнес может быть успешен. Вопрос в сервисе. То есть, я нечто заказал, я хочу получить тогда, когда заказал. Если мне вовремя не везут, значит, я хочу как-то вменяемо, чтобы мне позвонили и объяснили, что происходит. Не чтобы я звонил 200 раз и спрашивал, что там с вами заказ, а чтобы мне примитивно позвонили. Ну, то есть, за что платят деньги Суперджоку? Не за то, что можно разместить где-то вакансию и резюме, а за то, что мы работаем вместе с клиентом или даже вместо клиента, помогая ему подбирать персонал, потому что он может позвонить, спросить, как лучше. Ему всегда ответят. Ну, то есть, вот сама технологическая инфраструктура, она очень незначима. То есть, можно достаточно легко повторить Суперджок с точки зрения программы. Даже будут работать быстрее, нарисовать красивее. Ну, это просто не про что. Потому что вот тот колл-центр в количестве 50 человек, которые обучены и клиента ориентированы, это то, что называется Суперджок. А то, что все видят, это некий фронт-офис, но это маленькая часть. А большая часть это ежедневная работа людей, которые переживают за то, что происходит с клиентом, которые могут заранее ему позвонить, на что-то предупредить, спросить, как дела, поздравить с праздником. То есть, вот, с одной стороны, все очень технологично, а с другой стороны, человеческого фактора никто не отменяет. Поэтому, если кто-то думает, что вот можно сделать там что-то, да, красивое, само работает, само еще работа не будет. Вот так логично мы к финалу программы вышли снова к нашей главной теме суперджок.ру. Время истекло. Да, собственно говоря, и завершились вопросы и новости, которые хотелось поведать. Ну, там какие-то еще были вопросы в онлайне, я видел. Можно пробежаться, если люди задавали, может быть. В онлайне вопросы я как раз специально смотрел те, что были, они практически все затронуты. Хотя давайте вот, если уж вы вспомнили, короткий вопрос от пользователя The Love. Вас часто парсят? Это мешает? Ну, часто не мешает. А кто делает это некорректно, тому доступ блокируется просто техническими средствами. Больше из этой сетки не партят. Вопрос от него же, кстати, существуют ли партнерки для веб-бастеров у сайтов, подобных вашему? Ну, пытался Джон Клист развивать такие вещи, насколько я понимаю, ничего не получилось. Мы что-то там думали в этом направлении, но ничего в меня ему не получается. То есть, вот, нет идей. Не в состоянии, например, партнер привлечь работодателей, которые платят деньги, а для этого он должен продавать наши услуги активно, а не просто что-то где-то повесить на сайте. А с точки зрения привлечения соискателей дополнительных, ну, они так все у нас как-то, поэтому там придет человек с сайта партнера, вдруг, случайно первый раз к нам, а не через поисковую систему или не по рекомендации, потому что сейчас уже значительная часть посетителей приходит просто по рекомендации своих друзей, знакомых. Они приходят в интернет, сразу набирают суперджок. Вот. Ну, значит, ну, это незначимо, да, поэтому, как-то вот, если кто-то скажет, что он приведет нам дополнительных клиентов в плане работодателей, с удовольствием мы 50% оборота от этих клиентов отдадим, но пока я не вижу второй. Непонятные механизмы того, когда это произойдет? Ну, вот стандартные темы партнерские, они понятны, да, мы что-то где-то подвесили, кто-то кликнул, пришел от нас и мы кому-то заплатили. Но придет один год, то есть не рисуется ничего, потому что для того, чтобы, скажем, клиент заплатил, он пришел, зарегистрировался, дальше с ним может год работать колл-центр, там, что-то ему объясняют, консультировать, доводя его до осознания, что происходит, в какой момент ему надо заплатить и сколько заплатить, потому что бывают же случаи, когда клиент приходит и говорит, я хочу заплатить вам по тарифу расширенную, безлимит, там, 600 тысяч рублей в год, а его долго убеждают, что нет, ему надо заплатить 6 тысяч рублей и все, ему хватит. В данном случае мы тоже адекватно действуем. Понятно. Если клиент переплатит, он потом обидится. Планируется ли внедрение социальных элементов в ваш портал или даже по стране социальной сети спрашивает Александр Горелик? Ну, что здесь сказать? У нас есть профессиональные сообщества, они, в общем, достаточно активные. Если братья HR-сообщества на эту тему, оно, наверное, самое активное в интернете на сегодняшний день. То есть, это системные вопросы, которые обсуждают. Подбор персонала, кадровые, как уволят, как принять. Ну, плюс вокруг этого много всего, что называется, за жизнь, любые вопросы. Это все работает, это все живет. Там есть какие-то системы, форумы, групповые системы, где люди сами могут какую-то создать группу, пригласить туда друзей, сами ее модерировать, подвешивать туда какие-то картинки, видео, аудио, система внутренней личной переписки. То есть, все эти сервисы работают. Довольно серьезный инструментарий, оказывается. Это все внутри портала. Да, это все внутри портала, это все всем доступно, это все живет. Мы не акцентируем отдельно, как мы там создали какую-то социальную сеть суперзлоба, потому что мы не собираемся бороться конкурировать с одноклассниками ВКонтакте, с Фейсбуком. Не для этого. Но, скажем, есть некие процессы у наших пользователей, как у работодателей, так и у соискателей, которые отрабатываются сервисами а-ля социальные сети. Значит, мы эти сервисы предоставляем на что-то такого. Естественно, развитие любого сервиса. А имея, скажем, если вопрос стоит, вот у вас есть огромная аудитория с личными данными, не планируете ли вы это все завернуть куда-нибудь по дороге ВКонтакте или одноклассники и устроить здесь клуб знакомств. Нет, не планирую. Понятно. И последний вопрос из тех, что мы с вами не оговорили так или иначе в первой части программы. Насколько реально сейчас выйти на рынок с новым джобовым порталом, спрашивает Антон вокруг, имеющим определенные отличия от других. Сколько нужно инвестиций, чтобы занять какую-нибудь серьезную позицию на рынке? Ну как, реально, если будет предложено нечто новое, да, то есть вот просто там еще один суперджоб никому не нужен, да, еще один суперджоб только лучше тоже никому не нужен, потому что мы все равно сделаем раньше и быстрее. Даже если появится какой-то маленький проект, но вот а-ля суперджоб в ту же тему, в той же диалоге, который вдруг предложит какую-то идею, достаточно интересную, значит, мы заметим это дело, да, если мы посчитаем, что это интересно, мы это моментально реализуем, и вся аудитория останется у нас, как-то, да, то есть невозможно будет притащить. Ну, пока никому не удалось. Значит, для того, чтобы что-то реализовать, нужно предложить что-то, ну, кардинально другое. Вот, были сайты для соискателей, и есть сайты для соискателей, там, заточенные, позиционируемые, в теме, там, достал босс, меняй работу, сутру, работа, работа, милру, там, зарплата, ру, да, и так далее. Дальше есть, там, мы, хатхантер, да, позиционированные в другой идеологии, в другой бизнес-модели. У нас есть хорошие компании, мы все проверяем, мы проверяем резюме, мы проверяем вакансии, мы следим за конфиденциальностью, мы не допускаем мошенников, суперджоп, кроме мошенников, еще никогда не давал, скажем, доступ в казино, впрочем, там, компаниям, которые нам не нравятся, они хайстокнут. Значит, что еще можно в этой нише предложить такое, чтобы это не было, там, условно, джопру, чтобы это не было суперджопом, значит, нечто, там, третье, да, значит, уже нечто третье, на самом деле, предложено, да, это то, что делает мой круг, или, там, ВКонтакте, вот, со своей темой в штате, то есть, это поиск работы через некие социальные связи, эта тема тоже есть, как бы, вот, для того, чтобы выйти на рынок, и быть успешным, значит, надо понять, какой еще процесс в сфере поиска работы или трудоустройства не обработать, да, сконцентрироваться на нем, сделать его, при этом, как-то так, что, вот, там, мы, там, коллеги в хэдхантере, не смогли его быстро повторить, нам для этого пришлось менять, какие-то там наши модели, технологию, потому что это, в общем, достаточно сложно все поменять, да, уже, там, Суперджоп, это, в общем, технологически достаточно монфровидно. А все-таки, каковы инвестиции, вам кажется, должны были быть в новый портал, если вдруг кому-то пришла бы фантазия его сделать? Знаете, ну, основу, если что-то делается, ну, инвестиции могут быть очень небольшие, но какие инвестиции там были ВКонтакте или в Однокласснике? Да никакие. То есть они работают практически там без инвестиций до тех пор, пока все инвесторы вокруг начали за ними бегать и перебой предлагать деньги. Поэтому если есть некая красивая идея и удачная реализация, то деньги будут какие-то, да? То есть можно на энтузиазме даже до сих пор что-то поднять. А вот если хочется конкурировать именно с суперджоп, в меньшем суперджоп, ну, речь пойдет о десятках миллионов долларов с результатом, скорее всего, плачевных. Да? Поэтому на первом месте, все равно, идея. Как только есть некая идея, ну, идеи сами себе ничего не стоят, дальше надо воплотить эту идею в неком прототипе, посмотрев на которую, все однозначно скажут, ну, блин, мне это надо, да? Ну, выходя немножко в другую сферу, вот журнал «Зароплотомер» мы запустили, еще не было ни разу, чтобы кто-то из собственников компании или руководителей, увидев меня этот журнал, его не тащил. Ну, потому что люди смотрят, понимают, что это, зачем это, и зачем ему это надо. Вот просто открыв на первой попавшейся странице, вот, все, я подписываю, сейчас пойду, возьму вас сто штук и разложу на столах у персонала, да, чтобы спокойно все себя чувствовали, сколько они там получают, мне лишних вопросов не задавали. При этом я ничего не объясняю, да, человек просто берет и понял, зачем ему это. Значит, если кто-то делает, видите, проект, что сразу понятно, зачем мне это, деньги там как-то появляются автоматически. А вот взял ниша, как это сделать? Если бы я знал, чего еще не хватает, я бы уже запустил. Понятно. Спросить, меня чего не хватает. Не знаю. Тот, кто знает, он как раз зарабатывает. Вот мы поняли, что не хватает чего-то для работодателя, но зарабатывает. И логично сказать, а теперь ваша очередь, обращаясь к слушателям. Я считаю, конечно, никакие ниши не закрыты. Ну, когда Google начал работать, казалось, что в поиске, в общем, уже все сделано. Так или иначе. Не идеально, но все есть. И вдруг появляется Google, с некой, новые идеологии, бам, где все остальные? нету. Да, сейчас начнем вспоминать название, типа, альтериста. Как мне нравилось, когда я впервые попал на альтерист. Ой, какая удобная поисковка. Где сейчас альтериста? Да нету. Вот, и вполне возможно, а нечто подобное может случиться с суперзоном, да, только будет, как было здорово. Да, а сейчас есть что-то, там, джок-супер какой-нибудь, да. Но будем надеяться, что этого не случится, по крайней мере, при... Я уверен, что этого в ближайшее время не произойдет, да. Но, тем не менее, если кто-то хочет начать, тут вопрос какой. Вот, вы спрашивали о конкурентах, да, а у нас нет конкурентов, потому что мы ни с кем не конкурируем. То есть, мы сами по себе, и мы сами с собой конкурируем. То есть, мы для себя изобретаем и сравниваем свои достижения сегодняшние с тем, что было вчера, а не с тем, что там есть у конкурента. Поэтому, мы строим рынок, конкурентам приходится как бы там за нами бежать, под нас подстраиваться. делать некий проект в конкурентном нише я бы никому не советовал, да, потому что с тем же самым Суперджом у нас получилось только потому, что мы работаем в абсолютно не конкурентном нише. Мы ни с кем не конкурировали, и первый проект был, конечно, первая его версия далеко не идеальна, но поскольку сравнивать было ниже, мы все равно были лучшие в своем классе, да. Ну, вот, мы так и остаемся, лучшие в своем классе. Или там, возьмите, у нас есть проект, например, Обед.ру, да. Ну, ни одного конкурента нет, потому что это вот первый и лучший в своем классе, да. Дальше затеяли мы тему с фабрикант ТРУ, электронные закупки. Мы первые и лучшие в своем классе. Значит, хочется сделать что-то, надо посмотреть, где не нужно будет с кем-то конкурировать. И вот, начав нечто там, где нет конкуренции, ну, вы будете первые и лучшие в своем классе. И дальше все остальные будут как-то догонять. А у вас всегда преимущество, у вас больше опыта еще что-то, да. Ну, либо с другой стороны, можно войти в нишу, где есть уже некто, но его понятно, как красиво и последовательно можно обставить, как это сделал Google. если есть четкое понимание, но, как правило, есть некая ошибка, что вам кажется, что вы можете такое сделать, потому что я помню, что сфера, скажем, времен, когда занимались вебом, много времени уходила на консалтинг клиентов. У меня в один день история была. Потому что приходит ко мне в гости клиент, которая серьезно занимается недвижимостью, и говорит, слушай, что-то не скучно в недвижимости, там все мы сделаем, мы там первые лучшие. Понимаешь, я вот смотрю на сферу финансов, там же, говорит, поле непаханное, особенно если к этому присоединить интернет, ну, мы же там вот можем просто горы, мне кажется, свернуть, давай подумаем, а может быть, я готов инвестировать сколько надо денег, давай вот мы в финансовой сфере сейчас вот там в шорные банки, что-то такое, вот это же вот все, в этом же что-то и есть, давай подумаем. Говорит, хорошо, давай подумаем. Буквально в тот же день ко мне приходит финансист, клиент, и президент примерно то же самое. Слушай, мы вот в финансах, в наших шорных банках уже все сделали, вроде что могли двигаться дальше, но вот есть же тема недвижимости, если к ней присоединить интернет, там же вот можно же все там перевернуть на голову что-то сделать. Я, в общем, долго веселился, потому что что-то человеку кажется, но он ищет не там, где он компетентен, а там, где он не очень компетентен. Поэтому ему кажется, что он что-то там может сделать. А тот, кто компетентен, он же это попробовал, понимаешь, не работает. Есть такая немецкая поговорка, сапожник должен тащить сапоги. Да, пироги, печь пирожник. Поэтому, конечно, сделать что-то, что как бы выстроили, но надо быть компетентным. Поэтому вначале у нас был разговор про кадровое агентство, которое у нас было долгое время, мы с ними мучились. Вот если бы у нас не было этого агентства, не было бы никакого супердзоба. То есть, в том виде, в котором он есть сейчас. Потому что наличие этого агентства, инвестиции у него в течение полутора лет и потом личное въезжание в процесс и понимание, а что же, какие проблемы есть на рынке. Не интернет-рекруппный, а как сам процесс осуществляется. Чего не хватает рекруктеру, менеджеру, персоналу, для того, чтобы успешно делать свою работу. Только это и позволило сделать успешным супердзоб. И, в принципе, та же самая история наших коллег в фэдхантере. Юра Геровец из рекрутеров не понимает процесс. И, в общем, примерно по этим же причинам ничего не получается у всех остальных, потому что они ничего в процессе не понимают. То есть, да, есть джобру, работа.ру, работа.майл.ру замечательная, но они работают от технологии, от трафика, а не от потребностей клиента, потому что они их не знают, они в этом не вариваются. Нам, конечно, очень сильно помогло то, что мы потеряли много денег на рынке офлайнового рекрутмента. Мы всегда говорим, что это не потерянные деньги, а деньги очень удачно инвестированы в наше обучение собственное. Понятно. Главное, что была такая возможность, как у вас, инвестировать миллионы долларов в собственное обучение. Мы же тоже начинали не из миллионов долларов, когда в 95-м году я сделал первый сайт. Когда я ушел в бизнес, я зарплату потерял в 10 раз, потому что я, в общем, был замдиректора не последнего исследовательского центра в стране, до этого, в московских новостях редактором. То есть я, в общем, по тем временам получал очень-очень приличные деньги. И когда начался собственный бизнес, ну, из шикарной съемной квартиры в Москве я переехал в тещу, в город Королев, и зарплату долгое время получал последнюю. В общем, было непросто первое, там было два-три. Ну, мы, в общем, понимали, что хотели, работали. Как-то там все получилось, но все не с неба свалилось. Понятно. Сегодня пора заканчивать. Еще одной интересной темой коснулись мы под финал. Все успели, даже более того, как мне кажется. Спасибо огромное вам за то, что вы нашли время на столь подробный и обстоятельный рассказ о том, что из себя представляет Суперджоп, и каким образом факты вашей биографии выросли в то, что в том числе представляет из себя проект в сегодняшнем виде. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Прежде чем поставить точку, скажу большое спасибо и тем, кто оставил свои комментарии к прошлому выпуску программы на ПОД-ФМ. Еще раз повторю просьбу ко всем слушателям не забывайте высказываться. Правильный порядок действий таков. Прослушал выпуск, зашел на ПОД-ФМ, прокомментировал. А на этом все. Вы слушали эксперт-шоу Ронатология. Сегодня у нас в гостях был президент рекрутингового портала superjob.ru Алексей Захаров. Редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева. Велопрограмму Максим Спиридонов. Удачи. Ронатология. Программа Центра онлайн-образования Натология. Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования Натология представляет Аналитическая программа Ронатология. Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы и мнения ведущих специалистов Ронета. Ронатология. Добрый день, коллеги. Сегодня 26 октября 2009 года и в этот день вы слушаете 26-й же выпуск эксперт-шоу Ронатология. У микрофона Максим Спиридонов. Как ни крути, но движущаяся картинка привлекает внимание человека как биологического существа куда больше, чем напечатанное слово или статичное изображение. Кино, телевидение, домашние видеопросмотры занимают заметную часть жизни каждого из нас. В интернет движущаяся картинка пришла сначала в виде отдельных роликов на сайтах, потом возникли видеохостинги во главе с великим и ужасным Ютьюбом, сейчас, в каком-то смысле иллюстрируя зарождающуюся концепцию веб 3.0 интернета с экспертным мнением, появляются все новые сайты, главным снижением которых является редакционный видеоконтент. Причем речь идет о действительно дорогом производстве высококачественном видеопродукте. Каковы перспективы этого направления, как обстоит дело с окупаемостью таких проектов? Мы поговорим сегодня с главным режиссером этого самого заметного интернет-телеканала Рунета Russia.ru Юрием Гусаковым. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, как понимаю, вы являетесь создателем и главным вдохновителем проекта. Вы сами считаете, вы профессионал в области интернет или телевидения? Или как удалось выровнять эти компетенции? Ну, я в первую очередь, конечно, профессионал в области телевидения. Ну, технологии, мы же так шагнули вперед, что, собственно, особых каких-то технических нюансов, которые бы отличали телевидение просто от телевидения в интернете, они практически все сгладили. Так что я, в общем, специалист в обоих можно сказать о властях. Ну, давайте послушаем тогда кратко досье, которое мы сумели собрать на вас как профессионала, и вернемся к нашему разговору. Юрий Гусаков. Родился в Москве. Закончил Российский Государственный Медицинский Университет. Работал режиссером на Центральном телевидении с 1998 года. Создавал различные программы для телеканала «Культура», среди которых «Магия кино», «Положение вещей», «Тем временем» «Партитуры не горят». Кроме того, Юрий также занимал должность режиссера на телеканале РТВАЙ, где занимался созданием документальных фильмов для РТР. В 2006 году открыл один из первых сайтов интернет-телевидения в Рунете – «Караед. Телевидение прямого действия». До 2007 года работал в дирекции информационных программ Первого канала. Затем Юрий создал портал «Раша.ру», где занимает должность главного режиссера и по сей день. «Раша.ру», помнится, создавалась под выборы, и первые ролики, которые там были, были связаны с агитацией господина Путина и партии «Единая Россия». Они были чисто пропагандистского свойства. Как из этого выросло то, что сегодня из себя представит проект? Он как будто бы ушел несколько в иную сторону. Как это возникло? Ну, с самого начала в общем-то мы планировали создать такой как бы многонаправленный портал, не заморачиваясь на чем-то одном. Просто в тот момент наиболее правильно было начинать с политического контента, потому что страсти были сильно наколены, и лучшим способом привлечь внимание к нашему проекту было создать контент именно в политической направленности. Поэтому мы практически сразу ушли из-за цифры в 10 и даже в 50 тысяч просмотров за ролик, потому что как бы артовый ролик, посвященный того моменту, когда на восьмом съезде единой России Путин объявляет о том, что возглавит список, и все это перемешанное с какими-то видеорядами и подзвученная музыка из фильма «Пираты Карибского моря» произвело сильное впечатление на всех. И мы как-то сразу сумели забросить и создать эффект присутствия. Поэтому это был именно расчет маркетинговый в первую очередь. А затем после того, как компания закончилась, мы начали воплощать ту концепцию телевидения, которую сейчас Рошеру представляет. лайв-телевидение с практически отсутствующим закадровым текстом, с упраздненными героями, ведущими, извините. Это телевидение героев, телевидение прямого вещания, героев зрителей, минуя всяческие редакционные штучки. Вот так вот. Упраздненные ведущие, это что? Там же все-таки присутствуют в кадре люди, которые являются главной собирательной точкой в каждой программе. Ну, это сейчас только в жанрах интервью такое есть. А в жанрах, допустим, в репортажах нет. У нас есть шоу-лайв, ежедневное шоу о звездах. То есть там нет ведущего, ну, ведущего, через которого развивается сюжет, такого нет. А как бы звезда сама ведет, является ведущим как бы шоу о себе самой. Вот так вот. То есть, иными словами, бытующее представление о том, что вы были созданы на деньги партии и впоследствии просто, так сказать, ушли на запасный путь, как тот самый бронепоезд пресловутый, это ошибочная версия? То есть, вы просто использовали политическую конъюнктуру и затем стали делать то, что и собирались? Ну, мы использовали политическую конъюнктуру и используем ее всегда. Допустим, сейчас будут выборы на Украине, мы тоже планируем освещать это. И будет, безусловно, большой трафик с Украины на эти сюжеты. Мы часть корпорации New Media Stars, в которую входят ведущие деловая интернет-газета «Взгляд», там более полумиллиона посещений в день, и большой развлекательный новостной портал Дни.ру, там тоже 350-400 тысяч посещений в день. Вот, мы как бы стали теперь третьей частью этого холдинга, вот, Раша.ру телевидение. Ну, то есть, вы не выполняете политические заказы, которые поступают от Константина Рыкова, владельца или совладельца этой New Media Stars? Нет, ну, мы выполняем все указания Константина Рыкова, безусловно. Вот, по крайней мере, до того момента, пока он руководил непосредственно компанией. Сейчас он депутат Государственной Думы и компанией отошел от управления компанией. Ну, хорошо, оставим эту тему, она такая, как бы, пикантная несколько. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, пришло ли время онлайн-ТВ, вот в том виде, в котором вы сейчас его делаете, в виде качественного, дорогого, как я уже сказал в начале программы, в производстве, что немаловажно, и, ну, такого, вполне себе профессионального контента? Ну, что я могу сказать? В принципе, конечно, для тех, у кого есть хотя бы мегабитное соединение, для тех, оно, безусловно, пришло. Вот, проблема в том, что аудитория действительно еще недостаточно велика из-за технических моментов, то есть, в регионах нет безлимитного быстрого интернета, поэтому в регионы эта тема придет еще сложно сказать когда. Вот, а что касается столицы, допустим, то думаю, да, думаю, что вот, когда мы начинали, никто еще так толком не понимал, что происходит, потом на второй наш год работы, когда случилась война в Осетии, и когда спрос на вот такой вот важный новостной трафик резко возрос, чекообразный, мы, в принципе, его удовлетворили, с этого момента начало доходить уже до достаточно большого круга людей, что такое качественное видео в интернете работает. А сейчас уже как бы третий сезон, наш третий год нашего работы, это уже воспринимается как некая данность, да, есть Раша.ру, да, это телеканал в интернете, вот, то есть, собственно говоря, вся революционная часть развития телевидения в интернете, она позади. вот сейчас просто все будет подключаться, подключается больше людей, больше, больше. То есть, сейчас уже эволюционная часть? Ну, да, потому что прорыв именно, когда нужно было заставить людей, грубо говоря, посмотреть какое-то достаточно большое, тяжелое шоу через сеть, то есть, грубо говоря, потратить, не знаю, там, 200 мегабайт трафика, вот, тогда это было, ну, как-то немножко воспринималось тяжело, а сейчас вообще трафик стал практически для всех бесплатным, вот, и мы легко показываем шоу длиной, там, полчаса, там, 45 минут, 50 минут, вот, и люди смотрят и досматривают до конца, то есть, улучшается статистика досматриваемости, то есть, людям хватает технических возможностей для этого. Ну, а бесплатности тут с одной поправкой, что, да, пока что стал таковым в центральных городах, наверное, в миллионниках и в провинции пока что не все так хорошо в этом смысле. А скажите, а конкуренты ваши, вот, я могу понять, что, наверное, это Твигл, это Пост ТВ Ру, кого-то еще можете назвать? И вообще, как к ним относитесь? Ну, я честно, ну, как, в принципе, мы относимся к ним хорошо, потому что они создают видимость рынка. То есть, на самом деле, есть только Раша Ру, больше никого нет. Остальное все это либо пиаровский проект, созданный талантливым пиарщиком, либо какой-то такой достаточно нишевой телевидении, типа Твигла. Вот к Твиглу мы очень хорошо относимся. Пост ТВ это, в общем-то, пиар-продукт какого-то достижения в области контента я у них, честно говоря, не вижу. Но они делают так же качественно вполне себе. Вот они там запустили, если не ошибаюсь, минимум одну, одно даже такое шоу, мужские игры видели, наверное. Нет, там это же не их производство, это что-то там, как-то кто-то производит, и они там, типа, какой-то партнер, в общем, толком не знаю, но знаю точно, что это не они продюсируют, и не их техническими средствами это снимается. И они, в общем-то, на этом акцент особо не делают, и это как-то сильно не пиарят. Вот кроме Твигла и Пост-ТВ кто-то есть еще, на ваш взгляд? Пускай даже эти создают видимость, но вот кто-то еще эту видимость пытается сдавать? Да нет, ну пытается, я знаю, что там у КМРУ у них там какой-то на новости они пытаются сделать акцент. Да нет, собственно, Пост-ТВ тоже что-то там снимают, какие-то у них там выходят с Митей Глуховским, с Викой Лопыревой, тоже, кстати, наши герои, с которыми мы расстались там после 30-40 серий снятых. Что важно, с Тиной Канделаки, которая привлекает внимание все-таки пользователей? Ну, то есть, надо сказать, что просто, конечно, Тина Канделаки это как бы сам по себе очень крупная фигура медийная, ну и вот, конечно, все вокруг нее, что строится, все это заведомо успешно. В общем, нереальная политика, это успешный проект был, безусловно. Тина Канделаки сама по себе трафикогенерирующий субъект, можно сказать. Ну, да, Тина Канделаки это... Хорошо, а для вас является эволюцией, вот так мы затронули же, революция и эволюция. Вот, революция на переход от веба без видео к вебу с видео, да, а эволюция это переход от пользовательского контента типа YouTube, Routube к телевидению профессиональному, так? Ну, то есть, я думаю, что да, что это, вот, агрегаторы, они, в общем, это и главная проблема в том, что у них там все не структурировано, непредсказуемо, вот, и ты туда заходишь, чтобы посмотреть хоть чего-нибудь, то есть, они непредсказуемы. Вот, у нас в Routube есть определенная сетка, определенная логика обновлений, определенное количество героев, контент, посвященный этим героям приблизительно, там, понятно какой, вот, то есть, за нами, нас можно смотреть, как телеканал, но предсказуемы. А вот интересно, вы, как режиссер, говорите о предсказуемости, хотя, наверное, имеете в виду профессиональность в большей степени, потому что качество продукта, оно риск отличает вас от тех же самых пользовательских видеохостингов. Да, безусловно, безусловно, но тут даже, я бы сказал, что есть другая фишка, то есть, мы, некоторые наши, так называемые, вот, лайф-форматы материалы, мы пытались сознательно, с самого начала, делать высоко качественными, понятно, снятыми на HD-камер, но, тем не менее, немножко симулирующими, как бы, юзерский контент, то есть, такое все немножко дрожащее, вот, такой под YouTube. Мы с этого начинали, потому что считали, что тогда будет в этом, как какой-то, ну, зритель будет лучше узнавать этот проект. Но сейчас мы уже, видимо, от этого будем постепенно отказываться, потому что, действительно, время агрегаторов, как таких вот центральных видеоресурсов, куда человек заходит, чтобы просто посмотреть видео в сети, их время, конечно, вот проходит. Вы говорите о том, что проекты, кроме Russia.ru, проекты онлайн-телевидения, создают видимость. Они создают видимость рынка, да, то есть они существуют. Сейчас на сайте у вас в среднем бывает, я понял, порядка 160-200 тысяч человек в сутки, да? Ну да, где-то около 2 миллионов роликов в неделю мы показываем. А вот какова динамика? Сколько требуется, чтобы выйти на, так сказать, показатели, которые бы обеспечили окупаемость, как вам кажется? Ну, мы, на самом деле, более-менее уже на это количество вышли. Во-первых, я все-таки, как бы, здесь главный художник, то есть, есть там главные коммерсанты, главный администратор, наверное, соображаю в финансах, но думаю, что мы вполне уже достигли коммерческих цифр. Вот, другой вопрос, что есть большая, ну, не то, что полемика, а есть такая вот дискуссионная проблема по поводу преролов, то есть по поводу рекламных роликов, которые вам показываются, когда вы запросили просмотр некого материала, который вас привлек, перед этим вам показывается там 5-7 секундный видеотрейлер рекламного содержания. Вот, это, безусловно, будет, ну, как бы, сейчас самая такая очевидная, очевидный способ демонстрации рекламы, как бы, зарабатывание денег, но зрителю, безусловно, это будет не очень нравится. Вот, я знаю, что вот Твигл, допустим, мы как бы встречались, беседовали, Твигл как бы жестко стоит за то, чтобы показывать прероллы. Мы вот пробовали, ну, как-то, честно говоря, нам не понравилось, то есть, возможно, останется только реклама в виде баннеров, и, как бы, так называемые скины, когда, ну, вся, весь вид главной страницы стилизуется под там, под какой-то рекламу, под какой-то бренд. То есть, вы в видеоформат не помещаете рекламу непосредственно? Вот, нет, в тело ролика мы не помещаем рекламу, и, как бы, не планируем. Максимум, вот, что может произойти, это так называемый преролл, когда пятисекундный ролик автоматически показывается вам первым, перед просмотром ролика, потом начинает за ним подгружаться сам сюжет. Вот, причем, как бы, движок определяет ваш адрес, и вы там, первый раз, нажав play, первый раз посмотрев этот рекламный преролл, потом вам уже не будет он показываться, если вы будете дальше пытаться смотреть у нас. Вот, то есть, это вот единственное, на что мы время от времени идем. Ну, я вообще являюсь противником прероллов, считаю, что зритель бежит в интернет для того, чтобы избавиться от видеорекламы, его ни в коем случае нельзя это подпугать, встречать. А вот, я понял, что вы не очень в курсе бизнес-составляющих, однако, многие очень, наверное, знаете, вы зарабатываете только на то, что вы сказали, то есть, только на размещении каких-либо промоэлементов на сайте, или все-таки, там, сейчас, если, скажем, за продакт-плейсменты получаете, какие-то там прямые или опосредственные деньги, там, сейчас приходит госпожа Майновская в ресторан, я видел просто один из циклов передач, ведь это тоже не просто так она там появилась. Знаете, это потенциально, безусловно, можно монетизировать, вот, но реально, реально ресторан за это не платил. Максимум, что он заплатил, это за то, что Маша скушал, вот, или попробовал, вот, то есть, мы сейчас это не используем, это реально как метод зарабатывания денег, хотя, в общем, изящный продакт-плейсмент, он не будет раздражать зрителей, просто если уметь хорошо продакт-плейсмент делать, то это, безусловно, ну, может работать в интернете. А скажите, вот вы говорите, что у вас длинный контент, ну, оно, собственно говоря, известно, так оно и есть, и пользователи стали досматривать до конца, а на сколько до конца они досматривают? Иными словами, на языке статистики, какое среднее время на сайте сейчас для одного пользователя? Ну, на сайте, нет, сколько он находится на сайте среднего, он смотрит, средний зритель смотрит, там, около трех роликов, ну, зайдя на сайт, смотрит около трех роликов, досматриваемость в целом у нас приближается к 70%, причем, это, я считаю, просто блестящий результат, и я связываю его даже не с тем, что мы как-то улучшили свой контент, а это просто тенденция, это все апгрейдятся, у всех появляется более хорошая техника, и они просто технически могут досматриваться, ну, как вот мне кажется. Вы говорите ролики, вы понимаете, под этим и ролики новостные, скажем, которые у вас есть там по буквально минуте, две, и программы по полчаса? Да, да, ну, тут тоже сложный вопрос, там, некоторые программы, сейчас у нас, мы запустили программу «Бизнес-секрет» с Олегом Тиньковым, там, не знаю, последнюю программу посмотрело, там, 200 тысяч человек, это, безусловно, ну, вот они посмотрели 25-минутную программу, вот, есть там сюжет новостной «Облысел Филипп Киркоров», его тоже посмотрело 200 тысяч человек, то есть, тут вопрос, вопрос в чем, то есть, аудитория, это единая аудитория, которая смотрит и то, и другое, вот, не знаю, как еще ответить. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, вот, вы, как специалист, уже который год занимаетесь онлайн-телевидением, и находите его очевидно перспективным, ну, и с ваших слов это очевидно, и то ваши дела, поскольку вы этим продолжаете заниматься, говорят в эту пользу, не опасайтесь, ли, что вот сейчас телеканалы, большие, федеральные, Первые, НТВ, СТС, ТНТ и прочие, используя свои значительные ресурсы, опомнятся, поймут, что они, собственно, многое упустили уже, и вот своим готовым портфолио рейтинговых программ ломанутся в сеть, и вас задавят. Ну, честно говоря, я не особо думаю, что это в ближайшее время произойдет, потому что, ну, что касается совсем центральных каналов, я считаю, что у них, по сравнению с нами, крайне старая аудитория, то есть, я думаю, что это, там, люди, которые смотрят ледниковый период, это люди, как минимум, из ледникового периода. Ну, да, вот откуда-то оттуда, и уже объяснить вам, что такое телевидение в интернете, будет крайне проблематично. Потому что касается СТС ТНТ, ну, да, наверное, но ТНТ вроде не такой уж и слабый портал, как я понимаю, ну, и потом ТНТ является, как бы, хозяином дома-2, а дом-2, это, возможно, самая кликабельная, что называется, штука в интернете, все заголовки, которые содержатся там, дом-2, или, какие-то имена, тех, кто там участвует, они огромный трафик сразу к себе привлекают. Возможно, что ты и построил такой ТНТ заметный, хотя бы не сказал по внешнему виду сайта, но посещаемость там пока очень скромная, даже в сравнении с тем, что есть у вас. Хотя они могли бы, наверное, взяться за куда больше показателей. Ну, да, да, ну, ну, в общем могут, но понимаете как, вот в том-то феномен интернета и заключается, что ваше, любое ваше дорогое шоу, снятое там за миллион долларов, все там из золота и спецэффектов, оно в интернете может проиграть по посещаемости там какому-нибудь видеоблогу там 13-летней там девочке, которая что-то там говорит. А вам нравится эта такая честная игра? Не знаю, даже честная, не честная, но просто по факту, это вам нравится как производителю дорогого и серьезного контента? Ну, во-первых, все-таки мы производим относительно дорогой контент, конечно, по сравнению с какой-нибудь, кстати, Дом-2 не так низкий, вот Рамблер включил, на четвертом месте, он 44 тысячи хостов в сутки, ну, не плохой, Дом-2 сайт, не такой плохой результат, мы на первом, первый канал на третьем, Дом-2 на четвертом, прилично. Вот, мы относительно дорогой контент создаем, то есть, конечно, это сильно дешевле, там, то шоу, которое мы показываем, это там для НТВ, это, конечно, ну, НТВ в 10 раз больше денег на это тратит, как минимум, то и в 20, вот, но по сравнению с какими-то там поделками ютубовскими, конечно, это выглядит, ну, профессионально. Вот, просто мы не тратим большие деньги на декорации, на какие-то понты в виде, там, не знаю, камер на кране, которые требуют, там, целой бригады, платить за зарплату и так далее, но так у нас, зато у нас многокамерная съемка, HD, вот, все это в производстве, ну, относительно дорого, если сравнивать с центральным телевидением, у нас все более, чем бюджет. Вот, ну, а так, конечно, все больше и больше будут приходить в интернет производители контента, вот, но я вообще, считаю, что каналы просто перестанут существовать. Ну, то есть, произойдет замещение онлайн-телевидением обычного телевидения? Да, значит, будет всюду интернет, будет всюду Wi-Fi беспроводной интернет, быстрый-быстрый, вот, каналов не будет, то есть, каждая будет, как бы, организация, которая производит некое одно, там, допустим, конкретное шоу, то есть, оно просто, это шоу находится в интернете, а не на, там, ТНТ или, там, на первом канале. Вот, мы придумали шоу, мы его производим и показываем, у нас его полмиллиона человек каждый ролик смотрит, вот, нам спонсор за каждый ролик, там, платят доллар, вот, вот полмиллиона долларов, ну, приблизительно, как бы, упрощенно это должно выглядеть так, и никаких каналов, в принципе, не нужно. Вот у нас что, то есть, и Раши.ру тоже? Раши.ру, Раши.ру мы расщепим на 4 или 5 нишевых каналов, ну, как к варианту, один, там, лайфстайл, гламур, другой, политика, аналитика, третий, новости, четвертый, там, еще что-то, то есть, тут вопрос какой, сейчас Раши.ру, это тоже такой, как бы, ну, имитация большого канала, то есть, есть общественно-политическое вещание, есть развлекательное вещание, есть новостное вещание, вот, когда это упорядочено в 24-часовую, некую линейную сетку, как на телевидении, это одно дело, но у нас, как бы, на сайте это, просто, ну, более сложную навигацию добавляет, вот, поэтому, возможно, со временем мы просто разделимся, и будет Ньюз Раши.ру, там, не знаю, Шоу Биз Раши.ру, по-моему, этим путем Лайф.ру идет, мы как раз их не упомянули. А, скажите, можно сказать, что Раши.ру сейчас, сейчас себе представляет некую такую заготовку и прототип, ну, вот, онлайн-телеканала? Ну, онлайн, вот, мне не нравится слово онлайн, потому что онлайн, это подразумевает просто линейное вещание, но только через сеть, вот, это, безусловно, как бы, интернет-телеканал, такой, как, каким вот мы его помыслили, поскольку, как бы, нет нигде образцов, мы, в общем, без ложной соромности, можно сказать, что мы пионеры, вот, поэтому вот мы пытаемся придумать канал, сейчас вот у нас был один дизайн, одна навигация, потом вторая, сейчас вот новое, последнее, последнее издание. Ну, то есть, можно сказать, что вы фактически вошли в новую категорическую нишу, в новое пространство, окопались и осматривались, а как оно будет дальше, пока, сказать, сложно до конца, но точно не так? Скорее всего, да, но это, то есть, то, как сейчас, сейчас нормально, сейчас хорошо, вот, в общем, навигация достаточно удобная, как мне кажется, вот, но возможно, если будет усиливаться конкуренция, то будет иметь смысл, просто пойдет ли тенденция в сторону создания нишевых каналов, то есть, канал только о здоровье, там, канал там только, не знаю, о сноуборде, ну, как, к примеру, вот, либо все-таки пользователи будут хотеть попадать на некий, на некий большой портал, и там уже решать, там, куда им идти, направо или налево, то есть, будет ли это большой портал, где на главной странице вам предлагают прям много-много путей, либо это изначально будет некая ниша, куда вы целенаправленно идете. Вот, сейчас, мне кажется, нужно ответить на этот вопрос. Пока мы... А вопрос, с какого времени ответ на, в смысле, сколько времени потребуется ответ на этот вопрос? Да нет, просто конкуренция должна это показать, то есть, то есть, если мы увидим, что есть успешные каналы, нишевые, которые перетягивают там на себя трафик, возможно, мы как бы расщепим наш контент на более, как бы, узнаваемые фрагменты, то есть, у нас есть достаточно много контента, посвященного звездам, там, каким-то вечеринкам, моде, и так далее. Это явно такой формат для отдельного развлекательного канала. У нас есть новости, мы выпускаем около 40 новостных сюжетов в день. Вот, это тоже, в принципе, отдельный канал. Мы выпускаем каждый день одно умное шоу и три или четыре комментария крутых экспертов, уровень Глеба Павловского, например. Понял вас. Пожалуй, самый известный стартап-менеджер Рунета Антон Носик не так давно говорил об онлайн-видео в комментариях с сайту Chascore.ru Следующее, цитирую. Здоровое зерно в текстовом формате. Некоторые вещи, которые сейчас реализуются в видеоформате, в большей степени бездумно следуют моде. Еще цитата. Меня человека бесит, когда мне пытаются подсунуть видео. Еще цитата. Важна и финансовая сторона вопроса. Такие проекты, как Russia.ru дешево не стоят. Как креатив, это здорово, но когда мы начинаем обсуждать коммерческую сторону, Russia.ru черный ящик по коммерческим составляющим. Эксперименты уместны в определенных условиях, а просто видео ради видео бессмыслиться. Как-то сможете прокомментировать? Когда пытаются подсунуть видео, это он имеет в виду видимо заголовки, когда в заголовках пишут видео. Ксения Собчак споткнулась в скобках видео. Может быть, он это имеет в виду. Что касается финансов, то я не знаю, что я могу ему сказать. Мы работаем, развиваемся, с финансами у нас все в порядке. Как там на BFM с финансами мы не интересуемся, нам все равно. И не комментируйте. Да и не комментируем. Что касается того, что он не верит в некоторые вещи видео в интернете, я, допустим, тоже не верю в видео с закадровым текстом в интернете. Если у тебя есть закадровый текст, поскольку твой зритель видит некую HTML-страницу, напиши на этой странице некий текст, а видео, да, отдельно. Вот те, кто пытается идти путем создания видеоконтента, содержащегося большое количество закадрового текста, вот те, конечно, безусловно, идут не туда. Может быть, это Антон Борисович имел в виду. Ну, хорошо. А вот по поводу финансов все-таки последний вопрос. Понимаю, что, может быть, снова-таки не к вам, не совсем по адресу. Вы сейчас находитесь с самого начала и до сей поры в инвестиционной стадии, да? То есть владельцы компании инвестируют в проект с тем, чтобы он рос и развивался? Ну, да, но у нас есть реклама, то есть у нас есть реклама баннерная, вот, то есть что-то она приносит, безусловно. К вопросу о программах. Сейчас программы очень разные. Как формируется программная сетка? Кого привлекаете в первую очередь? Почему? Ну, вот, ну, если брать, там, допустим, не брать политические программы, то мы, ну, конечно, приглашаем известных людей и стараемся, чтобы они приходили к нам и становились ведущими, вели авторами своих программ. Вот я уже говорил, что Олег Тиньков у нас ведет программу о бизнесе. Вот мы только запустили, вышли четыре, по-моему, на текущий момент выпуска очень-очень успешно. У нас, допустим, Алена Водонаева ведет интервью со всякими звездными людьми встречается. Кто у нас еще есть? А по какому принципу подбираете? Вот персоналии понятно, что они просто известны и могут привлечь внимание, а вот саму сетку программную вы просто танцуете от того, что есть некая персона, скажем, Олег Тиньков, он не танцует, не поет, значит, будет говорить про бизнес? Нет, ну, мы исходим из того, что у нас каждый день должно выходить интеллектуальное шоу, то есть умное шоу. Допустим, это у нас, вот Олег Тиньков говорит про бизнес в один день, в другой день Кирилл Решетников, очень известный литературный критик и, в общем, в интеллектуальных кругах известный. Человек, он ведет программу беседы на всякие интеллектуальные темы, решето, программа называется, там, допустим, у нас был даже писатель Мамлеев, что является бешеным эксклюзивом, никому не дает интервью, вот, но Кирилл сумел договориться. У нас есть программа о популярной науках, где мы, значит, ведет ее академик Кирилл Твердислав, он зав. кафедры биофизики МГУ, вот, встречается с русскими учеными, которые совершают какие-то, ну, прорывные вещи делают. Вот, у нас есть так называемая программа Ц политическая, в которой беседуют пять человек, у нее есть ведущие, вот, один из немногих действительно ведущих, то есть, сотрудников Рашру, которые работают именно ведущими. Вот, это программа, которая касается текущей повестки Дня политической. У нас, ну, практически все телеперсоны первого ряда у нас были. Вот, даже Пал Павлович Бородин у нас был, хотя тоже его очень сложно на телевидении пригласить. Вот, поэтому у нас есть линейка. Сейчас у одной программы, как можно видеть на сайте, вот то, что я смог полистать, проведя там порядка часа на сайте Рашру, от нескольких десятков, десятков без вдавления тысяч, до 10-20 тысяч просмотров в среднем. Бывает больше, но это уже, как бы, как я понял, исключение. Я видел пару роликов, которые имели более 100 тысяч просмотров, но они были, вот, то самое направленность, как вы говорили, да, вот, из разряда Дом-2, вот, название, скажем, я себе сохранил, российский певец Филипп Крикоров побрился на лосо, силиконовая грудь модели взорвалась на съемках реалити-шоу, на теле мальчика появляются строки из Корана. Да, это все новости, это не наше производство, это новость, это вот все три заголовка. А вот какие программы, вот, то, что даже, казалось бы, не казалось, должно получать внимание достаточное, имело это внимание относительно скромное, там, скажем, вот программа Маши Малиновской, она же все-таки звезда советской тусовки, тем не менее, ну, там, вот, пару десятков тысяч просмотров, а отдельные программы просто буквально там по 100 просмотров, по 200. Ну, по 100, некоторые сюжеты новостные столько действительно набирают, но в силу того, что там действительно они каждые полчаса выходят новый новостной сюжет, и такие есть. Вот. Ну, 10 тысяч просмотров, это весьма прилично, с тем учетом, что у нас очень много контента. Малиновская, у нее 10, 20, где-то 30 тысяч просмотров, приблизительно, приблизительно такое количество. Ну, это А сколько нужно просмотров достичь, чтобы вот это стало сопоставимо с тем вниманием, которое получают программы на центральных каналах страны? Ну, а вы знаете, а сколько, по-моему, получаются программы на каналах? Ну, кстати, я сейчас включил последнюю Малиновскую, 44 тысячи 590 просмотров ресторанная шоу с Малиновской. Это уже, согласитесь, 44 тысячи, это неплохо. Ну, видимо, я смотрел скорости, через день-два, после того, как только появилось оно, за эти дни она набрала просмотров. наверное, вот. На каналах тоже эта же аудитория, и то, как считаются рейтинги на телевидении, это большая условность. То есть, это есть некая, там, не знаю, Гэллоп, допустим, компания, которая предложила, ну, некий алгоритм, и все вокруг договорились считать этот алгоритм верным. Но на самом деле, это все равно вилами по воде, то есть, одно дело наша статистика, когда мы, не мы, даже Рамблер фиксирует конкретный IP-адрес, известно, кто это, откуда, когда он зашел, сколько он на сайте пробыл, это действительно понятно, что этот человек конкретно был на сайте, конкретно видел ту рекламу, которая на нем находится. А рейтинги телеканалов, вот не кабельных, а эфирных, это все достаточно большая условность, поэтому я как раз думаю, что точно зафиксированная аудитория, если известно доподлинно, что там 100 тысяч человек посмотрели, но это доподлинно известно, что 100 тысяч человек, то эти 100 тысяч человек должны стоить рекламодателю существенно дороже, чем некие виртуальные там 100 тысяч человек, которые якобы посмотрели это в эфире. Но это понятная позиция, наверное, позицию обратную высказали бы традиционные телеканалы, сказали бы, что Гэллоп считает совершенно верно и это совершенно не виртуальные люди. Ну да, может быть и так, ну по крайней мере... Хорошо, пожалуйста, а по поводу самих программ, большинство программ носят налеты такой, вот может быть скажу резко педалированной гламурности, ведущие из числа звезд светской тусовки Москвы, как я уже говорил, почти такие китчевые заставки компьютерные, местные впечатления, что это продукт для такой, для той самой светской тусовки без тени попытки подстроиться под массового зрителя. Есть впечатление такое, что там таким межусобочек, одни звезды ходят в гости к другим, потом меняются местами и потом идут какие-нибудь дорогие клубы, рестораны. Это осознанно так сделано? Ну, здесь у нас какой взгляд на вещи? Значит, зритель, когда зритель смотрит вот этот продукт, который вы описали, он не желает на самом деле получить никакой экстраординарной и эксклюзивной информации. Ему эта информация не нужна. Он просто как бы наблюдает. Вот есть определенные, ну, определенные аудитории, которые нравятся, допустим, ну, не знаю, Ксения Собчак. И неважно, чем Ксения Собчак занимается. Она находится в кадре, вы можете смотреть сюжет даже с выключенным звуком. Мы просто знаем доподлинно, что у многих в офисах там, значит, нет звуковых карт специально или как-то, реально нет звука. Они смотрят без звука. Вот, то есть наш зритель, это не зритель, который внимает какой-то информации, которую ему сообщают, а это зритель, который наблюдает. Наблюдает за персонажем, который ему нравится. Допустим, всем, кому нравится Маша Малиновская, в сущности глубоко все равно, что Маша Малиновская делает конкретно вот в этом ролике. Они просто как бы зырят, наблюдают за Машей и получают это удовольствие. То есть вы просто даете форму для онлайн-шоу «Один день из жизни» Маши Малиновской? Да, это кусок вымонтированной некой последовательности кадров, в которой мы можем наблюдать, что там происходит с Машей Малиновской. Вот у Маши Малиновской на фотосессии, вот ее фотографируют, вот Маша Малиновская в ресторане, вот Маша Малиновская на вручении каких-нибудь гламурных GQ премий или что-то такое, или там не Маша Малиновская, или там, не знаю, группа «Рефлекс», там Маша Цыгаль, там Виктория Дайнека, там, ну, кто угодно. Поэтому люди просто имеют возможность наблюдать за своими любимыми персонажами. В сущности, если вы посмотрите там на глянцевый журнал какой-нибудь, посвященный тем же самым письмам, там тоже какой-то есть совершенно ни к чему не обязывающий примитивный текст и много блестящих фотографий. В интервью интернет-газете «Взгляд», газете, входящей также в холдинг «Нью-Медиа Старс», в феврале этого года вы говорили, центральные СМИ в последнее время отличают не очень радующую меня особенность. Самоцензура дошла до такой степени, что какие-то действительно важные злободневные темы практически нигде не поднимаются. Их обходят стороной, руководствуясь правилом, как бы чего не вышло. В результате получается выхолощенное телевидение, выхолощенное радио. А то, что вещает «Раша Ру», не является таковым. андитатура. — Смешно. Ну, давайте так. А, собственно, какая существует точка зрения, которую «Раша Ру» не пускает к себе? То есть, у кого у нас нет? Вот у нас, допустим, есть две точки зрения на то, что происходило в августе прошлого года. Кто на кого напал? Осетия, Грузия на Осетию или это злые русские все спровоцировали и первые атаковали. Вот. Мы сняли фильм большой об этом, где озвучилась официальная позиция. — Позиция российская, да? — Российская. Ну, вот в России есть, допустим, журналист Юлия Латынина, у которой противоположная точка зрения. Мы сняли часовую программу, где Юлия Латынина с одной стороны и Влад Шурыгин такой достаточно известный эксперт, военный эксперт и он в «Лифт-джурнал» известный. Вот. Имели возможность прямо обменяться. То есть мы Юлии Латынина дали трибуны, она нам объясняла, как русские напали на беззащитных грузин. Это до сих пор есть на нашем сайте. Можете посмотреть, там уже далеко за 100 тысяч просмотров. — А фильм про российскую позицию вы имеете в виду «Война 08-0808», да? «Война 08-0808». Вот. И поверьте, мы его сняли сами. Мы были в Тхенвале, мы слышали все, что говорили эти несчастные люди, которых разбомбили. И уж мы точно клянемся лично, что то, что фильм «Война 08-0808» описывает, так оно все и было. Вот. Это там, значит, какие-то московские люди, которые в ЖЖ привыкли быть оппозиционерами, они, может быть, там могут говорить что угодно. Мы были там, у нас есть там несколько десятков часов показаний простых людей, вот. И мы знаем дополнино, что было все именно так. Это, к примеру, о том, что чью еще мы позицию, кроме той, которую мы озвучиваем, кому еще мы должны дать трибуну. Непонятно. Понимаете? Если бы... Нет, но в данном случае я ведь не не говорю, что это не является вы не являетесь выкладочным или иным каким-то телевидением. Я просто процитировал вас, мне было любопытно, что вы думаете об этом сейчас. Скажите, отходя от темы вот этой, какой будет модель команды телевидения будущего? Или, может быть, она уже выстроилась? Она отличается чем-то от той команды, которая создает телевидение вещательное, телевидение, к которому мы привыкли последние десятилетия? Ну, вот главным отличием является то, что все-таки на таком циферном телевидении там главный человек все-таки корреспондент, то есть это человек, который пишет некий закадровый текст, который перемешивается с фрагментами интервью и перекрывается поверх некоторой картинкой, то есть появляется такой классический сюжет закадровый текст, интервью, закадровый текст, интервью и некая картинка поверх лежит. Вот у нас, поскольку закадровый текст практически не считает новостей, а во всем остальном у нас его просто нет, то у нас главный человек Это продюсер, который, он же и продюсер, и отчасти корреспондент, и режиссер на площадке, и режиссер монтажа. То есть у нас вот такой тандем. Продюсер придумывает, что снимать, снимает, дает какие-то рекомендации, передает это режиссеру монтажа, который единолично это монтирует. То есть продюсер снимает некий конструктор, из которого, как лего, из которого режиссер монтажа оценивает этот материал и считает, что самое лучшее он может из этого собрать. Вот у нас такая спрямленная линия, минимум редакторов, нет корреспондентов, нет отдельно монтажеров, отдельно режиссеров. И на каждой нашей точке перехода, вот там продюсер, режиссер, эфир, фактически все у нас, у нас два только есть пункта. И всюду есть большая возможность для креатива. Поэтому у нас, безусловно, более свободна в творческом смысле схема. Я работал долго на центральных каналах, и вот когда только у меня предоставилась возможность исправить вот то, что мне больше всего не нравится на центральном телевидении, это вот такие сложные схемы с шеф-редакторами, корреспондентами, которые пишут, что хотят, с режиссерами, которые не знают, что поверх того, что написал корреспондент, положить какое видео. Вот с монтажерами, которым вообще все равно, они самые квалифицированные и самые бесправные люди. Вот это все. Честно, накипело у вас это. Ну, извините, я 11 лет там отсидел, теперь удрал интернет. И напоследок, в этой части, какой идеальный сценарий развития событий для вас как проекта? Каким будет или какой будет Russia.ru в этом идеальном сценарии через 2-3 года? Мегабит в каждый дом немедленно. Всем много бесплатного быстрого интернета хорошего. Ну, я скажу, что москвичи бы ужаснулись в такой перспективе, потому что у них там уже по несколько мегабит. Ну, да, да, да. Ну, вот, ну, хотя бы мегабит. Ну, вообще нам нужно где-то там 2,5, чтобы мы вообще чисто HD 720p могли отдавать. У нас, кстати, такая функция, она предусмотрена, мы просто не включаем, потому что трафики будут очень большие, не готовы к нагрузкам. А так мы готовы передавать реальный HD. То есть, в общем-то, идеальный сценарий для вас это максимальная скорость подключения регионов? Да, а мы как бы за контентом дело не встанет. Вот, мы постоянно как бы пытаемся ответить самим себе на вопрос, что как бы, что нужно делать сейчас, чтобы оставаться каким-то таким авангардным проектом. Вот, и в сущности притормаживает именно техническая составляющая. Хорошо. Вопросы слушателей, которые были собраны в моем блоге по адресу спиридонов.ру. Кое-какие из них мы с вами проговорили, вольно или невольно, в беседе до того, а кое-какие я все-таки задам. Пользователь Dieselbox спрашивает, почему на данном сервисе не очень много видеоматериала? Не собираетесь ли вы добавлять какие-либо новые разделы на Rush.ru? Ну, если первая часть вопроса понятна, почему немного, потому что вы смыслательно снимаете. А вот новые разделы? Ну, да, вопрос навигации очень сложный. На самом деле у нас очень много материалов. То есть сейчас я полагаю, что у нас где-то есть минимум 5000 роликов. Но многие из них просто плохо доступны, потому что нужна какая-то гениальная навигация, чтобы в три клика до любого ролика из базы дотягиваться. Но пока не получается. Вот. Вот такой ответ. То есть больше рубрик – это, в общем-то, не выход на самом деле. То есть пока что вы просто не видите, куда добавляете новые разделы и что с ними делать? Ну, новые разделы, понимаете, добавление новых разделов, как нам показывает практика, оно не приводит к увеличению глубины просмотра базы. Вот. Тут нужно какие-то другие находить решения. Ну, вот мы сейчас, вот, допустим, у нас есть, там самая популярная есть такая опция. Вот, есть, вот, нижний, в третий, четвертый скролл Rush.ru, он сильно нагружен всякими разными сортировками видео. Но, видите, как, то есть зрителю, с одной стороны, хочется больше рубрик, а с другой стороны, там, в третий, четвертый скролл ему опускаться не хочется. И с этим проблема. В общем, нужна, нужна гениальная навигация. Пока, вот, у нас навигация хорошая, но можно сделать лучше. Пока что в поиске эта гениальная навигация. Да, да. Скажите, пожалуйста, очередной вопрос. С самого начала на сайте присутствовал раздел, в котором якобы можно было зарегистрироваться, указав некий код. Кстати, я об этом не знал. Сейчас подобной странички нет. Что это было? Задумки по социализации проекта? Теперь от них отказались полностью или вместе с изменениями в дизайне? Пользователи ждут и другие сюрпризы. Это было требование ввести свой ИНМ. То есть, это такая, как бы... Ну, на самом деле, это все было шуткой. То есть, ИНМ никакой вводить не надо было. Но в целом, вот, само это, этот, как это называется... Ну, в общем, окошечки, в которые нужно было заполнять для регистрации, вот, они действительно требовали введения ИНМ. Это, понятно, не нужно, но, возможно, в дальнейшем, когда социальные сети будут там совсем формализованы, и надо будет доказывать, что ты этот на самом деле ты, а не кто-нибудь другой, тогда ты пишешь, что я вот там Василий Иванов, ИНМ такой-то. Вот, и регистрируешься на портале Russia.ru, получаешь официальную почту, там, Вася Иванов Russia.ru, страничку социальной сети на Russia.ru. Вот, и это уже та точная гарантия, что ты Вася Иванов, и не кто-то, и не сквотер какой-то. Вот, поэтому, в общем, глубокий смысл есть в том, чтобы... То есть это была шутка, но шутка с таким, с продолжением. Ну, это не шутка, это вот как раз было, вот смотрите, что вас ждет в будущем. Без ИННа вас никто не зарегистрирует. Следующий вопрос от пользователя Innova.ru. Сколько человек заняты работой над проектом Russia.ru? Сколько корреспондентов? Многие работают на основе фриланса. На основе фриланса у нас только технические службы работают, расшифровка, там, текстов и так далее. Нет, у нас порядка 40 человек работают. Суммано? Вместе с новостной службой, да. Вопрос от пользователя Грегори. Первый из них. Главная страница выглядит как зеркало телевизора, политики, звезды. Но ведь в интернет многие уходят от зомбоящика. Насколько оправдалась телевизионная модель в интернете, спрашивает он? Ну, зомбоящик, это, конечно... Я, в общем-то, разделяю, правильно его называют зомбоящиком. Ну, у нас... А что? Ну, звезды, да, ну, политики. То есть у нас есть, да, заходишь на сайт, есть картина дня, новости. Есть актуальные комментарии, это политики. Есть развлечения. Вот, собственно, ничего нового-то никто придумать не может. Вот, другой вопрос, что зомбоящик, он вас не спрашивает. То есть то, что в данную секунду идет, то идет. У нас все нелинейно. То есть наше отличие от зомбоящика в том, что вы сами решаете, на какой сюжет вам нажать и его смотреть. Вот, если вам не понравилось, выключили, нажали на паузу или промотали вперед. Вот, а как бы эфирное линейное телевидение этого не дает. Вот, а так, понятно, вкусы разные, и кому-то что-то там не нравится, кому-то что-то нравится. Ну, вот. Поэтому просто нужно постараться вникнуть один раз в то, как у нас все организовано, и вы точно найдете что-то для себя. Вопрос от пользователя Артема Бригерт. Видеотрафик в данный момент очень тяжело монетизировать, не говоря о качественном видеотрафике, который монетизирует еще труднее. И, как я считаю, являясь специалистом именно в этой области, Артем, видимо, является таким специалистом, распишет, можно только продавая контент. Есть ли у вас планы продажи контента, и когда вы собираетесь это делать? Ну, честно говоря, у нас, мы этим особо не занимались. Понятно, что можно продавать контент, но это кому продавать? То есть, с региональным телекомпаниями у них денег нет, с них особо ничего не заработаешь. Поэтому монетизация, вот, как я сказал, либо баннерная реклама на главной странице, либо преролы. Вот, на преролы это плохо. Вот, этим путем не хотелось бы идти. Вопрос от пользователя Романос. Как вы расцениваете контекстную рекламу в самих видеороликах? Ну, да, флэш дает, сейчас технология вперед еще шагнула. Есть возможность интегрировать, как бы, интерактивные какие-то участки делать прямо внутри флэш-видео. Этим можно заниматься, но я тоже думаю, что эта технология немножко обгоняет спрос. Вот, пока, наверное, это останется просто таким аттракционом, то есть, что можно внутри флэша нажимать и попадать, ну, и осуществлять переход на какую-то другую страницу. Вот, в общем, не думаю, что это тоже принесет деньги в ближайшее время. И вопрос от пользователя Азиум из тех, что мы еще не проговорили, как мне кажется, в процессе первой части беседы. Как вы решились на шаг со смены дизайна? И от него вдруг такая информация проскакивает. В первые дни, пишет Азиум, аудитория упала с 500 тысяч до 120 в 4 раза. Это так, кстати? Это он по хитам, видимо, посчитал. Да, аудитория упала. Но тут сложный вопрос. Переходить нужно. Нужно было переходить, потому что старый наш дизайн, сейчас его уже не посмотришь, объяснить сложно. Но он... В первую очередь мы изменили дизайн, потому что мы хотели на передний план вывести новостное наше вещание. И даже это было сделано немного в ущерб качеству отображения остальных обновлений на главной. Ну, в общем, решились. В принципе, его обновили. Мы даже изменили логотип Рошеру, что, возможно, даже еще более радикальный шаг, чем просто смена дизайна. Нужно идти вперед. Но здесь, по крайней мере, навигация облегчена, что касается новостей и еженедельных программ. Стало сильно лучше. Ну, то есть вы не настроены тем, что потеряли в хитах настолько сильно? Нет, все вернулось. Вернулось быстро достаточно. Все вернулось? Там даже очень долго объяснять. Мы по хитам даже сейчас сильно вышли вперед. Но по уникальным адресам был небольшой спад. Он сгладился без всяких следов. Понял вас. И напоследок небольшая рубрика с главными новостями прошедшей недели. Новостями Рунета, как, собственно, понятно. Расскажу вам в словах, Юрий, о том, что случилось. Буквально 3-4 новости. И если будут какие-то комментарии у вас, то, возможно, вы их дадите. Рунетология. Актуальные новости и мнение экспертов. Возможно, знаете, что сайт Live.ru, ну, мы об этом только что говорили, отказался от UGC-контента в пользу профессионалов. Об этом пишет roem.ru и сменил внешний вид. Кстати, видели, да, новый внешний вид Live.ru? Да, видел. Знаете, да, что он абсолютно практически один в один повторяет сайт Sky News? Что удивительно. Ну, да, это, в этом никто не сомневался. Да и на CNN многие сайты похожи. То есть вы не знаете, что это, так сказать, творческое заимствование является плагиатом? Ну, вы понимаете, идет битва за, именно за разумное использование главной страницы, за упорядочение информации на главной. Это, ну, понятно, что американцы впереди в этой технологии. Вот, поэтому винить никого нельзя. Да, копируют, но а что делать? Ну, так что тогда и сам интернет тоже, в общем-то, тут пришел. Нет, это, я их не осуждаю абсолютно. А, в принципе, сам по себе проект нравится вам? Live. Ну, это ребят профессиональные. То есть я бы, конечно, не хотел бы заниматься тем, чем они занимаются, вот. Но он, в целом, как бы, достойный проект. Один из немногих проектов, такой же, как Rosh.ru, который не копипастом занимается, а реально генерирует свой уникальный контент. Уже хотя бы только за одно это им респект. Хорошо, едем дальше. Петросян очаровал блогеров и очернил комедий-клаб, пишет веб-планета. Популярный российский юморист Евгений Петросян решил подружиться с благосферой. Возможно, вы слышали об этом, Юрий. И в четверг, прошедший четверг, ясное дело, он при поддержке телеканала «Россия» провел встречу с несколькими известными пользователями живого журнала. Кстати, эта тенденция уже становится, что любопытно. Встречаются именно с пользователями живого журнала. Ну и так, между прочим, не встречаются с пользователями лайф-интернет, в блоге Mail.ru или там стенд-элон-блогов. Ну так, просто реплика вслух. Забавно. Встреча прошла, в общем, как говорят блогеры, в теплой обстановке. Все были крайне довольны. Большинство, кстати, из тех, кто присутствовал, оставили отзыв очень положительный о том, что господин Петросян человек прекрасных душевных качеств, великолепный в общении. Оставили фото репортажи каждой в своем блоге, соответственно. Очень забавно я ходила после этого фотография по сети. Не знаю, видели ли вы. Когда фотография групповая, финальная, в центре Петросян и вокруг него блогеры такой стайкой. И под ней надпись «Мы перешли на сторону узла». Ну что, Петросян – это мэн. Петросян – это вот такой прикол, который нравится всем. Это вот как привет медведу. То же самое. То есть понятно, что если бы к встрече с блогерами пришел бы тот самый медвед, сказал бы блогерам «Привет», восторгов было бы столько же. То есть понятно, что сам Петросян не имеет никаких шансов. То есть никто его всерьез в интернете не воспринимает. Это прикол. Это прикол уровня какого-то такого вируса. То есть какая-то фотожаба, мгновенно разлетающаяся по интернету. И Петросян – это, в общем-то, одно и то же. В каком-то смысле, да. Однако вот многих насторожило. В частности, Экслер писал в своем блоге о том, что его очень удивили отзывы. Или Клименко, если не ошибаюсь, владелец Live Internet, отзывался, то, что пройден некий барьер, за которым уже типа пропасть. Ну и базировался он на отзывах. Например, вот Сергей Варшавчик в своем блоге писал. Как я и ожидал, Евгений Петросян оказался значительно глубже и тоньше себя телевизионного. Ну так это на 100% так и есть. Но так на глубокого и тонкого у Петросяна спроса не найдется вообще нигде. Ни на втором канале эфирном, ни в интернете. Я не сомневаюсь, что он прекрасный, интеллигентный человек. Но как некий объект, который можно продать или растиражировать в сети, он фрик. Вы знаете, мы сотрудничаем с Анатолием Вассерманом. Он действительно сверхумный, сверхорудированный человек. Ну вот с ним феномен такой же, что он воспринимается как некий фрик. Только вот с глубоко положительным знаком. А Петросян такой же фрик, только вот понятно, что он ничего хорошего не делал. Делал только плохое. Вот зомбоящик называется зомбоящиком, потому что там был сплошной Петросян. Ну что уж теперь делать? Давайте смеяться над самим собой. Это вот фрик со знаком минус. Ну то есть, в общем, граница еще не передана, и ничего страшного вы не находите в том, что блогеры так и повстречались с этим фриком и подали ему руку на вращение. Ну что, это же издевательство, это понятно, это издевательство. Ну хорошо, оставим опять-таки. Тема пикантная. Генпрокуратура займется доменом госуслуги.ру. Снова таки пишет веб-планета. А суть такова то, что Генпрокуратура РФ озаботилась некорректно проведенной регистрацией доменного имени госуслуги.ру. Кстати, я не помню других случаев, когда этой некорректной регистрацией озабачивалась именно Генеральная прокуратура Российской Федерации. Вот этот домен госуслуги.ру, там должен был открыться единый портал государственных и муниципальных услуг. Домен зарегистрирован не на государственную организацию, а на частное лицо, что, как считают в прокуратуре, может привести к нарушению требований бюджетного кодекса РФ. Суть такова то, что так получилось. Не знаю уж почему так случилось, но доменное имя действительно оказалось зарегистрировано и не на кого-то, а на генерального директора компании Гранд Парк Телеком, собственно, регистратора доменного R01, Александра Панова. И вот сейчас разбираются, как так случилось. Ну, при том, что господин Панов говорит, что я готов отдать это, и речи не идет о том, чтобы каким-то образом злоупотребить этим. Однако факт странный, действительно. Ну, да. По-моему, там был какой-то разговор, что надо создать некий список каких-то доменных имен, которые нельзя в частной руке отдавать. Ну, это, думаю, что постоянно будет случаться. Ну, госуслуги РУ, ну, как, не знаю, честно говоря, не такое уж и сладкое доменное имя. И напоследок. Ведомости пишут. Яндекс и Гугл делят 89% рынка. Речь идет о поисковом рынке. За полтора года, с февраля 2008 года по август 2009, лидирующие поисковики Рунета укрепили позиции, а отстающие еще больше отстали. Это следует из данных исследовательской компании Comscore, которые недавно появились, по-моему, даже сегодня появились на публике. Как и ожидалось, сюрпризом было бы обратное. Самый популярный поисковик Рунета Яндекс в феврале 2008 года обработал 47% поисковых запросов из России, а в августе 2009 уже 54%, то есть рост весьма значительный, а доля Гугла за тот же период увеличилась с 31% до 34%, процентов с половиной. А вот Рамблер, что наиболее печально в этом всем, продолжает хронику пикирующего бомбардировщика и сполз с третьего на четвертое место. С 9,7% до 1,9%. То есть не дотянул даже до 2% поисковых запросов, соответственно. Речь идет не о доле рынка, а непосредственно о запросах. Эти данные касаются запросов именно российских пользователей, уточняет менеджер по развитию Comscore в Европе, Ознад Зарецкий. Но сам факт того, что настолько он сполз, Рамблер, по данным Леру не настолько сильно. По данным Леру он сейчас имеет Яндекс 57%, Гугл 23%, Мейл 10%, Рамблер 4,2%. Однако доля Рамблер в поиске, безусловно, продолжает падать. Вам задам последний вопрос, и он, как и много раз уже звучавший в нашей программе, будет касаться Рамблера. Как думаете, что будет дальше с одним из главных проектов Зари Рунета и, в общем-то, главным поисковиком Рунета еще несколько лет назад? Ну, я думаю, что этот тренд не переломить. Единственное, радует во всем этой новости то, что все-таки Гугл не так быстро идет вверх. Я вообще с большим опасением смотрю на экспансию Гугла глобальную. Я считаю, что должен быть наш, кириллический, большой поисковый портал. Там Яндекс, это хорошо, пусть будет Яндекс. Не нужно биться за кириллический хотя бы поисковый трафик и не отдавать его никому. Но Украина уже проиграна. Часть кириллического трафика достаточно заметная. Ну, это оранжевая революция виновата. Шутка. Не знаю, но я болел за Яндекс в этой гонке. А Рамблер, да, все. Ну что, все, четвертое место, это уже... Осталось понять, где-то агентство приема ставок, чтобы сделать на Яндекс еще какую-нибудь ставочку. Это, кстати, хороший вопрос. Надо было букмекерам подкинуть идею. Ну да, и по выходу каждого нового опроса, опроса общественного мнения, либо подсчета, вот как вот здесь в Комскор, проверять коэффициенты, кто насколько угадал, как распределятся поисковые доли у участников поискового рынка России. Да, 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 да. Хорошо. На этом все. Спасибо большое за то, что вы, хотя и без сложностей технических, надеюсь, что мы сможем это дело подтащить нашими усилиями звукорежиссеров, с нами согласились пообщаться. Если есть что добавить напоследок, прошу вас. Нет, ну что, я тоже благодарен вам за возможность высказаться. Вот, приходите на Russia.ru, пишите нам на суппорт, будем стараться делать контент еще лучше, еще интереснее. Спасибо. Выслушали эксперт-шоу «Рунетология». Сегодня у нас в гостях был главный режиссер Russia.ru Юрий Гусаков, редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева, велопрограмму Максим Спиридонов. До следующего выпуска. Рунетология. Программа Центра онлайн-образования «Нетология». Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования «Нетология» представляет. Аналитическая программа «Рунетология». Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы и мнения ведущих специалистов «Рунета». Рунетология. Рунетология. Добрый день, коллеги. Сегодня 30 октября 2009 года. Это очередной 27 выпуск эксперт-шоу «Рунетология». Меня зовут Максим Спиридонов. Поисковые запросы, связанные с именами популярных эстрадных исполнителей и их произведениями, с первых лет существования глобальной сети составляли значительную часть всех поисковых обращений простых смертных. Возможность быстро найти и послушать любимую песню это то, что является важнейшим или одним из важнейших свойств интернета для сотен миллионов пользователей на Земле. Однако вот беда. Скачивая тот или иной mp3-файл, с понравившейся песней мы очень часто или почти всегда нарушаем закон. Это явление настолько массовое, что даже непонятно, как это могло так случиться, что вот все расы пошли не в ногу, как это говорится в одной поговорке. И можно ли ситуацию переломить? Если можно, то когда и как? Сегодня у нас в гостях сооснователь и главный редактор первого в рунете музыкального портала «Звуки.ру», а также генеральный директор системы легального распространения контента «Саундкей.ру» Соня Соколова. Соня, добрый день. Привет всем. Максим, мне придется сразу вас поправить. Скачивая контент из интернета, ни один пользователь ничего не нарушает. Дело в том, что в настоящий момент в мире авторское и смежное право построено таким образом, что нарушение прав происходит только в тот момент, когда мы что-то выкладываем в сеть. Но вовсе не тогда, когда скачиваем. Скачивающий называется добросовестным приобретателем. Поэтому давайте сразу установим, что все мы и все наши слушатели и все участники сегодняшней программы являются теми самыми добросовестными приобретателями. И я надеюсь, что сегодня нас слушают именно такие люди. Ну, если так, то, наверное, так оно и есть. Иными словами, если я скачиваю через торренты 200 тысяч альбомов групп мировой известности, то я не виноват, это торренты виноваты. Вопрос в том, что, участвуя в торрентах, вы открываете для них свой жесткий диск, и все доступные на вашем компьютере файлы автоматически становятся доступны другим участникам. Именно в этот момент вы начинаете распространять файлы. Именно в этот момент вы начинаете нарушать закон. И вот только что вся толпа наших слушателей, несколько тысяч человек, перейдя, было на секунду в лагерь тех, кто добросовестен, тут же переметнулась назад автоматически после того, как мы это с вами проговорили. Ну, а чего же? Ведь дело в том, что давайте согласимся с тем, что фактически любая форма распространения либо продажи чего-либо без ведома автора в любом другом явлении в материальном мире, например, все-таки считается нелицензионным, нелегальным и так далее. Музыка в этом плане не имеет никаких отличий от других видов товаров или материальных ценностей. Ну, возможно. Проблема не в том, что вы подобрали на улице кошелек, потому что его мог обронить кто угодно. Проблема в том, что после этого вы можете попробовать куда-нибудь продать содержимое кошелька или вовсе забрать его без спроса сами. И это, согласитесь, как говорят в Одессе, две большие разницы. Хорошо. Сейчас короткий рассказ о вас как нашей гости. Теперь идем к главной части программы. Соня Соколова. Родилась в Москве. В 1998 году закончила филологический факультет МГУ. До прихода в бизнес работала в российской библиотеке имени Ленина, на радиостанциях «Вокс» и «Ракурс», а также в рекламном агентстве «Эдвотч». В 1996 году Соня совместно с Павлом Соколовым и Ходоковым основала первый в Рунете музыкальный ресурс «Звуки.ру», где затем занимала должность главного редактора. Помимо этого, также являлась рекламным директором сайтов «Лента.ру», «Вести.ру» и «Поле.ру». С 2001 года работала в компании «Рамблер», где курировала такие проекты, как «Люди года» и «Рамблер фото». С 2006 года является генеральным директором системы «Саунд Кей», организующей дистрибуцию легального цифрового контента. Помимо этого, Соня является преподавателем Международного института рекламы, а также куратором продюсерского факультета Государственного университета управления. В настоящее время живет и работает в Москве. К теме пиратства мы еще вернемся очень плотно. А давайте сейчас в историю. Как появились звуки.ру? Что будило вас заняться организацией музыкального портала в то время, когда интернет для российских пользователей был вещью, как минимум, для многих, абстрактной? На самом деле, когда я начала заниматься этим проектом, для меня интернет был вещью не менее абстрактной, чем для большей части, так скажем, чайников, которые приходят в сеть значительно позже и в значительно более молодом возрасте. Я действительно на тот момент заканчивала университет и познакомилась с основателем ресурса Павлом Ходоковым, который уже болел, горел идеей создания музыкального портала. Причем тогда это была идея не то, чтобы создать что-то глобальное, но просто выложить в сеть некоторую легальную фонотеку и сделать русскую музыку доступной для всего остального мира. На тот момент уже существовал в каком-то драфтовом виде All Music Guide, на который очень хотелось ориентироваться. Очень хотелось поделиться с западными коллегами всевозможными интересными российскими записями. Ну а у меня было большое количество знакомств в сфере шоу-бизнеса, друзьями моими были музыканты, и как-то так получилось, что эти два интереса нашли свое воплощение в этом портале. Там до этого, кажется, был Music Crew, да, если не ошибаюсь? Да, совершенно правильно. Music Crew — это был совместный проект, который был создан при участии провайдера Chronix+. Дальше домен был Chronix продан, и мы переехали на новый домен. Собственно, проект с того времени не менялся. То есть изначально, собственно, звуки стали преемником проекта Music Crew и по концепции, и по контенту, и по команде? Да, абсолютно так. Да. А вот чем изначально были звуки Ру с точки зрения концепции? Как-то вы менялись? Меняли ли какие-то направления, курсы? У нас с Павлом были очень разные точки зрения на развитие этого ресурса, и на самом деле мне сейчас после его смерти очень здорово до сих пор не хватает вот этой второй точки зрения, там, конкурентной точки зрения на развитие проекта, потому что ему, как, наверное, и большей части программистов, всегда было интересно развивать базу данных, я же стремилась делать именно СМИ. Поэтому я развивала текстовую, интерактивную часть, Павел же набивал за крома, набивал энциклопедию. Делал так, чтобы в ней было максимальное количество прозрачных ссылок, максимальное количество объектов, чтобы все это было максимально четко структурировано, интересно организовано. Ну и я думаю, что не буду лукавить, что с того времени мы задумывались о том, чтобы переоборудовать энциклопедию, но до сих пор не нашли более четкой структуры и не нашли более точного выражения своих идей. Так что вот пока что энциклопедия остается в том же виде, в котором ее создал Павел в 96-м году. Ну и энциклопедия, по сути дела, является главной составляющей? Да, основной. По сути, в тот момент, когда на любую страницу артиста мы добавляем новую новость или альбом, или видеоклип, они становятся естественной составляющей энциклопедии. Соответственно, за эти 13 лет мы накопили уже гигантский опыт, и на каждого артиста у нас есть маленькое досье. Ну, в зависимости от того, насколько редакция интересна артист, или в зависимости от того, насколько сам артист с нами активно контактирует, эти страницы пополняются более активно, либо менее активно. А как на ваш взгляд, являетесь ли вы русским аналогом американского AllMusic.com, или какие-то у вас есть черты самобытности? Я не могу сказать, что мы являемся полным аналогом AllMusic.com, хотя мы и начинали в 96-м году общаться с главным архитектором AllMusic.com Дэвидом Датой, и до сих пор мы поддерживаем с ними очень приятные отношения. Но все-таки у нас свой путь, потому что AllMusic.com содержится на деньги Американской Ассоциации Звукозаписывающих Компаний и фактически представляет собой банк данных энциклопедического толка. Мы же, в конце концов, начали развивать собственную редакцию, собственный критический взгляд на окружающую среду, просто потому что поняли, что в серьезном тоне про некоторые явления российской музыки писать просто невозможно, ну и не только российской. К всему прочему, у нас уже выросла целая плеяда интересных ярких авторов в недрах редакции. И выяснилось, что для того, чтобы поддерживать ресурс в таком, знаете, застегнутом на все пуговицы независимом энциклопедическом состоянии, нужно гораздо больше душевных сил, нежели на то милое хулиганство, которым мы все эти годы занимаемся. На самом деле, изначально звуки рубы для вас хобби. В начальном этапе вы тоже много участвовали в других проектах. Я бы сказала, что они и сейчас остаются хобби. А, то есть это не есть то, что... Ну, собственно, и об этом потом коснемся. Видимо, пока что посещаемость, либо, так скажем, не пока что, а в целом посещаемость не позволяет сделать это бизнесом. То есть это было просто тем, что нравится делать, а бизнес и деньги были в другом месте. Ну, дело, во-первых, не в посещаемости, потому что были моменты, когда у нас посещаемость росла как на дрожжах, но мы поняли, что она растет в тот момент, когда мы начинаем давать ощутимый крен в поп-музыку, что просто противоречит идеологии редакции. То есть мы, конечно, можем сейчас налить трафика и выложить большое количество фотографий голой Наташи Королевой, но на самом деле нам просто это неинтересно. Понимаете, есть очень тонкая грань между тем, что хочется интересное делать и тем, чем хочется гордиться в жизни, и тем, что приносит деньги. Вот в данном случае, в случае звуков, деньги начинают появляться в тех проектах, которые явным образом коррелируются с желтой прессой и светской хроникой, чего мне бы просто не хотелось. Ну, вот я считаю, что звуки – это не то место. То есть для вас это такое... Ну, получается, если вы не изыскиваете способы для получения трафика, пускай даже желтого трафика, ну, то есть не пускай, да, это нехорошо, конечно, но там, как один из вариантов, то получается, что вы не можете проект вывести в деньги, не можете таким образом, обеспечивая его положительным финансовым потоком, нанять людей, опять-таки, то есть... Прежде всего, как-то нанять людей. У меня работает больше 50 авторов, и у меня больше десятка людей сидит в редакции. Проект себя окупает. Это все окупает, да? Да, проект себя окупает. Но дело в том, что, понимаете, есть некая тонкая грань, за которую просто мне не хочется переходить. То есть, конечно, денег может быть больше, но, может быть, я лучше их заработаю в каком-то другом месте, а этот проект останется в каком-то приятном мне виде. Я понимаю вас. Тема такая, она вот тонкая. Множество музыкальных изданий, вспомнить тот же самый ФУС, они выдохлись, по-моему, на похожей теме, да? То есть, они когда пытались себя позиционировать как неформальные музыкальные издания и теряли аудиторию. Не боитесь такой же участи? А я себя никак не позиционирую. Мне, честно говоря, вообще совершенно плевать, как и что думают про звуки роя окружающие. Я делаю то, что мне интересно. Я рассказываю о музыке, которая мне интересна, редакция, которая у меня работает, рассказывает о музыке, которая мне интересна. Мы никогда не сможем написать статью, только из соображений надо. К нам очень часто приходят разнообразные попсовые музыканты, говорят люди, вот, пожалуйста, деньги даем, давайте выложить про нас что-нибудь. Мы слушаем, говорим, извините, неинтересно. До свидания. Это разумная позиция, но вот, глядя на график, уж простите, вернусь снова с него на землю, посещаемость, вижу, что падает у вас число просмотров стабильно, вот уже не первый год. Ну, пускай падает. Посещаемость стоит на месте, то есть фактически рунет растет, а посещаемость у вас стоит. Таким образом, получается, что пудитории тоже падаете. Время на сайте падает. Ну и? Ну, как бы, это застает сложности, в итоге все равно финансовые, так или иначе, даже что сейчас звуки себя кормят. Знаете, как ни странно, чисто с точки зрения финансов, сейчас звуки чувствуют себя гораздо увереннее, чем в каком-нибудь 2003 году, когда посещаемость у них была максимальная. Просто потому, что на рекламе, естественно, как и в большей части данных ресурсов. Не обязательно на баннерной. Дело в том, что, понимаете ли, какая вещь. В нашем случае, поскольку мы легальный ресурс, увеличение посещаемости обозначает увеличение числа скачиваний. Следовательно, это непосредственно сказывается, во-первых, на нагрузке на сервера, на трафике и на роялти, которые мы выплачиваем. Потому что мы платим паблишингом, мы платим достаточно большому количеству различных организаций, которые собирают роялти за авторов. Иногда платим за эксклюзивные материалы сами автора. И таким образом, в случае, если аудитория увеличится, это автоматически означает, что мы начнем в этом месте больше отчислять. Что, кстати, сказать далеко не всегда является рентабельным. Подождите, мы говорим сейчас о музыке или о статьях? Нет, ну, статьи пишет редакция. Я говорю о музыке. То есть о разделе на звуках рук, касающихся музыки? Он там не один, их там довольно много. Да. И за каждое скачивание вы отчисляете, то есть не беря деньги с пользователя, вы отчисляете некую долю малую правоводателям? Да, совершенно верно. Не за каждое, но за довольно большой участник. Не понимаю, на что вы живете. Интересно. А, это отличный вопрос. Знаете, мне его часто задают. А, ну, ответьте на него. Да сама не знаю. Просто, ну, вот смотрите, я сам, ну, мы не очень близко знакомы. Я сам руководит нескольких проектов. Там посещаемость отдельных из них приближается к 100 тысячам человек в сутки. Я, примерно, себе представлю, какие деньги можно заработать на рекламе. Я вас трогаю с этим. И вот при посещаемости там 14-15, если не ошибаюсь, тысяч в сутки звуков РУ, мне сложно себе представить, на что мы... У вас некорректные данные. Вообще говоря, посещаемость сейчас примерно в 2,5-3 раза больше. Ах, вот оно что. Ну, я базируюсь на том, что пишет счетчик. Какой, простите, счетчик? Леру. Счетчик Леру. Ну, да. Ну, это, что называется, надо корректные счетчики проставлять. Да, мы действительно очень плохо считаем статистику. Это один из наших, наверное, одна из наших неприятных особенностей. Дело в том, что у нас счетчик не везде стоит. Извините, не все считает. Ну, так или иначе, дело, опять же, как я уже сказала, не в посещаемости. Дело не в том, во что конвертируется доход от рекламы, понимаете? В данном случае речь идет о том, что при прочих равных развивать этот ресурс мне нравится гораздо больше, чем закрыть его, либо трансформировать во что-то, что мне будет неприятно. Нет, это совершенно понятная позиция. Более того, достойно самого большого уважения. Просто, повторюсь, такие позиции, они часто натыкаются на обычные реалии. То есть, ну, хочется поддерживать ресурс, хочется иметь редакцию 50 авторов. Ну, а как? Максим, обычные реалии, я могу примерно рассказать, что такое обычные реалии, как я ее вижу. В моей жизни столкновение с реальностью происходило несколько раз в достаточно травматичной форме. Так вот, одно из самых жестких столкновений с реальностью у меня случилось, когда в 2003 году, в 2002 году, умер Павел Ходоков, оставив фактически у меня на руках ресурс, у которого на тот момент была действительно очень большая аудитория, у которого была компактная, но очень боеспособная редакция, огромное количество планов незавершенных, самописное ПО, фактически черный ящик, и огромное количество незакрытых контрактов. Вот в этот момент мне пришлось принимать для себя достаточно серьезное решение. Решение заключалось в следующем. Я буду вообще это поддерживать или я это закрою? Я решение приняла. Что будет дальше? Слушай, это отличный вопрос, но вот сейчас, конкретно сейчас, решение этого вопроса полностью завязано на меня и на возможности моей редакции. Понимаете, фактор падающего на голову кирпича на самом деле еще никто не отменял. И, ну, по большому счету, понимаете, я очень надеюсь, что следующее решение мне придется принимать не в столь травматичных обстоятельствах. Это, в общем, единственное, что у меня сейчас как-то греет меня надеждой. Ну, в общем, закрывая тему бизнеса, вокруг звуков, я понимаю, что у вас достаточно зарабатывает проект для того, чтобы изъезжать вот ту самую редакцию из пяти тысяч человек, что у меня, ну, я произвел впечатление, признаться. Ну, пятьдесят человек – это автор, это не редакция. Редакция – это десятка человек. Ну, это так, чтобы совсем не травмировать наших слушателей. Они все бесплатно пишут, да, у тебя пятьдесят человек? Нет, почему? Нет? Нет. Все получают деньги? Не всегда деньги. Кто-то из них работает за идею, кто-то получает билет на концерты вожделенные, кто-то, кому-то интересно аккредитоваться на западные фестивали, съездить туда за счет редакции, кого-то интересуют деньги, и кто-то получает деньги. Ну, то есть схемы очень разные. Ну, вообще говоря, понимаете, какая штука? Вы, кажется, я вот слышу в вашем голосе такое явное недоумение. Вы, по-моему, впервые за достаточно длительное количество времени сталкиваетесь с человеком, который делает ресурс не из соображения денег, а из соображения такого чистого энтузиазма. Я права? Не-не, ничего подобного. Вы знаете, такие разговоры были, и я всегда задаю вопросы про деньги, потому что, ну, как-то вот… Ну, потому что они вас интересуют. Потому что я этим занимаюсь, я знаю, что как сам энтузиаст, как сам человек, ставящий проекты с ноля, и работающий там днями и ночами в паре с программистом по всем направлениям, я знаю, что в итоге в деньги все упирается. И для того, чтобы энтузиазм подпитывать, рано или поздно деньги нужны таки. Ну, энтузиасты все равно имеют семьи, которые нужно кормить. И даже пускай моя семья голодает, да, моя семья энтузиасты, но вот программисты, там, дизайнеры, верстальщики, редакторы, как правило, что-то не хотят работать бесплатно. Вы знаете, какая штука? Я вот не считаю, что люди должны работать из энтузиазма. В этом наша с вами позиция расходится. Я считаю, что каждый должен получать адекватное и конгруентное своему состоянию вознаграждение. Дело в том, что просто у людей очень разный эквивалент ценности того, что они делают. Кто-то работает за деньги, кто-то работает за ощущение того, что он прекрасный и герой. Кто-то работает, потому что ему просто нравится делать хороший проект. Кому-то важно получать от этого какие-то другие бонусы. Понимаете, вот там, допустим, есть целая категория журналистов, которые у меня обычно появляются где-то ближе к весне. Это такие молодые журналисты, которым надо обязательно положить несколько публикаций в портфолио для того, чтобы как-то продвинуться в карьере. Вот они в этот момент меняют профессию, допустим, да. Я не отказываюсь ни от чего. Но я вижу в каждом таком появлении, в каждом таком человеке его интерес. Я всегда тщательно это проговариваю с человеком, когда он приходит на звуки. Первое, что я спрашиваю, это зачем вам это? И, как выясняется потом, вот на звуках действительно нет ни одного энтузиаста, такого чистого энтузиаста с горящими глазами. Единственный энтузиаст, который там есть и продолжает там оставаться, это я. Но мой энтузиазм тоже имеет совершенно конкретные корни. Вы сейчас со мной разговариваете не потому, что я гендиректор Саундкей, не потому, что я работала на Рамблере, и даже не потому, что я куратор крупного факультета, а потому, что вы ассоциируете моими с порталом звуки. Мне это приятно. Вот как-то так. Вот что хочу сказать. Я не говорю о том, что люди должны работать за деньги. Нет. Более того, моя позиция в том, что работать за деньги, строго говоря, не то, что неинтересно, но вообще это не для людей думающих. Для людей думающих с жилкой энтузиаста, предпринимателя и прочее, есть два направления. Ну, там может быть чуть больше, но я для себя так выделяю. Можно работать за интерес, за идею, можно работать за опыт. Вот так вот. За деньги работать — это сжигать себя. Это понятно. Но это моя позиция личная, повторюсь. Я живу в реальном мире, как пела Мадонна, вспоминая опять-таки какие-нибудь, создавая некий орнамент из околомузыкальных аллюзий, как пела Мадонна. Мы живем в материальном мире, и я материальная девушка. Я могу сказать, что я материальный мужчина, специалист. И поэтому понимаю, что люди со мной будут работать тогда, когда я их, да, зажгу, но при этом я еще как-то накормлю их. Вот именно таким образом. Ну, я, по крайней мере, никого не зажигаю, и, в общем-то говоря, вполне успешно всех кормлю. Не вижу проблем. Ну, здорово. В общем, мы с вами видим, на самом деле, это одинаково. И тут, поверьте, мое удивление, да, это не есть удивление, которое, знаете, типа, а как так возможно? Я понимаю, как это возможно. Но я просто так же понимаю, что таких людей, как я и вы, ну, их единицы, а люди... Ну, хорошо, ладно, раз нас единица, значит, нас надо занести в красную книгу. Ну, понимаете, давайте все-таки относимся, давайте будем относиться к этой ситуации примерно так. Вот брат Коли узнаю брата Васю. Окей, ну, просто люди работают за деньги, да, мы с вами можем работать за все, что угодно. Дальше пойдем. По поводу саундкея, который, как я понимаю, вырос из звуков роя, реально я понимаю? Да, отчасти. Но в большей степени он вырос все-таки из софткея. То есть это ваш проект с Филипсом Мучником? Да, совместный с софткеем. Кстати, доволен господин Мучник тем, как идут дела там? Полагаю, что да, но вы, я думаю, спросите у него. Как-нибудь позовем спросим. Просто опять-таки, я тут чувствую, опять-таки, что выступаю в такой позиции такого скептика, прагматика, и в этом смысле антиэнтузиаста, но смотрю на посещаемость, вижу, что она невелика. На посещаемость какой конкретной витрины? Саундкея. А, понятно, у нас их просто больше 50. Вот как. Расскажите, вообще, как это устроено тогда. Саундкея — это B2B-система, которая позволяет развернуть электронный магазин практически где угодно, где есть DNS. Собственно, сама поддержка order processing полностью лежит на плечах саундкея, наполнение контента также лежит на плечах саундкея, и все контакты с артистами, и, соответственно, аудит-система. Система строится на распределение доходов. То есть в тот момент, когда любой пользователь с любой витрины скачивает файл, какой бы витрина это ни была, Rambler, Stream, там, самсунговская наша витрина или любая другая, правообладатель или музыкант или лейбл видит у себя на экране сообщение о том, сколько файлов было скачено из его каталога и сколько денег ему за это причитается. Распределение средств идет между сайтом, системой саундкея, музыкантом, естественно, в большей степени, и платежными системами. Вот, собственно, и все. И насколько удачно идет экспансия? Вот то количество, 50, да, вы сказали, значительная уже площадок. Что вы имеете в виду под удачностью экспансии? Ну, вот идет. Я не веду, что, вот, опять-таки, вы мне в некотором смысле открыли глаза, да, то, что саундкея не единственное место, где это продается. Это исключительно, как я понимаю, такая образцово-показательная витрина, а есть еще несколько десятков других витрин. Да. Так вот, насколько эти витрины, их число множество, насколько быстро и насколько вот это суммарное число витрин делает адекватные продажи? Ну, должна признать, что мы за последний год здорово затормозились, потому что мы занимались техническим переоборудованием системы, просто для того, чтобы ее дальше было удобно масштабировать. Вообще говоря, самые удачные продажи происходят в трех случаях. Первое – это импульсные покупки, то есть это тот случай, когда человек вот вдруг вспомнил, что ему там послышалась или понравилась какая-то песня, и ему захотелось срочно ее себе куда-нибудь скачать. Он, находясь при этом на любом сайте, на котором есть наши витрины или на любом поиске, обнаружил доступ к файлу. Первый вариант. Второй вариант – это если файл расположен в правильном месте, что называется, например, на сайте музыканта, или он сопровождается какой-нибудь маркетинговой акцией. То есть вышел новый альбом, мы даем разнообразные возможности, например, вот скачайте новый альбом Шакира, пообщайтесь с Шакирой, или скачайте новый альбом Бейонсе и сходите к ней за кулисы, или обнимите Ози Осборна. Это вот второй вариант, да, чистый маркетинг. И третий вариант – так называемые связанные покупки или предустановленный контент. Это когда к нам приходит кто-нибудь крупный, какой-нибудь производитель гаджетов и просто сразу покупает оптом много контента для того, чтобы раздавать его пользователю в качестве нагрузки к своим девайсам или в качестве призов каких-то за какие-то свои маркетинговые акции. В остальном же все, что идет в спокойном режиме, это в основном редкие альбомы. То есть, например, у нас очень много скачивают джаз, и не только с сайта джаз.ру, где тоже стоит наша витрина, но и просто со всех витрин саундкея регулярно скачивать там полное собрание сочинений какого-нибудь Майлза Дэвиса. Или редкие русские альбомы, например, сами русские музыканты с большим удовольствием выкладывают нам свои бэк-каталоги. Я думаю, скажите, скачивают с удовольствием свои произведения. Ну, если бы они их еще и скачивали, то бизнес был бы вообще глубоко рентабель. Ну, собственно, вот в основном так. То есть, вы делаете платформу, представляете платформу, которую можно легко, я понимаю, импортировать к себе на сайт и таким образом продавать в целом произведения, которые вы представляете, либо собственные отдельно. Да, совершенно верно. Такое, знаете, счастье дарвейщика, либо счастье музыканта. При этом, если музыкант сам со своей витрины продает музыку, то получается схема вообще очень для него удобная. Он начинает получать деньги и как музыканты, и как площадка, и таким образом его доход увеличивается до 80% с каждого скачивания, что, согласитесь, для рынка вообще нонсенс. Здесь музыканты больше 50% вообще никогда не получали ни за что. Ну, вот, собственно, так оно и работает. Понятно. Если рассматривать именно Рунет, то что необходимо сделать в первую очередь, чтобы ускорить процесс перехода исключительно на легальную, легальный контент, на скачивание исключительно легальной, музыкальной в том числе продукции? Как бороться с пиратами, как улучшить законодательство? Я не мыслю категориями улучшения законодательства в этом месте, честно говоря, потому что я считаю априори все попытки бросать максимальные ресурсы на борьбу заведомо проигрышными. То есть я отношусь к категорическим противникам преследования и особенно преследования простых пользователей. Но я считаю, что лучший способ победить пиратство это выкладывать актуальный, доступный по ценам и полный каталог во все места, в какие только можно. Во все официальные и легальные. Судобные возможности покупки, что важно, потому что нередко бывает и близок локоть, но не укусишь. Есть вроде как продажи, есть возможность купить, то есть мы как бы есть предложение купить, а возможности такой нет. Абсолютно так. И более того, знаете, неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда музыканты, начинающие продавать музыку, страшно удивляются. Они сначала либо видят, что вообще никакого дохода от их продаж, либо они машут рукой на все и начинают распространять бесплатно свои альбомы, либо просто уходят в глухую оборону и напускают юристов на сайты нарушителей. Все три позиции на самом деле неправильные, потому что если не продолжать этим заниматься, нормализовать рынок невозможно. Единственное, что может его переломить, это именно активные действия правообладателей в области собственного агрессивного маркетинга, в области продвижения продаж, установления какой-то систем собственного order processing и так далее. Второй очень важный фактор, я об этом говорю достаточно часто, но, к сожалению, видимо, либо не туда говорю, либо не тем голосом. Необходимо нормализовать банк прав и создать банк прав в России, потому что вот в Америке он есть, в Европе он есть. А в России, если какой-нибудь диджей, например, захочет запихнуть кусочек песни, сэмпл песни в свою композицию, он даже не знает, куда бежать. Ну, позвонит он в РАО. В РАО, скорее всего, ему скажут, деньги заносите, пожалуйста. А куда эти деньги уйдут, он, скорее всего, не знает. В этом смысле, кстати, я вклинюсь, мне кажется, очень забавной иллюстрацией, забавной в кавычках, является ваш процесс судебный в прошлом году, когда на вас подали в суд ООО «Контент и права». Да, это действительно анекдотический процесс. Причем как раз тот случай, когда я могу сказать с абсолютно, знаете, вот не лукавя, что этот процесс был скорее показательным, потому что это не только конкурирующая компания, но и компания, которая известна тем, что она скупает права именно с целью преследования. То есть в нашем случае это не то, что мы случайно что-то сами нарушили, мы абсолютно уверены во всех своих договорах. То есть я правильно понимаю, что там была история такова, что вы заключили договор с автором-правообладателем, а оказалось, что по каким-то еще другим юридическим коллизиям на это произведение, спорное произведение, кстати, кому интересно, песню «Колыбельная медведица» «Лоска и снег мешай, а ночь идет большая» из мультфильма. Вот оказалось, что на эту песню также имеют права вот эти ООО «Контент и права». Да, и причем не на песню, а на музыку. На музыку, да, пардон. Они вчинили иск, и вот оказалось, что суд признал их правоту. Да, да. Что, кстати, для меня является абсолютно неожиданностью. И более того, процесс, собственно говоря, продолжается, потому что сейчас в эту историю уже включились компании, которые предоставили нам права на эту песню. Там уже и автор, сам, собственно говоря, композитор, написал нам большое красивое письмо на тему того, что он вообще ни сном, ни духом, и будет рад с нами сотрудничать. Он вообще, говоря, никаких претензий к нам не предъявлял и не предъявляет. То есть, в общем говоря, это паноптику продолжается уже несколько лет, и у меня вызывает, скорее, какое-то грустное недоумение. Потому что всю эту энергию лучше бы было потратить в мирных целях. То есть, например, создать... Что это связано ведь и с действиями РАО, последнее время активизировавшегося в Рунете в том числе. Оно совершенно, ну, прям-таки, как шашкой машет, не глядя, завязанными глазами туда и сюда, рассекая всячески, так сказать, все, что рядом находится, все, что поблизости. Такое впечатление, действительно, что нет не то, что порядка, а нет вообще понимания такого ни у РАО, ни у иных организаций, регулирующих вот эти вот авторские права, того, в рамках какого логического там законодательного поля они существуют. То есть, вообще, они что отстаивают, кроме собственных интересов и собственной возможности получить деньги? А знаете, интересная штука. То есть, в этом смысле нет понимания. Опять же, такая ситуация возникает в тот момент, когда право и объекты права существуют в непрозрачной среде. Как известно, рыбу ловят в мутной воде. И именно этим, как правило, и занимаются эти вот правозащитники, которые пытаются расставить сеть на что угодно, а там, глядя, что им тебе попадется. Мне в свое время одна очень крупная юрист-правозащитник ехидно говорила, что, собственно говоря, бизнес, вот этот юридический ракетирский бизнес, который сейчас расцвел, строится на очень простой предпосылке. Подают в суд не на тех, кто реально нарушает закон, и на тех, кто реально мешает рынку, а на тех, кто просто более досягаемый. Согласитесь, при такой позиции, на самом деле, говорить о серьезной борьбе с пиратством этих организаций просто невозможно. Почему долгое время существуют буквально за углом крупные пиратские порталы и пиратские сайты, а судебные иски подаются на компании, которые, в общем-то, стремятся держаться в правовом поле. Кстати, наш случай далеко не единственный. Вообще говоря, таких судов единовременно происходит в одном городе Москве сейчас несколько десятков. Дело в том, что просто мы ни от кого не прячемся, мы ни от кого не бегаем, и совершенно очевидно, что при всех наших попытках создать максимально прозрачные базы и выплачивать все авторские отчисления максимально корректным образом, все равно есть, что называется, не до конца отмытые права, как называют юристы. Вообще, юристы-правоведы очень часто говорят, что идеальных прав, абсолютно чистых прав в России просто нет. Потому что после момента создания произведения оно может сто раз кому-то продаваться, перепродаваться, передаваться, права могут быть исключительными, не исключительными и так далее. А на Западе есть? Есть ли какая-то страна или группа стран или какой-то международный союз, у которого все замечательно и все урегулировано в том смысле? В Америке есть РАЭ. Вы сегодня начали разговор с AllMusic Home, с AllMusic Guide, да? Так вот, почему и из чего выросла AllMusic Guide на самом деле? Внутри AllMusic Guide существует гигантская подводная часть этого айсберга, и она представляет собой очень четко структурированный банк прав, в котором любой правообладатель может найти контакт того, кто произвел нужное ему произведение для продажи, для выкладывания в сеть, для микширования, использования в рекламе и так далее. То есть дело в том, что, собственно говоря, это не только энциклопедия, но и очень довольно большая и мощная бизнес-система. Мы на SoundKey начали делать такую систему, она уже в первом приближении работает, но, как я уже сказала, для того, чтобы такие системы развивались органично, и чтобы они действительно покрывали весь рынок, нужно, чтобы в этом весь рынок участвовал. В нашем случае, к сожалению, этого не наблюдается. Каждый тянет это дело на себя. Есть какие-то перспективы в этом смысле? То есть я правильно понимаю, что вы видите выход на работу, на нормальное правовое поле, на работу пользователей в рамках законного существования и взаимодействия с контентом, тогда он случится, когда, во-первых, договорятся все вот эти организации-правообладатели и организации по защите авторских прав, с одной стороны, и с другой стороны, изменит сознание пользователя. Как-то? Сознание пользователя, понимаете ли, меняться само по себе не может. Ему для этого надо помогать. Поэтому в первую очередь, конечно же, должны измениться те, кто заинтересован в развитии рынка. То есть для этого, на самом деле, должна произойти достаточно мощная трансформация. Люди должны перестать гнаться за оси и нутным доходом и плотно вложиться в то, чтобы рынок был построен, отстроен корректно. А кто именно должен это делать? Это не люди, это, видимо, организации все-таки. Ну, конечно. Сейчас есть большое количество компаний-правообладателей, допустим. В России действует на сегодняшний день несколько сотен музыкальных компаний, а также несколько представительств иностранных менеджеров. Те ресурсы, которые накоплены ими на протяжении последних нескольких лет торговли музыки, на самом деле, являются довольно приличными. И я полагаю, что вместо того, чтобы тратить эти ресурсы на преследование пользователей, провайдеров и друг друга, эти компании могли бы уделить часть средств и часть усилий на то, чтобы создать некоторую лицензионную базу, некоторое лицензионное поле для того, чтобы иметь возможность дальше консолидированно продавать музыку. То есть выработать некоторые общие условия. Сейчас, кстати, нет общих условий. Сейчас одна компания может продавать один трек по доллару или по полтора доллара, а другая компания выкладывает его за две копейки. И все это будет законно в целом? Да, конечно. Интересно. Ну хорошо, а вот с осознанием пользователей, возвращаясь, чтобы не углубляться в коллизии вот эти вот юридические коллизии, связанные с организациями, которых мы точно потонем сейчас в, по крайней мере, формате нашей передачи. По поводу пользователей вы говорили в одном из интервью, готовясь к программе, я читал, нечто подобное, что нужно, чтобы люди осознали разницу между покупкой, в данном случае, музыки, для примера, не на вещевом рынке, в каких-то там, сказать, некрасивых условиях, да, так скажем, а вот в хорошем магазине, и чтобы они поняли там престижность этой истории, да, и как-то к этому по-другому отнеслись. Вот здесь можете эту тему прокомментировать, развить, потому что есть мнение, и оно поддерживается многими, о том, что да пофигу людям. А вы знаете, вот не пофигу. У нас был замечательно забавный момент, как-то мы открываем статистику продаж измельченную, и с изумлением видим, что у нас группа Мегаполис продала музыке на большую сумму в месяц, нежели аудиовитрин на портале Рамбер. Она просто продавала музыку со своего сайта. То есть, как вы понимаете, на самом деле, вот уважение к музыканту, уважение к человеку, чью музыку ты слушаешь, иначе концерты ходишь, это, в общем-то, неправдая вещь. Если развивать это ощущение у пользователей, давать им это ощущение каждый раз, когда вы продаете музыку или когда вы ее распространяете бесплатно, пользователи, в общем говоря, тоже не дураки. Они любят чувствовать себя людьми достойными. Ну, согласитесь, долгое время в стране был тяжелый период, и люди одевались на черкизовском рынке. Но сейчас такая одежда вызовет, что называется, в правильной тусовке скорее недоумение. Вот с музыкой рано или поздно произойдет то же самое. Вопрос ведь не в качестве файлов, хотя, конечно, мы продаем качество, действительно, музыку в качестве очень хорошем. И вопрос не в обложечках или каких-то бонусах и так далее. Вопрос просто в самоощущении. Но ведь мы затрагиваем здесь вопрос проблемой психологическую, вопрос самосознания нации, с позволения сказать, готовности людей массово, в том числе вот того тракториста Василия Петровича, водопроводчика, Анастаса Владимировича и так далее. Вот их всех, которые привычно бьют жену, будем называть так сказать, сгущать краски, приходят домой через день пьяные, а то и каждый день. Они тоже должны, по идее, как-то проникнуться самосознанием, ну, в той картине мира, что вы рисуете, и начать покупать. Там, где они могут взять бесплатно. Для этого, так, на секундочку, давайте выясним, эти самые дуэры, слесари и токари, они в интернет вообще ходят, музыку из интернета скачивают? Вы в этом уверены? Или мы все-таки говорим о другой аудитории? Образованной, вполне небедной, городской, посещающей концерты и кафе? Ну, сейчас разная аудитория в интернет. Особенно это... Ну, давайте проведем параллели с двумя соседними рынками. Первый соседний рынок это игры, второй ПО, ну, и возьмем еще до кучи третий мобильный контент. Все три рынка начинались с того, что все скачивали Бог знает чего, Бог знает откуда. И долгое время считалось, если вы помните, что лицензионная винда это что-то совершенно неприличное в нормальном обществе, да? Но сейчас нелицензионная винда, ну, просто она не работает. Конечно, долгое время правообладатели действительно совершали, с моей точки зрения, исключительную глупость, насаждая всю политику ДРМ и защиты контента, как это, собственно говоря, доступно у программ. Но ведь есть и другой способ. Есть возможность на волне уже существующей привычки к скачиванию легального ПО легальных игр и легальных рингтонов для мобильников радостно выехать здесь же в музыку. То есть создать некоторую новую устойчивую привычку. Привычку к качеству. Усправедливости ради привычка к скачиванию ПО, рингтонов и прочего тоже еще в процессе формирования. Совершенно верно. Она может быть уже как бы чуть дальше, если представить себе на шкале. Но перспективы-то есть. Но вам виднее в этом смысле, вы и с Феликсом Мучником общаетесь ближе к самым таким главным продавцом ПО в Рунете. Ну, наверное, есть. Раз работает SoftKey, раз работает SoundKey. Вот и я тоже так думала. Хорошо. Несколько другую тему коротенько. Поскольку глубоко мы засели в теме пиратства, а хочется еще в двух словах узнать по поводу вашей работы в области преподавания. В ГУ, в Государственном институте управления, вы являетесь куратором факультета веб-продюсирования. Готовите будущих руководителей проектов. В двух словах расскажите, что это и какие там перспективы планируются с точки зрения развития. Какие могут навыки получить ваши слушатели? Факультет менеджмент в сфере интернет-технологий создан нами уже больше двух лет назад. Завтра я пойду читать открывающее занятие уже для пятой группы слушателей. Два раза в год мы набираем группу по 30-40 человек. Это число не меняется, оно в общем сравнительно стабильно, просто обусловлено объемом аудитории. Мы занимаемся на Выхино в Москве и основная задача этого факультета сделать так, чтобы слушатели за год практически из разрозненного набора знаний, который у них существует об управлении проектами, о создании сайтов и так далее, стали сбалансированными компетентными специалистами в этой области. Удается? Да, полагаю, что в любом случае довольно большое количество наших выпускников нашли работу или существенно продвинулись по службе с момента окончания этого факультета. Невзирая на то, что обучение занимает всего один год, это очень плотный год, потому что на протяжении этого времени люди слушают не только теоретические курсы, налогообложения, бухучет, оргпроектирование и так далее, и так далее. Очень полезно, действительно. Да, но и собственно базовые дисциплины, начиная от маркетинга и веб-дизайна, кончая юзабилити или SEO и так далее у специалистов рынка. Кстати, большая часть ваших гостей у нас, предыдущих гостей романатологии, является преподавателями нашего факультета. Андрей Севрант, например, у нас в ведении в интернет-маркетинг читает. Разнообразные мои коллеги, которые с удовольствием и восторгом включились в эту безумную авантюру, продолжают не только вести семинары для слушателей, но и поддерживать их дипломные проекты, и курировать какие-то их собственные стартапы. То есть, это такой живой организм, в котором студентам дается возможность не только учиться, не только получать какие-то новые знания, но и создавать собственное новое комьюнити разработчиков. Вообще говоря, моя ближайшая задача это создать некоторую генерацию менеджеров, которая будет, во-первых, говорить на одном языке, потому что это существенно важно. Сейчас уже есть около ста человек, которые, будучи разработчиками, друг друга хорошо понимают. И коммуникация между компаниями в тот момент, когда в них попадают наши специалисты, выпущенные факультетом, сразу упрощаются, люди имеют возможность обсуждать в разы быстрее и эффективнее достаточно сложные проблемы и достаточно сложные проекты. И ко всему прочему мне очень важно, мне существенно важно поднять общий уровень менеджмента на рынке. Потому что одна из проблем, с которой я в свое время столкнулась, когда я уходила из Рамблера в Саундкей, начиная свое дело, у меня на руках было 11 проектов на тот момент разной степени сложности, что-то из этого было с сезонными проектами, что-то было довольно большим, крупным. Я их раздала в итоге в 8 порог, 4 проекта закрылись в тот же год, несколько умерли через год и сейчас осталось буквально 3-4. в этот момент я поняла, что все это происходит не потому, что там не хватает ресурсов, а потому, что люди просто не проникаются историей проекта, они просто не способны его развивать. Большая часть менеджеров, которые приходят на менеджерские позиции, особенно в крупные компании, обладают достаточным энтузиазмом и запалом стартаперов и готовы просто на горящих глазах на вот этом энтузиазме делать довольно много, что называется, ротикапутом земли, но при этом они не обладают банальными практическими знаниями, то есть они не знают, что сделать, чтобы проект был устойчив, они не знают, что сделать, чтобы повысить его монетизацию, или они не знают, как при очень скромных ресурсах добиться максимального КПД. И вот, собственно говоря, на эти вопросы, в частности, я для себя отвечала, когда занимался от противника этого факультета и подбором для него преподавателей. Довольна тем, как развиваются события? Ну, как сказать, очень довольна, очень довольна и в этот факультет я искренне влюблена и мне очень нравятся все ребята, которые там занимались и занимаются. Со многими из них мы подружились еще после первых выпусков и до сих пор обсуждаем какие-то рабочие проблемы, задачи. Ко мне регулярно обращаются люди, которые уже давно закончили этот факультет или там, так сказать, какие-то совместные идеи, проекты возникают у новых студентов. То есть, вообще говоря, вот я немножко вернусь с вашего позволения, есть еще вторая задача у факультета. Вторая задача заключается в том, чтобы на этом рынке люди, которые закончили этот факультет и их преподаватели составили некоторое комьюнити разработчиков, которое будет иметь возможность не просто решать некоторые профильные задачи с большей эффективностью, но у них возникнет ощущение единства общности рынка. Этого очень не хватало долгое время, потому что на протяжении длительного времени я замечала, что когда возникает какая-нибудь на конференции возникает дискуссия, там, скажите, давайте вместе сделаем что-то. Конкурентные интересы в этот момент начинают преобладать над понятием общей цели. То есть, рынок долгое время был разобщен. Вот факультет выполняет эту задачу по сплачиванию компаний посредством их менеджмента. Знаете, какая пришла ассоциация с этим? То, что формируете с одной стороны такую, ну вот в идеале, наверное, такую элиту, белую кость рунета, таких офицеров, которые будут в итоге вести свои полки в бой, с другой стороны масонскую ложу, раз они все друг друга будут интегрированы и знакомы. Да, я уже давно говорю, что пора секту открывать. На самом деле уже есть другая секта, это секта авторов звуков, потому что известно, что из нашей мафии никто никогда надолго не уходит и даже авторы, которые начинали нам писать в 97-98 году до сих пор продолжают писать на звуке иногда, даже если они занимаются какими-то совершенно другими вещами. Один сейчас крупный спичрайтер крупного холдинга периодически нам присылает материалы про хип-хоп. Есть ли среди ваших выпускников, кстати, извиняюсь, что снова сбиваюсь на тему ГУ, чтобы продолжить ее, есть ли среди ваших выпускников уже те, кто состоялся, ставшие, став продюсером или менеджером какого-то крупного проекта, тех, о ком мы можем знать, чьи именно могут быть на слуху? Да вы знаете, довольно много. Вообще говоря, есть ребята, которые, собственно, и приходили-то на факультет уже с какими-то базовыми знаниями в статусе заместителя генерального директора или генерального директора какой-то компании или крупного топ-менеджера. То есть, вот сейчас, кстати сказать, в пятой группе их вообще особенно много. А, например, можно буквально две-три фамилии или название компании? Ну, например, вот Надя Филевская, моя дипломница, аналитик медиасреды компании Яндекс. Или, знаете, Startup Point, да, вот проект существует. Ну, слышал, да. Ее руководитель Виталий Акимов, тоже наш дипломник. Girls Power, очень известный проект, и им руководит Катя Крупенина, это вообще ее дипломный проект. То есть, на самом деле, этих ребят очень много. Очень известный, хороший менеджер, его знают многие аналитики, Евгений Антропов, он закончил группе Э2 буквально этой весной. Ну, вот, знаете, мне проще сказать, кто из них себя не нашел, потому что я буквально по пальцу могу перечислить двое-трое, просто люди занимаются какими-то случайными проектами или просто что-то делают сейчас, у них там проект в стадии подготовки. В красивую историю не чтобы испортить, но чтобы прозвучало другое мнение. Небольшая ложка дегтя. Цитата своей планеты. В декабре в Рунете активно обсуждали защиту дипломов на этом факультете. Этом, то есть, вашем. Гуру Рунета обсуждали. Гуру Рунета срезали множество студентов на защите, пишет автор этого комментария. Как считают сами студенты, преподаватели уделяли внимание только инновациям с явно коммерческой направленностью и вообще слушали докладчиков полуха. В обсуждении этой темы преподаватель из Яндекса Андрей Севран также пожаловался, что курс рассчитан на тех, кто будет работать в мелких конторах, а не в больших командах, где специализация намного глубже. Не случайно двойки получили те, кто у Долгова в Гугле или у меня в Яндексе что-то пытались сделать, пишет Севран в своем блоге уже. Ну, я могу кратко пояснить, чего, собственно говоря, Севран писал в блоге и почему. Дело в том, что его дипломница получила двойку. Это был откровенно халтурный диплом и девушка не пришла после этого пересдавать диплом. Дипломник Володь Долгова под его руководством и с нашей помощью, с помощью практически всего факультета пересдал диплом на пятерку. Это Дим Комаровский. У него потрясающе интересный проект по сбору соцдема для социальных сетей. И на тот момент, когда он его защищал, как выразился один из слушавших проект, это было скорее похоже на сферического коня в вакууме. Сейчас это действительно крепкий, достойный, очень интересный коммерческий проект. Что касается коммерческой направленности факультета, ну, знаете, он называется университет управления, вообще-то, и факультет называется менеджмент. Что касается руководства, тут руководить, в принципе, можно чем угодно. Вот я руковожу звуками, да, и мне их, откровенно, некоммерческая направленность в этом плане нисколько не мешает. Но мы ставили перед студентами совершенно конкретные задачи. Каждый диплом нашего студента это конкретный проект. И в тот момент, когда Андрей Сибрант, обидевшийся за низкую оценку своей студентки, выложил в блог свой вот этот манифест и покинул факультет, потом, кстати, вернулся, я это скорее оценила как общее признание того, что, ну, человек, что называется, в струю не попал. По большому счету, да, мы хотим выпускать лучших. И в погоне за этой целью мы готовы, и мы этого не скрываем, ставить двойки, не допускать людей до сдачи дипломов и так далее, и так далее. Потому что мы действительно хотим, чтобы на выходе люди получали жизнеспособные, творческие и абсолютно сбалансированные, абсолютно жизнеспособные нормальные работы. То есть для меня гораздо важнее, чтобы каждый диплом, который защищен на факультете, мог считаться действительно реальным проектом, и чтобы на основе каждого диплома можно было построить проект или улучшение или какую-то рекламную кампанию, нежели вот эти самые сферические кони в вакууме, знаете, наблюдение за блогерской средой в спокойной обстановке или в неспокойной, или некоторые тенденции в развитии социальных сетей такого-то года. Эти темы нас не интересуют. Давайте тогда перейдем дальше. У нас на очереди вопрос слушателей, которые были заданы в моем блоге, и те, которые еще не прозвучали так или иначе в нашей беседе сейчас. Первый вопрос. Какова, на ваш взгляд, разумная стоимость одного трека слэш-альбома в электронном виде в сети? Я считаю, что это должна быть достаточно простая и гибкая форма. Из чего складывается стоимость жесткого носителя? Это, во-первых, роялти, во-вторых, стоимость производства, в-третьих, стоимость собственно транспортировки, складирования и так далее. Транспортировка и складирование достаточно мало процентов, там где-то 2% на стоимость альбома. печать и коробки никогда не занимали больше 10%, все остальное отъедает роялти. Соответственно, для того, чтобы музыка стоила нормальных денег, первое, что должно опуститься и как-то просесть, это аппетиты правообладателей. Здесь есть 2-3 варианта. Первый вариант. Для достижения жизнеспособности мы исходим из того, что пользователи готовы в принципе заплатить. пользователи сейчас спокойно расстаются примерно 5-8 рублями за песню. Второй вариант это собственно позиция правообладателей. Если еще год назад они продавали песню за 15-20 рублей, то сейчас продают уже за 10. Уже какой-то прогресс. Я думаю, что где-то на 8 рублях они должны встретиться по идее. То есть в перспективе нас ждет песня стоимостью 8 рублей или так примерно вокруг этой цифры? Да. Хорошо. Если будущий музыкальный пресс спрашивает тот же слушатель Агура, представившийся у меня в влоге, каким вы его видите? Это будущая музыкальная пресса в интернете. Я вообще не считаю, что в интернете может быть такая вещь, как музыкальная пресса, потому что в интернете есть прежде всего музыка и возможность эту музыку скачать. Следовательно, пресса в ее таком классическом аналитическом виде прекращает свое существование, потому что можно тут же нажать кнопку прослушивания и сравнить свои ощущения с тем, что тебя пытается втирать аналитик, который, к тому же, для тебя может не обладать никаким авторитетом. Соответственно, возникает вопрос о необходимости создания новых медиа. Собственно, на звуках мы понемножку к этому стремимся, в общем, и на саундке. Ну, то есть, некоторый комбинированный подход к представлению информации, немножко аналитики, немножко справок, немножко прямой речи от самих музыкантов и, конечно же, музыка, музыка, музыка и видео. И вот в этом случае это живет. То есть, в чистом виде у прессы нет музыкальной? В чистом виде, да, я считаю, что это тупиковый путь. То есть, будет, ну, собственно, все, наверное, идет к неким новым медиа, об этом многие говорят. Просто сейчас вышел, к слову говоря, мы затронули уже коротенько ФУЗ, который был закрыт в печатном виде, помнится мне, какое-то время назад. Да, вот сейчас он вышел на domain.infus.ru с попыткой реинкарнироваться, так сказать, в электронном стандарте. Как вам это? Вот совсем, если коротко. Ну, я считаю, что попытка в любом случае хорошая. И дай бог, что ФУЗу удастся открыть публике не только свой знаменитый архив, ну, и какие-то, действительно, найти новые форумы представления новостей и своих знаменитых аналитических статей. Ну, вообще говоря, вот уже сейчас видно, что ФУЗ тоже правильно понял тенденцию и на главной странице ресурс там уже сейчас больше видеоклипов и музыки, нежели текстов. Нежели у вас, кстати. Общая тенденция совершенно равнозначная. А в моем случае музыка является естественной частью, вот если вы открываете главную страницу, наверху, первым делом, с логотипом рядом вы видите плеер. Ну, хорошо. Следующий вопрос и также в жанре Блица прошу вас ответить. Может ли Soundkey помочь начинающим музыкантам стать популярнее? Есть ли живые примеры этого? Скорее звуки. Скорее звуки, потому что именно звуки являются самым цитируемым средством массовой информации. Soundkey помогает продавать. В этой связи начинающие музыканты, в каком количестве бы они не разместили в витрин свою музыку, все равно находятся в гораздо более скромном положении по отношению к звездам. А вот на звуках у них есть реальный шанс. Пользователь 8AM. Помню сайт звуки.ру с начала 2000-х. Дизайн сайта за последние 7 лет не менялся. Глупость. Дизайн сайта был изменен в 2005 году и вот сейчас в декабре будет очередной редизайн. Сильно изменится? Изменится существенно. Во всяком случае то, как сейчас выглядит большая часть страниц, это уже все будет историей. Вот забавный вопрос от пользователя Pretender. Соня, у вас всегда очень много проектов. Как вы структурируете время? Потребились ли какие-то специальные занятия по тайм-менеджменту? Как вы повышаете свой профессиональный уровень? Я повышаю свой профессиональный уровень, посещая лекции в собственном же университете и на собственном факультете. И с большим удовольствием принимаю участие в разнообразных конференциях. Причем мне в моем случае приходится посещать не только конференции в области интернета, но и музыкальные. Вот буквально неделю назад вернулся из Амстердама с Амстердам Данс Ивент. Это очень известная конференция. То, что касается тайм-менеджмента, это моя гигантская проблема. Я с ней борюсь. Просто разбираюсь с тем, до чего доходят руки. Все остальное просто по-честному забываю. Просто потому, что у меня ежедневно это, кстати, после спама. Ни один живой человек столько прочесть просто не может. А кто это пишет в таком количестве вам? Это музыканты, естественно, из которых я у себя в блоге формирую рубрику «Нам пишут». Это разнообразные пресс-службы. Это в большом количестве фирмы грамзаписи и концертное агентство. Это, конечно же, разнообразные партнеры. Ну и кто только не. Самые частые вопросы из серии «Где мне скачать такую-то песню?» Или не могли бы вы вспомнить, как называлась такая-то композиция «Могу напеть». Может, делегировать уже вот эти вот музыкантов в одно направление? Делегирую по мере сил, но для этого надо сначала научиться разбирать почтовый ящик, а с этим у меня, честно говоря, до сих пор гигантские проблемы. Разбираю в основном, когда опять же доходят руки. Забавно у вас с этим. Хорошо. Интересуют вопросы, связанные с авторскими правами, творческими продуктами, правоводанием и нарушением закона. Копирование приведется к воровству, спрашивает пользователь Виталий. Я категорически считаю, что копирование само по себе не приравнивается к воровству. А вот распространение... Нарушаю ли я закон? Пошмёт он ещё. Продолжи. Если диск с музыкой, скопируй себя на жёсткий диск. Нет, не нарушайте. Не нарушает. Дизельбокс спрашивает. У меня чисто оформительский вопрос. Откуда взялась такая фантазия сделать логотип сайта «Звуки.ру» в виде слонёнка с трубой вместо хобота? Фантазия взялась в голове у дизайнера по имени Антон Ролеев. Сначала ему действительно, кстати, заказывался слон с саксофоном, правда, вместо хобота, но что-то с саксофоном у него не получилось. Мы там делали некоторого сидящего слона. В итоге было создано вот это животное. Мы её зовём собачка-мутант. Когда оно уже было создано, мы так на него посмотрели и поняли, что у неё есть много общего с знаменитым мультиком «Контакт». Помните, был в 80-х годах такой известный мультик про инопланетное животное с трубой на физиономии. Я, кстати, даже не знал, что это у вас слон. Я думал, что действительно какой-то это такой инопланетный. Да оно не слон. Я вот действительно тоже считаю, что оно скорее гуманоид. Вообще, это практически такой тест Роршиха. Мы очень любим издеваться над новыми сотрудниками, задавая им вопрос, а вот как вы думаете, кто оно? И чего мы только не слышим. Я думаю, что тут можно бесконечно размышлять, особенно если, так сказать, войти в определенное состояние изменения сознания, о том, кто это, почему оно такое, девочка это или мальчик, и так далее. Ну, у неё реснички, поэтому я предпочитаю думать, что она девочка. Ну, вы женщина, поэтому мы так и думаем. В новой версии логотипа она, кстати, будет в 3D, такая довольно пузатая и гладенькая. Это будет уже близко к тому самому сферическому коню в вакууме, по сути, если будет в 3D. В любом случае, сферичность уже будет достигаться отчасти. Максим, а замечайте, извините, что мы с вами всё это время разговариваем о том, что вообще говоря, я по идее же занимаюсь тем, что сама применима к себе, скорее оцениваю, как бизнес сапожника без сапог. То есть я руковожу порталом, который категорически не хочет становиться коммерческим уже много лет, но при этом одновременно, другой ногой, что называется, работаю на факультете, которая обучает людей делать их проекты финансово-эффективными. По-моему, в этом есть некоторая ирония. Есть, есть, есть. Последний вопрос от пользователей. Вера спрашивает, а скажите, у вас дома есть пиратские записи? Если есть, то что это за записи? У меня дома есть не просто пиратские записи, а целая полка пиратских записей. Причем это пиратские записи совершенно конкретного толка. Рассказываю, что это. Это фильмы, которые я перегоняла в свое время с видеокассет, купленных много лет назад. Дело в том, что на этих видеокассетах, как правило, либо архивные концерты, либо какие-то редкие фильмы, которые сейчас я просто не имею возможности купить, поэтому я вот жду моментов, когда они когда-нибудь появятся на DVD, на каких-то легальных носителях, либо просто появятся в сети в легальной версии. Так что вот сейчас пока что они у меня там занимают некоторое пространство, и я на них каждый раз взираю с некоторым внутренним доумением. На торрент срузы ходили? Нет, не пользуюсь. Понятно. Что ж, тогда к рубрике новости недели. В этой рубрике Ду Славахи расскажу вам о том, что случилось за последнюю неделю, о главных новостях. Если будет, что вам на этот счет сказать, то скажите, если нет, то просто я, так сказать, просвещу вас в том, что вы, возможно, еще не успели узнать. Рунитология. Актуальные новости и мнение экспертов. Первая новость от Синьюз. Дамочка Ру нанесла Рамблеру убытки и ушла к прежнему хозяину. Вот так вот заглавлена она. Как стало известно Синьюз, Рамблер вернул холдингу. Рамблер, кстати, проект, которым вы работали. Я понимаю, что немало времени и немало сил ему отдали. Так вот, Рамблер вернул холдингу и хаус, контрольные пакеты акций ресурсов Дамочка Ру и Баннер Банк, приобретенные три года назад. Дамочка Ру завоевшая в начале 2000-х популярность благодаря онлайн-игре любовь с первого клика потеряла долю рынка и принесла Рамблеру убытки в размере о ужас 3,2 миллиона долларов. Вау. Вот такие дела. Рамблер, кстати, странная тоже рокировка, на самом деле, связанная с и хаосом. Недавно они продали контрольный пакет сети ритейловых продаж X5, да, если не ошибаюсь? Да-да. Ну, зато купили кусок 003, еще один. В общем, там какие-то рокировки подковерные, да, во всем этом деле. Здесь, видимо, Рамблер просто сбросил убыточный актив, очевидно, за какую-то компенсацию, мне так кажется. А вы что думаете? Я думаю, просто сбросил. Просто сбросил? Ну, совсем уж как-то нехорошо, учитывая то, что и, в принципе, у них положение тяжелое. Ну, знаете, вот классический случай, поговорка, не пинайте дохлую собаку. Мы сейчас остались в том здании, которое длительное время занимал Рамблер. У нас там офис как раз звуков.ру, вторая моя компания. И у вас там пахнет? На самом деле, у нас там, знаете, проходишь по коридорам, в которых раньше сидел Рамблер, и у тебя возникает ощущение, что ты находишься в интерьере фильма «Сталкер», потому что там свисают провода оголенные с потолков, такие сиротливые, там брошенная мебель, плесень на стенах, где раньше была бухгалтерия одного из департаментов. Я очень надеюсь, что вот сбросив этот балласт, сбросив все, что не нужно, Рамблер, знаете, как такая бабочка из куколки в обновленном виде. Или как пицца Феникс. Однажды все-таки, да, однажды он все-таки должен как-то обратно воспарить. Но, честно говоря, я не знаю, кто способен это сейчас сделать, потому что я просто не знакома с новыми руководителями компании. Хотя, конечно же, не только из чувства ностальгии, но просто из понимания того, что этот крупнейший, старейший ресурс много сделал хорошего для Рунета. Просто хочется, чтобы он как-то продолжал жить, продолжал развиваться. Но вот его нынешнее положение на рынке для меня, конечно, остается полной загадкой. Я не знаю, чем сейчас занимается Рамблер, чем он живет, какие у него цели. Мне уже написали пользователи, что слишком часто эту тему мы поднимаем. Я поднимаю в программе Рунетология тему Рамблера. Однако меня тоже она беспокоит, как я вижу, и вас. И также пока что ответ не найден. Мне хочется верить, вот, так сказать, чтобы оптимистично на этот счет закончить эту тему, что они сейчас действительно уже реинкарнируются. Мы вот не знаем с вами, сидим здесь, разговариваем, а они там реинкарнируются, реанимируются, и как вот сейчас дадут по рынку, и все будет здорово у них. Да, хотелось бы, конечно. Одноклассников в школах больше нет, пишет infox.ru. Социальные сети Одноклассники и ВКонтакте заблокированы в 50 тысячах российских школ. Доступ к дневникам в LiveJournal ограничен. Заметьте, что по поводу LiveInternet там блок с Mail.ru не пишется ничего, по крайней мере, вот в этой заметке. Думаю, что и не было никаких ограничений. Такое решение приняли эксперты Минобороннауки, чтобы ограничить доступ школьников к ресурсам, несовместимым с задачами образования. Это цитата. Вот такие вот дела. Как относитесь к такому шагу? Вообще говоря, я как-то наблюдала очень хороший ход, который предложила одна из школ, даже не школ, а гимназия в Германии. Там просто глушатся все разнообразные формы интернета и все доступные сети в округе. Во всех классах, исключая компьютерные. То есть, во всех случаях, когда школьник желает выйти в интернет погулять с нерабочими целями, канал у него перекрыт. Если класс производит работу, которая касается поиска в интернете, то учитель просто открывает этот фаерволл и класс вылезает на свободу. Вот этот поход, мне кажется, гораздо более конструктивным, потому что, в общем-то говоря, закрывать один сайт это, во-первых, странная форма дискриминации, которая больше похожа на какую-то конкурентную игру. Ну, несколько крупных справедливости ради закрыли. Ну, несколько крупных, опять же, это еще не все, где может тусоваться среднестатистический школьник, как мы с вами знаем. Школьники, они вообще существуют изобретательные. Во-вторых, то, что касается одноклассников, ну, я бы, конечно, их и в других местах запретила с большим удовольствием за все, что они производят в Рунете, но, тем не менее, надо все-таки понимать, что для многих людей этот ресурс является практически единственным средством общения с людьми, которых они давно потеряли, или которые живут где-то в другой стране, то есть он приносит ощутимую социальную пользу. Насколько велико число школьников, которым этот сайт как-то вот мешает жить и полноценно развиваться в оффлайне, я не могу сказать, но у меня есть смутное подозрение, что все-таки дело не в сайте, а дело в школьниках. Ну, ясное дело, что во всех случаях дело в непосредственно с субъектах, то есть людях, их сознании, как с МП3, о чем мы разговаривали с вами ранее, так и здесь. Хорошо. Рамир опубликовал новые исследования агентства, занимающиеся социальными опросами и исследованиями в том числе и в области интернет и выяснил, что самая известная социальная сеть в России является, что не стало сюрпризом, одноклассники РУ. Ее узнаваемость не изменилась. Как год назад она составила 92%, то есть 92% опрошенных знают, что такое одноклассники РУ, по крайней мере, то, что они существуют. Однако доля зарегистрированных в этой сети за последние 12 месяцев снизилась, что достаточно предсказуемо было, учитывая последние шаги самих одноклассников и кадровые перестановки, случившиеся за последний год, снизилась на 5%, составила 67% против 72%, это вот количество зарегистрированных, от опрошенных. возможно, этому способствовало введение платной регистрации, пишет Рамир, ну, конечно, возможно. Более того, так оно и есть, скорее всего. А вот проект ВКонтакте демонстрирует в этом году значительный рост и по степени узнаваемости, в том числе и по доле зарегистрированных пользователей. По узнаваемости он вырос на 26%, то есть почти на треть людей больше знают о том, что они существуют, и по доле зарегистрированных на 17%, и тем самым он опередил в рейтинге популярности сеть Мой Мир. Вообще доли так распределяются по степени известности и использованию. Одноклассники РУ известны в нашем 2009 году 67% пользователей, а 92% пользователей, а пользуют их 67%. Мой Мир, Мой Евру, известен 77% пользователей, а используют 53%. И ВКонтакте, наконец, известен 88%, он заметно подрос в смысле известности, и используют 64% опрошенных. Можно так и дальше перечислять, но в принципе смысл таков, что есть перестановочка, и ВКонтакте набирает обороты, как и набирает обороты сеть Мой Мир от Мэйл.ру, так сказать, подспудно где-то, она не особенно в этом смысле себя показывала. И видно, что однозначно мы имеем небольшую двойку, как это было раньше на классике ВКонтакте, а большую тройку. Одноклассники ВКонтакте, Мой Мир. И что эта большая тройка, в общем-то, наверное, стабилизировалась на ближайшие годы, в смысле социальной сети общего профиля. Вы как думаете? Я полагаю, что мы сейчас наблюдаем абсолютно зеркальное отражение ситуации с порталами. Помните, несколько лет назад, когда шла активная, происходила ситуация активного формирования портальных сервисов, тоже сложилась портальная тройка, на тот момент это были Rambler, Яндекс.Мейл. И вплоть до появления поисковых систем все говорили о том, что есть три крупных игрока, и там кто-то еще пытался строить какие-то вертикальные порталы горизонтальной направленности. Потом то же самое произошло с поисковиком, то есть Яндекс, Rambler, Гугл, ну какие-то там еще сервисы. Сейчас тот же путь проходят социальные сети. По большому счету этот циклический процесс возникает в тот момент и собственно процесс укропления возникает в тот момент, когда уже готова сформировалась некоторая новая технология или какой-то новый способ формирования передачи информации. Поэтому часть пользователей останется на этих сервисах, они останутся вот в некотором застывшем, я бы сказала, виде. Ну а дальше произойдет закономерный отток к новым технологиям, новым интересным сервисам. Какими они будут, я думаю, лучше скажут аналитики эти Пашманова. Но уже сейчас очевидно, что процесс этот неостановим. И конечно же есть сервисы, которыми продолжают пользоваться на протяжении всего этого времени и поисковый, и портальный, и социальный. Ну вот прогресс, прогресс нам обязательно что-то новое принесет. Ну так единственное, что скажу, и Ашманов скорее всего не знает, какие именно тренды нас ждут. Никто не предполагал роста и подобного восстановления социальных сетей несколько лет назад. Ну никто не предполагал подобного роста интернета, давайте с этого начнем. Так что в общем-то технологии для того и существуют, чтобы нас удивлять и радовать. И слава богу, что это так. Хорошо, и напоследок две новости, которые так удачно совпали в одной неделе по времени друг с дружкой, как будто бы они поджидали две компании конкурента релизов одинаковых функций друг у друга, и в то же время совпали с нашей беседой с вами, специалистом в области музыки и легального, нелегального звукового контента. Как вы знаете, конечно, российская блок Яндекса написала российская музыка в поиске Яндекса, и этот заголовок предваряет пост с рассказом о том, что это получается несколько дней назад запущен сервис поиска легальных здесь пишут музыки по 10 тысячам русских треков в Яндексе. Иными словами, Яндекс теперь ищет русскую музыку и показывает ее в результатах поиска. В то же время, так что сразу объединю, и Google как будто бы ждал по сообщениям информационных агентств и самого Google, собственно говоря, сообщает о том, что он запустил музыкальный поиск 28 октября, пару дней назад тоже. И также позволяет искать. Правда, те, кто пытались искать в России, пишут, что из России ничего не доступно. Из Германии можно найти определенные точки. Вот я искал определенные треки. Возможно, тоже не все, да, то есть есть там какие-то ограничения. Как вы оцениваете вот этот вот запуск звукового поиска, выдачу готовых звуковых файлов в результатах в флеш-плеерах с возможностью проиграть? Как это повлияет на вас? Хорошо ли это плохо для рынка в целом? И так далее. На нас это никак не повлияет. Для рынка это, безусловно, хорошо, потому что это еще один легальный сервис. Но это плохо для, собственно, текущий ситуация на рынке. И вот почему. Дело в том, что в настоящий момент внятной модели монетизации у музыкального поиска, к сожалению, нет. То есть сейчас он решает скорее задачу увеличения портальной аудитории, нежели привлечение каких-то рекламных либо других средств под непосредственно эти функции. Ну, то есть, проще говоря, сам по себе этот сервис не имеет четкой модели добывания денег. Как следствие, либо ему предстоит в ближайшее время измениться в обоих случаях, то есть, появление кнопки «Купить» в этих плеерах, я полагаю, что это самый очевидный способ развития. Второе – это привлечение конкретных рекламодателей под этот вид рекламы. Опять же, вопрос, кто будет таким рекламодателем. Но, так или иначе, вот сейчас он пока не, что называется, не докручен. Отличие вот таких вот больших проектов типа Яндекс, Гугла, Мэйла, в частности, мы говорили с Анной Артамоновой, она озвучила такую же точку зрения, в том, от нас с вами проектов относительно небольших, что они могут себе позволить какую-то фишку ввести, оттестировать ее на нескольких сотнях тысячах или даже миллионов, миллионов уникальных пользователей. Просто так. Ну, что бы было. Просто что бы было. А там посмотрим. То есть, здесь я думаю, что не факт, что у них даже есть некая модель, готовая модель монетизации, хотя действительно очевидным видится способ продажи после прослушивания треков. И, наверное, они к этому, конечно, придут. Но, в принципе, они могут сделать это просто как некий дополнительный сервис для пользователя, чтобы ему было приятно. Ну, опять же, я долгое время занималась на Рамлере созданием таких портальных сервисов. И должна сказать, что в конце концов все равно возникает вопрос о том, что у любого сервиса должно быть какое-то рациональное зерно. Селечь какой-то способ извлечения дохода. В противном случае рано или поздно инвесторы начинают задавать вопрос, а зачем, ребята, вы это сделали? Я неоднократно встречалась с случаями, когда менеджеры крупных проектов приходят и говорят, давайте сделаем классные идеи. Их спрашивают, ну, а деньги-то где? И в этот момент начинается сообщение серии, ну, когда-нибудь потом мы вот придумаем, мы пока еще не знаем. Ну, здорово, но дело в том, что у Яндекса уже был же один проект Яндекс.Музыка, который был закрыт тихо прошлой весной, позапрошлой, это была попытка выкупа на аукционной основе ссылок на музыкальные магазины. Просто не было тогда еще такого количества легальных музыкальных магазинов в Рунете. Сейчас у Яндекса есть возможность либо создать собственную партнерскую структуру, либо какую-то систему, которая будет приносить здесь реальные деньги. И я полагаю, что будет только мудро, если портал этим воспользуется. Это действительно очень хорошее передовое решение. Сейчас же, пока что, сервисы, подобные Яндексу, я, в общем, эту точку зрения уже так или иначе высказывала, скорее занимают перекосом рынка, понимаете? То есть они скорее льют воду на аппетиты лейблов, выплачивая им вот эти фиксированные роялти, которые лейбы требуют при открытии таких сервисов. То есть уходя в расходы, которые никак не оправдываются. И тем самым затормаживают развитие собственной инициатив лейблов. То есть лейблы предпочтут получить фиксированную оплату за каталог от Яндекса и еще 5-6 подобных ему проектов, но не будут задумываться о том, как извлечь деньги непосредственно из пользователей. За последний год сложилась ведь очень мрачная ситуация, когда лейблы рапортуют о том, что рынок музыкальный в Рунете уже есть, и вот уже есть 8 миллионов долларов, которые они получили с этого музыкального рынка, но на самом-то деле это деньги, которые заплатили крупные магазины или какие-то крупные вещательные компании в Рунете самим лейблом, но не деньги, которые заплатили пользователи. В конце концов возникнет такая ситуация, что, как вы говорите, энтузиазм очень быстро кончается, но деньги кончаются еще быстрее. И снова мы о деньгах о деньгах называются. Если это не будет монетизироваться, то эти сервисы будут закрываться. Soundkey в этом плане находится в более выгодной позиции, конечно, но все равно мы общее влияние рынка, конечно, на себя чувствуем. Хорошо. Соня, закончились вопросы. Как, собственно, и закончилось время, которое, предположительно, у нас выделено на программу, хотя не является оно фиксированным, но примерно мы находимся ровно в тех рамках, когда пора заканчивать. Спасибо огромное за то, что нашли время пообщаться. Было, мне кажется, очень любопытно затронуть все темы, которые мы имели возможность затронуть. Вам спасибо. Если есть что добавить напоследок, то прошу вас. Вам спасибо за беседу. Я полагаю, что беседа во многом была неожиданной для вас и для меня, но мне было довольно любопытно. Надеюсь, что тем, кто нас слушал, тоже. Всегда интересно, когда беседа неожиданна. Всегда интересно, когда беседа живая. Вы слушали эксперт-шоу «Роматология». Ваши комментарии, вопросы и изображения по нашему сегодняшнему разговору и темам, что были затронуты. Мы ждем, как всегда, в ленте программы на под.фм.ру. Ссылка есть в моем блоге. А сегодня у нас в гостях был осооснователь и главный редактор звуков.ру, а также генеральный директор soundkey.ru Соня Соколова. Редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Луна Грошева ввела программу Максим Свердонов. До следующей программы. Рунатология. Программа Центра онлайн-образования Натология. Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования Рунатология. Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы. Мнение ведущих специалистов Рунета. Рунатология. Добрый день, коллеги. Сегодня 7 ноября 2009 года. Это 28 выпуск эксперт-шоу Рунатология у микрофона Максим Свердонов. Как и все, кто старше 28-30 лет, я еще вполне себе успел пожить термина, когда 7 ноября был главным праздником страны. С демонстрациями, военным парадом на Красной площади, и прочими радостями. Октябрятами, а потом пионерами. В этот день мы читали в торжественных мероприятиях стихи, как, например, вот этот, позволю себе процитировать. День 7 ноября, красный день календаря. Посмотри свое окно, все на улице красно. Подозреваю, что нашим 20-летним слушателям, ковых у нас немало в программе Рунатология, не представить, кого все это было тогда. Однако я совершенно не собираюсь ностальгировать по советским временам, тем более не собираюсь их крыть, почем зря, как это бывает. Политика не наша тема, хотя с другой стороны в сегодняшней программе, подозреваю, мы не раз ее затронем. В любом случае, забавно, что именно в этот день в Рунатологии мы говорим создателям и вдохновителям издания, которое появилось 20 лет назад. В зависимости от редакционной политики, конечно, называли бы либо рассадником антисоветчины, либо, наоборот, идеологическим оружием пролетариата. Или еще что-то в этом духе. Сегодня у нас в гостях основатель и экс-главный редактор портала inosmi.ru, а ныне руководитель редакции интернет-вещания радиостанции «Голос России» Ярослав Огнев. Приветствую, Ярослав. Здравствуйте, Максим. Ярослав, когда вы создавали inosmi, чем, прежде всего, руководствовались? Если вот попытаться вывести лаконично и коротко, зачем? Ну, скажем так, интересом к иностранным языкам. Этот интерес у меня возник, скажем так, спонтанно. Я начинал с латыни, продолжал с греческим, древнегреческим, понятно, поскольку я там философ, эти языки обязательно. Потом приходил к немецкому, немецкий, понятно, это язык немецкой классической философии, но английским как бы был обязательно. Языки интересовали, языки перекликались, потом возник интерес к зарубежным прессам. Также спонтанно. А на скольких языках вы свободно читаете и переводите? Ну, можно сказать, что английский, немецкий, французский. Сейчас традиционный эпиграф нашей беседы и перейдем к вопросам. Ярослав Огнев родился в 1969 году в городе Москве. В 1986 году закончил школу с углубленным изучением английского языка, затем служил в армии. В 1998 году получил высшее образование, защитив диплом на кафедре истории русской филологии МГУ имени Ломоносова. В 2000 году выступил продюсером и главным редактором ресурса «Иносми.ру», занимающегося переводами публикаций зарубежной прессы на русский язык. Ярослав – неоднократный победитель сетевого конкурса «Ротор». Кроме того, в 2007 году портал «Иносми» стал лауреатом премии Рунета в категории «Культура и массовые коммуникации». Пост главного редактора Ярослав занимал до февраля 2009 года, затем возглавил редакцию интернет-вещания радиостанции «Голос России». В настоящее время живет и работает в Москве. Ярослав, по специальности, как вы сказали в беседе короткой до-досье, и как прозвучало в самой досье, вы профессиональный философ. А почему выбрали такое образование? И удалось ли, кстати, поработать в этом направлении? По профессии, так сказать? Ну, хотелось быть умным человеком не только по жизни. По жизни, наверное, я все-таки умным так и не стал. А хотелось быть умным человеком по профессии. По дипломам. Я, собственно, выбрал философски. Ну, и по профессии тоже. Выбрал философское образование. Много умных людей, много умных трудов. Понятно, что на философском факультете собираются лучшие умы. Ну, процент соотношения лучших умов к умам, скажем так, обычно. У нас было при 120, наверное, человеках умов было, наверное, человек пять. Ну, это действительно были титанические умы. Разговаривать с ними было очень трудно. Очень трудно даже разговаривать. Не то, что сосуществовать. Мне всегда казалось, что философы, ну, по крайней мере, философы, которые не являются таковыми по призванию, так сказать, по образу жизни, а которые учатся на философа, это в большей-меньшей степени люди, которые просто себя в жизни не нашли. Ну, скажем так, конечно, интерес к философии интерес не практический. Про это говорил, конечно, Аристотель. Он уже, так сказать, идеологию изложил. Интересоваться, так сказать, основами, основами и фундаментами, да, услугая там смыслом жизни, вот этими всеми, такими, я бы сказал, бредоносными темами, да. В общем, этот интерес, конечно, не приносит денег. Преподавание, философия, ну, тоже не приносит больших денег. Понятно, что практичные люди сюда не идут. Но другое дело, что иногда у человека просыпаются какие-то внутренние потребности, возникают какие-то по жизни глубинные стимулы. Но люди уже не просто так становятся, допустим, рентгендиозными. Точно так же часто люди не просто так становятся философами. В отношении философского факультета нашего мощного МГУ могу сказать, что это, конечно, наследие нашего идеологического прошлого. Потому что 120 философов изготавливают в год. Это, конечно, перенагрузка, да, стоит, ну, в принципе-то очевидно, да. Раньше, как мы все изучали марксизм-ленинизм, цитировали практически наизусть Карла Маркса и Энгельса, почему-то по-русски, да, и, в принципе, это были, конечно, идеологические кадры. А в журналистику пришли вы из философии сразу? Как вообще это одно в другое перетекло? Скажем так, я в журналистику вообще не приходил. Я не могу сказать, что я сейчас пребываю в журналистике, я пребываю в интернете, да, в интернете. Интересуюсь интернетом и зарубежным СМИ, скажу, как философ. Мне интересно найти некоторые смыслы, да, что-то систематизировать, что-то понять, какую-то внутреннюю природу, допустим, зарубежных СМИ. Понять, почему такой автор пишет так, это, допустим, не иначе. Журналистика, ну, я пишу, скажем, не быстро, не быстро. Писать каждый день, там, выдавать энное количество текстов на гора я бы никогда не смог. Когда говорят, что журналистика, там, сродни, там, этой древнейшей профессии или другой, в принципе, не кривят, в моем восприятии, не кривят против истины. Журналистика очень тяжелая профессия для меня. Я бы не смог размениваться на, скажем так, повседневные темы. Это было бы, чудовищно трудно. Но, тем не менее, какой-то свой путь вы нашли, учитывая то, что вы были в журналистике, были главным редактором, ну, являясь по неволе в итоге и менеджером, а отчасти и управленцем. Свой путь, ну, скажем так, я внедрился в интернет. Интернет меня очаровал, безусловно. Меня, я внедрился, скажем так, и в поле зарубежных СМИ. Здесь очарование было еще большим, да, от него я не оправился до сих пор. Знаете, так, как очарованный странник. Странник, ну, в отношении, естественно, интернета. Вот. Потом, конечно, мы обнаружили, ну, собственно, главный путь, который мы нашли, путь и на СМИ. Не попросить в слово истинный путь и на СМИ, это путь контакта с читателями. Мы были, конечно, страшно близки со своими читателями. Страшно близки. Не попросить в то слово, процитировав, естественно, классик. Одно из классиков марксизм и ленизм. Вот по поводу того, что вы сказали насчет вашего увлечения и вашего влечения в иностранную прессу и, ну, некого почтения, как я понимаю, к ней. Об этом вы говорите и в нескольких интервью, которые я читал, готовясь к программе. Откуда это? То есть настолько качественно разные российская журналистика и западная? Вы знаете, есть, конечно, обаяние языка. Я с этого начинал. Обаяние языка. Есть обаяние брендов, которые, ну, допустим, там по сто лет. Обаяние, конечно, посвященные Европе, да, или там той же самой Америке, которая, в общем-то, некоторыми своими идеологиями охватила практически там весь мир. Да, было, конечно, стремление понять и разобраться в этом, да, но то, что творится в России, да, там наш вот этот русский путь, да, наш там, условно, там, Москва, Третья Рим и прочее, ну, эти вещи, может быть, я не очень рефлексивно понимал, представляю себя, но они, как бы, я думаю, у многих людей просто в подкорке сидят, потому что мы русские, да, а менталитет людей, скажем так, не русских, ну, в хорошем смысле этого слова, безусловно, представил собой загадку, да, загадку, которую, в общем-то, я решал в течение 9 лет. Это было безумно интересно, безумно интересно. То есть русский менталитет не является загадкой? Нет, я так не могу сказать, я просто делюсь, делюсь своими мотивами, да, для меня русский менталитет тоже является загадкой, но я увлекся зарубежной прессой, увлекся, потому что это было поле непахное, безусловно, на тот момент, и сейчас это тоже поле непахное, хотя, в принципе, 9 лет уже, это очень большой срок. Мы, в общем, у нас СМИ, проекты на СМИ проделал массу читателей, я не берусь оценить объем аудитории, массу читателей, которые свободно ориентируются в зарубежной прессе, знают ключевых авторов, знают, что авторы пишут и как они будут писать. Для некоторых из наших... Знают их штампы, все повадки, стиль и прочее. Для некоторых из наших слушателей и на СМИ не является ресурсом ежедневного посещения, поэтому, если несложно, каким образом ваше увлечение, о котором вы то, что поговорили, языками переросло в то, что стало проектом и на СМИ и в итоге своего рода феноменом. Ну, история была следующая. 2000 год, сентябрь, сентябрь где-то, да, это создается проект «Страна.ру». «Страна.ру» великий проект такой, поскольку Марина Литвенович, которая стояла в голове проекта, говорил, что этот проект объединит в себе и газету, и информбюро, и еще что-то, да. То есть, предполагал, что это какое-то чудо-богатырь, а не интернет-проект даже, да, который будет там 24 часа в сутки поставлять какую-то качественно, немыслимо, качественно иную информацию, которую доселе в интернет не было. То есть, это было совершенно в духе, вот, духа великих онлайн-надежд 2000-х годов, начало. Да, 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 все как раз это инкорпорировалось, да, прямо вот с точностью, да, на тысячу процентов, я бы так сказал. Был, конечно, бриллиантовый дым, было, конечно, небо в алмазах, да, все люди, которые работали в стране РУ, на тот период подтвердят мои ощущения. То есть, я, как бы, я здесь не одинок в своих ощущениях того времени. Ну, страна РУ, это, естественно, была такая, скажем так, русскоязычная площадка, предполагалось, как противовес русскоязычной площадке, сделать иностранную, да, иностранную, скажем так, проект, вещающий там на иностранных языках, проект, посвященный, значит, зарубежной прессе, в частности, переводам зарубежной прессы. Скажем так, проект масштабный не состоялся. Ну, можно сказать, что проект страны РУ состоялся, до сих пор бренд там в каком-то виде существует, он не угас, но существует в достаточно плачевном виде, но все-таки существует. Вот, но иностранная, скажем, вообще там даже и не зажгла свои огни. Ну, скажем, удалось подхватить вот эти задухающие вот эти угли, да, вот, первоначального замысла, ну, я подчеркиваю, замысел как такового концепции, стратегии никогда ни у кого не было, да, исключительно, ну, скажем, такой мой, ну, я не поверю, это слово безумный интерес к зарубежным СМИ, потому что, ну, в каком смысле, я, конечно, от них без ума, в этом смысле, я безусловно безумец, да, вот, что-то как-то интуитивно находили, делали, потом в итоге получилось, не поверю, это слово великий проект, потому что в мире, да, и на СМИ, да, это все-таки был самый мощный, самый мощный проект переводов, да, мы показали, конечно, всему миру, про это, к сожалению, мало говорили, да, мало, очень мало, крайне мало, было очень обидно, мы показали всему миру, что все-таки в России интерес к тому, что про нас думают во всем мире необычайно велик, необычайно велик, вот, это, особенность русского менталитета, да, то есть, скажем так, постигая менталитет западный, зарубежный, да, и прочее, мы тем самым интерпретировали себя, да, то есть, такая работа велась в двух направлениях. Понятно, а каким образом вы все-таки из страны РУ оказались в Инасмиру, как фактически возник сайт, на чьи деньги, в конце концов? Ну, это не секрет, деньги были государственные, я всю жизнь сотрудничал с государством, совершенно этого не стыжусь, я совершенно государственно настроенный, совершенно государственно лояльный человек, могу сказать, я обожаю государство, я не могу сказать, что государство это я, но государство обожаю, а в Минс государством интересно работать, на государство работают интереснейшие люди, не повезет этого слова. А можно, вот кто, понимаешь, это был Глеб Павловский, да, если речь идет о фонде фигуре? Ну, начинаю, я не хочу в те времена уже там как бы отходить, ну, скажем, все люди, с которыми я работал, они были не безинтересны, как минимум, не безинтересны, ну, берите там Рея Новости, Светлана Васильевна Миранюк, например, ну, сейчас Андрей Георгиевич Бастрицкий, ну, люди великие во всех отношениях. Глеб Олегович Павловский, это точно так же, ну, я думаю, про Глеба Олеговича Павловского, каждый слушатель вашей передачи, каждый там телезритель и прочее, каждый вообще человек, да, ну, имеет свое собственное, предвзятое или не предвзятое представление, тут я ничего добавить не могу. И потом, ну, где-то вот в стране, в стране РУ мы стали делать этот проект, он домена такого гладкого, да, вот практически шестибуквенного у нас, конечно, не было, было какое-то что-то типа Worldwide, что-то, я не помню, .ru, что-то такое было, и была эта подстраница страны, подстраница страны, конечно, непосещаемая практически, потому что Инопресс, она все-таки была впереди всех, вот, была лидером, и практически пионером, они сдавали тон. Инопресса.ру, да, то есть, ваш проект. Безусловно, Инопресса.ру, да, да, конкурент, да, конкурент, вот, мы делали страницу, потом, ну, у нас был, конечно, супергениальный, это слово, человек в структуре, Вадим Малкин, он на тот момент был информационным директором страны РУ, он придумал домен и на СМИ.ру, ну, совершенно не секрет, что выдумывать тут особо не было, потому что, нечего было, потому что в империи господина Павловского существовал проект СМИ.ру, который, к сожалению, сейчас так же, как и страна РУ, не сильно блестяще существует, но на тот момент, момент 2000 года, это был совершенно блестящий проект, в голове стоял господин Левкин, Андрей, который сейчас возглавляет Полит.ру, вот, необычайно дарен человек, там была необычайно интересная атмосфера, я знаю, что этот ресурс читали очень серьезные, очень влиятельные, очень информированные люди, вот, и таким образом бренд и на СМИ создавался, как, опять же, вот эта демония, вот этой приставки ИНО, как противовес уже не стране, да, а проекту с меру. Вадим Малкин первый обратил на это внимание, завели домен, вот, потом, я не помню, где-то в 2001 году мы получили что-то типа более-менее приличного дизайна, вот, ну и все завертелось, вертится до сих пор в том или ином виде, да. Но об этом поговорим еще. Был ли когда-либо ИНОСМИ бизнесом, или это изначально был такой убыточный проект, плановый убыточный проект государства? Ну, вы знаете, я воспринимаю бизнес только в одном, в одном смысле, это мой подход, да, бизнес это дело, да, дело, дело, допустим, моя жизнь. Для меня, конечно, ИНОСМИ был бизнесом, да, потому что, ну, я тратил, наверное, лучшие силы на этот проект, которые у меня были, конечно, обделял семью, обделял ребенка, да, безусловно, обделял своих близких, там, друзей и прочее. В этом смысле, конечно, был бизнесом, да, сказать, что там это все было убыточным, ну, как сказать, я не финансист, да, и, так сказать, деньги считаю плохо, это моя слабость, вот, но, скажем так, количество людей, да, ну, сознательно относящихся к тому, что мы делали, количество людей, ну, я не попросил слово, необычайно одаренных, да, с которыми удалось познакомиться благодаря проекту, да, которых я безмерно уважаю, да, было очень велико, было очень велико, и, таким образом, оценивать инвестиции, инвестиции, да, есть же, допустим, какие-то гранты на, ну, я не знаю, какие-то патриотические проекты, например, да, есть, я считаю, что и на СМИ был необычайно полезным проектом, необычайно великим, да, все-таки это чисто русский проект, да, чисто русский в том смысле, что тот пеномен, который мы породили, 150 тысяч человек в день, да, вот этот форум, да, который там кишел, да, кишел вот этим интересом, да, в зарубежной прессе, огромное количество небезучастных людей, да, вот эти все постоянные, так сказать, эти, ну, можно сказать, информвойны, да, перестрелки, да, с зарубежными авторами, с зарубежными читателями, это, конечно, феномен на СМИ, необычайно интересный феномен, еще раз подчеркиваю, русский проект, построенный на, так сказать, материалах, на переводах материалов в зарубежной прессы. А главные страсти кипели в проекте вокруг позиции пророссийской и антироссийской, я понимаю, да? Знаете, я эпитет пророссийский интерпретирую своеобразное, я считаю, что пророссийский, это то, что пророссия, да, таким образом, это, ну, с тем, чтобы не вдаваться в какие-то другие, да, ну, философы, знаете, они изобретают свой язык, да, вот, даже неудавшиеся такие, как я, философы-неудачники, скажем так, конечно, вокруг российских статей кипели страсти, да, мы собирали, в первую очередь, информацию про Россию, ну, не только про Россию, мы точно так же публиковали знаковые, знаковые тексты и про США, и там, допустим, про Джорджа Буша, все бушизмы, все бушизмы, мы перевели первые, первые, то есть там была целая энциклопедия бушизмов, наверное, у нас была самая авторитетная подборка в Рунете, да, мы занимались этим сознательно, мы хотели представить, скажем так, весь спектр, весь спектр. А что доминировалось все-таки, потому что, ну, неизбежно, переводя прессу, я просто, может быть, не очень тонко знаю тему, поэтому мне действительно любопытно, я спрашиваю без всякого подвоха, можно переводить материалы, которые говорят о России, как о активной, развивающейся, современной, устремленной в будущее стране, и такие же материалы переводить из таких же авторитетных изданий, там, может быть, просто другие названия будут у этих изданий авторитетных, и другие страны будут их представлять, где Россия будет представлена совершенно по-другому, ну, вы как никто это знаете. Ну, я точно так же вам искренне, да, буду отвечать, как любитель, я себя не считаю профессиональным, я считаю любителем, да, потому что я все-таки это дело люблю в первую очередь, и в первую очередь, двигаю то, что я делаю, я делаю, так сказать, посредством своей любви, один из ключевых вопросов к тому, что мы делали на протяжении лет, это был вопрос к моей предиаторе традиционной политики. Знаете, в период, допустим, 2001-2002 года эти вопросы, скажем так, выглядели хорошо, они были такими увесистыми. Скажем, с тех пор, как мы построили форум, ну, это опять же русское изобретение при русском проекте и на СМИ, да, с тех пор, как мы построили форум, выяснилась крайне интересная вещь, да, что читатели через какое-то время, читатели, безусловно, нас посещали, скажем, подозревать, что проект в том, что нас считали исключительно люди, которые не знают иностранных языков, это неправильно, да, нас считали люди, знающие иностранные языки, в принципе, очень неплохо знающие. Дальше возник необычайно любопытный феномен, потому что читатели через какое-то время сами, это уже, скажем, можно говорить, там, 2004-2005 год, читатели сами, да, подстраивались под нашу редакционную политику, это что значит? Это значит, что на все вопросы, которые нам задавали разного рода летуны, да, ну, понятно, в интернете масса самых разных людей, там, агентов влияния, там, я не знаю, просто интересующихся, просто каких-то, ну, скажем так, обормотов, которым нечем заняться, да, на все вопросы, да, на тему редакционной политики, они получали достаточно нормальный, увесистый ответ, предложите что-то другое, да, предложите что-то другое, и здесь, конечно, здесь, наверное, все указывают на ноу-хау, да, на ноу-хау и на СМИ, и на СМИ был открытый, да, и на СМИ был супер открытый проект, да, я всегда говорил, что редакция, редакция принадлежала, там, 51% контента, да, 51%, да, вот у нас был регулирующий 1%, на тот случай, если нам, ну, скажем, нужно было в какой-то момент принять волевое решение, ну, так бывает, вот, 49% принадлежал читателю, то есть читатель любой, да, владеющий языком, плохо владеющий языком, ну, естественно, перевод на уровне прямо там они принимали, да, но, в принципе, все люди, которые, ну, хоть как-то старались что-то перевести, могли представить любой материал, да, который им хотелось видеть на страницах их любимого ресурса, мы все эти материалы размещали, и таким образом читатели, со своими 49% акций, да, они, ну, и вот, это называлось у нас народными переводами, да, ну, можно сказать, народной журналистикой такой, переводной журналистикой, да, таким образом они могли корректировать любой момент, там, мою редакционную политику, нашу редакционную политику. Сейчас все ушло, да, я правильно понимаю? Знаете, сейчас мне сложно судить, да, про, что называется, новую редакционную политику, я думаю, что в студию нужно приглашать, там, других людей, которые ей ведают, которые являются, там, авторами, вот, вдохновителями, вот, я могу, как бы, отвечать за то, что я делал до февраля 2009 года, действительно, это корректировалось, понимаете, сказать, что мы давали предвзято, ну, знаете, это грешить против истины, скажем, эта точка зрения уже, там, начиная с 2005 года, она уже была обречена просто на полный провал, потому что в этом случае, в этом случае, если вы аргументированно брались утверждать, что я там что-то не доглядел, предвзятый вообще агент Кремля, которым я являлся, да, во всех смыслах, да, вы должны были предъявить, безусловно, аргументы, да, ну, то есть найти те самые статьи, которые Огнев, да, не видел, сознательно закрывал глаза, да, как правило, таких аргументов, ну, не как правило, там, таких инцидентов вообще не было, приложить было нечего, единственное, скажем, что мы не переводили новости, да, новости я не очень люблю, да, я все-таки как философ, как там человек безумный, да, я все-таки всегда ориентировался на, на идеи, да, идеи, мнения, да, переводили аналитические статьи, да, аналитические, да, мнения переводили, да, новости все-таки, срок жизни достаточно небольшой, мне не хотелось размениваться на сиюминутность, хотелось делать что-то такое, чтобы, ну, там, спустя, там, допустим, 10 лет и прочее, читатели приходили и понимали, что было там, вот, 10 лет актуально, спустя, в этот день, вот, было актуально, да, в принципе, мы угадали, потому что, скажем, 2007, 2008 год, совершенно точно знаю, что там на политологическом факультете МГУ по материалам ИНОСМИ писали не только дипломные, но и не только дипломные работы, но и диссертации, ну, про докторские не знаю, тут не слышал, но то, что диссертации писали, точно, таким образом. Хорошо, на секундочку вернемся к началу, да, для того, чтобы наши слушатели могли проследить логику полностью, того, о чем мы с вами разговариваем, вот, если коротко, каковы были этапы развития ИНОСМИ? В какой-то момент вы выделились из проекта страна РУ, появился отдельный домен, и вот, каково было дальше, каковы были вехи? Знаете, вот проекты типа ИНОСМИ, я сразу такое возьму, большое разделение, да, они существуют либо как предатки, да, предатки к большому, к большому дяде, да, вот как ИНОПРЭСС, существует Нью-Суркова, при всем уважении к Нью-Суркову, я обожаю Нью-Суркова, обожаю ИНОПРЭСС, я всегда как бы обожал, но ИНОПРЭСС существует как предаток, да, ну, там и трафик переливается, аудитория переливается, ИНОПРЭСС, безусловно, не самостоятельный проект, это проект Сателлит, да, а также существовал и на СМИ, да, и на СМИ, скажем, в период 2000 года, 2000, допустим, 2001, 2000, ну, скажем, до кончины, идеологически кончины страны РУ, это все-таки лето 2002 года, когда Глеб Олегович расстался со своей медиаимперией, вот, значит, все-таки мы, конечно, были скорее проектом с Сателлитом, придатком, впрочем, были несамостоятельны, безусловно, и находились в тени вот этого гиганта, монстра, монстра там информационной индустрии, скажем так, начиная с лета 2002 года, мы начинаем уходить в отрыв, ну, скажем, появляется там некий драйв, появляется некое ощущение, что вот эта идея, да, понятно, что начинали, безусловно, с идеи, да, что вот эта идея, она жизнеспособна, жизнетворна, да, начинаем развиваться, да, развиваться, и, конечно, уходим в отрыв, да, вот, ну, знаковый момент, это, конечно, конец 2003 года, когда у нас возникает форум, тогда это был не классический форум, это было даже что-то такое, типа, ну, типа, скажем, комментариев под статьями, но не в том виде, в котором они существуют, на ИНОСМИ, а в нескольком другом виде, но все-таки это был неполноценный форум, на ИНОСМИ сейчас, вот, это был все-таки неполноценный форум, вот, а потом, опять же, мы, когда существовали в рамках, это, значит, кончина, кончина империи, так сказать, медиа империи Павловского, это, значит, лет 2002, потом мы переходим под патронаж ВГТРК, да, там, мы там работали какое-то время, понятно, там, ну, все-таки мы сосуществовали с телевизором, люди телевизионные преследуют свои собственные интересы, вот, мы там развивались, отставили там свою самостоятельность, и потом, конечно, совершенно ключевой момент, собственно, ключевой момент нашей, скажем так, самостоятельной жизни, нашей самостоятельной карьеры, это был, конечно, февраль 2004 года, когда мы попали к Светлане Васильевне Миронюк, здесь, конечно, я оговорюсь, это важно для истории на СМИ, идей на СМИ, и на прессу, и на прессу придумала она, и на прессу.ру сайт, да, это когда-то, давным-давно работала в структурах, связанных с Нью-Суркомом, вот, и придумала на прессу.ру, таким образом, в феврале 2004 года я попал в Реновский вместе с проектом на СМИ, вот, и мы, ну, что называется, идея вернулась к своему создателю, да, конечно, и на СМИ в каком-то смысле был клоном и на пресс, конечно, мы были клоном, потому что мы занимались переводами, но мы эту идею очень сильно развили, потому что и на пресс из сателлитов не вышло, и я думаю, не выйдет никогда, вот, ну, в силу ряда обстоятельств, и на СМИ стал совершенно самостоятельным проектом, совершенно, это, конечно, имя, бренд, который рождает невероятное количество ассоциаций, да, самого разного толка, и, конечно, это бренд, который имеет армию поклонников, и, скажем, бренд, у которого есть клоны, понимаете, вот. А почему именно и на СМИ развелось самостоятельный проект, а и на прессе нет? Что, ну, мне сложно судить, надо, наверное, рассказывать, разговаривать с Брезницкой Бруни, главой Ньюсоркома, да, ну, безусловно, очень интересный человек, с огромным удовольствием, всегда читаю интервью, которое она дает, к сожалению, редко, да, с ней надо разговаривать, почему, наверное, и на прессе, наверное, и на прессе устраивало, именно в таком виде, да, все-таки это некая прибавка, прибавка, некий бонус к материалам Ньюсоркома. Наверное, развивать два проекта, сильных проектов, одновременно, было не очень интересно. Или просто не нашелся второй Ярослав Огнев, который смог бы зажечь, не знаю, там были, по моей информации, там были люди, которые стали в углаве проектов, ну, наверное, таких безумцев мало, да, которые жгут, да, жгут, не только жгут в этом интернет смысле, да, там жжет и прочее, но жгут и глаголом сердца людей. Наверное, такого безумца, наверное, там не было. Но я тут совершенно не хочу похваляться, это исключительно такая, знаете, ну, поскольку все-таки Брандтон Асмия дожил такой, я бы не помояющее слово, до счастливой старости, да, когда все страницы истории связаны с его существованием, там, взрослением, матерением, да, представляют уже историческую ценность, я поэтому стараюсь так более-менее подробно про это рассказать, потому что, ну, скажем, целокупного видения идеи, целокупного видения истории развития бренда практически ни у кого нет, потому что наша аудитория, безусловно, менялась вместе ресурсов, с ресурсом в хорошем смысле этого слова, да, она точно так же с нами, она точно так же матерела, кто-то там откалывался, переходил там на другие ресурсы и прочее, но целокупного видения, да, там, все-таки бренда, я во всяком случае не встречал, я уже выше говорил там несколько про свою какую-то некую обиду, обиду я тут закавычиваю, да, тут, что все-таки изысканий, да, относительно, да, вот этого сугубо русского феномена, да, и на СМИ, глобальных не было, самая мощная, на мой взгляд, статья была написана моим другом Андреем Логутком с BBC Russian, вот, самая мощная статья, больше, ну, как бы, ничего. И какие главные выводы были в этой статье? Ну, Андрей написал ее в классическом BBC-шном стиле, то есть с такими, ну, достаточно остро, вот, достаточно остро. Я считаю, что ее просто надо читать, вставлять собственное мнение. Ну, она была наиболее сильная, на мой взгляд. Вернемся к этапам развития и на СМИ. Каким образом вы, вот, вы выделились, да, пошли своим путем, появились люди, что стало поворотной точкой? Было ли такие точки? Было ли их несколько? Вот просто, для того, чтобы, повторюсь, представить максимально ясно картину, да, для наших слушателей? Поворотной точкой куда? Поворотной точкой куда-либо. Отлично. Ну, вот, скажем, я вижу поворотную... Хочется прийти к точке, к которой, собственно говоря, для вас сотрудничество на СМИ завершилось, да, ну, просто как к этому шли? Ну, знаете, это сотрудничество, ну, да, конечно, я не поддерживаю связи со своим ребенком, безусловно, да, вот, но, безусловно, как к идее испытываю, конечно, безусловно, это любовь, ну, на данный момент она несколько неразделенная, вот, ну, испытываю, да, ну, главные реперные точки я вижу следующие, да, вот еще раз, да, то есть, ну, некое детство, да, ну, сейчас практически по августину сейчас рассмотрим. Детство, да, детство, конечно, пребывание наше в стране РУ, да, момент, когда мы получили, собственно, имя, да, как и должно ребенку, получили имя, нас нарекли инно-СМИ, вот, значит, это где-то до, до июля-августа 2002 года, потом, ну, скажем так, юность, отрочество, да, это уже практически Павел Николаевич и Толстого пошли, отрочество пошло, значит, это у нас идет пребывание в ГТРК, вот этих всех телеструктурах в интернет-дирекции в ГТРК, который возглавил на тот момент Радик Ирикович Бадершин. В конце своего отрочества, да, мы, так сказать, ну, как водится, в отрочестве, у нас, видимо, был безумный подростковый период, да, мы включили форум, как я уже сказал, форум был несколько другим, он отличался от классического форума на СМИ, вот, и потом уже, ну, пошла некая, некая зрелость, да, это, конечно, пребывание в Реновсе, это, собственно, все, скажем, звездные высоты, все премии, там, я знаю, регалии, ну, для меня премии регалии, как бы, не имеют серьезного значения, я хочу про это говорить особо, да, но, главное, главное, что, главное, наверное, регалии, да, вот, неофициально, это было, конечно, безумно уважение со стороны читателей, условно, скажем так, было, ну, в каком-то смысле, некритическое отношение к нашей редакционной политике со стороны людей, ориентирующихся в материалы зарубежных СМИ, да, то есть, людей, которые разделяли вектор нашей редакционной политики, таких было много, сказать, что мы их зомбировали, как я уже говорил выше, бессмысленно, да, мы их не зомбировали, мы просто, наверное, показали то, что было, да, то, что было, да, в этом смысле, конечно, мы были в зеркал, непредвзятым, да, все, что мы делали с этим зеркалом, периодически протирали пыль, чтобы картина зрелищная, которая, так сказать, обнаружилась в этом зеркале, все-таки была чуть-чуть, чуть-чуть лучше, была видна. Показали все, что было в западной прессе относительно России или о вещах России связанными? Да, безусловно, безусловно, да, мы вычерпали практически все, и что касается ведущих СМИ, да, вычерпали практически все, ну, скажем, мы также работали с такими, более свободными ресурсами, как «Эйши Таймс», например, да, там, ну, там совершенно свободная трибуна, вот, ну, и сразу, с разными другими ресурсами. Как была организована команда, работа команды и на СМИ, сколько было человек, вот, в классическом варианте? Каков по объему был штат переводчиков? Ну, я называл цифру, это 10-15 человек у нас было, да, мы сильны были все-таки, скажем так, армией читателей, да, и в первую очередь ориентировались на армию читателей, да, вот, ну, скажем, с переводчиком, безусловно, у нас был такой, ну, скажем, это был такой, ну, что-то типа ордена, орден был достаточно закрытым, потому что для меня, для меня лично важно в команде, в команде важно, чтобы, конечно, жил, чтобы команда, безусловно, разделяла, ну, скажем, интерес мой, ну, к тому, что я делаю, да. Это не значит, что диспотия, там, моей любви, да, это неправильно говорить. Важно, чтобы собрать, команду единомышленников, да, ну, какую-то там партию, да, ну, не огнило, безусловно, ну, партия, на тот момент была партия и на СМИ, да, редакционная, безусловно, людей, я не могу сказать, что мы специально подбирали кастингов, мы не устраивали к кастингам, лично я отношусь с огромным подозрением, вот, ну, скажем так, 10-15 безумцев с нами сотрудничал, да, сотрудничал, я не попадусь в то слово, для каждого из этих безумцев работа с и на СМИ, конечно, была не бы, небывалым опытом, да, я не погрешу против истины, время, проведенное с и на СМИ, никто из них никогда не забудет, это было необычайно интересно, мы, конечно, у нас был драйв, у нас, нам было, ну, что сказать там, миру, да, были читатели, да, которые слушали, да, сначала слушали, а потом, собственно, стали говорить сами, да, мы были, ну, то, что мы делали, было востребовано, безусловно. Каким образом на вас, на вашу редакционную политику влияло то, что деньги вам платило государство? У вас были какие-то специальные чёткие рамки, в которых это можно, это нельзя? Знаете, я очень, очень, очень люблю эти вопросы, да, ну, скажем так, я не знаю СМИ, неангажированных, да, кто бы не платил деньги, да, любой человек, который платит деньги, он будет чего-то требовать, да, отражения каких-то цифров. Буквально на днях читал некое, это было то ли интервью, то ли просто размышления, нет, это была программная заметка главного редактора «Ведомости», и, к сожалению, забыл её фамилию, о том, что именно вот «Ведомость», в частности, это, безусловно, независимая газета, и вот как приятно быть независимой газетой, когда тебе приходят, предлагают деньги, или говорят там, звонят сверху чиновник, говорит, не ставь этот материал, а ты говоришь, нет, и ставишь, или там деньги не берёшь и пишешь. Максим, я не в курсе их редакционной кухни, пригласить их на эфир, да, это будет крайне интересно, да. Вы считаете, вы считаете, что в России нет изданий, которые не ангажированы? Ну, знаете, для того, чтобы как бы интерпретировать мои слова, ну, нужно немножко меня знать, я иногда стебусь, да, иногда стебусь, ну, безусловно, ирония, да, это один из философских инструментов, да, говорить, что не ангажированные, или там ангажированные, да, ну, понимаете, человек, который платит деньги, любой человек, он в любой момент может чего-то потребовать, он может навязывать там редакционную политику, ну, мне кажется, это очевидно. В этом смысле я понимаю ангажированность, да. Что касается моего личного опыта, да, заведомости, я, так сказать, не берусь, да, не берусь судить, будет прекрасно, если вы кого-нибудь с ведомостью позовёте к себе в эфир, да, вот, это мы практически рекламируем один из ваших будущих баснословных, не повезет этого слова эфиров, да, вот, я могу сказать за свой опыт, за всё время работы за государством я никакого давления никогда не испытывал. Ну, безусловно, не быстрее не было, вот, не быстрее не было, потому что, ну, характер у меня непростой, я сам, я не человек непростой, такой, я бы сказал, такой комплексный, трудный человек, вот, не в том смысле, что я там какой-то капризный, там, ну, скажем, есть некоторые особенности, да, и, скажем, ну, в принципе, все руководители, которые работали со мной, которые пытались оказывать давление, они знают, не повезет этого слова, что на огне выдают нельзя, вот, это, опять же, тут никакой самопрохвальбы, ну, скажем, я человек так устроен, что, скажем, на давление я реагирую не очень хорошо, то есть я могу просто свернуть свою работу, вот, поэтому, ну, никакого давления, это было совершенно, ну, скажем, существование было прекрасно, ну, скажем, знаете, любовь, это такая вещь, бог есть любовь, понимаете, я все-таки любовь понимаю несколько, так, ну, чуть шире, да, там, вот, чуть шире, ну, скажем так, по взаимному согласию, да, не все может быть по любви, но по взаимному согласию, знаете, ну, были очаровательные отношения, есть, что вспомнить, я сейчас с огромным наслаждением вспоминал вот наши этапы, там, боевого пути, там, вот это крещение бренды на СМИ, с наслаждением, совершенно, горьстные, горьстные минуты, безусловно, были, ну, жизнь, она, жизнь без кочек, там, без синяков, это обман, это не жизнь, да, поскольку мы делали живой бренд, а я считаю, что на СМИ один из наиживейших брендов, да, там, в России и в мире, да, я говорил про 51%, да, и все-таки читатели у нас были буйные, они постоянно требовали там отчета за тот или иной наш редакционный шаг, ну, понятно, что такой живой бренд, он, безусловно, существовал там не без синяков, да, ну, надо понимать, что я еще раз оговорюсь, это были синяки не со стороны власти, это были, ну, синяки в нашем творческом поиске, в нашей, ну, наверное, там, этой творческой синякуе, вот, в принципе, под давлением, под давлением развить такой проект невозможно, невозможно. Безусловно, вот вы создали один из феноменов, он феномен еще потому, что, в отличие от множества других попыток государства прийти в интернет, эта попытка была вполне себе удачной, вашими руками и вашими усилиями, вашей любовью получается, да, вот, вы много об этом говорите, я понимаю, что вы имеете в виду, вот, вы ощущали себя такой трибуной, в каком-то смысле, трибуной государства, или как вот вообще вы это себя определяли, вы являетесь рупором? Вы знаете, нет, я говорю, что интерес мой был, ну, наверное, философским, я всегда говорил, что мы относились к зарубежным СМИ слишком серьезно, да, быть может, не так, как относился на прессе, да, слишком серьезно, да, мне было интересно, интересно было показать того или иного журналиста, читателям, да, показать тот или иной бренд, да, читателю, да, показать, причем максимально непредвзятым, да, показать, понимаете, у нас же говорили, что мы там чуть ли не постигли дау, там, понимаете, там, зарубежных СМИ, да, нам говорили, что у нас технологии УВЭЙ, да, там, опять же, вот это недеяние, понимаете, нас то, что мы делали, нарекали там огромным количеством там этих всяких философских терминов, да, то, что мы делали. Это был, ну, как сказать, у меня был реально философский интерес такой, можно сказать, философский, да, хотелось показать, да, показать, ну, наверное, поделиться с читателем, за что я люблю, так сказать, иностранный пресс чуть больше, чем прессу российскую, да. Ну, я как бы это показывал. А вот смотрите, такой конкретный вопрос. Выходила на Западе какая-нибудь скандальная статья с совершенно жуткими, может быть, даже несправедливыми обвинениями, ну, базирующимися в каких-то аргументах, так, чтобы они не выглядели совсем голословными, обвинениями в адрес России, в адрес лидеров России, например. Статья вызывает резонанс на Западе. Вы ее переводите? Да, мы все переводили, и я бы сказал, что переводили такие статьи, наверное, в первую очередь. Ну, скажем, ключевые статьи того или иного издания, они, в общем, как бы видны, они бросаются в глаза, да, тут ничего особо сложного нет, любой человек, читающий зарубежную прессу по работе или там из интереса, собственно, согласится с тем, что я говорю. Вот. Как бы мы это переводили, да. Ну, я еще раз говорю, там речь не шла, там, знаете, вот страх, Огнев сидел под столом там и боялся, и что-то там переводил. Нет, ни в коем разе был, ну, еще раз говорю, строго научный интерес. Работа была строго научной, понимаете, на том, что мы сделали, да, за, вот, скажем, 9 лет, ну, люди пишут диссертации, да, я готов, так сказать, прозакладать все, что у меня есть, да, за то, что мы подавали зарубежную прессу в ее собственном соку, да, что мы ничего, никак ее не приукрашивали, мы ее не шрамировали, да, то есть не носили ей шрамов, да, сознательных увечий, да, мы не искажали поле. Были упреки, да, были упреки, что мы, конечно, выдергиваем статьи, да, выдергиваем статьи, лишаем их, так сказать, естественного существования, да, вот этой естественной жизни, да, вот, зарубежных СМИ. Ну, и знаете, Максим, что там, допустим, если вы берете газету Вельт, это совершенно толстенное, да, там, издание, да, там, статья там про Россию, она занимает там какую-то, какую-то часть там, какой-то странички, все остальное, так сказать, ну, посвящено вообще совершенно там другим темам, интересным там читателям газеты Вельт. Безусловно, мы совершали насилие, да, насилие, мы выдергали эту статью там из, там, газеты Вельт, да, но мы не могли пойти в этом случае путем не насилия, мы не могли перевести всю газету Вельт, потому что вся газета Вельт, конечно, там, русскоязычная аудитория, не только русскоязычная, да, она была, так сказать, неинтересна. А вы по поводу Вельт, вы говорите о той скандальной статье лет, года три назад в виде Ируссин, Унзраэштрэнда, Аруберн? Я сейчас не очень хорошо помню, да, я все-таки от ИНОСМИ отключился, да, отключился, не очень хорошо помню, да, я просто говорил сейчас чуть-чуть на об объеме издания, да, что, в принципе, ну, как правило, газеты там, зарубежные, да, вот в бумажном там воплощении, бумажные поста сюда представляют себя, в принципе, достаточно объемистые издания. Безусловно, что переводить все там подряд и таким образом там говорить о том, что мы непредвзяты, ну, как минимум, было глупо. Понятно, что у нас были не, ну, как мы выбирали некоторые статьи, и то, что мы там, так сказать, делали, это были некие были выборочные места, переписки там зарубежных СМИ там со своим читателем, безусловно, вот. Понятно. Скажите, вот сейчас уже переходя непосредственно к вашей деятельности сегодня, хочется все-таки поставить какую-то точку. Очень забавно происходил ваш уход из ИНО-СМИ. Вокруг этого было много шума, который создавали, как ни странно, не вы или ваше окружение, ну, ваши сотрудники, а создавали именно те самые люди, которые вращались вокруг ИНО-СМИ. Это было очень, так сказать, энергично, очень напористо, очень эмоционально. А ваши ответы, я даже читал пресловутый FIQ, ответы на вопросы, наиболее частые по поводу ухода из ИНО-СМИ, Ярослава Огнева. И ваши ответы были очень взвежные, очень спокойные, вот так же, как мы сейчас с вами разговариваем. Типа, ну, ушел и ушел, ну, ничего страшного. И в таком духе. Все-таки, может быть, скажете сейчас, в прошествии такого времени, что случилось, почему вы ушли? Я, наверное, не скажу ничего нового по отношению к тому, что я сказал прежде. Ключевая была фраза, наверное, обранена на страницах BBC в интернете. Когда я рассуждал, это было приручено к Новому году, да, когда я рассуждал о президентском сроке, да, о президентском сроке, вот, там был такой вопрос, ну, такой чисто BBC-шный, на тему того, что, ну, вот 8 лет, это, наверное, все-таки для, все-таки стоит ограничивать пребывание президента там на посту 8 годами. Ну, на что я, конечно, парировал, что развивать бренд, ну, даже вот, ну, я могу говорить на столько исключительно, ориентируясь на свой собственный профессиональный опыт. В принципе, в течение 8 лет, ну, знаете, это мало. Сколько нужно было развивать и на СМИ, чтобы из него возникло, там, не знаю, мегапроект, ну, я совершенно не сомневался, что через какое-то время это был проект веса, там, ну, допустим, Рея Новости, 300-400, там, читателей тысяч в день, да, а может быть, даже до РБК бы допрыгнули. У нас все-таки любил народ, совершенно не стеснялся того, что любил, вот, и этой любовью народной мы были все-таки движимы, да. Ну, добавить что-либо сложно, ну, скажем, как бы ушел и ушел, вот. Ну, как бы все вот эти домыслы, я, так сказать, про домыслы тоже, как бы, отвечал, я ничего нового не, так сказать, не добавлю. Ушли, так и сейчас уходит от ответа. Ну, ладно, я не буду наставить, конечно, поскольку личное дело. Вот вы сейчас работаете на «Голосе России», это тоже государственная структура, работающая уже не один десяток лет в радиовещании, разумеется, да, странно, если бы они работали также с 29-го года 20-го века и в интернете. Но вот сейчас вы возглавляете, я понимаю, интернет-редакцию, да? Да, мы возглавляем весь интернет, я бы так сказал, весь интернет, да. Я начальник всего интернета на «Голосе России», как начальник Чукотки, да, у нас тут, ну, принято выражаться творчески, я выразился вот так, начальник всего интернета. Какие ставите цели перед проектом? То, что вы сейчас запустили в новой версии, достаточно симпатично выглядит, и, если непонятно, куда вы стремитесь, да, то есть вы, чьи лавры хотите в итоге затмить, ну, там, в идеале, да, имеется в виду, не из желания побить, да, и желания добиться? Вы знаете, когда я начинал свой профессиональный любительский путь в 2000-м году, на рынке была инопресса, да, вот я смотрел, ну, условно говоря, там, любил языки, любил, так сказать, зарубежную прессу, смотрел на инопрессу, да, инопресса была лидером, да, ну, какое-то время я ей дышал в спину, а потом, так сказать, убежали вперед, ну, в общем, а инопресса и на ней там, да, вот. Сейчас, ну, скажем, понятно, да, у нас такое прошлое, да, такое прошлое у нашего, у нашего, вообще, бренда, да, ну, мало не покажется, да, все-таки вот 29-й год, да, все-таки, как я уже говорил, все стены пропитаны историей, да, и навещание, и навещание, любого журналиста в возрасте возьмите, яркого, да, все, так сказать, выходцы с навещания, да, это был супер-бренд в советское время, в ельцинское время бренд пострадал, пострадал, вот, но, несмотря на это, все-таки в 96-м году мы вошли в интернет в 96-м, вот, и, казалось бы, с 96-го года должен быть сделать, ну, вообще, одного, ну, наверное, входить в пятерку, да, среди информационных ресурсов не вошли, не вошли, все-таки интернет-сайт, он все-таки был придатком к нашему радио, да, вот, ну, и в силу разных причин звучание, звучание интернет-сайт не получил, да, вот, сейчас хотелось бы, хотелось бы, ну, что хотелось бы сделать, да, сейчас мы пока, ну, скажем так, работаем в стол, потому что мы не включали еще рекламных мощностей вообще, да, мы отрабатываем некоторые механизмы взаимодействия, да, там, внутри редакции, там, вот, с радиоструктурами, да, вот, значит, отрабатываем... Ну, а когда стремитесь все-таки? Сейчас скажу, значит, мы сейчас, понятно, мы там доделываем сайт, да, мы пустили русскую версию, впереди, так сказать, все там остальные наязычные, да, там, 38-40 версий, да, ну, как куда стремимся? Стремимся ввысь, смотрим, конечно, на успехи, да, ну, опять же, да, там, по аналогии с Инопрессой в 2000-м году, да, смотрим на успехи, конечно, BBC, да, но я про интернет говорю, потому что я не радист, и радист там, собственно, не собираюсь становиться, лишь вот исключительные обстоятельства меня приводят куда-то там, в какие-то подобия эфира, да, но на горизонте видна спина BBC, да, видна спина, там, Голоса Америки, да, ну, хотелось бы побегать, не на перегонки, да, но хотелось бы побежать чуть в отдаление, но потом посмотрим, вдруг получится. А сайт Эхо Москвы для вас не ориентир? Эхо Москвы, знаете, догнать и пригнать их, Эхо Москвы несложно, да, потому что все-таки на СМИ, и на СМИ все-таки имел трафик там раз в два, по-моему, больше, там, лучшего года, чем было Эхо Москвы, хотя, конечно, все, что сделал Эхо Москвы в интернете заслуживает большого уважения. Это, конечно, очень сильный именно сайт, да, очень сильный сайт, там, по-своему, сильная аудитория, да, я бы очень хотел, да, там, сотрудничать, там, с Эхо Москвы и прочее, там, в сети еще тогда, когда я находился у руля и на СМИ, но они почему-то закрыты для сотрудничества в сети, вот, были, да, ну, я не вижу сложностей, да, там, догнать Эхо Москвы. Это, это, ну, во всяком случае, технологически понятно, как это сделать, но это, скажем так, дело времени. Ну, побегать за BBC, это более занятное занятие, да, более занятное занятие, это, собственно, ну, будет, наверное, скрашивать, ну, я надеюсь, не мою старость, ближайшие, там, пять лет. Понимаю. Почему спросил про Эхо Москвы, не очень понятно мне показалось, почему на новом сайте Голос России, видимо, это еще пока не настроено, неясным образом построена работа с аудиоматериалами, почему у выложенных программ неочевидно является возможность скачать эту программу в MP3, раз уж есть радиоэфир и есть профессиональный аудиоконтент, и подписаться на выпуски этой программы, понравившейся программы по РСС, только это сделано у Эхо Москвы, то есть, по сути, сделать такое отложенное радио, или, иными словами, мы сейчас говорим фактически в этом жанре, в подкасте, выкладывать все эти программы в виде ленты подкастов. Максим, там ситуация следующая, мы все-таки строим монстр, да, бежим в припрыжку все-таки за таким монстром, как BBC, да, все-таки времени на отладку у нас было совсем мало, мы где-то там, я не знаю, в конце августа что-то начали делать, 15 октября спустили на воду, да, на русскую версию, да, спустили с недоделками многочисленными, если вы ткнете на кнопку под названием форума, там вообще ничего не обнаружите, ну, это вообще безобразие, в принципе, я человек форумной культуры, да, я все-таки за интерактивную демократию и за максимальное привлечение читателей, да, там на сайт, не знаю, в каком виде это удастся сделать, там на голосе, не знаю просто, да, но это же не работает, просто потому, что это недоделано. В случае с радио мы сделаем максимум, да, у нас у руля, скажем так, русскоязычного радио находится очень равнодушный и необычайно талантливый человек и очень сильный менеджер Григорий Ковбасюк, да, скажем так, мы работаем исключительно по его заявкам, да, ну, помимо, скажем, его там, Вижена, да, мой Вижен, конечно, ограничивается, сходил, посмотрел, что есть на Эхо Москвы, там на BBC, там слечил, собрал лучшее, поставил, да. У Григория Владимировича, ну, скажем, свое отдельное видение, которое мы собираемся, безусловно, воплотить. Я думаю, что мы, ну, сделаем все, что он захочет и, собственно, тогда нам будет совершенно не стыдно глядеть в глаза не только во мной, но и Эхо Москвы. Хорошо, вот теперь переходим к блиц-вопросам от слушателей. В моем блоге за все время до программы, за несколько дней с момента анонса собирались вопросы, и наиболее интересные из них и те, которые мы еще не успели с вами проговорить так или иначе в предыдущей беседе, я сейчас озвучу. Если можно, коротенько на них отвечайте. Если что-то уже прозвучало, да, то просто я буду это либо пропускать, либо вы отвечаете, опять-таки, так же лаконично. Макс Борзо спрашивает. Ярослав, стало популярным пророчить ЖЖ скорую смерть. Вы согласны с этим мнением? Знаете, я не являюсь там каким-то дельфийским оракулом, да, и, в общем-то, заниматься какими-то прогнозами, наверное, не мое, да. Все-таки эксперт в моем представлении, это все-таки главным экспертом, я считаю, все-таки Сократ, и я знаю, что ничего не знаю, да, мне кажется, это наиболее правильный максимум, с которым можно стартовать и смотреть вокруг, да. Глядя на ЖЖ, что я могу сказать? Что все-таки любой формат, он силен все-таки своим контентом, да. Если в ЖЖ будет контент, если в ЖЖ будет аудитория, ЖЖ будет бессмертным, да. Если аудиторию ЖЖ удастся каким-то образом куда-то перетащить, да, а контент каким-то образом не будет, хранится, да, там, на старой платформе, и она не будет каким-то образом законсервирована, да, я думаю, что, конечно, ЖЖ, конечно, умрет. Но пока там будет контент, пока там будут яркие люди, безусловно, этот проект обречен надолго и вполне успешное существование. Понятно. Юрий Брэцгал спрашивает. Мне было бы интересно узнать про взаимоотношения с поставщиками контента, то есть с газетами. На каких условиях они дают материал на перевод, если отдают как-то? Осуществляют ли поставщики контроль переводов на смысловое соответствие? Нет, конечно, этим никто не занимается, безусловно. Поставщики, скажем так, поставщики, любая газета, да, бумажная газета, она, безусловно, хочет иметь виртуальную небумажную версию, да, с тем, чтобы приращивать, да, прирастать аудитории, существующие в интернете, да. Вот. Существуют как бы сайты, да, с которых можно взять ту или иную информацию, да. Ну, скажем так, ну, можно поставить ссылку, можно отбрандовать это как следует, да. Вот. Всячески обозначить там копирайты, вот, не более того. Ну, плюс еще, скажем так, обрисовать, ну, предоставлять максимально там, максимально там качественный перевод, да. Скажем, ну, в моем случае я, ну, этот перфекционист, там, маньяк, там, чего угодно, маньяк качества, да. Ну, скажем, люди, которые с нами работали, там, Максим Коробочкин, там, Кирилл Ельцов, там, Антон Беспалов, ну, это были, понятно, что необычайно одаренные профессионалы, это еще были достаточно эрудированные люди, мы все делали, ну, скажем, переводы за, сделанные нами переводы, мне совершенно не стыдно. Если когда-то у переводчика дрожала рука, он допускал, там, скажем, ошибку, все-таки у нас была фабрика, да, сказать, что это была там творческая мастерская, сложно, все-таки люди на гора выдавали, там, от 15 тысяч знаков в день, а то и 30 тысяч. Понятно, что иногда дрожала рука, там, ум заходил за разум, да, получались какие-то ляпсусы, ну, это ляпсусы, корректировали наши читатели в нашем форме, мы их оперативно поправляли, ничего сложного в этом не было. Катя Борщева спрашивает, что из опыта развития ино-СМИ пригодилось вам в работе с голосом? Знаете, ино-СМИ — это колоссальная школа, да, колоссальная школа смирения, да, колоссальная школа такого, знаете, уважительного отношения к материалам, там, зарубежной прессы, уважительного отношения к коллективу, да, уважительного отношения к читателям. Все-таки ино-СМИ это был все-таки опыт аппаратной работы, потому что ино-СМИ он должен был как-то существовать не только в сети, но еще и в недрах Реновсити, понятно, да. Все это, безусловно, пригодилось, ну, скажем так, на голосе России у меня чуть больше свободы, да. Но я не мог сказать, находясь в структуре Реновсити, что я начальник всего интернета, ино-СМИ не был всем интернетом, и как и сейчас там он не является. Это был, конечно, необычайно успешный проект, да, успешный в первую очередь любой у читателей, да. Вот, но не более того, конечно, зависит интернетом отвечала, как и отвечает Наталья Геннадьевна Лосева. Вот, а на голосе России, я могу сказать, да, интернет на голосе России — это я, как бы нескромно это не звучало, но, безусловно, что, конечно, вся ответственность также зависит от интернет, за все ляпы, она точно так же лежит на мне. Вопрос от Чедия Анны. Не жалеете о том, что закончили философский факультет МГУ, а не, скажем, журналистский, да или нет? Совершенно не жалею, как минимум я познакомился там с Аней Чедией, которая сейчас проживает на Кипре. Вот, я там познакомился там с Наташей Тимаковой, которая, понятно, кем является по президенте, так сказать, нашем президенте, господин Медведев, да. Вот, более того, как я уже там говорил выше, ну, скажем, философское образование, смотря на всю его непрактичность, которую вы тонко, Максим, подметили, да, на всю его колоссальную непрактичность, да, которую указывал еще Аристотель, да, это все-таки образование, которое дает некое базовое, ну, можно сказать так, псевдознание, которое нам, которым очень трудно продать, ну, может продать там, если вы хотите стать там преподавателем философии, пойти в школу, да, там, общаться с детьми или там со студентами, вот, но все-таки это дает какие-то реперные точки по жизни, да, потому что все-таки и на СМИ я строил все-таки отчасти, опираясь, так сказать, там, на опыт там, допустим, Сократа, на его площадной, не побоюсь этого слова, опыт, когда Сократ приходил и там всех, условно говоря, пытал, да, на площади, да, допытывался, вот, допытывался и своими вопросами всячески мучил, да, горожан, вот. Ну, у нас... Вопрос Егора Выковского, я просто немножко ускорил процесс. Пардон, я слишком-слишком на честь. Все в порядке, просто, поскольку есть еще у нас немало вопросов и любопытных, хочется задать максимум из них. Егор Выковский спрашивает. Ярослав, почему ты, очевидно, вы знакомы, не воспользовался при уходе из и на СМИ случаем создать и поддержать альтернативный сайт переводов? Егор, это главный редактор вокруг света.ру, у него еще там есть масса позиций внутри структуры, я их просто не помню. Ну, необычайно, как бы, одаренный профессионалов и прочее. Вот, ну, конечно, безусловно, мы дружим. Ну, скажем так... Вы к коллегам очень внимательно относитесь, это вот отличительная чета, я уже понял. Ну, конечно, а что делать? Ну, Максим, и к вам отношусь с огромным уважением. Спасибо, приятно. Иначе невозможно сосуществовать мирно, вот, и эффективно. Смотрите, я все-таки, конечно, наверное, если бы я был бы Егором, да, я бы, наверное, я все-таки создал какую-то площадку, да. Таким образом, я бы, наверное, двоился, да, то есть я полдня работал бы на государство, там, на Реновсе, там, на ГТРК, полдня работал себе в стол, ну, таким образом, там, развивая свой проект. Ну, таким образом, я думаю, что не сложился бы и на СМИ в виде феномена. Мне интересен был феномен на СМИ. Было интересно породить такую вещь, не умирающую, да, вещь бессмертную. Ну, сейчас, конечно, можно говорить, что на СМИ это все-таки феномен, и когда-нибудь, я надеюсь, найдутся какие-то люди, которые все-таки будут рассматривать это явление со всех сторон, да. Но если бы я не клал всю свою жизнь, да, там, без остатка, профессионально, лично и прочее, на весы, да, если бы я был бы неподлинен, да, нечестен, да, если бы я бы работал в стол, да, и на себя. Ну, здесь мы вспоминаем любые религиозные максимы и, в общем, философские максимум, я имею в виду составляющие, этические, да, конечно, бренд бы не получился. Меня интересовал бренд, поэтому, ну, скажем так, я не нажился на том, что я сделал. Я, собственно, совершенно не сожалею, совершенно не сожалею. Мне достаточно того, что я сделал случиться на СМИ. Повторять это дело вы не хотите? Ну, понимаете, очень трудно, во-первых, повторить, да, потому что, как бы, там был совершенно такой, скажем, необычный, да, необычайно продуктивный опыт, да, вот. Некоторые вещи просто исторически невозможно повторить, да, ну, скажем так, у нас есть раздел, раздел переводов на «Голосе России», я собираюсь переводами заниматься и впредь, вот. Повторять конкретно и на СМИ мы не сможем повторить, потому что все-таки лучшие люди и на СМИ, да, они ушли на и на форум, да, читатели лучшие, да, там, в главе с Сашей Князевым, который, опять же, безумно уважаю, да, и желаю ему, так сказать, не только счастливые, так сказать, человеческой старости, но и вообще, так сказать, вечной жизни, не только в Рунете, да, вот. Все-таки повторить очень сложно, очень сложно, потому что народить такую же аудиторию, ну, быть может, едва ли возможно. Понятно. Мария Крутикова спрашивает. Ярослав, вы как-то назвали читателя и на СМИ человеком иносмифицированным. А каким вам видится читатель «Голос России»? Иносмифицированным, да, но иносмифицированным там идея была какая, что все-таки на СМИ был наркотик, да, то есть о зависимости, вот и на СМИ ходили легенды, да, по субботам и воскресеньям читатели, так сказать, оторвались от семей, это было видно по форуму, да, оторвались от семей, бежали к экрану мониторов своих и вступали в это, в крайне интересное общение там со своими коллегами, да, таким образом было, ну, скажем так, было научно установлено, что вирусы на СМИ существуют. Родился термин иносмификации, да, иносмификация, электрификация, понятно, да, идеологема, да. Понятно, что иносмификация она была, как бы, так сказать, некой альтернативой смификации, да, то есть, ну, работать там с российскими СМИ, да, которой я не занимался. Но на «Голос России» я собираюсь этим заниматься, мы собираемся заниматься региональными СМИ, да, я говорил в каком смысле. Вот, иносмификация, смификация, да, вот это, в принципе, терминологическое развлечение. Ну, читателя и, ну, читателя голоса, голоса, да, голос, голос звучит, гласит, да, глаз, да, вот, ну, наверное, можно назвать, ну, наверное, без доли ерничества, наверное, человеком оглашенным, да, но, наверное, не в смысле, наверное, таком, знаете, христианском, да, потому что там очень сложные коннотации, я не хотел бы сейчас там поднимать классиков, там, отцов и прочее, не стоит. Ну, оглашенным, в смысле, ну, услышавших голос, да, ну, в эфире или услышавших там голос в интернете, да, увидевших этот голос, да, ну, и, скажем так, помнящих о голосе, да, наверное, человек оглашенный, наверное, так. Пока, пока идея только такая, быть может, потом я подведу какую-то более глубокую теоретическую базу, более смешную, может быть, да. Основатель СНН Тед Тернер в недавнем интервью российским СМИ, в частности, каналу Вести, заявил, что интернет является угрозой для всего, но прежде всего для бумажных СМИ, ну, достаточно очевидную вещь сказал. Согласны вы с этим? Ну, как сказать, я думаю, что бумажные СМИ, безусловно, будут существовать в каком-то виде, да, потому что все-таки любовь к бумажным носителям, да, она все-таки из человека неискоренима, да, я сейчас не буду, там, образом с бумажной поколения, да, или из следующего. Ну, я думаю, следующего тоже самое будет, все-таки это один из носителей, да, допустим, едете вы в метро, там, ну, вы будете выбирать, быть может, газету удобнее читать, да, там, допустим. Мне кажется, любовь к носителям будет сохраняться. Я думаю, что все-таки речь шла про то, что прибыли падают. Ну, прибыли, конечно, будут падать, потому что все-таки интернет – это необычайно интересная среда, необычайно живая среда, потому что здесь в один текст вы можете вогнать такое количество ссылок, да, что текст будет просто, он за счет этих ссылок, он ощетинится, он будет как живой ежик, да, но если вы посмотрите еще, скажем, такое демократическое обсуждение, ну, скажем, тут я думаю, что вы уже про ни про какую газету просто не вспомните. Мы живее, да, мы живее, мы более пластичный формат, да, но это точно так же не означает, что в будущем, да, не знаю, буквально в течение грядущих, там, пяти лет не будет придуман какой-то, там, более интересный формат, и тогда мы не заговорим о смерти интернета. Но мы готовы к смерти, потому что смерть – это вполне философская проблема. Философ – это человек, который каждый день умирает. Я к этому готов. Понятно. Вопрос от Анны. Вопрос, который порадует и вас, как порадовал меня, несомненно, своей вербальной красотой, филологической красотой, я бы сказал. Чем для вас был ИНОСМИ? Чем вы были для ИНОСМИ? Говорят, что ИНОСМИ самый удачный проект кровавой гыбни, ТМ, значок. Какое у вас звание, Ярослав? Голос России для вас продвижение по службе или, наоборот, понижение и ссылка? С ком приветом. Ну, звание, сразу скажу, рядовое. Я все-таки за время своей службы, так сказать, в рядах Советской Армии не дослужился, там, вообще ни до чего. Здесь я, конечно, был, там, колоссальным неудачником. Да, ИНОСМИ для меня был, ну, наверное, ребенком, да, конечно, детем, там, детяти. И какой пол? Ну, знаете, пол, пол, наверное, такой, какой был пол, там, у нашего читателя, да. Тут ничего нового мы не откроем, да. Конечно, отношение было такое. Отношение было бережное, да. Бережное, конечно, кручинился я, если ребенку что-то не удавалось, да. Точно так же восторгался, да, если ребенок делал какие-то уверенные шаги, был необычайно рад, когда мы, например, Рунет все-таки взяли премию в соревновании с такими монстрами мощняцкими, типа, там, ЖЖ, да, ВКонтакте, да, одноклассники, да, мы все-таки вошли в тройку, да. При этом мы противостояли своей маленькой популярностью, да, отчасти кровавой, потому что, ну, действительно, некоторые читатели считали, что мы удачный проект, да, вот, мы противостояли многомиллионной популярности этих людей. Что касается кровавой гобни, я бы здесь остановился особо, я считаю, что для кровавой гобня это, знаете, такой некий термин фетиш, да, и все-таки, если читатели думают, что за проектом стоит кровавая гобня, это значит, проект необычайно успешен, да, значит, он идеально выстроен под читателя, потому что, когда люди начинают не замечать редакционных процессов, когда люди начинают думать о каких-то потусторонних силах, да, когда вокруг проекта слагаются мифы, легенды и прочее, это необычайно, потому что проект обреченный, ну, на жизнь вечную, во всяком случае, на уровне идеи. Мария спрашивает. Ярослав, наверняка у вас есть мечта об этаком своем собственном сайте, таком, каким бы его сделали именно вы. Поделитесь размышлениями о мечте, хотя бы чуть-чуть. Ну, вы знаете, сейчас я бы просто, если бы мог, если бы было свободное время, к сожалению, его практически нет, я бы, наверное, наваял бы сайт, посвященный таким мощнейшим, да, пропагандистским инструментам прошлого, как правда, известие и прочее, потому что, к сожалению, архивы не отцифрованы, да, ну, во всяком случае, может, быть, они отцифрованы, да, я про это не знаю, да, но там же очень много всего интересного, очень много чего интересного, что, ну, как бы, с разрушением бумаги, да, может, как бы пропасть совершенно безвозвратно. Наверное, я бы построил какой-то такой немножко, немножко стебный, немножко ироничный проект, посвященный прошлому нашей пропаганде, если бы было свободное время и силы. Вопрос от Тиграна Закаяна. Ярослав, а ты мог бы на базе своего огромного опыта работы с западной прессой как-то классифицировать западные издания по уровню объективности, ангажированности, а также по отношению к России? Я думаю, мало кто из публичных персон знает эту сферу так же хорошо, как ты. Ну, вы знаете, все ведущие издания, берете любое ведущее издание, там, я не знаю, там, британское, американское, да, все ведущие издания неровно дышат к России, да, все. И чем более ведущее издание, тем неровнее оно дышит, да. Ну, я бы сказал, такой, ну, такая классификация на глаз, да, для того, чтобы проводить более точную, да, классификацию, ну, наверное, нужно, так сказать, про какие-то статистические подсчеты, погружаться там в пучины зарубежной прессы, к сожалению, я сейчас недостаточно погружен, да, вот, чтобы дать более такой объективный, осмысленный ответ на этот счет. Ну, в принципе, конечно, можно вспомнить икономист, это баснословно интересный проект, Wall Street Journal, да, вот, ну, и все ведущие СМИ, все ведущие СМИ, какие, какие не придут в голову. А делятся ли они так однозначно, просто уже от меня, на два лагеря, за Россию и против нее? Вы знаете, нет, конечно, это речь идет, опять же, ну, скажем так, о частотности посещения проекта иносми.ру, да, в период до февраля 2009 года, ну, за тот период, за который я несу моральную, там, психофизическую другую ответственность, да, вот. Скажем так, интересна частотность. Если вы, допустим, посещаете проект часто, то вы видите, да, что многие ведущие издания помещают как позитивные, так и негативные статьи, да, как любое нормальное СМИ, да, западное, демократическое. Если вы посещали проект редко, ну, это я называл, что прогуливать школу и на СМИ, да, конечно, у нас были прогульщики, да, которые, конечно, этим своим прогулам обязаны своим поверхностным суждением о зарубежной прессе. Зарубежный пресс много сложнее. Я точно так же готов поклясться чем угодно, что мы перевели весь позитив, который видели там, ну, с 2004 года точно, весь позитив, который существовал там по отношению к России. Не все зарубежные СМИ прямолинейны, не все, так сказать, односложны, да, и так примитивны, да, как вот думали, вот, ну, скажем так, прогульщики, да, вот, не все. Ну, как правило, и та, и другая точка, так сказать, зрения присутствовала на страницах там любого уважающего СМИ. Другое дело, там, баланс, допустим, один к десяти, одна позитивная статья, она десять негативных. Ну, это опять удел статистиков, да, статистов, вот, и, конечно, удел людей, которые, я надеюсь, когда-нибудь все-таки задумаются над тем, чем был и на СМИ, и что и на СМИ сделал такого, что не удалось сделать проекту за рубежом, да, который, конечно, при советской власти блестяще финансировался, там была огромная редакция, вот, что мы сделали такого, что не удалось проекту еженедельно за рубежом, нашему предшественнику. Понятно. Ведемся дальше. У нас на очереди короткое обсуждение пары новостей, случившихся на этой неделе. Пар именно так, поскольку их будут всего две, и других мы выделить на этой неделе заметных событий в Рунете не смогли, однако эти две обстоятельства, о которых сейчас расскажу вам, и, возможно, как-то мы с вами обсудим, стоят внимания. Первое – это то, о чем пишет веб-планета. Задорнов рассказывает байки из ЖЖ, так называется статья. А суть ее в том, что давно уже обсуждавшаяся еще со времен анекдот Ру Димы Вернера история о том, что современные сатирики постоянно таскают материалы с развлекательных сайтов и блогов Рунета, она нашла свое подтверждение, и вот в данном случае буквально поймали за руку Михаила Задорнова, пересказывающего в эфире Первого канала российского телевидения, байку, которая была изложена в ЖЖ Виктории Райхер. И что любопытно в данном случае, не только было фактически впервые официально признано Михаилу Задорнову то, что он заимствовал тексты, правда он сказал, что это случилось таким образом, он получил эти тексты по мейлу, спросил у того, кто провел это сообщение, мол, можно ли использовать, тот ответил, что автор не знает, что это армейская байка, вот таким образом, и следы авторства стерлись. Так вот, проявилась Виктория Райхер, и Михаил Николаевич Задорнов среагировал на это и сказал, что готов вступить в коммуникацию, готов заплатить авторские игнорары и так далее. То есть забавно, как награда, ну так сказать, награда, вознаграждение таким образом имеет все шансы найти своего героя, а наши статирики еще раз пойманы таким образом в относительном авторстве собственных произведений. Как вообще? Кстати, вы относитесь каким-то образом, хорошо или плохо, или к современной эстраде в направлении господина Задорнова, там, не знаю, не к ночи будет помянута аншлаг-аншлаг и так далее? Ну, вы знаете, если вопрос состоит в этом, то, конечно, все-таки тексты Задорнова, они все-таки недостаточно сложны для меня, мне не очень интересно его слушать. Некоторые шутки, если они там неожиданно выскакивают, ну, бывают смешные. Здесь я хочу поговорить о том, что все-таки, ну, все мы люди смертные, и наш творческий потенциал у всех ограничен, даже у таких гениев эстрадного жанра, как Задорнова. Производить шутки, да, шутки очень трудно, да. Я знаю это достоверно, потому что и на СМИ был, еще раз под щекой, открытым проектом, да. Наши форумчане неоднократно утверждали и заявляли, что ведущие политические аналитики, там, ТВ, там, я не знаю, там, радио и там еще, там, допустим, там, бумажные, да, что они воруют идеи, ну, скажем, мягче присваивают, да, идеи, озвученные в нашем форуме. Безусловно, интернет, собственно, я за это его обожаю, это необычайная плодоторная среда, и прекрасно, если там кто-то к ней приобщается и тырит из нее идеи, это прекрасно. Но такие вещи были зафиксированы, мы, конечно, не проводили никаких следствий, да, это были некие, скажем так, ну, такие заметки наших читателей, что-то там замечали, да, быть может, им это казалось, но то, что про этот вопрос очень часто поднимался, может быть, слишком часто, это факт. Понятно, в общем, проблема повсеместная и проблема вечная, очевидно. Ну, совершенно нормально, еще раз, реально творческий потенциал ограничен человек, ну, вы можете большим там гением быть, да, там, я не знаю, там, Гёте, там, как Ван Гог, да, но в случае с Ван Гогом вы кончите, быть может, не очень хорошо, да, в случае с Гёте, быть может, чуть лучше, да, но не все же настолько необычайно, так сказать, одарены. Конечно, ну, совершенно нормально пользоваться интернетом, потому что производить шутки, да, ну, понимаете, тем более массовые, да, быть массовым юмористом, то есть самым юмористом из всех юмористов, юморнее Петросяна быть очень трудно. Это страшный вызов, да, это страшный крест, который, мне кажется, ну, господин Задоров на себя взял. Я думаю, что, понятно, вот эта апелляция, да, к дополнительным источникам информации, ну, она совершенно понятна, человечески объяснима. Ну, один вопрос подпитываться, так сказать, идеями и флюидами, другое дело буквальным образом брать периоды текста, готовые рассказы. Ну, вы знаете, тут уже, тут же речь идет уже о лаборатории творческой, да, то есть, как там это все устроено, нанимает он каких-то редакторов, да, сколько он платит этим редакторам, добросовестный редактор, недобросовестный, ну, допустим, если вы платите, допустим, 100 долларов, да, понятно, что скопипастить, да, и выдать шефу, да, копипаст за переработанный оригинал, ну, в принципе, конечно, так и будет, да, выдадут, да, и таким образом вас подставят, да, я не знаю, как организован лаборатория. Ну, конечно, это неправильно сделано, конечно, надо было, наверное, переработать, наверное, должна была быть какая-то аллюзия тонкая, ну, наверное, тогда было бы не смешно, наверное, опять Петросян был, так сказать, впереди планеты всей, там, в области юмора, да, ну, это те же самые рейтинг-листы, да, это вот те же самые, понимаете, вот эта идея сверхчеловека Ницши, да, вы хотите быть сверхюмористом, вы становитесь заложником, вы становитесь заложником, потому что производить вы можете все-таки как, ну, пусть одаренный, но все-таки как обычный человек. Ваш творческий потенциал ограничен. Ну, так сказать, как и денежный, сколько вы найдете людей, которые будут под вас производить шутки? Одаренных людей сколько найдете? Ну, это, ну, как бы вопрос, опять же, организации труда, логистики, да, так сказать, вот... По поводу заложников, кстати, вторая наша новость на этой неделе. Новость о том, что в блоге руководителя блогов Яндекса или поиска по блогам Яндекса, я не знаю точно, как это называется, боюсь соврать, Антона Волнухина появилась запись о закрытии рейтинга популярных записей Яндекс. Закрытие произойдет в декабре месяца, если не ошибаюсь, но уже сейчас оно анонсировано. И это всквыхнуло, так сказать, общественность. Слышали, да, наверняка об этом? Да. Вопрос в чем? Вопрос, собственно, в том, как вы к этому относитесь. Есть масса мнений, я сейчас, наверное, их озвучу, но любопытно, что вы скажете. Прав Яндекс или не прав в том, что берет так и сметает трибуну, грубо говоря, на которой выступали не только топ-блогеры, но и там обиженные, оскорбленные, например. Вы знаете, мне кажется, что рейтинг, рейтинг, да, в случае с Яндексом, он интересен все-таки не для топ-блогеров, да, он интересен для тех людей, кому этот Яндекс может принести там дополнительных посетителей, дополнительную популярность. Топ-блогеры, они сами по себе уже топ-блогеры, да, если брать там иконы нашего Рунета, да, ну, с ними уже ничего не поделаешь. Это данность, да. Существует рейтинг, не существует, неважно, да, то, что они все время вываливаются в топе, ну, скажем так, это, ну, это некое давление, да, на блогеров, быть может, более талантливых, да, быть может, более подвижных умом, да. Я думаю, что для топа, для топа, конечно, рейтинг, он не очень интересен, я не думаю, что они должны в этом рейтинге находиться. Икон нужно размещать, на мой взгляд, в канонический, да, рейтинг Рунета, там, пусть они там сидят себе, там, 10 человек, 20 человек или сотня, да, сотня лучших, да. А дальше, наверное, нужно поставить, ну, что если бы рейтинг служил продвижению, ну, скажем, блогов, ну, более простых людей, я думаю, он был бы достаточно эффективен. — Так то и дело, что Яндекс фактически говорит о том, что мы не знаем, каким образом автоматически фильтровывать простых от непростых, правых от неправых и так далее. И поэтому, по сути дела, эту позицию, кстати, озвучил один из руководителей крупного интернет-подразделения, очень крупного, не буду называть его фамилию, просто это велось в беседе частной в Фейсбуке, поскольку мы друг у друга друзья, я знаю, что они общались с Ильей Сигаловичем, руководителем поиска Яндекса. И вот тот руководитель подразделения, которого я не называю, он озвучил позицию следующую, то, что, ну, всем же понятно, что Яндекс просто умыл руки, что на Яндекс заходит власть-придержащий, в том числе сам господин Медведев, президент России, и Яндекс стал той платформой Яндекс.Блоги, где можно, так сказать, глаз народа поднять, да, то есть что-нибудь случилось, и от таких ситуаций мы помним с вами наверняка немало, когда там, не знаю, какое-то непромочное действие милиции, какие-то чиновники что-то натворили безобразное, это все выводится, чисто уже технически, уже по технологии выводится в топ Яндекса, и на это тут же обращают внимание пресса, а значит политики, и в итоге исполнительная власть. Вот именно от этого Яндекс решил, типа, вот хватит ночных звонков, там сказал, скажем, Аркадий Волош, мне седых волос разговоров с чиновниками на Старой площади, пусть просто этого не будет, мы компания технологическая, сказал Яндекс, опять-таки, сейчас цитирую во многом слова господина Сегаловича, ну и все то, что звучало со стороны Яндекса, мы компания технологическая, мы не имеем даже адекционного толком от дела, поэтому мы не можем ничего тут поделать, поэтому вот давайте просто уберем. Ну, здесь я могу только домысливать, да, домысливать, ну, я знаю, что, допустим, Ньюс Яндекс, да, то есть агрегатор, агрегатор смешных материалов, да, робот, опять же, да, который исключительно технологичен, высоконравственен, да, и не предвзят, да, периодически, ну, во всяком случае, когда я этим интересовался, да, сейчас я совершенно этим не интересуюсь, вот, периодически выбрасывал в топ какие-то совершенно необъяснимые новости, которые представляют, там, допустим, копипаст или просто откровенные, там, я не знаю, там, воровство каких-то чужих новостей, да, вот, там нарекания носили, ну, приблизительно такой же характер они будут носить, да, потому что есть крупные информационные игроки, которые сидят на игле Ньюс Яндекса, да, которые ориентируются на ежедневный приход, да, с Яндекса, там, новых читателей, да, они, безусловно, будут обрывать, да, эти телефонные линии, там, я не знаю, там, ICQ-линии, да, вот этой высокотехнологической компании, и выяснять, а почему, с какого, так сказать, их новость, там, не выскочила в топ и не принесла, там, вот того-то, 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 вот, вот, мне кажется, что здесь такие же точно, ну, проблем такого же, там, я не знаю, допустим, порядка, да, как, как вам разграничивать, вот, ну, допустим, окей, там, ремонт, там, производитель информации, а как вы будете разграничивать, там, не знаю, там, News.com, там, Atlanta.ru, да, а, допустим, как вы будете разграничивать, там, какой-нибудь, я не знаю, какие-нибудь СМИ, похожие на них, да, вот от двух вот этих ведущих, да, как вы будете ограничивать, какой у вас там алгоритм, да, ну, я не думаю, что это сильно простое дело, и всегда будут люди обижены, да, я думаю, что в случае с блогами, с блогами ситуация еще сложнее, тем более, что блогеры все-таки люди, ну, скажем так, не находящиеся на государственной службе. Здесь я, прежде всего, имею в виду, что не совсем дисциплинированы, потому что государственная служба дисциплинирует в хорошем смысле этого слова, да, и все-таки приучает к чувству ответственности, да, ну, там, отвечает за свои слова, за свои мнения и прочее, да, за контент, который вы производите, да, вот, ну, условно говоря, там, не поранить, не навредить и прочее. Вот, все-таки, ну, мне кажется, что в случае с блогером разобраться еще сложнее, потому что, ну, понятно, что как люди не дисциплинированы, как люди, так сказать, эксгибиционирующие, так сказать, постоянные, да, они все-таки, ну, понятно, всю силу своего эксгибиционизма всегда будут направлять против такого технологического инструмента, точного, не точного, я не технолог судить не берусь, да, как Яндекс, конечно. Все-таки Яндекс умыл руки и вышел из зоны ответственности, или... Вы знаете, знаете, я могу сказать следующее, что, в принципе, можно посмотреть, как на бизнес-модель, да, что, быть может, да, совершенствование технологий, да, и удовлетворение вот этих всех поруганных эго, да, вот этих всех ведущих, там, супер-ведущих, там, вот этих блогеров, да, быть может, эта технология стоила, там, какое-то количество, там, долларов, миллионов, да, допустим. Почему нет? Это же дорого, да. А блогеры пользуются этим, извините, на халяву, да, который, ну, зачастую, там, допустим, копипасте, или просто хуля, да, вот. Ну, быть может, здесь финансовый интерес, да, но я пытаюсь, как бы, понять, да, потому что, ну, как бы, другого пути у меня на сегодняшний момент нет, и в отношении Яндекса никогда не было. Все поведение Ньюс Яндекса я всегда, как бы, домысливал, ну, с огромным уважением, безусловно, по отношению к тем людям, которые сделали этот бренд и продолжают его развивать. Понял вас. На этом все. Спасибо огромное за беседу и то время, проведенное с нами в компании, моей компании слушателей программы «Рунетология». Если есть что добавить напоследок, как всегда, прошу вас. Спасибо огромное, Максим. Очень хорошо, что в сети существуют такие, скажем так, заинтересованные и неангажированные фигуры, как вы, которые поднимают из пучин безвестности таких мелких персонажей, как я. Это крайне приятно. Я практически не организирую, да? Вы продолжаете свою политику, Вячеслав? Нет, ну, все-таки, понимаете, все-таки, когда вам предоставляют трибуну, и все-таки трибуну и представляют возможность поговорить, ну, не о себе любимом, но о твоем любимом проекте, да, интересуются, в принципе, достаточно тонкими перипетиями нашей истории, да, которые практически, ну, нигде же не зафиксированы, да. Вот, это все-таки, это огромный дар. Это дар, который, в общем-то, вы, вот, как бы, предоставили, подарили мне. Я считаю, что на моей улице праздник, праздник на улице бренда и на СМИ, на улице, так сказать, читателей и на СМИ, тех, которые сейчас существуют, тех, которые, значит, ушли на форумы и там другие, так сказать, площадки-клоны, да, это праздник на улице тех людей, ну, которым было небезынтересно то, чем я занимался там в течение, так сказать, девяти лет. И, конечно, мак и кудесник в данном случае вы, никоим образом, не я. Вы предоставили эту возможность. Огромное вам спасибо за это, за то, что мне удалось поговорить, ну, о чем-то, быть может, не столь хорошем, как Яндекс, но все-таки достаточно интересным. Спасибо большое за столь приятные слова, даже, как бы, чувствую, что отказываться тоже будет неловко, поэтому просто спасибо большое. Спасибо, что пришли. Вы слушали эксперт-шоу «Рунетология». Сегодня у вас в гостях был продюсер и бывший главный редактор и на СМИ.ру, а сегодня руководитель редакции на ротовещание радиостанции «Голос России» Ярослав Огнев. Редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева ввел программу «Максим Спиридонов». До следующего выпуска. «Рунетология». Программа Центра онлайн-образования «Нетология». Послушайте еще один выпуск. Центр онлайн-образования «Нетология» представляет. Аналитическая программа «Рунетология». Интернет-проекты и онлайн-карьеры их руководителей. Откровенный разговор о бизнесе в сети. Голосы и мнения ведущих специалистов «Рунета». «Рунетология». Добрый день, коллеги. Сегодня 13 ноября 2009 года, пятница 13. Если вы любитель черного юмора и розыгрышей, это ваш день. Сегодня людей суеверных и мнительных можно брать голыми руками. Так думаю, что при достаточной актерской одаренности можно убедить свою девушку, например, в том, что красные следы, оказавшиеся на воротничке вашей рубашки после похода с друзьями в клуб, это не помада, а кровь вследствие нападения вампиров. Однако в ближайший час мы не планируем мрачных розыгрышей. В эфире 29-й выпуск «Эксперт-шоу «Рунетология»» у микрофона Максим Спиридонов. Мы сегодня снова, как и пару выпусков назад, в программе с участием главного режиссера «Раша Ру Юя» Юрия Гусакова говорим о видео в интернете. Но в этот раз это будет рассказ большей частью о пользовательском видео. Хотя, конечно, не только о нем. Наш гость в этом выпуске заместитель генерального директора видеопортала «Рутюб», а также экс-корпоративный директор интернет-проектов «Издаческого дома» Ашет Филипаки Шкулев Владимир Барабанов. Здравствуйте, Владимир. Здрасте. Я правильно воспроизвел название «Издаческого дома»? Ну да, кроме того, что он не «Шкулев», а «Шкулев», в принципе, правильно. Это, очевидно, какой-то выходец из России в прошлом, да? Да, да, да. Виктор Михайлович Шкулев. Это выходец из России, в общем, ее же гражданин. Ах, вот оно что? Я полагал, что просто это какой-то не наш концерт, учитывая, что название, судя по всему, французское. Это совместный, да. Я понял. Вы суеверны, кстати, вот говоря о пятнице 13-е. Как сегодня себя чувствуете? Вы знаете, сегодня нормально себя чувствую? Нет, я не суеверен абсолютно. То есть, в общем, все у нас будет хорошо? Ну, я думаю, что да. Тогда в паре слов рассказ о том, кто вы, как наш сегодняшний гость, и продолжим. Владимир Барабанов. Родился в 1977 году в Москве. В 1999 году закончил факультет аэрокосмических съемок и фотограмметрии Московского государственного университета геодезии и картографии. С 2002 года занимал должность руководителя веб-проектов издательского дома «Салон Пресс». Затем был назначен корпоративным директором интернет-направления группы «Ашет Филипп Акишкулев». Владимир занимался созданием и развитием женского портала «Вуменс Дэй», а также электронных версий таких изданий, как «Максим», «Эль» и «Сайкологис». С 2008 года и по сей день Владимир занимает пост заместителя генерального директора видеосервиса «Рутюб». Увлекается лыжным спортом и путешествиями. В настоящее время живет и работает в Москве. До прихода в «Рутюб» вы руководили крупными веб-проектами печатного издательского дома, да? Да, да. Я работал в печатных издательских домах достаточно долго, почти 9 лет. Каким образом вы оказались там? Образование у вас вроде как не располагало к тому. Ну, у нас мало у кого образование располагает к тому, тем более, что 10 лет назад профильного образования не было. Образование у меня обычно техническое. Соответственно, я начал в свое время заниматься, как и все молодые люди в возрасте после института, компьютерами. Чем только не начал. Потом меня судьба занесла в рекламные агентства. Я поработал в ряде рекламных агентств, как «Маджикбокс», «Адвента» и много других. Сейчас это уже другие названия. А потом оказалось, что один из моих знакомых пригласил меня поработать в издательский дом «Салон Пресс», где, собственно, и началась моя работа именно с издательскими домами и с интернет-проектами издательских домов. Когда приходили, вы что-то знали о том, что такое руководство проектами? Ну, у меня был определенный опыт работы в рекламных интернет-агентствах. То есть я себе представлял, что такое. Я работал в должности стратегического медиапленера. И примерно представалось, что такое проекты, как они работают и как там движется аудитория. Плюс я сам все-таки увлекался некоторым родом тем, чем я имел дело по работе в агентствах. А когда я пришел туда, я пришел не сразу на должность руководителя. Я пришел на должность аналитика. И это мне дало определенное время на то, чтобы приобрести какой-то первоначальный опыт по руководству проектами. А когда пришли, это был какой год? 2002-й, да? Да, это был, по-моему, 2002-й год. Тогда вот какие были ожидания, какие были взгляды стороны печатной операции, которая, безусловно, доминировала тогда над интернетом, на, собственно, веб? Ну, вы знаете, это, наверное, небольшой секрет, что тогда это были эксперименты. Тогда не было каких-то серьезных бизнес-планов. Тогда все понимали, что, ну, большинство есть до сих пор, конечно, печатные издательские дома, которые этого не понимают. Понимали, что есть новый канал коммуникации, что есть много контента, как у любого печатного издательского дома, который специализируется на печатной продукции. Более того, в салон-прессе практически весь контент производился самостоятельно, и не было такой проблемы, как авторские права. И это огромное количество материалов, ну, просто просилось на то, чтобы быть в интернете. — А выпускал, по-моему, концерн все-таки не ежедневники, а, скорее, еженедельники и ежемесячники. — Ежемесячники. Он выпускал довольно популярный сейчас журнал «Идеи вашего дома», «Салон». Это был лидер на рынке империерной прессы. Я не уверен насчет текущих данных, но, по-моему, он даже в каком-то роде им и остается по совокупности аудитории. — А когда вы занялись непосредственно версиями изданий «Максим Эльвуд», то есть вот таких гламурных? — Вы знаете, к тому времени я уже пять лет проработал в салон-прессе, и, собственно, причина моего ухода была оттуда то, что издательский дом был продан компанией РБК. В то время, ну, в общем, может быть, как и сейчас, далеко не все хотели работать в компании РБК. Поэтому я с удовольствием, ну, я даже не то чтобы откликнулся на предложение, я сам отправил в HR-департамент издательского дома Ашат Филипп Акишкулеву. В свою визу мы и меня буквально в тот же день пригласили побеседовать, потому что компания как раз вынашивала планы о построении вообще собственных интернет-проектов. В общем, наши взгляды в то время совпали. То, что видел я, необходимость каких-то гендерных крупных порталов. И тот контент, которым обладал издательский дом, они, в общем, фактически подвели нас к этому решению. Ну, строго говоря, было создано два, вот вы сказали, гендерных портала. Это Women's Day, да, vday.ru и Maxim Online. Ну, помимо, там, скорее, две группы гендерных порталов, потому что помимо, все-таки, достаточно жесткой сегментации, четкой сегментации, особенно в Ашете, есть издание премиум уровня, это Эль, есть издание, рассчитанное на определенную возрастную психологическую группу, это Psychologists, есть издание Эль Геол. И Women's Day, он, скорее, он задумывался и, в общем, воплотился, за некоторыми исключениями, как портал, объединяющий общую тематику. Он пользовался материалами, мы публиковали там материалы из различных изданий, рассчитанных на различную женскую аудиторию. Только своих? Только своих, плюс у нас была собственная редакция, достаточно большая, которая, ну, производила материалы самостоятельно. А как получалось, если это еженемесячники делать, ну, нормальное для веба ежедневное обновление? Хватало контента? Значит, контента хватало, потому что, во-первых, любой ежемесячный глянцевый журнал, он содержит такое количество материалов, что их можно совершенно спокойно, там, по два, по три публиковать в день. Плюс, поскольку у нас была собственная редакция и новостная редакция, также сервисы, мы там делали фотохостинги, много чего, вегетарины конкурсы и так далее, шоппинги, все, что угодно. Нам хватало, и вот, насколько я знаю, сейчас портал функционирует, до сих пор хватает обновлений ежедневных и не по одному разу. А ВД вы построили с нуля, да? Да, ВД мы делали абсолютно с нуля, с чистого листа. Насколько довольны тем, что получилось? Вы знаете, я доволен тем, что получилось, я доволен тем, что получилось к тому моменту, когда мы его сделали и к тому моменту, пока не грянул там кризис, условно говоря. А кризис, именно он заставил и вас уйти из проектов и досмотреть вашего рододателя, собственно, взгляд на вещи. Формально, да, формально, да. Ну, это была, конечно, причина моего ухода от Шкулева, это была совокупность целого ряда причин. Одна из которых была кризис и невозможность поддерживать проекты в том уровне, в котором они были поддержаны. А вторая причина. Вы видите, достаточно сложно в издательских домах работать с интернет-проектами, потому что для издательских домов интернет-проект это непрофильный бизнес. Если вы работаете как руководитель непрофильного бизнеса в компании, то ваша работа заключается на 90% тем, чтобы прошибать стенки и доказывать, что это все еще необходимо, а на 10% собственно на то, чтобы производить что-либо. В какой-то момент вам захочется, разумеется, 90% что-либо производить и 10% что-либо доказывать. То есть, хотите сказать, что находясь сейчас под достаточно жесткой корпоративной пятой «Газпрома», у вас такого нет? Во-первых, она недостаточно жесткая. Во-вторых, сейчас работая в Рутюбе, как отдельной организации совершенно, а не как отделе в «Газпроме» или чем-либо подобном, я занимаюсь, ну не только я, а все остальные, занимаются на 100% времени развитием Рутюба. Кстати, возвращаясь все-таки к теме, пока не коснемся Рутюба, для того, чтобы уделить ему потом больше времени. Как вы вообще видите себе развитие того, что называется «глянец» в интернете? Потому что вот я объясню, в чем вопрос. По ощущениям, есть два пути, которые одновременно существуют сейчас в Рунете, в частности, женском Рунете, который наиболее ярко себя впитал «глянец». Один путь — это когда женский журнал достаточно успешно, но создается по каким-то канонам, мало связанным с глянцем печатным. То есть там не такой яркий акцент на фотографии, не такие здоровые картинки, не такие здоровенные заголовки, то есть нот скромнее, так сказать, внешне выглядит и интерфейсно более удобно, наверное. И другой подход, скажем, тот, который демонстрирует «Эль», сейчас на него смотрю, в частности, в большей степени, это когда вот журнальная яркость, журнальная броскость на уровне визуального ряда, она доминирует, и вот именно на нее делается акцент. Вот как вам видится, что будет в итоге победить, что или там будет создаться компромисс между этими двумя подходами? Вы знаете, я теперь даже не то, чтобы, я могу сказать не только по-женски, в том, что мы делали там и мужские проекты, в частности, и «Максим Онлайн». И после всего передуманного, проанализированного и просто, я считаю, что ни один из этих путей, собственно, ни к чему не приведет. Ну, кроме как к тому, что подобные проекты могут стать там донором контента для каких-либо сетей или других каналов распространения информации. Почему? Потому что, ну, то, что сейчас представляет из себя Эль, это, насколько я понимаю, насколько я сейчас вижу, это копия, он был переделан после того, как я ушел, поэтому я сейчас могу только умозаключения какие-то делать. Это копия, построенная на движке, на котором построена Эль Франц и много других проектов французской группы Легардер. Это некий сосуд, в который как бы пытаются контент, который есть, уложить. То, что он выглядит крупным а-ля глянцевым, так же выглядит, по-моему, проект Тата.ру и там целый ряд других. Да, там Татлер и так далее. Мне кажется, что у этого направления есть одно большое ограничение. Оно, являясь интернетом, ну, собственно говоря, ориентированным интернетом, до сих пор проигрывает, собственно, обычному печатному номеру. Да, фотографии все равно не такие большие, не такие качественные. И просматривать его пока, ну, я пока не вижу в нем серьезных преимуществ. Там нет акцента на какую-то навигацию, нет адаптации под человека, смотрящего веб-проекты через монитор и так далее. Я считаю, что это не очень выигрышный путь. Ну, пока, по крайней мере, на данном этапе. Значит, проект, который представляет из себя некие порталы, где всего понемножку, куча-куча-куча информации, я тоже не считаю. Я там два-три года назад это было актуально. Сейчас я считаю, что это тоже уже не совсем актуально. Потому что интересы начинают сегментироваться. И я бы, скорее, если бы сейчас с нуля начинал строить какие-то женские проекты или что-то еще, я бы, конечно, их строил немножко в другом формате. Наверное, это было бы сочетание в большей степени сервисов, ориентированных на женскую аудиторию. Значит, мы проводили много исследований. Например, известно, что женщины моды интересуются во много-много раз меньше, чем, например, астрологией. Да, и гороскопные сервисы стоят далеко-далеко выше, чем, там, не знаю, фэшн-фотографии по интересам женским. И, наверное, это было бы какое-то сочетание сервисов и форматов более ориентированных под интернет. Ну, возможно, это было бы видео, возможно, это были бы какие-то рецепты, какие-то сервисы вокруг шоппинга и так далее. Это, наверное, не был бы информационный портал, да? То есть у него были бы какие-то информационные составляющие, но не во главе его. Иными словами, вот перенести буквально то, что внесет в себе журнал печатный, глянцевый, в интернет, вы видите, маловозможно. Затруднительным, затруднительным, потому что это совершенно на разные рецепторы и на разное время воздействия рассчитаны печатный материал и материал в интернете. Ну да, согласен. Но я тоже об этом думал, когда готовился к программе, что, пожалуй, беря в руки хороший глянцевый журнал, сделан действительно качественно, то же самое «Эль», в конце концов. Хотя я держу их очень нечасто, но зашел в газетный киоск неподалеку и полистал в этот раз. Это, ну, как бы действительно, это комплекс ощущений, в том числе и тактильных, кстати, которые полностью отсутствуют в интернете, которые невозможно, по крайней мере, я не вижу, как в полной мере воспроизвести. В полной мере точно нельзя, но даже отчасти воспроизвести в интернет. Сейчас заходишь на «Эль.ру», рекомендую нашим слушателям это сделать. Неплохо сделан сайт, на мой взгляд, ярко. И первый эффект, вот даже у меня как специалиста, вау, ну классно, да, потому что хорошие картинки, красивые женщины, что не может меня к мужчину, так сказать, не вызывать внимания. На Максим зайдите. Может, понравится. Я там тоже был, разумеется. Но вот за этим вау, так сказать, стоит ну и что. Ну, то есть я посмотрел на это, приду я сюда еще раз, вряд ли. Я не понимаю, зачем. Ну, как бы вот прикольно и все. В тот же время, как журнал, который держишь в руках, женщины его ждут, я знаю, несколько другая история, это образ жизни. А сайт, часть образа жизни в сайте все-таки, наверное, в полной мере, такой полной мере не может. Его в руки не возьмешь и сумочки на, в ожидании, так сказать, мужчины на свидание, если он так и опаздывает, не достанешь, чтобы почитать. Ну, ладно, это мы отвлеклись, на самом деле, от темы, которая все-таки, я вижу, магистральной сегодня, а именно темы Рутюб. К ней, собственно говоря, предлагаю перейти. Вот, история Рутюба делится на два этапа. До продажи Газпрому и после нее. Вы стали участником команды, которая пришла по завершению оформления сделки. Прошлой осенью, верно? Да, совершенно верно, год назад. А вот вы не в курсе, а почему так долго, чуть ли не больше года длилась эта история с продажей? Наверняка, вы хотя бы частично в курсе. Знаете, ну, я в курсе действительно частично, поскольку я не вдавался в подробности причине. У меня не было такой необходимости, поскольку я все-таки действительно пришел после. Я полагаю, опять-таки, я не буду сейчас каких-то официальных заявлений на этот счет делать. Процесс был непростой, и поскольку нужно, это не разовое решение, это покупка такого крупного ресурса, как Рутюб. Она, в общем, требовала достаточно серьезной оценки не только самого ресурса, но и того, как он будет функционировать в следующее свое время после приобретения. Поскольку это достаточно высокотехнологичный проект, высоконагрузочный, и это не что-то, что можно переставить с одного стола на другое, оно будет продолжать работать. То есть год с лишним шел due diligence? Ну, формально, я думаю, что да. Опять-таки, не готов. Ходят слухи, можно не комментировать о том, что все это время просто согласовывались размеры откатов, которые получат участники этой акции на стороне «Газпрома». Ну, это как бы так, я понимаю, что... Мне сложно комментировать подобные слухи, я никаких откатов не получу. Мне ничего не досталось. У меня просто был разговор один с нашим с вами коллегой, который так или иначе в этой истории задействован, не скажу, кто это. И с его слов, там в этом смысле, конечно, очень немного из суммы сделки получили в итоге два создателя Рутюба. С его слов, да, тут я повторю, что это именно слух, и вполне возможно, он является далеким от правды, но, тем не менее. Сама сделка, напомню, оценивалась в разные цифры, от 3 до 15 миллионов. Опять-таки, вопрос к вам. А знаете, сколько в итоге-то стоило это? Я лично нет. Я лично нет. Да. Понятно. Что касается, просто что касается там слухов про пропеление, там, про то, что создателям досталось мало и так далее. Я могу сказать только одно, создатели Рутюба, господин, там, Волобуев и Паулкин участвовали, собственно, во всех этих процессах, что в результате кому досталось, ну, это был результат их переговоров с Газпромом, ну, до чего договорились, столько и получили, все. Ну, понятно. Да. Как вы оказались вообще на должности директора по развитию Рутюб? Ой, это очень интересно. Ну, не то, чтобы это очень интересно, но дело в том, что в Ашате, ну, наступал определенный момент, когда я понимал, что дальнейшая моя деятельность там, она зависит от определенных вещей. Значит, то, что мы сейчас с вами начали беседу там с Эли, Women's Day и к тому вообще, куда идет глянется, это будет очень здорово. Потому что, на самом деле, гораздо интереснее было поговорить про Максим, который в своей печатной версии практически невоспроизводим в интернете. Потому что Максим – это сочетание юмора и верстки. Да, то есть это продукт, печатный настолько, насколько его невозможно только если его отсканировать. Да, собственно, что и делали большинство коллег, так сказать, по этому журналу за рубежом. Вот, поэтому я стал заниматься поиском каких-то иных форматов, и мы стали снимать Максим ТВ. Мы поняли, что, ну как же, у нас там по нескольку девушек, событий и так далее ежемесячно происходят, и туда выезжают и фотографы, и стилисты, и там все готово. Туда нужно привезти операторов. И мы сделали больше ста роликов, это стало пользоваться огромной популярностью. Это можно было использовать в потрясающих маркетинговых целях, вставляя в конце этих роликов рекламу из журнала, из сайта и всего чего угодно. Это все стало расходиться в интернете, к нам стали приходить видеоплощадки, просить открывать эти каналы, и все было здорово и замечательно. И я понял, что вот где-то на пересечении вот этих форматов, того, чего нельзя воспроизвести на бумаге, и того качества, которое позволяет достичь глянец по доступу, по уровню съемок, селебрити и чего-либо еще, что где-то здесь должно лежать какое-то некое логичное продолжение того, чем нужно заниматься. Да, я поднимал много этот вопрос, по разным причинам, в том числе и причинам кризиса, потому что это оказалось не очень готово, так сказать, к этим новым движениям. Позиция была продолжать в старом духе, и я стал, собственно, не то, чтобы искать, но стал приглядываться к каким-либо сервисам и к каким-либо площадкам, которые планировали заниматься собственным телевидением, собственными видео-версиями или чем-то связанным с видео. И в какой-то момент, после долгих поисков, я общался с очень многими компаниями, с аргументами и фактами, там, ну, с целым рядом, да, с Олимпийским комитетом России мы даже общались, значит, и про много чего-чего-чего-чего. И в результате меня пригласил Михаил Ильичев, который генеральный директор РУТЮБа. Мы пообщались не очень долгое количество времени, и оказалось, что мои интересы, в общем, практически совпадают с тем, что требовалось в РУТЮБе. Я с удовольствием согласился и перешел буквально, там, за небольшое количество времени. А мне тяжело было так морально переходить с функции руководителя в должность такую, ну, подчиненную? Вы знаете, я по литовому скажу, что я пришел на должность никакого не замгена директора, я пришел на должность директора по развитию. Да, я знаю. То есть еще должность менее, ну, условно говоря, статусная, чем сейчас. Нет, мне это было совершенно не тяжело, потому что, во-первых, как я уже сказал, я переходил в проект, бизнес которого является профилем. Да, и я не, ну, грубо говоря, что лучше, неизвестно быть там, не знаю, последним парнем, так сказать, в городе или первом на деревне, насколько это применимо сюда. Да, но в данном случае мне гораздо более интересно было работать в должности директора по развитию РУТЮБа как гораздо более прогрессивного и масштабного проекта. Нужно понимать, что даже при всех наших стараниях совокупная аудитория всех издательских проектов, всех веб-проектов издательского дома Ашет составляла там 2-3 миллиона. А совокупная аудитория РУТЮБа на тот момент была как минимум там в 2-3 раза больше. Соответственно, это был совершенно новый уровень, это был уровень проекта со специализацией, которая меня тогда интересовала, поэтому это не было тяжелым для меня. Вы имеете в виду видео, да? Да, я имею в виду видео, я имею в виду вообще сам масштаб этого проекта и тот круг обязанностей, который у меня, когда был мне предложен, он был, может быть, даже более комфортным для меня, потому что в должности директора интернет-проектов нужно контролировать все от разработки дизайна до редакционной стратегии и многих-многих-многих вещей. Здесь я мог сконцентрироваться больше на каких-то вещах более узких, но и делать их более качественно. А какие были, кстати, ваши обязанности на тот момент? Ну или так, как они менялись впоследствии? Это очень интересно, потому что изначально мои личные обязанности были, ну, не секрет, что сейчас все более-менее крупные, даже не крупные площадки стремятся привлекать партнеров, которые обладают качественным лицензионным видео, чтобы его транслировать. У нас есть аудитория, есть возможности транслировать видео, значит, нужно искать, но при этом мы не специализуемся на том, что у нас есть редакция. Соответственно, наша задача была поиск тех, кто обладает большим количеством, ну, или небольшим количеством, но качественного видео. Значит, все эти действия стали производиться, мы стали искать таких людей. И, во-первых, мы поняли, что их очень мало до сих пор, мизерное количество. К сожалению, большинство из тех, кто мог бы это делать, как, например, Максим, да, этого не делают отчасти из-за кризисных ситуаций, отчасти из-за того, что интернет-проекты там находятся даже не на уровне там Web 1.0, а еще на каких-то только, не знаю, мысленных горизонтах, ну, не знаю, можно там взять издательский дом Бурда, да, который, как известно, до сих пор очень-очень далек от интернета, хотя обладает там целым рядом достаточно крупных, интересных изданий в своем пакете, да. Тот же там издательский дом Индеп, который хоть и обладает интернет-проектами, но все они находятся там в стадии, не знаю, там 90-го года. Ну, и была также большая проблема, например, с музыкальными брендами, потому что сейчас, чтобы демонстрировать видеоклипы, вы должны платить деньги звукозаписывающим компаниям. Это некоторый нонсенс, потому что в телевидении все наоборот, вот, но в интернете пока есть такой атовизм, да, то есть, все тут приходится таким образом решать, поэтому с этим вопросом были определенные сложности. Можно найти много-много-много всяких маленьких производителей того, что можно транслировать, но, опять-таки, это не генеральный объем, да, поэтому по ходу деятельности, плюс у нас были определенные технические проблемы, и, ну, они, понятное дело, связаны с тем, что все-таки Routube был сделан достаточно давно, и сильно возросшая за последний год его аудитория, и сильно возросшие к нему требования, и сильно убежавшие вперед в тот год продажи конкуренты, в том числе западные, они требовали, конечно, сконцентрироваться в определенной степени на некоторых новых функциях, сервисах, переделках самого проекта, да, поэтому... И этим вы занимались? В частности, я занимался очень много чем-то, я занимался стратегиями развития партнерского направления, что для этого нужно, какие должны быть сервисы, какой должен быть формат, как он должен выглядеть, откуда должны браться деньги. Я занимался развитием ряда партнерских проектов с крупными... Просто они все еще вышли, поэтому я не могу все озвучить. С нашими сервисами. Ну, какие-то могу, я не знаю, вот мы там заканчиваем совместно с Мамбой видеознакомство, да, мы запустили, наверное, самую большую у нас систему контекстной рекламы с бегуном, и еще сейчас будем экспериментировать с различными другими проектами. Мы работаем вот в этом направлении, да, то есть мы, помимо, ну, какой-то там, не знаю, визуальной составляющей, я сейчас в большей степени сконцентрируется на крупных каких-то партнерских направлениях, которые могли бы приносить и деньги, и мы сейчас готовим систему, которая позволит использовать наш плеер для любой площадки, и кастомизировать ее под себя, и показывать в нем рекламу, и мы готовили большую, я готовил большую программу, программу разделения доходов для партнеров, ну, и массу-массу подобных вещей. Не думаю, что там их всех стоит сейчас перечислять, но профильность такой. Вы обмолвились по поводу слабого представления в вебе нескольких заяцких домов, а кто из тех, кто уже представлен, как вам кажется, наиболее хорошо это сделал в Рунете? Вы знаете, ну, наиболее хорошо это сделали в свое время газеты, да, потому как у них, ну, им делать больше было нечего, деваться некуда, и, собственно, формат газеты, ну, он просто, ну, поскольку он новостной, он предполагал. Поэтому быстрее всего как-то у нас более-менее очнулись, конечно, газеты. Ведомости коммерсант, да? Ну, да, там, ведомости коммерсант, он переделывался, он был довольно странным в свое время, там, в Excel за деньги можно было скачать его какие-то выпуски. А потом потихоньку вроде стали подтягиваться, там, вот, эксперт, там, ну, соответствующие, как бы, издания еженедельные, которые тоже, в общем, серьезно оглядывались на афиш, ну, там много, да, которые оглядывались на тоже достаточно оперативную информацию. И потом медленнее всего, конечно, стали подтягивать. То есть, в принципе, все это логично, да? То есть, тем, кому, так сказать, нужно давать информацию оперативнее, те быстрее трансформировались в интернет. Тем, кому информацию нужно давать с более длинным промежутком и более визуальным, да, те делают это медленнее всего. Но так или иначе, почти все там уже. Возвращаясь снова к Рутюбу, чем различаются, на ваш взгляд, аудитории русифицированного YouTube и Рутюб? Ой, вы знаете, много-много дискуссий, споров на этот счет, поэтому я могу только какие-то свои примерные предположения сказать, потому что, например, я пользуюсь и тем, и тем, зачастую. Большинство так и делает, да, и делает малоразличие, в общем, в каком плейли сейчас смотрят. Тем более, что часто это смотрится не на сайте, собственно говоря, материнском, а где-то в блоге, там, во внешнем, одним словом, контенте, где это вставлено виджетом. Совершенно верно, да, поэтому сейчас, ну, это, видимо, мы как-то позже, или вы мне зададите этот вопрос, или я на него отвечу, это по поводу будущего видеохостингов как хостингов. Обязательно задам. Имеет ли в этом смысл. Вы знаете, различия аудитории, ну, нужно подумать, что-то, ну, понять, что такое YouTube и его недавно появившаяся русифицированная версия, да, она появилась действительно совсем недавно. Собственно, успех Рутьюба, когда он появился, он был за счет того, что да не было этой русифицированной версии, и все быстрее работало. YouTube, у него есть совершенно четкий слоган. Он гласит как Broadcast Yourself, раскрути себя. Большинство времени существования YouTube и большое количество популярных видео и того, что там происходило, напрямую с этим слоганом связано. Это были музыкальные группы, это были видеоблогеры, это была активная часть аудитории, которая хотела донести что-то до людей. Это не было медиа. Это была группа людей, производящих в большей степени там контент. Выкладывающие. То есть, как что, YouTube – это проект контент-мейкеров, а Routube – это проект для тех, кто смотрит. Это, извините, давайте сейчас чуть позже до этого дойду, именно до этой мысли или для какой-то ее модификации, но тем не менее. Поэтому YouTube, YouTube, вторая, это помимо той вещи, что это контент-мейкеры, вторая часть, YouTube – это сервис. Это технологическая компания. Она ориентируется на сервис и постоянно развивает именно сервис. Для нее очень важны люди, выкладывающие видео. Именно выкладывающие. Значит, теперь определенное отличие. Мы сейчас немножко перешли просто с вопроса, чем аудитории отличаются, к вопросу, чем сами сайты отличаются, может быть, восприятие аудитории. С Routube все немножко иначе. Нужно понять, что начинался он как абсолютная копия YouTube. Да, тут нечего греха таить. Собрались ребята в Орле, создали проект, как две капли воды, похожий на YouTube. Да, что-то там как-то его запустили. И тут, а он оказался в то время и в том месте. Ну, действительно, ничего аналогичного не было. Народ стал что-то туда заливать, что-то там смотреть и так далее. Но, в результате, все это пришло к тому, что на Routube он превратился в такое... Вы знаете, он превратился в медиа. Туда стали ходить за развлекательным видео, за каким-то видео локальным там, да? За каким-то видео, которое больше соотносится к тому региону, где его смотрят. Ну, справедливости ради такая же история происходит и на YouTube. Да, такая история происходит сейчас на YouTube. Просто стараюсь быть последовательным в... Как бы, что происходило и что вот сейчас следующее как-то, что я хотел бы сказать, что есть сейчас. Да, просто я... Ну, понимаете, да? Может быть, это слишком длинно, постараюсь покороче. Так вот, соответственно, Routube развивался в этом направлении. И если сейчас там, не знаю, какой-нибудь... Евсюков там, да, появляется и там, и там, да? То, соответственно, раньше там скорее он появился бы на Routube, потому что на YouTube его не выкладывали. Значит, дальше очень важный момент. По Routube. Сервис... Сейчас, по-моему, количество выкладывающих видео, оно стремится чуть ли не к, там, не знаю, к пяти, что ли, к семи процентам. Очень небольшое количество. То есть, самих видео выкладывается много, там, несколько тысяч в день. Но, по сравнению с той аудиторией, которая их смотрит, это ничтожное, мизерное количество людей. В основном, это те люди, которые видео не производят. Это те люди, которые его, я бы сказал, коллекционируют. Очень часто YouTube воспринимался, чтобы себя раскрутить. Что нужно, чтобы себя раскрутить? Чтобы тебя увидели. Это не просто выложить видео. Это каким-то образом его продвинуть в какие-то... Почему, например, на YouTube почему-то не пошли сообщества, да? Вот группы и сообщества на YouTube не заработали. Хотя оно как раз для этого... Люди стали использовать YouTube как видеохостинг. Они стали это постить в какие-то блоги. Куда-то, куда-то, куда-то пытаться себя раскрутить. В какой-то момент, когда появился российский YouTube, да? Многие люди пытались здесь, в России, делать то же самое. Не очень получалось. Аудитория-то огромная. И видео не всплывали. Я помню, как один из наших известных блогеров писал нам письмо. И говорил, ребят, слушайте, и все, на YouTube меня больше не видно. Я бы хотел, так сказать, на чем-то более локальном. Мне здесь проще выйти наружу и стать более видимым. Поэтому сейчас мы все это внимательно очень проанализировали. Мы поняли, что гнаться за YouTube из-за технологической компании Google в интересах обслуживания видеоблогеров и сервисов, наверное, не имеет смысла. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что в данном случае YouTube больше воспринимается как медиа, как медиа-сайт, а YouTube больше воспринимается как сервисный сайт. Поэтому мы стараемся усилить два направления, понимая, что сейчас происходит. Это направление редакционное, которое занимается отбором видео, для того, чтобы демонстрировать его пользователям. Это направление партнерское, которое позволяет использовать наши технологии для того, чтобы демонстрировать видео на других сайтах. А как вот с другими конкурентами? Я читал в одном из интервью, что вы говорили, что их нет. Но помните, смотри.ком не так давно имел аудиторию сопоставимую с вами. Я говорил, что прямых конкурентов нету в этом интервью. Дело в том, что смотри.ком... У нас вообще очень хорошо все получилось в Рунет-пространстве. У нас почти никто ни с кем нигде не конфликтовал. Изначально, потому что было очень мало видеопроектов, они очень дороги. Смотри.ком, с моей точки зрения, пока он как-то с РБК, там все время какие-то проблемы происходят. Вот, ну, что называется, имиджевого характера в том числе. Он нашел отличную нишу. А смотри.ком весь превратился в такое, в большое количество онлайн-видеочатов и трансляций. Помните, да, там открываешь первую страницу, и там сидит куча народу, там девочки какие-то, пообщайся со мной и так далее. Да, все дальше, дальше, дальше он занимал эту нишу. И мне казалось, что это вообще, на самом деле, прекрасная идея сделать большой онлайн-видеочат. И если бы я там руководил в свое время смотряковым, я бы, наверное, туда бы его и двигал. Все, отлично, все, ниша есть, все хорошо. А Video Mail.ru было, ну, стандартным видеохостингом при крупном портале, как есть Video Yahoo, там Video Google и все остальное, что только может быть. Понятно, что у постояльцев этого портала, пользующихся всеми его функциями, ну, они в том числе могли что-то там, не знаю, публиковать на Video Mail.ru. Да, с Rootube там, ну, была ситуация, он больше был ориентирован как на, ну, как в чистом виде видеохостинг. Там можно сказать, что, например, там Rootube, он вообще трафик не покупает никакой нигде. То есть вся эта аудитория, она действительно нормальная, естественная аудитория, которая вот приходит и где. То есть мы не выкупаем ничего нигде. И даже сейчас уже, по-моему, и не меняемся ни с кем. Вначале там ребята что-то делали, а сейчас вот это живой прям срез того, что есть. Все реально. Не как в издательских домах, да, где 90% аудитории выкуплено. То есть это трафик, который куплен там в тизерных сетях и где-то еще. Вот, кстати, к теме контента непосредственно, видеоконтента. Неважно, где он располагается. Есть два типа, да, грубо говоря. Это контент пользовательский, контент, так скажем, непрофессиональный. Это съемки очевидцев, это какие-то, как это принято говорить, приколы, да, то есть события, снятые там, возможно, скрытыми камерами и так далее. То есть то, что не имеет отношения к созданному, ну так, к предмету искусства. Пускай это журналистского, но искусства. Есть контент профессиональный. Вот мы обеседовали недавно с главным режиссером Russia.ru, Юрием Гусаковым. В частности, Russia.ru – это ваш не прямой, но конкурент, как мне кажется, также место для видео, но только своего и только профессионального. Вот вам как видится развитие видеоконтента в этом направлении? То есть будет ли доминировать тот или иной? Как они будут взаимодействовать? Я сейчас скажу. Во-первых, Russia.ru для нас не конкурент, а для меня он скорее желаемый партнер, потому что ребята производят очень много видео. Я с большим удовольствием открою канал Russia.ru на Рутюбе, и по каким-то, так сказать, не знаю, просто сейчас пока ни мысли, ни рук, ничего, так сказать, не дошло. Да, но вообще для меня Russia.ru – это скорее партнер, потому что они производят видео. Да, они его вещают, но в большей степени они его производят. Поэтому мы не, ну, я не думаю, что мы где-то серьезно пересекаемся, так сказать, что какая-то аудитория там, не знаю, ходит туда, а не сюда. Это важный момент. Значит, теперь что касается видеопользовательского и видеопрофессионального. Значит, во-первых, видеопользовательское, оно зачастую, несмотря на то, что оно сделано некачественно мобильным телефоном или камерой супермаркета Евсюкова, все мы помним, да, ничего профессионального там, спасибо, не было, тем более смотрелся страна. Или вот последний у нас майор милиции. Сегодня у нас шесть обращений к президенту от различных людей было выложено в пятницу 13-е, так что президент теперь, в общем, может к нам приходить и смотреть. Давайте будем заняться на выходных. Да, давайте будем заняться на выходных. Разные люди, проблем масса, можно все послушать и все разобрать. Значит, соответственно, подобного рода видео, они зачастую собирают огромную-огромную аудиторию. Да, зачастую она даже больше, чем профессиональная. Поэтому развивается это видео, на самом деле оно развивается такими достаточно серьезными темпами. Почему? Ну, как фотография, вы знаете, там, я не знаю. Почему, совершенно понятно. Да, какое-то время назад, не знаю, там, фотография отсканированная была небольшой редкостью, а сейчас, знаете, у нас там только ленивый нефотограф. У всех там уже все очень красиво, качественно, и аккаунт на фликре есть. Да, поэтому видеопользовательское, видео такое репортажное, оно, ну, как жанр репортажа, в принципе, неумираемо и постоянно интересно. С видеопрофессиональным все гораздо сложнее. Дело в том, что до сих пор, до сих пор, до сих пор, большинство наших телеканалов, да, которые, скажем, Газпром-медиа, да, телеканалов, огромное количество. Мы только с ТНТ нормально можем сосуществовать, и то с большим-большим-большим количеством условностей. Потому что большинство компаний не очищает авторские права для использования в интернете. Использование видео в интернете зачастую, если оно полностью легально, полностью заключено партнерское соглашение, или невозможно, или очень дорого, или нерентабельно, да. Это серьезно ограничивает вообще, в принципе, возможность дополнять, увеличивать серьезную долю профессионального видео на видеопорталах. Нет, вот эта проблема, она потому, что владельцы прав на этот контент, традиционные телеканалы, и они не заинтересованы в появлении этого контента в сети. А, возможно, с течением времени контент профессиональный, вот мы об этом, кстати, говорили с тем же самым господином Гусаковым, контент профессиональный будет рождаться, ну, так сказать, сам по себе. То есть некая студия будет создавать некие программы, и выкладывать их в сеть или вещать их в телевизоре, это не так важно. То есть использовать все медиа, возможные источники для обращения к пользователю. Что-то происходит, да, вон после ТВ, пожалуйста, они, собственно, начинали с того, что сейчас они там на телевидении стали делать программу. Раньше они делали там Тина Канделаки, делали программу исключительно для интернета. Но это скорее... Вот вы видите, что эта тенденция будет продолжаться, и что вот тогда, собственно, и сам тормоз этот уйдет с традиционного телевизора, который сейчас не позволяет свой контент размещать. Сейчас они просто ревнуют, они просто боятся этого. С точки зрения телевидения, да, такая тенденция будет, потому что, собственно, само телевидение, оно редко производит что-то самостоятельно. Это студии, которые производят программы, передачи и так далее и тому подобное, да, и, соответственно, продают их на шоу, продают их на телевидение. Это нормально, и они будут это продавать на интернет-порталы, тогда, когда там интернет-порталы будут им платить те же деньги, да, то есть тогда, когда они будут больше зарабатывать. Соответственно, это происходит там не сейчас, но в каком-то обозримом будущем, разумеется, это произойдет. Но дело в том, что правообладателем зачастую являются не телевидения, как я говорил, с музыкальной стороны, это звукозаписывающие компании, да, со стороны кино какой-то там индустрии, это кино какие-то производственные, и много-много-много все эти права, они зачастую очень серьезно осложнены, да, там, ну, каким-то целым рядом вещей. Более того, большинство контента, который, в принципе, видео, давайте вот с другой стороны прям, большинство видеоконтента, который производится, не предполагает, что он будет транслироваться в интернете, у него нет этого формата. Те же самые Пост-ТВ начинали, я помню, наши беседы с девушками с Пост-ТВ, когда они приносили сюда программу «Нереальная политика», которая длилась 45 минут, загружали ее на Рутюб, и мы ждали там, что же произойдет, но, разумеется, ее никто не мог ни посмотреть, ни досмотреть до конца, потому что, ну, это практически невозможно. А, кстати, интересно, потому что он велик в объем файла и не качает провинция, или все-таки, прежде всего, потому что в интернет вообще парадигма потребления, или как это называется еще, паттерн потребления другой, и больше там 10 минут не выдерживает внимания интернет-пользователя? Конечно, видеоклип, он не зря длится не больше, чем там 4 минуты, там, и так далее, да. Формально любой человек, я помню, по аналитике, которую мы делали там в Ашете, в Легардере, вот во Францию, мы собирали со всех-всех-всех сайтов, принадлежащих Легардер-групп, продолжительность времени, который человек проводит на сайте. Продолжительность времени, который человек в среднем проводит на сайте, там, за исключением, да, это 3,5-4 минуты. Вот это то время, когда можно ему какую-то информацию донести. Да, я понимаю, что ее проще донести через видео, потому что за 3-4 минуты он гораздо больше через видео воспримет, чем текста начитает там с картинками, да. Но 40 минут он не сидит, он может 40 минут выделить, если он скачал сторин-то фильм себе, да, вот подключил к телевизору, и, пожалуйста, все, у него есть полтора часа, да. Или если он очень, крайне заинтересован в подобного рода контенте. Потому что, конечно, есть первый фактор, длинный файл, там, узкие каналы и так далее и тому подобное, но вот в основном, конечно, это второй фактор. То есть, вот, парадигма потребления, она совершенно другая в интернете. Вопрос несколько в другую сторону. Какого-то рода руководство осуществляется со стороны Газпрома? Вы знаете, ну, очень, очень генерально. Нам не, у нас нету большого папы из Газпрома, который сидит целыми днями и говорит нам, вот здесь это видео, здесь вот это, а вот здесь вот этот сервис, откройте, здесь этот. В этом смысле в Газпром-медиа работать более чем комфортно. Я могу сказать, что все какие-то, ну, те, что до меня, по крайней мере, доходят из Газпром-медиа, соображения, пожелания и так далее, это ценные и полезные вещи. Потому что, конечно, опыт у людей, которые занимаются этим холдингом, огромен. И он крайне ценен. То есть не приходит таких сообщений, что вот вон ту плашку покрасьте в синяю и точка. Нет, это у нас вот в издательских домах. Это у нас босс-вишлист назывался, который всегда имел первый приоритет, что у нас, вы знаете, шрифт у нас слишком крупный на сайте или розовую бы плашечку сделать. Здесь нет, вы знаете, я был бы с гораздо большим удовольствием, если бы наши большие боссы из Газпром-медиа, может быть, почаще бы к нам приходили, я бы наверняка много бы ценного оттуда смог подчеркнуть, но это слишком занятые люди. Подумалось, что, знаете, если нет этого папы из Газпрома, возможно, потому что вы его должность занимаете. Ведь обычно в компаниях вот таких, аффилированных с крупными структурами, на, так сказать, должности следящего находится именно директор по развитию. То есть, вернее, как именно на эту должность сажают следящего директора по развитию, потому что такие размытые полномочия, функции непонятны часто, да? И поэтому, ну вот, господин будет здесь находиться с вами, кстати, будет занимать должность директора по развитию. – Нет, у нас совершенно противоположная история. Во-первых, у нас, так сказать, и функции, и полномочия, у нас вот мои размытые полномочия, они, так сказать, не из-за того, что непонятно, чем я занимаюсь, да? Не из-за того, что нужно делать на таком достаточно высоком менеджерском уровне достаточно много. Да, мы, к сожалению, не имеем, ну, достаточно ограниченный пока, по крайней мере, на первом этапе штат, да, и в ресурсе, который, ну, вы понимаете, да, вот в данном случае развитие для Рутьюба, это сейчас, по сути, и есть основная задача. Ему нужно понять, куда, как и в каких направлениях двигаться, потому что он не может двигаться. В 2006 году только и торловские программисты создали видеохостинг по подобию Ютьюба, и все. Он не может долгое время находиться в таком состоянии, а у этого проекта вокруг происходит масса явлений, вплоть до того, что вымирают, например, фотохостинги, потому что у нас в Фейсбук уже фотохостинг самый крупный в мире. То же самое происходит с видеохостингом. Зачем мне это постить куда-то там, непонятно, на Ютьюб, когда в моем аккаунте в Фейсбуке я загружаю видео в HD, и все прекрасно. Или в моем аккаунте в ВКонтакте, что более традиционно пока что для русских пользователей. В ВКонтакте там, так сказать, к сожалению, ну, у меня определенное, как бы, предвзятое отношение, так сказать, ВКонтакте. Я не знаю, мне кажется, что судьба этого проекта, она больше на Леру будет похожа через какое-то время, да, по аналогии с ЖЖ. Но, понимаете, ВКонтакте изначально, который копирует Фейсбук вот как две капли воды, да, как две капли воды, он лишен большинства преимуществ Фейсбука, да. Например, видео ВКонтакте, да, до сих пор, ну, заливает только вот, ну, только мазохист, потому что там Фейсбук уже давно перестроился, а ВКонтакте нет, да. Ссылки, очень же удобно публиковать ссылки в Фейсбуке, да, он сразу подтягивает вам там кучу полезных, ну, превьюшечку дает, там, заголовочек и так далее. Ссылки ВКонтакте до сих пор там режутся административно, да. То есть ВКонтактом пользоваться неудобно крайне для, так сказать, той деятельности, для которой он был задуман. В нем он очень такой устаревший по вот целому ряду своих функций. Мне кажется, что это, как он изначально, были одноклассники, был ВКонтакте, да, какое-то время назад. Вот здесь люди чуть повзрослее были, здесь там студенты, да. Сейчас ВКонтакте это большой пиратский хостинг музыки, да, все, все говорят, ну, там музыки. Музыки и видео все-таки. Да, ну, музыки, музыки, в большей степени музыки. Если провести опрос среди пользователей ВКонтакта, зачем люди пользуются ВКонтактом, да, я там уверен, что там добрая половина, а то и больше, кажется, из-за того, что я там могу любую песню найти и послушать, и скачать, и все, что угодно. Ну, я бы не сказал, вы знаете, вот по моим наблюдениям, очень много людей там действительно зависает на уровне просто коммуникации, это и дейтинговый сервис, то есть... Нет, безусловно, безусловно, он, так сказать, сопряжен со всеми этими функциями, безусловно. И это, конечно, игровой очень по-серьезски теперь сервис, потому что эти приложения... Вы знаете, им повезло дважды, если вот мое мнение по поводу ВКонтакте, им повезло дважды, потому что первый раз они скопировали, им удалось это раскрутить, они не упали под свалившейся на них нагрузкой, то есть не свою идею, без всякого, кстати, негатива, просто вот, ну, как бы, заимствовав идею Фейсбука, они, разумеется, опарив волну, и дав элементарно русский интерфейс Фейсбука, по сути дела, на домене ВКонтакте.ру, они получили значительное пользовательское внимание, и им повезло то, что они не свалились по этим вниманиям, они смогли вырулить, у них появились финансовые партнеры, и технически они справились с нагрузкой. И вот, когда они выросли до состояния, там, где-то полгода назад, ну, полтора года назад, год, наверное, так, и вопрос монетизации и бешеных расходов стал очень остро, вот, прям-таки было подарком судьбы, я не знаю, кому из, не знаю, может быть, господину Мильнеру, может быть, господину Дуру или всей команде. В целом, подарком судьбы была история с приложениями, потому что сейчас только веселый фермер, по некоторым данным, зарабатывает, зарабатывает миллион долларов в месяц. Половина из них – это заработок ВКонтакте. А там эти приложения десятки тысяч уже. Я совершенно не против того, как зарабатывает ВКонтакте, да, это действительно успешный проект, успешный локальный ресурс, да, я просто говорил о том, что, ну, с точки зрения того функционала, который есть у его, что можно сказать про нас, да, там на Ютьюбе некоторые вещи гораздо удобнее, чем на Ротюбе. Мы, в принципе, чем-то похожи, да, ВКонтакте скопировал, Фейсбук Ротюб скопировал, там, Ютьюб, да, ВКонтакте, там. Ну, я просто говорю о тех функциях ВКонтакта, которые, ну, которые сейчас там серьезно уступают фейсбуковским, поэтому у меня лично к нему предвзятое отношение, я лично им, как бы, не пользуюсь, и потому что, мне кажется, это просто очень неудобным ресурс устарел, да, и, собственно, да. Я почему сказал, потому что сравнивать с Леру, а Леру, действительно, он заметно вторичен по отношению к ЖЖ, и даже господин Клименко ведет в итоге блог на ЖЖ, несмотря на обладание проектом Лавинтернет. Перейдем к вопросам слушателей, поскольку пора бы нам уже это сделать. Такой короткий блиц из того, что пришло ко мне в блог, если не возражаете. Вопросы из разных тематик, кое-что мы отчасти отрагивали, кое-что нет. Вот, по возможности, кратко, там, односложно, что вы думаете, да, нет, или, там, потому-то, да. Вопрос от Дмитрия. Ютуб работает в убыток, как дела у Рутюб? Не знаю, откуда у Дмитрия такая информация, что он работает в убыток, да, у меня нет. Ютуб действительно убыточен. Ну, у меня перед собой эта информация нет. Значит, Рутюб, я, опять-таки, у нас не очень принято конкретные цифры называть, не потому, что там все что-то прячут, да, а потому, что, ну, как бы, с определенными вещами это связано в российском интернете. Вы знаете, у нас, наоборот, сейчас все идет к тому, что мы уже не просто будем скоро работать в прибыль, да, а она будет вполне себе ощутимой. Почему? Потому что нам, ну, вообще, большинству, наверное, интернет-проектов все-таки с кризисом очень повезло, да, а интернет-проектов, которые еще и могут заменить традиционные носители, да, и предложить традиционным, тем, кто размещал рекламу в традиционных СМИ, что-то аналогичное. Ну, например, тот же самый телевизионный ролик, да, ну, пожалуйста, вот есть, вы демонстрировали это на канале ТНТ или где-либо еще, ну, пожалуйста, демонстрируйте это на Рутюб без всяких изменений, там, пост-роллами, прероллами, да. Здесь оказалась очень востребованная с точки зрения интернет-реклама, поэтому у нас зачастую бывает ситуация, когда нам негде разместить собственную рекламу. Я такого давно, честно говоря, не помню за проекты, за свое время работы в интернет-проектах. Такой завал рекламы, это от того, что у вас хорошие связи с Газпром-медиа, ну, то есть, собственно говоря, прямой Ростов? Вы знаете, не только, да, потому что у нас все время растет доля собственных продаж, а просто за счет того, что мало кто сейчас вообще в Рунете может предложить, ну, такой формат, как видеореклама или как контекстная реклама в видео или где-то еще. Да, это действительно что-то новое, это действительно что-то работающее, потому что CTR-ы у этой рекламы во много раз выше, чем стандартный баннерный. И это действительно тот продукт, который, ну, для многих был столь ожидаемым решением. И поэтому популярность этого формата растет, будет расти, и рынок этот будет расти очень серьезно. Поэтому в этом плане уже, что называется, повезло нам, да, в контакте. Вопрос от пользователя WhaleCash, он, очевидно, из Соединенных Штатов, он вопрос достаточно длинный, я задам его короче. Почему проблемы со скоростью у Routube на стране, когда качаешь не из России? То же самое, кстати, и из Германии у меня. Скорость Routube куда ниже, чем скорость YouTube. Проблема CDN-а, потому что все сервера пока располагаются в Москве, мы только начали заниматься, ну, грубо говоря, те, кто создавали этот проект, конечно, ни о чем подобном не думали. А сейчас мы только создаем, начинаем сотрудничество с CDN-сетями, с тем, чтобы была возможность в удаленных каких-то регионах, городах, там, может быть, странах смотреть этот контент на более высокой скорости. Да, сейчас это проблема, проблема каналов, расстояния и так далее. Когда примерно думаете решить эту проблему? Мы уже начали решать, я знаю, что в нескольких городах она уже реализована, и, ну, я думаю, что в течение следующего года мы будем все больше и больше это развивать. К сожалению, не всегда это зависит от нас. Да, зачастую на Западе, конечно, все эти сети по доставке контента развиты гораздо больше, чем в России, и в большей степени мы понимаем, что еще и качество связи в других городах зачастую, ну, если говорить про другие страны, это одно, если говорить про другие города в России, то оно там сильно далеко от совершенства. Виктор спрашивает, сколько человек работает над проектом? Над проектом работает порядка 30 человек, не считая технических сотрудников. А технических сотрудников сколько? Технических сотрудников, я думаю, что примерно столько же. То есть суммарно 60 порядка, да? Да, порядка 6000 человек. А какие расходы примерно идут на покупку и поддержку серверов, трафика? Вы знаете, я не готов сейчас озвучивать эту информацию, просто потому что у меня перед собой просто нету этих таблиц и данных, да, сколько мы тратим на сервер. Как вы думаете, это просто насколько у многих проектов, которые не так технологичны, как вы, там, не связаны с тяжелым контентом, у них большая часть расходов, если не практически вся, это фонд заработной платы. У вас, я понимаю, изряднейший процент это трафик и железо, да? Да, конечно. Хостинг. Конечно. А какой примерно процент просто, любопытно? Примерно. Слушайте, я не готов сейчас ответить на этот вопрос. Честно, я не люблю давать некорректную информацию, которая потом везде цитируется, да? Если будет необходимо, я могу просто чуть подробнее потом как-то это дошлить. Ну, если будет возможность ответить потом в комментариях в блоге, то, собственно, там где вопросы все размещены, то хорошо. Не был готов, знал бы, соответственно, сказал бы, да. Вот вопрос по поводу стартапов в целом, Алексей спрашивает. Опишите кратко ситуацию со стартапами в России. Можно ли про нее рассказать, чем бы тебя не тешилось, лишь бы не маялось? Такой вот вопрос. Ну, знаете, я не хочу так сказать, да, потому что любой стартап, он, во-первых, имеет шанс стать чем-то серьезным, во-вторых, чем больше стартапов, тем больше, собственно, таких хороших, интересных проектов. Да, ситуация со стартапами в России, с моей точки зрения, она как бы точно такая же, как ситуация со стартапами вообще везде, да? То есть нельзя сказать, что мы находимся где-то там совсем далеко-далеко-далеко. Здесь тоже возникает масса идей, да, многие из них вторичные, какие-то из них там первичные. Но просто сам интернет-бизнес, он еще все-таки, ну, в моем понимании, это не совсем закостенелый устоявшийся механизм, да, который, ну, в моем, не знаю, мне лично, да, я понимаю, что большинство стартапов убыточны, но они, большинство стартапов убыточны везде, да? А где, в какой момент что-то выстрелит и станет чем-то замечательным, в том числе может и в России быть. Так что нет, у нас это не, у нас народ не дурью мается, у нас все делают то же самое, что и на Западе, ну, пытаясь найти какое-то идеальное решение. Как в любом бизнесе, не знаю, там, торговыми продуктами. То есть это стартапами, как вот в этой притче, набившейся Москомину про лягушку, то есть просто лапками бьешь по молоку, и там получится-получится, не отутонешь. Думаю, что да. Алексей Петрушев спрашивает. Владимир, многие видеографы, видимо, это создатели контента, предпочитают отечественному Рутюбу, Вимео и Экспошоа Рум. Возможно, правильно сказал это, возможно, и нет, точка ком. А большая часть связана с качеством картинки, возможность презентовать свои работы в интернете с наилучшей стороны. Вы планируете популяризировать Рутюб среди профи, и что для этого делается? О, значит, про Вимео мы не говорили еще сегодня. Это очень интересный проект, с моей точки зрения, нашедший свою нишу и серьезно поконкурировавший с Ютьюбом. Вы знаете, это, ну, это в большей степени такое, это, 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 Вимео, это Макинтош, да, есть PC, а есть Макинтош. Вот Макинтош, как изначально, да, он, он весь очень красивый, и он, Вимео позиционируется как ресурс, куда выкладывается режиссерское видео креативное. Да, они на этом спецназируются, там можно найти документальные фильмы, эксперименты режиссеров и многие-многие-многие другие вещи. Сейчас туда стали тянуться потихоньку производители, в принципе, профессионального контента за счет, а, бизнес-решений, да, потому что Вимео предлагает свой плеер, white label, его можно публиковать на любом сайте без каких-либо логотипов Вимео, плюс Вимео предлагает очень высокую скорость и высокое качество вещания. Да, безусловно, одно из направлений это, которым я лично и мы, как Рутюб, будем заниматься. Что же касается привлечения людей, которые производят режиссерский контент, то количество подобного рода людей здесь у нас, в России, оно очень-очень маленькое. Выбрать это как стратегическое направление для Рутюба сейчас было бы большой ошибкой. Я понял вас. Перейдем тогда к следующей рубрике. Мы поговорим о новостях недели. В двух словах расскажу вам о том, что случилось на этой неделе, о чем-то, конечно, знаете, что-то, возможно, вам сообщу и новое. Из того, что отобрана нашей редакцией, показалось нам любопытным. Рунетология. Жизнь Рунета сегодня. Первая новость. Русский Форбс ищет аудиторию на Facebook и LinkedIn пишет веб-планета. Открылся сайт forbsrussia.ru. Видели, кстати? Да, да. Значит, сайт открыл, разумеется, издательский дом Alex Springer Russia, собственно, который владеет самой торговой маркой Forbes. И что любопытно, что отметили сейчас на веб-планете, то, что расценки на рекламу там очень высоки. Относительно коммерсанта и ведомостей даже, которые обладают, ну, просто не самыми высокими расценками в Рунете. У коммерсанта, скажем, баннер 240 на 400 стоит 900 рублей. У ведомостей 1000 рублей за 1000 показов же. На Forbes Russia такой же баннер 240 на 400 будет стоить 1100 рублей по прайсу. И объясняется это владельцами сайта тем, что, собственно, Forbes это и маркет посерьезнее. Ну, если попросту так их трактовать. И, в частности, говорится о том, что пользователей предполагается привлекать издателями с помощью социальных сетей Facebook, LinkedIn и Twitter. То есть материалы сайта снабжены функциями для расшаривания в этих сервисах. Именно в этих. Как впечатление, кстати, от сайта? Ну, вы знаете, как оно было, так и оно осталось. Это информационный сайт, да. Это информационный сайт. Сайт с информацией, да. Да, сайт с информацией. Это вот, чтобы корректно высказаться, да, я понимаю? Ой, что это такое у нас было? Что-то у вас, видимо, там заработало. Это у меня открыт сайт Forbes. Это, видимо, оттуда ко мне кто-то обратился. Я его закрыл уже. Наверное, реклама. Значит, сайт с информацией больше ничего, да? Ничего, по крайней мере, такого революционного не состоялось. Вы знаете, на первый взгляд, нет. Ничего не состоялось. Да, этот сайт, он, в общем, выглядит как логичное продолжение целого ряда сайтов Аксель-Шпрингель, которые у них были до этого. Это такой еженедельник, который сводит еженедельную информацию в некие строчные потоки. Для меня это немножко тяжело воспринимать эту информацию. Это будет такой, знаете, больше похожий к какой-то, не знаю, какой-то BFM, да? То есть, ну, что-то такое прям финансовая, деловая информация, да? А BFM... Строки, строки и потоки. BFM, кажется, вам не очень удобным сайтом. Нет, он, мне кажется, нормальным совершенно сайтом для своей сугубо финансовой тематики. Да, там, а здесь, ну, просто как-то Forbes все-таки это в каком-то... Ну, конечно, не глянется, но это журнал более такой визуальный зачастую. Портреты, люди, ну... Вот по ощущениям не хватает немножко великодержавности такой вот того, что из себя... Ну, того, что рождает в ассоциациях марка Forbes. Ну, это безусловно, да. То есть, конечно, все-таки, если это дорогая марка, она должна немножко быть дорого подана, а не в качестве, там, какого-то ресурса. Хотя мне нравится, что ребята выбрали как стратегию работу с социальными, там, сетями, да. Мне кажется, она перспективна. Я думаю, на самом деле, кстати, что особенно это ничего не даст, по крайней мере, если стратегия граничит с размещением таких вот предложений под... С каждым текстом разместить где-либо. Однако... Скорее наоборот, да, если бы они там размещали эти материалы, с предложением прочитать их на Forbes, все было бы замечательно. Как дань времени, это, собственно, понятно. Как одно время все ставили под материалами ссылки на социальные закладки. Ну и, собственно, продолжаю. Так вот сейчас очень модно ставить ссылки на Facebook, Twitter, там, FriendFeed. Я люблю читать с Facebook, а не отправлять туда из каких-то материалов. Ну, да. Едем дальше. ТНС вышел с новым отчетом. Как, может быть, знаете, уже появилась информация о ТНС России. Замеры по сентябрю. И вот по этим замерам, если коротко пройтись, 49% населения старше 12 лет в крупных и средних городах России пользуются интернетом минимум ежемесячно. Как выяснили в процессе этого опроса. 9 из 10 подростков молодых людей до 24 лет являются пользователями интернет. А в Москве сеть также популярна и до 34 лет. То есть, чем дальше провинцию, тем моложе получается аудитория, которая погружена в интернет по-серьезному. Вот, собственно говоря, пожалуй, такие главные исследования. Несколько сайтов появилось новых у ТНС. Кстати, вообще, вот ваше отношение к ТНС как к счетчику. Такое впечатление, что чем дальше, тем больше все солидные сайты, может быть, за счет того, что ТНС так себя хорошо позиционирует. Либо за счет каких-то иных факторов. Все солидные сайты себе это ставят и как бы уже становятся таким вот хорошим тоном. Если хочешь продавать рекламу, медийную рекламу всерьез, то изволь поставить ТНС, заплатить им изрядную долю за это. И только потом начнет жить хорошо. Так у нас же Нильсона нету, да? Кто аудит независимый? Вот независимый аудит и есть тот самый ТНС. Да, хочешь продавать рекламу, да, понятно, что у ТНС там масса недостатков. Но пока им не появится хоть одного конкурента, ну, все будут вынуждены это делать. Я глубоко уважаю ребят из ТНС, которые смогли занять подобную позицию на этом рынке, фактически безальтернативную, да, и вынудить всех с ними работать. Ну, да, да, это так оно и есть. А появится какой-нибудь, как вы думаете, такой еще внешний аудитор? Получается, что счетчики недостаточно убедительны для рекламодателя? Ну, рекламодателю просто нужно больше информации, честно говоря, зачастую сейчас уже проблема не столько-то с тем, что не доверяют, да, там, площадкам, там, уже как-то, ну, прошли те времена, там, каких-то там грубых обманов, накруток, там, и так далее, да, сколько, так сказать, некого общего сравнительного аудита, да, то есть в одном месте можно посмотреть какие-то рейтинги, там, что-то такое, да, ну, общая, там, информация. Так вот, его никто не проводит, да, у нас там что-то, я помню, в прошлом году Нильсон появился, но что-то я его не слышу. С тех пор, как он появился. Поэтому пока, пока тут даже нечего обсуждать, да, есть ТНС, и, да, все, что предлагает ТНС, этим приходится пользоваться. То есть безальтернативная вещь, да, совершенно. Тестируйте Снежинск, новое ранжирование внутри России. Так написано в блоге Яндекса Поиска. На буке Яндекс.Ру выложена новая версия поисковой системы Снежинск. Они, кстати, повадились называть очень забавными, почти экзотическими названиями городов небольших российских свои новые и новые поисковые технологии. В частности, в данном случае Снежинск предлагает дополнительные региональные факторы, которые основаны на интересе пользователей к документам. То есть это, опять-таки, вопрос разной выдачи для разных регионов. Как вам, кстати, вообще идея о том, что разные регионы получают разную выдачу? Кажется, верный? Разный регион. Ну, с одной стороны, конечно, это может быть верно. Информация, опять-таки, сильно зависит от поисковых запросов. Конечно же, ничего мне не знаю. Зачастую, знаете, это как проблема с контекстной рекламой в Яндексе, да, которая поведение, поведенческий таргетинг. Стоит мне один раз поискать зимние шины, как-то, как мне их будут предлагать следующие полтора года. Да, поэтому идея, конечно же, понятна, что целый ряд вещей, которые ищут люди и ищут пользователи в регионах, может отличаться от столичных. Но, опять-таки, для генеральных каких-то, не знаю, не являюсь специалистом в поисковых технологиях, думаю, что это могла быть как альтернативная выдача к основной. А вот по вашему региону мы вот так предлагаем. Тогда да, но не как бы сервис либо-либо. Ну, хорошо, еще одна новость от Яндекса, вернее, как косвенно с Яндексом связанная. Roam.ru собрал в одном месте наиболее заметные рейтинги, которые планируют стать отчасти заменой закрывающемуся, как известно, рейтингу блогов Яндекса. А именно, Артем Лебедев.ru.tool.blogs.ru – это версия Артемия Лебедева. Студия Артемия Лебедева. Рекомендую зайти посмотреть. Версия такого же, собственно, рейтинга, также основанного на API Яндекса, на проекте Антона Носика, хуюглы, хуюгл.ру слэшблокс, сейчас говорю, слушаю, что это, конечно, звучит на грани, совсем на грани. Нам нравится всем очень, да. Значит, и топ50.ру, это такой вот альтернативный вариант, видимо, независимых разработчиков, не связанных, по крайней мере, с какими-то крупными брендами или заметными именами, вот уже появляются и растут, как бы, как грибы после дождя. Да, видимо, их будет и больше. Вопрос в том, кто и как возьмет лидерство, или в итоге это будет, так сказать, рассыпано по разным блог-рейтингам. Вы знаете, ну, любые рейтинги, да, чем они безинтернативнее, тем они ценнее, как известно. Да, поэтому, конечно же, в этой битве рейтингов там, ну, выбьется какое-то небольшое количество. Большое количество рейтингов снижает ценность каждого из них очень серьезно. Да, поэтому, конечно, по степени, там, не знаю, авторитетности и известности. Но есть там рейтинг Forbes, конечно, мы с вами тоже можем составить рейтинг самых богатых людей. Но бренд этого рейтинга, рейтинг очень от бренда еще зависит, который к нему привязан. Да, поэтому я не думаю, что это будет массовым явлением. Сейчас оно стало массовым, потому что единственный лидер и единственный неоспоримый проводник этих рейтингов Яндекса по разным причинам отказался от подобного рода сервиса, да, переложив там определенную, может быть, степень ответственности на, как бы, самих пользователей. Соответственно, дальше кто, да, кто, кто, кто более авторитетен будет, тот и останется. То есть много их не останется, по крайней мере, аудитория у многих из них не будет одинакова. Ну, сейчас, кстати, для проекта Носика, вот проекта этого, боюсь сказать еще раз, Хуюгл.ру, это, может быть, некоторый шанс стать заметнее, поскольку, как мне кажется, несмотря на то, что запуск произошел уже изрядное время назад, он до сих пор практически не виден с точки зрения посещаемости, с точки зрения цитируемости и прочего. То есть он есть и все, как некая такая игрушка Антона Носика, а его значимость, его рост, как мне кажется, отсутствует. Ну, опять-таки, мое мнение. Я просто не слышал от Антона Борисовича, как он вообще этот проект позиционирует, судя по его названию, это и есть, в общем-то, шутка. Не совсем, нет, вы знаете, судя по рассказам Антона Носика, это, в общем, была серьезная затея, давно вынашиваемая, на которую он по-серьезному вложился. Делалось параллельно с БФМ, то есть после запуска БФМ, но при этом, в общем, была надежда на то, что все будет хорошо. Мы просто с ним даже ввели переговоры в Москве о партнерстве по одному из моих проектов, но в итоге ничем это не закончилось. И, в общем, до сих пор мне непонятно, с тех пор момента этих переговоров, а что, собственно говоря, хотел господин Носик с проектом делать дальше. Потому что, ну, вот прошло полгода, как мы говорили, проект также не очень заметен. Ну, это, опять-таки, не потому, что я считаю, что проект нестоятельный. Он, конечно, гениален, как все, что делает господин Носик. Я не нашел определитель породы собак на этом проекте, а также женский календарь. В общем, много чего всего интересного. Да, ну, возможно, сервис по блогам и станет. Хотя мне кажется, что любой подобного рода рейтинг, он должен быть все-таки как-то более привязан к... Ну, понимаете, когда Яндекс делает рейтинг по блогам, это понятно. Потому что Яндекс считает блоги. И больше никто, ну, условно говоря, малый человек считает блоги. Поэтому он на базе своего движка там может выступать как некая единая система. Здесь, ну, не знаю, нужно построить бренд рейтинга. Да, если этим заниматься серьезно, то вряд ли бренд Хуюгл, ну, это мое личное мнение, сможет стать основным в оценке активности информационной в Рунете. Ну, может. Да, вероятно. Ведомости пишут. Билайн будет искать. Так выглядит заголовок. Громко, прям как в известиях 25 лет назад. Значит, выпилком заинтересовался рынком интернет-рекламы. И чтобы поучаствовать в нем, он решил возродить старейший поисковик Рунета Апорт. Кто-то, наверное, уже не помнит такого имени. Когда-то купленный дочерней компанией в импелкома Golden Telecom. Апорт, кстати, недавно сменил дизайн. Это было несколько дней назад. Смотрите, видели, нет? Новый дизайн Апорта нет. Да, ну, в общем, там нет ничего такого прорывного, но он другой. Это Апорт со вкусом, там, не знаю, малины теперь, возможно. Я не помню, какого он оттенка. Если синий, то черники, допустим. Синий-серый такой, да. Ну, голубики, так скажем. Да, голубики. Что было немножко экзотично. Значит, и какие планы есть в импелкома? Предполагается, что Апорт будет подпитан людскими и финансовыми ресурсами. И вот, собственно, займется в том числе и поисковыми технологиями также. Хотя это специалисты оценивают достаточно скептически. Так, уже упомянутый сегодня нами господин Клименко оценивает затраты в перезапуск проектов 3-5 миллионов долларов. И... А вот где-то я видел даже комментарий. Кажется, говорил об этом наш гость Сникмару. Нет, не здесь. Ну, бог с ним. В общем, одним словом, пока что не с большим альтимизмом смотрят на это. И мне кажется тоже, что достаточно тяжело поднять бренд Апорт. А главное, не очень понятно, надо ли. Учитывая то, что это будет безумно дорого и очень рискованно. Создавайте еще один поисковик. А вам кажется как? Знаете, мне кажется, что вообще это очень интересный вопрос про наших крупных сотовых операторов. Которые действительно огромные компании с огромными возможностями монетизации, с огромными возможностями экспериментов, которые очень долгое время, в общем-то, концентрировались на только своем прямом бизнесе. Хотя таких бизнесов, там, не знаю, все, что было построено вокруг, него зачастую пользовалось этими услугами. То, что сейчас, как в свое время, там, все увлеклись интернетом. Крупные, богатые компании, сотовые операторы увлеклись какими-то крупными интернет-проектами. Какие-то они покупают, какие-то они возрождают. Я думаю, что просто началась эпоха экспериментов и появился новый инвестор в такого рода проекты. Сейчас методом проб и ошибок эти компании, ну, МТС там омлет сделала, да, вот этот Апорт купили. Методом проб и ошибок, я думаю, что это вообще, что мобильные операторы, поскольку это все-таки информационные компании, они будут, в общем, крупным инвестиционным игроком на этом рынке. Но, видимо, через некоторое время, когда там утрясется состав людей, специалистов и проектов. Ничего им не мешает сейчас экспериментировать и правильно делают. Ну, то есть вы думаете, что нас ожидает некоторый небольшой локальный, но золотой дочь страны сотовых операторов в области Рунета? Да, мне кажется, да. Понял вас. И последняя новость на сегодня. Вышло исследование от Яндекса, и снова Яндекс, контент Рунета. По этим данным, я коротенько пройдусь, по самым таким главным тезисам. По этим данным, на осень 2009 года в Рунете около 15 миллионов сайтов. Это около 6,5% от общего состава сайтов во всем интернете. Информация в сети неравномерна. 88% всего текста находится менее чем на 1% сайтов. То есть тут даже не правило Парета, тут такой Парета в Кубе. Средний сайт Рунета состоит из 255 страниц. Содержит 159 тысяч слов и 204 картинки. Большинство сайтов гораздо меньше среднего. И половина сайтов в Рунете состоит всего из одной страницы. То есть, видимо, это спам сайта в основном. Тех, что из одной страницы. И слова, обозначающие позитивные эмоции и чувства в интернете, встречаются в два раза чаще, чем негативные. Самые часто употребимые в интернете слова, обозначающие позитивные эмоции, это добро и любовь. Вот такие вот дела. Это, если кратко, конспект по контенту Рунета. Кстати, там также говорилось о том, что видео набирает обороты. О том, что набирает обороты, в том числе и звук. Хотя в меньшей степени. И растем и множимся мы со страшной силой. Видео-то действительно набирает обороты. Мы это видим по собственным серверам. Очень ощутимо. Очень-очень набирает. Тяжело приходится, наверное. Да, мне очень тяжело и серверам, и нам всем. Именно с этим, кстати, сейчас связаны определенные проблемы со скоростью Рутюбы и так далее. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Мне, конечно, очень здорово. Мне очень понравилось, что у нас слово добро. Самое часто встречаемое. Я думал, что у нас совершенно другие слова. Нет, не самое. Это, внимание, это из позитивных. Самое, конечно, встречаемое часто другое. То есть, понятное свойство. Тут, кстати, не поведено это слово, но, скорее всего, это либо порно, либо секс. Мы можем сказать из слова, как бы мы уже достаточно взрослые для этого. Да, да. Ну, тем не менее, все-таки хоть что-то. Что касается... У нас просто... Ну, я думаю, что количество сайтов в интернете вообще дальше будет немножко сокращаться. Потому что мы сегодня хоть и не поговорили о достаточно интересной теме по поводу видеохостингов как таковых. И, например, их сосуществовании с социальными сетями, такими как Facebook. А давайте кратенько под финал об этом поговорим. Буквально, если можно, на пару минут. Ну, как раз перед этим можно закончить. Рунетология. О главном от главных. На самом деле, недавно как раз, ну, пытаясь анализировать там какие-то пути развития и пути, куда идти, да, ну, как-то посмотрев, что происходит и почитав там массу информации, получается очень интересная вещь. Зачем люди пользовались и пользуются видеохостингами? Люди пользуются видеохостингами для того, чтобы хоронить и потом куда-то, где-то демонстрировать свое видео. На видеохостингах, как известно, там на YouTube группы не пошли. Социальная активность работает не очень хорошо. В силу каких обстоятельств можно долго обсуждать. Просто такой есть факт. Да? Поэтому совершенно резонно, что те места, куда, ну, те сообщества, куда публиковались эти видео, в конце концов, завели у себя эти собственные видеохостинги. Facebook, там, ну, не знаю, там, ВКонтакте, там, кто-то еще, да. И, соответственно, эта функция дальше начинает переходить уже к этим проектам. И играть в видеохостинг становится опасно. Грубо говоря, гораздо проще Facebook построить у себя видеохостинг, чем видеохостингу к себе прикрутить Facebook социальный. Поэтому нам приходится искать уже какие-то другие пути, которые могли бы скорее это видео транслировать и скорее это видео предлагать, и скорее предлагать какие-то технологические решения. То есть это не бизнес Facebook, который, безусловно, вот как сейчас сказали, количество сайтов, да, вот оно такое, оно будет сокращаться, потому что все будет постепенно превращаться в странички на социальных сетях. Вот. Поэтому очень сложный вопрос вообще появления новых видеохостингов. Мало того, что пойдет достаточно серьезная уже сегментация, например, ну, я просто по своим увлечениям, какими-то там, не знаю, лыжами, какими-то экстремальными вещами знаю, что гораздо более авторитетные, чем YouTube, специализированные видеопорталы на эту тематику, коих создалось уже не один, не два и даже не десять. И помимо того, что идет достаточно жесткая, так сказать, сегментация уже не видеохостингов, а таких видеожурналов, все вообще в этом видеобизнесе в интернете, оно все очень интересно превращается так же, как и везде. Вещаются компании, которые начинают вещать и снимать видео, для этого, как бы, они используют чьи-то сторонние решения, в частности, вот Vimeo там предлагает такие вещи, мы скоро будем предлагать это, да. И появляются, как бы, компании, которые, ну, собственно говоря, отвечают за хранение этого видеопользовательского, да, и в большинстве функций берут на себя социальные сети. Поэтому я думаю, что у нас в ближайшем будущем, ну, в средней, там, срочной перспективе ждет такое очень интересное разделение. И формально ресурсов подобных тепересней видеохостинги претерпит изменения в совершенно другую, там, скорее, в редакционно-сервисную сторону, чем в той, в которой они являются сейчас, некую общую функциональную. То есть вы станете такой видеовитриной, по сути? По сути, да. По сути, да. Я думаю... Поживем, увидим? Да. На этом все. Спасибо большое за то, что нашли время пообщаться. Спасибо вам, очень интересно. А вы слушали эксперт-шоу «Рунетология». Сегодня у нас в гостях был заместитель генерального директора видеопортала «Рутьюб» Владимир Барабанов, редакция выпуска Александр Рай, Юрий Берингов, Илона Грошева, веопрограмму Максим Спиридонов. Услышимся. «Рунетология» – программа Центра онлайн-образования «Нетология». Послушайте еще один выпуск.